Грэм Макнил Мстительный дух Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч И потому торжественное солнце на небесах сияет, как на троне, И буйный бег планет разумным оком умеет направлять, как повелитель, распределяя мудро и бесстрастно, добро и зло. Ведь если вдруг планеты задумают вращаться самовольно, какой возникнет в небесах раздор, какие потрясения их постигнут, как вздыбятся моря и содрогнутся материки, и вихри друг на друга набросятся, крушая ужасая, ломая и раскидывая злобно. Все то, что безмятежно процветало, в разумном единении естества. Приписывается драматургу Шекспайру. Пр. М. 2. Процитировано в пророчестве Амона из Тысячи Сынов. Глава 3. Стих 13. Линия, которая отделяет добро от зла, проходит не между видами, не между званиями или соперничающими верами. Она пролегает в сердце каждого смертного. Эта линия не постоянна, она меняется и сдвигается со временем. Даже в душах, опутанных злом, остается маленький плацдарм добра. Надиктованная Киилер. Том 2. Глава 34. Стих 7. Часть 1. Отцы. Где гробницы мертвых богов? Льет ли скорбящее вино на их могильные курганы? Некогда всеми богами правило создание, известное как Зевс. И всякий, кто сомневался в его могуществе и величии, был безбожником и врагом. Но кто в империуме поклоняется Зевсу? А как насчет Хуицила почтли? Ему в жертву приносили 40 тысяч дев, сочащиеся кровью сердца которых сжигали в громадных храмах-пирамидах. Когда он хмурился, солнце застывало. Когда он гневался, землетрясения уничтожали целые города. Когда же он хотел пить, его питали океанами крови. Однако сегодня Хуицила почтли совершенно забыт. А что с его братом, Тескотельпокой? Древние верили, будто Тескотельпока почти так же силен, как его брат. Ежегодно он пожирал сердца почти 30 тысяч девственниц. Но стережет ли кто-либо его гробницу? Знает ли, где она находится? Плачет ли кто-нибудь над его идолом? Вешают ли на него траурные венки? Что с Баларом из Ока? Или с госпожой Ситеры? Или с Дисом, который, как установил Кайстер Романцев, был верховным божеством Кельтоса? Или со спящим змеем Каюрой? Или с Таранесом, которого смутно помнил лишь мертвый орден рыцарей? Да первые историки единения. Или с алчащим плоти королем Нзамби? Или со змееподобными хозяевами Кром Круайх, которых изгнал из логова на острове Жнец Вороного Стекла? Где их кости? Где древо скорби, на которое вешают памятные гирлянды? В какой забытой обители небытия ждут они часа воскрешения? Они не одиноки в вечности, ведь гробницы богов полны. Там Урусикс, Эзус, Бальдор, Сильвана, Митра, Финикия, Дева, Кратус, Укселим, Берва, Гранос и Моганс. Все они в свое время были грозными богами. Им поклонялись миллиарды. Они сполна требовали и распоряжались. Им приписывали власть связывать воедино стихии и сотрясать основы мироздания. Цивилизации поколениями трудились, возводя им громадные святилища. Высокие строения из камня и стали, которым придавали форму при помощи технологий, ныне сгинувших в неизвестности Старой Ночи. Толкованием их божественных желаний занимались тысячи святых, безумных жрецов, вымазанных навозом шаманов и отравленных опиумом оракулов. Усомниться в их решении означало мучительную смерть. Огромные армии выходили в поле, чтобы защитить богов от неверных и донести их волю до безбожников в далеких краях. Их именем сжигали континенты, расправлялись с невинными и опустошали миры. И все же, в конце концов, все они иссохли и умерли, отвергнутые и по праву забытые. Сегодня мало кто столь безумен, чтобы оказывать им почести. Все они были высшими из божеств, а многих со страхом и благоговейным трепетом упоминается в старинных писаниях белого бога. Они занимали место верховной власти, однако время все равно прошлось по каждому из них и смеется над пеплом их костей. Все они были достойнейшими богами, богами цивилизованных людей, которым поклонялись целые планеты. Все они были всесильны, всеведущи и бессмертны, и все они мертвы. Если кто-нибудь из них действительно когда-то существовал, то являлся лишь одним из аспектов подлинного пантеона, маской, за которой таятся первые боги вселенной во всей своей ужасающей красоте. Ларгар громогласно проповедовал об этом, что было чрезвычайно утомительно. Однако его познания не столь велики, как его вера. Имперская истина, изначальная истина, и то и другое несущественно. Есть бог, который возвысил себя над прочими. Он могущественнее, чем любое вообразимое божество или порожденное кошмаром адское чудовище. Он император, мой отец, и я должен убить его. Вот та единственная истина, которая имеет значение. 1. Мавзолитика Братство Братья Мертвецы двело кричали. Округ Мавзолитика стал для них ужасным местом, где прекращение жизненных функций не давало успокоения от непрерывного страдания. Чтобы, наконец, заставить техноадептов устранить повреждения, оставшиеся после штурма сынов гора, пришлось предать мечу тысячу из них. Но все-таки ремонт был произведен. Мертвецы-мавзолитики кричали от рассвета до заката. Всю ночь и каждый день, с тех пор, как Аксиман захватил его во имя магистра войны. Они вопили от страха, ужаса и отвращения. Но сильнее всего они кричали от злобы. Их слышал только магистр войны, а его не заботила их злость. Его интересовало лишь то, что они могли поведать ему о пережитом и познанном ими прошлом. Сводчатая масса каменных строений с колоннами, имевшая те же размеры, что и дворец могущественного Патриция Терры, одновременно служила склепом для мертвых и либрарием. Главные фасады из охреного гранита блестели в лучах угасающего солнца, словно полированная медь. А от криков кружащих морских птиц гор Аксимант чуть не забыл о прошедшей тут войне. Чуть не забыл, что он едва не погиб здесь. Битва за округ Мавзолитика была выиграна тяжелым кровавым натиском. Клинком против клинка, мышцы против мышц. Разумеется, были и сопутствующие разрушения. Аппаратуру уничтожили, стазисные капсулы разбили, и законсервированная плоть превратилась в жесткую кожу, соприкоснувшись с безжалостной атмосферой. На стенах все еще были пятна крови. Картины катастрофы, созданные брызгами при взрыве тел внутри пробитых персональных оболочек. Изуродованные трупы принужденных убрали, однако никто не удосужился смыть их кровь. Аксимант стоял возле стены, изолеющего на солнце камня, которая доходила ему до колена, поставив одну ногу на парапет и опираясь предплечьями на приподнятое колено. Шум волн далеко внизу умиротворял. А когда с океана дул ветер, запах сжженного металла из порта сменялся ароматом соли и диких цветов. С обзорной точки на возвышенном плато поверженный город Тижун во многом выглядел так же, как во время первой высадки сынов гора. Первое впечатление было таким, словно громадная приливная волна прокатилась по рифтовой долине, оставив за собой забытый океанский мусор. Казалось, город лишен упорядоченности, но Аксимант уже давно оценил органическое изящество его древних творцов. Город многогранен, сказал бы он, окажись рядом, благородный слушатель. Он извлекает пользу из пренебрежения ровными линиями и навязчивой четкости. Видимый недостаток согласованности обманчив, так как порядок существует внутри хаоса. Это становится очевидным, лишь когда пройдешь по змеящимся дорогам и обнаружишь, что твоя цель была определена с самого начала. Все здания были по-своему уникальны, как будто в Тижун явилась армия архитекторов, и каждый из них создал множество строений из отходов стали, стекла и камня. Единственным исключением был Двелский дворец, недавнее дополнение к городу, имевшее характерные утилитарные черты классической макракской архитектуры. Оно было выше всего остального в Тижуне и представляло собой увенчанный куполом дворец имперского правительства, одновременно монумент Великому Крестовому Походу и проявление тщеславия примарха Желемана. Здание обладало математически точными пропорциями, и пусть Луперкаль и считал его аскетическим, Аксиманду понравилась сдержанность, которую он увидел в элегантно четком исполнении. По периметру главного лазурного купола и в углубленных нишах, тянувшихся по всей высоте центральной арки, горделиво стояли изысканные изваяния имперских героев. До того, как их разбили, Аксимант выяснил личность каждого из них. Магистры орденов и капитаны ультрадесанта и железных рук, генералы армии, принципсы титанов, понтификам Муниторума и даже несколько аэкзаторов, сборщиков податей. Крыши города медово блестели в лучах вечернего солнца, а море Энны было гладким и неподвижным. Вода превратилась в золотое зеркало, в котором мелькали яркие, словно фосфор, отражения кружащих на орбите боевых кораблей, временами появляющиеся луны и падающих далеко в море обломков, оставшихся после войны в пустоте. Возле мола из воды торчал нос затонувшего грузового танкера. На его поверхности пузырилась маслянистая грязь петрохимических гелий. Далеко на севере, у горизонта, упорно висела сияющая звезда, близнец, садящегося на юге солнца. Аксимант знал, что это не звезда, а все еще пылающие останки будайского корабельного училища, орбита которых уменьшается с каждым оборотом планеты. «Скоро упадет!» – раздался голос позади него. «Верно!» – согласился Аксимант, не оборачиваясь. «Хорошего будет мало!» – произнес другой. «Лучше бы нам уйти до того!» «Нам уже давно следовало уйти!» – добавил четвертый. Аксимант, наконец, отвернулся от букаллической панорамы Тижуна и кивнул своим боевым братьям. «Марниваль!» – сказал он. «Магистр войны призывает нас!» «Марниваль!» – восстановленный. Впрочем, он никогда и не пропадал, лишь временно раскололся. Аксимант шел рядом с Изекилем Абаддоном. В своем шипастом боевом доспехе первый капитан сынов гора на голову превосходил Аксиманда ростом. В его движениях читалась агрессивная дикость. Грубо обтесанные черты лица плотно облегали выступающие кости. На его черепе не было волос, за исключением лоснящегося черного пучка, который торчал на темени, словно племенной фетиш. Они с Абаддоном были ветеранами, входили в Марниваль еще до того, как галактика сошла с резьбы и рывком повернулась в другую сторону. Они проливали кровь на сотни миров во имя Императора и на многих сотнях других во имя Магистра Войны. И когда-то они смеялись, сражаясь. Рядом со своими рекомендателями шагали двое новых членов Марниваля. Отраженный свет луны Двелла рисовал на их шлемах полумесяцы. Один из них был известным воином, другой же сержантом, который заработал себе репутацию во время катастрофы при падении Двелла. Вдоводел Кибры командовал терминаторами-юстерианцами, один из людей Абаддона и истинный сын. Кибры был опытен и проверен в бою. Но Граэль Нактюа из заколдованных был новичком в Легионе. Воин обладал разумом, похожим на стальной капкан, и Абаддон сравнивал его ум с неторопливым клинком. С появлением Кибры на одну чашу Марниваля лег тяжкий груз гневливости. Аксимант надеялся, что это уравновесится присутствием флегматичного Нактюа. Благостность, которую Аксимант проявлял к сержанту, вызывала у некоторых ворчание. Однако Двел заставил их всех умолкнуть. Вместе с двумя новыми братьями Аксимант и Абаддон шли к центральному залу Мавзолитики, откликаясь на зов магистра войны. «Думаете, будет приказ о мобилизации?» спросил Нактуа. Как и всем им, ему не терпелось получить свободу. Война здесь давно закончилась, и если не считать некоторых вылазок за пределы системы, основная масса Легиона оставалась на месте, пока Примарх уединился с мертвыми. «Возможно», — отозвался Аксимант, которому не хотелось строить домыслов относительно мотивов магистра войны, оставаться на Двеле. «Довольно скоро узнаем. Мы должны двигаться», — произнес Кибре. «Война набирает обороты, а мы простаиваем в бездействии». Абаддон остановился и упер руку в центр нагрудника водоводела. «Думаешь, будто знаешь о ходе войны больше, чем твой Примарх?» Кибре покачал головой. «Конечно нет, я просто...» «Первый урок Марневаля», — сказал Аксимант. «Никогда не решай за Луперкаля». «Я за него и не решал», — огрызнулся Кибре. «Хорошо», — произнес Аксимант. «Значит, сегодня ты усвоил нечто важное. Может быть, магистр войны нашел то, что ему было нужно, а может и нет. Может быть, мы получим приказ о мобилизации, а может и нет». Кибре кивнул. Аксимант видел, как тот силится обуздать свой неуравновешенный нрав. «Как скажешь, маленький горд!» Расплавленное ядро хтони, что горит в каждом из нас, бурлит во мне сильнее, чем во всех остальных. Аксимант усмехнулся, хотя это прозвучало непривычно для него. Мышцы двигались под кожей слегка иначе. «Ты так говоришь, как будто это что-то плохое», — заметил он. «Просто не забывай, что пламя полезно, когда его контролируют». В большинстве случаев добавил Абаддон, и они двинулись дальше. Они пересекали высокие сводчатые вестибюли с рухнувшими колоннами и залы с изрешеченными из болтера фресками, где раньше было поле боя. Воздух гудел от вибраций зарытых генераторов и имел привкус, как в бальзамировочной мастерской. Между фресок, изображавших кобальтово-синих воинов легиона, которых приветствовали гирляндами, на увмурованных пластинах были выложены с усальным золотом десятки тысяч имен, захороненные мертвецы-мавзолитики. «Похоже на проспект славы и скорби над духи», — сказал Аксимант, указывая на мелкие надписи. «Его так не называли с Иствана», — фыркнул Абаддон, даже не взглянув на имена. «Пусть некрологистов больше нет», — вздохнул Аксимант. «Однако он такой же, каким был всегда. Место памяти о мертвых». Они поднялись по широким мраморным ступеням, с хрустом вступая по раздробленным остаткам опрокинутых статуй, и вышли в поперечный вестибюль. Аксимант проходил его вдоль и поперек с боем, вскинув щит, высоко подняв клинок скорбящего и расправив плечи, по локоть вымокнув в крови. «Опять замечтался», — спросил Абаддон, заметив крошечную заминку. «Я не мечтаю», — бросил Аксимант. «Просто размышляю, как нелегко, что армия людей смогла мешать нам тут. Когда вообще смертные создавали нам при встрече хлопоты?» Абаддон кивнул. «В городе старейших сражалась цепная вуаль. Они меня задержали». Дополнительных слов не требовалось. То, что какая-то армия смертных или транслюдей смогла задержать Эзекиля Абаддона, красноречиво говорила об ее умении и отваге. «Однако в конечном итоге все они умерли», — произнес Кибре, когда они прошли под огромной погребальной аркой и углубились в могильный комплекс. «Будь то цепная вуаль или обычные солдаты, но они стояли против нас с троем, и мы перебили их всех. То, что они вообще стояли, должно было намекнуть нам, что нас ждет что-то еще». «В каком смысле?» — спросил Аксимант. «Уже зная ответ, но желая услышать его произнесенным вслух. Люди, которые сражались здесь против нас, верили, будто могут победить. Их оборону организовал Медузон и Железный Десятый», — сказал Аксимант. «Можно понять, почему они ему верили. Такую стойкость смертным придает лишь присутствие легиона», — продолжил Нактуа. «Имея рядом военачальника Десятого Легиона и истребительные команды Пятого Легиона, они считали, что у них есть шанс, считали, что могут убить магистра войны». Кибре покачал головой. Даже если бы Луперкаль попался на их очередную уловку и явился лично, он бы с легкостью убил их. Скорее всего, Кибре был прав. Невообразимо, чтобы всего лишь пятеро легионеров смогли прикончить магистра войны. Даже с учетом эффекта внезапности, мысль, будто Гора можно повергнуть наскоком группы убийц с клинками, казалась смехотворной. Он обманул пулю снайпера на Даганет и избежал мечей убийцы на двеле, произнес Абаддон, пинком опрокинув гравированную урну, украшенную расколотой ультимой. Должно быть, Медузон пребывал в отчаянии, если решил, будто у Шрамов есть шанс. «Именно в отчаянии он и пребывал», — отозвался Оксимант, ощущая зуб в том месте, где ему восстановили лицо. «Просто представь, что было бы, добейся о неуспеха». Никто не ответил, никто не мог представить себе легион без Луперкаля во главе. Одно не существовало без другого. Однако Шадраку Медузону не удалось заманить магистра войны в ловушку. Идвел потерпел жестокое поражение. Столкнувшись с армиями Гора Луперкаля, все в конечном итоге терпели поражение. «Зачем вообще защищать мертвецов?» — спросил Кибре. «Если не считать господство на возвышенности над открытым городом, удержание Мавзолитики не несет реальной стратегической пользы. Мы могли просто разбомбить ее и послать ауксилии армии Литонана добить выживших. Они знали, что магистр войны захочет захватить столь драгоценный ресурс нетронутым», — произнес Нактуа. «Этот дом мертвых!» — настаивал Кибре. «Какой из него ресурс? Ты теперь в Марнивале. Отчего не спросишь у него сам?» — отозвался Нактуа. Кибре резко обернулся. Он не привык, чтобы к нему столь неформально обращался младший офицер. Требовалось время, чтобы оставляющий вдов сжился с равенством внутри Марнивале. «Полегче, Нактуа!» — предостерег Абаддон. «Пусть ты теперь и один из нас, но не думай, будто это освобождает тебя от уважительности». Аксимант ухмыльнулся гневу Абаддона. Эзекиль был бойцовой гонщей на истанчившейся привязи. И Аксимант гадал, известно ли тому об этой своей роли. Разумеется, Эзекилю было известно. Воин, которому не достает ума знать свое место, не стал бы первым капитаном сынов гора. «Мои извинения», — произнес Нактуа, оборачиваясь непосредственно к Кибре. «Я не хотел проявить непочтительность». «Хорошо», — сказал Аксимант. «А теперь ответь Фальку, как следует». «Мавзолитика занимает лучшее место для обороны в рифтовой долине. Однако она практически не укреплена», — произнес Нактуа. «Из чего следует, что двелцы чрезвычайно ею дорожили, однако не воспринимали как военную цель, пока им об этом не сообщил Медузон». Аксимант кивнул и хлопнул рукой к перчатке по полированным пластинам наплечника Нактуа. «Так почему железные руки считали это место ценным?» — спросил Кибре. «Понятия не имею», — ответил Аксимант. Лишь позднее он понял, что гораздо лучше было бы, если бы двелцы уничтожили залы Мавзолитики и разбили их аппаратуру на куски, лишь бы не дать ей попасть в руки сынов гора. Лишь гораздо позднее, когда последние страшные спазмы галактической войны на мгновение стихли, Аксимант осознал колоссальную ошибку, которую те допустили, позволив Мавзолитике устоять. Они обнаружили примарха в зале паломника, где старинная аппаратура позволяла хранителям Мавзолитики получать доступ к воспоминаниям мертвых и сверяться с ними. Хранители присоединились к своим подопечным в смерти. Егор Луперкаль управлял машинами сам. В центре гулкого помещения гудел от энергии, напоминающей храмовый орган колоссальный криогенератор, из источающих туман конденсаторов которого выходило множество заиндивевших труб. Основание было покрыто узором могильной пыли вместе, где истребительная команда белых шрамов сбросила маскировку. От генератора наружу, будто спицы освещенного колеса, ряд за рядом тянулись, расслабленные тела внутри установленных друг на друга стеклянных цилиндров. Оксимант насчитал 25 тысяч только в этом зале, а над землей было 50 помещений такого же размера. Он еще не успел выяснить, сколько покоев вырезано в основании скалы. Магистра войны было несложно заметить. Он стоял к ним спиной, склонившись над цилиндрическим тубусом, выдвинутым из гравиметрического поддерживающего поля. Между ними и магистром войны стояло 20 терминаторов-юстерианцев, вооруженных фальчионами с фотонным лезвием и двуствольными болтерами. Формально являясь телохранителями магистра войны, юстерианцы были пережитком времен, когда военачальники действительно нуждались в защите. Гору требовалось от них не больше боевой силы, чем от Марниваля. Однако после засады Хибухана никто не полагался на удачу. Как и всегда, примарх притягивал к себе взгляды. Перед его громадной фигурой было правильно и подобающе проявлять преданность. Непринужденная улыбка демонстрировала, что Гор только что их заметил. Однако Оксимант не сомневался, что он знал об их присутствии задолго до того, как они вошли в зал. Он был закован в титаническую броню цвета гагата с отделкой из желтой меди. На грудник украшало янтарное око со щелью зрачка, по бокам от которого располагались золотистые волки. Правая рука Гора кончалась смертоносным когтем. Левая покоилась на громадной булаве. Оружие называлось сокрушителем миров. Его адамантиевая рукоять была гладкой, если не считать орла на тыльнике. Убийственное навершие было черно-бронзовым. У магистра войны было лицо завоевателя, воина, дипломата и государственного мужа. Оно могло принимать доброжелательное выражение отеческой заботы или же становиться последним лицом, виденным в жизни. Оксимант еще не мог сказать, каким оно было на данный момент. Однако в дни вроде этого подобная неясность являлась благом. Если настроение Луперкаля было неизвестно тем, кто стоял рядом с ним, это бы взволновало тех, кто еще мог выступить против него. «Маленький гор», — произнес магистр войны, когда юстерианцы раступились между ними, словно врата керамитовой твердыни. Оксимант заработал свое прозвище благодаря поразительному сходству с генетическим отцом. Однако Хибухан лишил его этой черты при помощи клинка из твердой стали с медузы. Апотекарии легиона сделали, что было в их силах. Но повреждения были слишком серьезны, лезвие слишком остро, а израненная плоть слишком меланхолично. И все же, в силу некой причудливой физиологической алхимии, сходство между Оксимантом и его примархом стало еще более заметным, несмотря на грубое уродство. «Магистр войны», — отозвался Оксимант, — «ваш Марниваль». Гор кивнул и поочередно оглядел каждого из них, словно оценивая состав сплава восстановленного братства. «Одобряю», — сказал он. «Похоже, что сочетание хорошее». «Время покажет», — сказал Оксимант. «Как и всегда», — ответил Гор, шагнув вперед и оказавшись перед сержантом заколдованных. «Протеже Оксиманда, действительно истинный сын», — произнес Гор с ноткой гордости в голосе. «Я слышал о тебе, хорошее, Граэль». «Это правда?» К чести Нактуа тот сохранил самообладание при похвале магистра войны, однако не смог долго смотреть в глаза. «Да, мой повелитель», — выдавил он. «Возможно. Не знаю, что вы слышали». «Хорошее», — сказал Гор, кивнул и двинулся дальше. «Сомкнув когти на перчатке, оставляющего вдов». «Ты напряжен, Фальк», — произнес он. «Бездействие тебе не подходит». «Что я могу сказать? Я был создан для войны», — ответил Кибр с большим тактом, чем ожидал Оксимант. «В большей мере, чем многие», — согласился Гор. «Не тревожься. Я не заставлю вас с юстерианцами долго ждать». Магистр войны перешел к Абаддону. «Эзекиль, ты скрываешь это лучше, чем вдоводел. Но я вижу, что тебя тоже раздражает наша вынужденная задержка на двеле. Нужно выигрывать войну, мой повелитель», — произнес Абаддон едва ли не с упреком в голосе. «И я не позволю говорить, будто сыны Гора позволяют другим легионам сражаться вместо себя». «Как и я, сын мой», — ответил Гор, кладя коктистую конечность на плечи Абаддона. «Нас отвлекали замыслы и мелкие счеты других, но это время кончилось». Гор развернулся и принял от одного из юстерианцев кроваво-красный боевой плащ. Он набросил его на плечи, закрепив на обоих наплечниках при помощи штифтов в виде волчьих лап. «Оксимант, они здесь?» — спросил Гор. «Здесь», — ответил Оксимант. «Впрочем, вам и так об этом известно». «Верно», — согласился Гор. «Даже когда у нас еще не было тел, я всегда чувствовал их близость». Оксимант заметил в глазах Гора плутовской блеск и решил, что тот шутит. Магистр войны редко говорил о годах, проведенных с императором, еще реже о временах, которые предшествовали этому. «В моменты гордыни мне казалось, что именно поэтому император в первую очередь явился за мной», — продолжил Гор. И Оксимант понял, что ошибся. «Скорее всего, магистр войны не шутил. Я думал, что ему требуется моя помощь, чтобы разыскать остальных потерянных сыновей. Порой же мне кажется, что это было жестокое наказание, ощущать столь глубокую связь с генетическими сородичами лишь для того, чтобы быть разделенным с ними». Гор умолк и заговорил Оксимант. «Они ожидают нас в куполе Возрождения. Хорошо, мне не терпится присоединиться к ним. Абаддон жал кулаки. А потом мы вернемся на войну. Эзекиль, сын мой, мы ее и не покидали», — ответил Гор. Купол Возрождения Купол Возрождения представлял собой громадную полусферу из стекла и транспоростали, возвышающуюся над крупнейшей из каменных построек мавзолитики. Это было место почтения и торжественного назначения, место, где можно было вернуть к жизни сохраненные воспоминания умерших. Вход туда осуществлялся при помощи решетчатого лифта, который поднимался в центр купола. Гор и Марневаль встали в середине платформы, и то начало свой величественный подъем. Несмотря на протесты кибры, юстерианцев оставили внизу, и путь продолжили лишь пятеро. Оксиман поднял глаза к широкому проему в полу высоко над ними. По ту сторону он увидел треснувший хрустальный купол. Закат угасал, опускалась ночь. Лифт вошел внутрь купола, и на него скользнули косые колонны лунного света. Шальной снаряд повредил полусферическое сооружение, и отполированный металлический пол был покрыт осколками закаленного стекла, похожими на ножи с алмазными клинками. По внешнему периметру подъемника с равными интервалами тянулись гнезда для десятков криоцилиндров. Сейчас все они были пусты. Оксимант ошеломленно вдохнул морозный воздух, увидев ожидающих внутри полубогов. Разумеется, он знал, кого вызвал магистр войны, но вид двух столь сверхъестественных созданий все равно стал для него мигом откровения. Плоть одного была нематериальна, второй же был флегматично-телесным. Гор приветственно раскинул руки. «Братья!» — произнес он. «Добро пожаловать на Двелл!» До сынов Гора доходили слухи о переменах, произошедших с некоторыми из братьев магистра войны. Но ничто не могло подготовить Оксиманда к тому, сколько ренными оказались эти изменения. В последний раз, когда он видел примарха детей императора, Фулгрим выглядел как безупречный воитель. Герой с белоснежной гривой в пурпурно-золотой броне. Теперь же фениксиец представлял собой физическое воплощение древнего многорукого божества-разрушителя. Обладая змейподобным телом, облаченным в изящные фрагменты некогда величественного доспеха, Фулгрим был прекрасным чудовищем, существом, которое вызывало скорбь об утраченном им величии и восхищении, приобретенной им силой. Мартарион из Гвардии Смерти стоял поодаль от змеиной фигуры Фулгрима, и по первому впечатлению казалось, будто он не изменился. При более тщательном взгляде, в запавшие глаза обнаружилась боль от недавних ран, которая окутывала его, словно изодранный погребальный саван. Безмолвие, огромная боевая коса Повелителя Смерти, была изубрена боевыми засечками, а прикрепленная к древку длинная цепь с петлей, была обернута вокруг талии примарха, словно пояс. На цепях висели позвякивающие курильницы, каждая из которых источала крохотные облачка горячего пара. На его барочном доспехе с Барбаруса виднелось множество следов работы оружейника, заливка керамита, свежая краска и прикирочный порошок. Судя по масштабам ремонта, в какой бы битве он недавно не участвовал, та должна была быть жестокой. Гор отпустил юстерианцев, так что его братья-примархи также явились без сопровождения. Фулгрим без гвардии Феникса, а Мортарион без Савана Смерти, хотя Аксимант не сомневался, что и те, и другие неподалеку. Находиться рядом с магистром войны было честью, но присутствие при встрече трех примархов опьяняло. Фулгрим и Мортарион совершили путешествие к Двеллу с целью увидеть гора Луперкаля. Однако магистр войны явился не для того, чтобы его увидели. Он явился, чтобы его услышали. Тело Фулгрима свернулось под ним с шипением трущихся чешуек, и он стал выше Мортариона с магистром войны. Гор произнес Фулгрим, и в каждом звуке его голоса таился едва заметный смысл. «Мы живем во времена величайшего потрясения, какое знала галактика, а ты совсем не изменился. Как это разочаровывает!» «Зато ты изменился до неузнаваемости», — отозвался Гор. За спиной Фулгрима развернулась пара гладких драконьих крыльев, а его тело пошло темной рябью. «Более, чем тебе известно», — прошептал Фулгрим. «Менее, чем ты думаешь», — ответил Гор. «Но скажи мне, жив ли еще Пертураба? Мне потребуется его легион, когда стены терры рухнут». «Я оставил его в живых», — сказал Фулгрим. «Хотя для меня загадка, что с ним сталось после моего возвращения?» «В... как там он его называл?» «Ах да! В оке ужаса нет места тем, кто столь сильно погружен в материальные заботы». «Что ты сделал с владыкой железа?» — требовательно проскрежетал Мортарион из-под бронзового респиратора, который закрывал нижнюю половину его лица. «Я избавил его от дурацких представлений о постоянстве», — ответил Фулгрим. «Почтил, позволив его силе подпитать мое вознесение к этой высшей форме бытия. Однако в конце он не стал жертвовать всем ради любимого брата». Фулгрим хихикнул. «Думаю, я слегка его надломил». «Ты его использовал», — произнес Мортарион, — «чтобы превратиться в это». «Мы все друг друга используем. Ты не знал?» — рассмеялся Фулгрим, скользя по полу зала и любуя своим отражением в разбитых стеклах. «Чтобы достичь величия, мы должны принять благословение новых вещей и новых форм силы. Я принял этот урок близко к сердцу и охотно приветствую подобное преображение. Лучше бы тебе последовать моему примеру, Гор. Копье, нацеленное в сердце императору, должно быть не гибким, а из твердого железа», — сказал Гор. «Я — это твердое железо». Гор повернулся к Мортариону, который даже не удосужился скрыть свое отвращение от того, во что превратился фениксиец. «Как и ты, брат», — произнес магистр войны, шагнув вперед и по-воински сжав запястье повелителя смерти. «Ты поражаешь меня, непреклонный друг мой. Если даже хану не хватило сил повергнуть тебя, на что же надеяться остальным?» «Его скорость в бою чудесна», — признал Мортарион. «Но без нее он ничто. Я еще скашу его». «И я позабочусь об этом», — посулил Гор, разжимая руку. «На земле Терры мы стреножим хана и посмотрим, сколько хорошо он бьется». «Я твой слуга», — произнес Мортарион. Гор покачал головой. «Нет, ни в коем случае, не слуга. Мы ведем эту войну, так что не должны быть ничьими рабами. Я не собираюсь заставлять тебя менять одного господина на другого. Ты нужен мне, рядом как равный, не как вассал». Мортарион кивнул, и Аксиман заметил, что примарх гвардии смерти выпрямился после слов Луперкаля. «А что с твоими сыновьями?» — спросил Гор. «Тифон так и дразнит охотников льва». «После Пердитуса он весело пляшет с монахами Калибана среди звезд, оставляя за собой смерть и горе». Отозвался Мортарион с довольным ворчанием, от которого из ворота пошли струйки ядовитых аманаций. «Если позволишь, я вскоре присоединюсь к нему, и охотники станут дичью». «Уже скоро, Мортарион, уже скоро», — сказал Гор. «Твой легион готов к войне, и мне почти что жаль льва». Фулгрим ощетинился, не получив слов похвалы, однако Гор еще не закончил. «Сейчас, более чем когда бы то ни было, мне нужны вы двое рядом, не как союзники или подчиненные, а как равные. Я сохраню титул магистра войны не из-за того, что он олицетворял, когда он был пожалован, а из-за того, что он значит теперь». «И что же это?» — поинтересовался Фулгрим. Гор взглянул в орлиное лицо фениксийца, обладавшее холодным совершенством алибастра. Аксиман почувствовал силу, протянувшейся между ними связи, борьбы за главенство, в которой мог быть лишь один победителем. Фулгрим отвел взгляд, и Гор заговорил. «Он значит, что лишь у меня есть силы сделать то, что должно. Лишь я могу собрать своих братьев под одно знамя и переделать империум». «Ты всегда был гордым», — заметил Фулгрим. «И от тона фениксийца Аксиманда потянула схватиться за Эфес Скорбящего. Однако меч больше не висел у него на боку. Клинок был сильно иссечен и нуждался в ремонте. Гор оставил шпильку без внимания и продолжил. «Если я и горд, то это гордость за моих братьев. Гордость за то, чего вы добились с момента нашей прошлой встречи. Вот почему я призвал к себе вас и более никого». Фулгрим ухмыльнулся. «Так чего же тебе нужно от меня, магистр войны? То создание, с которым я говорил после Иствана, покинуло тебя. Ты вновь Фулгрим. Я очистил свою плоть от присутствия этого создания». «Хорошо», — произнес Горд. «То, о чем я говорю здесь, касается легионов и не относится к тварям, что обитают вне нашего мира. Я изгнал тварь Варпа, однако научился множеству вещей, пока наши души были переплетены». «Каким вещам?» — спросил Мартарион. «Мы договаривались с их хозяевами, заключали сделки», — прошипел Фулгрим, указывая серповидным когтем на гора. «Ты заключил кровавые соглашения с богами, а клятвы богам не следует с легкостью нарушать». «Меня насквозь пробирает отвращение, когда ты говоришь о вере клятвам», — сказал Мартарион. Магистр войны поднял руку, удерживая Фулгрима от ядовитого ответа. «Вы оба здесь, поскольку я нуждаюсь в ваших уникальных талантах. Гневу сынов гора снова нужно дать волю, и я не стану этого делать, не имея возле себя братьев». Гор медленно двинулся по кругу, оплетая Мартариона и Фулгрима словами, словно сетью. Эри поднял великий гибельный шторм на Калте и расколол галактику на части. По ту сторону бури 500 миров пылают в теневом крестовом походе, Ларгара и Ангрона. Однако теперь от их бессмысленной резни нету прока. Выбор между победой и поражением сделает то, что происходит здесь, с нами, с вами. Слова магистра войны были одновременно соблазнительными и успокаивающими, что было очевидно даже Аксиманду, однако они оказывали желаемое воздействие. «Мы наконец-то выступим к Терри?» – спросил Мартарион. Гор рассмеялся. «Еще нет, но скоро. Я позвал вас сюда, чтобы подготовиться к этому дню». Гор сделал шаг назад и вскинул руки. А из пола, быстро, словно коралловые наросты, поднялась древняя аппаратура, разворачивающаяся и раскрывающаяся с механической точностью. С ней поднялось сотни или больше стеклянных цилиндров, в каждом из которых находилось тело, вечно лежащее на пороге между бытием и забвением. Из прежде незаметных входов появилось множество плачущих техноадептов и механикум в черных облачениях, которые заняли места возле мягко светящихся цилиндров. «По любым оценкам смертных, наш отец Бог», – произнес Гор. «И хотя он и позволил своему царству погрузиться в мятеж, он все равно слишком могуч, чтобы сражаться с ним». «Даже для тебя?» – с ухмылкой спросил Фулгрим. «Даже для меня», – подтвердил магистр войны. «Чтобы убить Бога, воин сперва должен сам стать Богом». Гор сделал паузу. «По крайней мере, так мне сказали мертвые». Под куполом километровой высоты располагался гегемон, чудо гражданской инженерной мысли, которая идеально воплощала замысел, лежавший в основе создания дворца. Расположенный в округе Катмандау, старой Гималазии, гегемон был резиденцией имперского правительства, центром деятельности, где никогда не останавливался и не прерывался даже на миг непрестанный труд. Лорд Дорн, разумеется, хотел укрепить его, обложить золотые стены адамантием и камнем. Однако это распоряжение было тихо отменено на высшем уровне. Если бы армии магистра войны углубились во дворец настолько далеко, значит война уже была бы проиграна. Его кости пронизывал миллион комнат и коридоров, от бездушных загородок из голого кирпича для пестов до головокружительных покоев из-за услита, мрамора и золота, заполненных величайшими сокровищами искусства всех времен. Десятки тысяч закутанных в рясы секретарей и клерков спешили по высоким вестибюлям в сопровождении нагруженных документами сервиторов и бегущих рысцой чернорабочих. Послы и знать со всего мира собирались, чтобы подать петиции лордам Терры, а министры руководили делами бесчисленных департаментов. Гегемон давно перестал быть зданием в буквальном смысле этого слова. Он раскинулся за пределы купола, превратившись в громадный самостоятельный город, спутанную массу отвесных провалов архивов, канцелярских башен, куполов-просителей, дворцов бюрократии и ступенчатых террас с висячими садами. За века он стал практически непостижимым органом тела Империума, функционирующим, несмотря на чрезвычайную сложность, или, возможно, благодаря ей. Это было неторопливо бьющееся сердце владений Императора, где решения, касающиеся миллиардов, распространялись по галактике функционерами, которые ни одного дня не провели вне вращения кругов дворца. И округ Катмандау был лишь одной из многих сотен подобных областей, заключенных внутри окованных железом стен самой могучей крепости Теры. Под закутанной облаками вершиной центрального купола Гегемона располагалась уединенная рифтовая долина, где можно было встретить последние оставшиеся образцы естественной растительности Теры. Купол был столь огромен, что на разной высоте властвовали различные микроклиматы, из-за чего возникали миниатюрные погодные модели, противоречащие всем представлениям о замкнутости. Поблескивающие белые утесы были укутаны вечно зеленой горной растительностью и украшены каскадами ледопадов, от которых питалось хрустальное озеро с зеркальными карпами кои. Котрогу скалы на полпути до утесов лепились руины древней цитадели. Внешняя стена давным-давно обрушилась, а остатки внутренней крепости отделились группой концентрических кругов из стеклянного вулканического камня. Долина существовала до создания дворца, и молва утверждала, будто она имела особое значение для самого повелителя человечества. Правду знал лишь один человек, но он никогда ее не открывал. Малкадор Сигелит сидел на берегу колышащегося озера, решая, наступать ли уверенно справа, или же отбросить осторожность и атаковать всеми силами. Он обладал более крупной армией, однако противник был гораздо больше него. Огромный гигант, облаченный в боевой доспех цвета освещенного луной льда и укутанный в меховой плащ. Длинные косички красно-коричневых волос с плетенными драгоценными камнями и пожелтевшими клыками были откинуты с благородно дикого лица, которое в искусственном освещении купола казалось белым, словно мрамор. «Ты собираешься ходить?» спросил волчий король. «Терпение, Лемон!» произнес Малкадор. «В хнефатафле много тонкостей, и каждый ход нужно тщательно обдумывать, особенно, когда атакуешь. Я в курсе насчет тонкости игры», отозвался Лемон Русс. Его голос звучал, как гортанное, угрожающее рычание хищника. «Это я изобрел этот вариант». «Тогда ты знаешь, что меня не надо торопить». Могучий, более чем вообще, может подразумевать такое определение, Лемон Русс был цунами, который зарождается далеко в море и набирает силу на протяжении тысяч километров по мере приближения к берегу. Его материальное тело воплощало собой мгновение перед ударом. Даже когда Лемон Русс явно пребывал в покое, казалось, будто ему стоит огромных усилий удерживаться от буйного взрыва. У него на поясе висел на ремне охотничий клинок с костяной рукояткой. По его постчеловеческим меркам это был кинжал, для всех же остальных меч. Рядом с Лемоном Руссом Малкадор выглядел хрупким, сгорбленным стариком. По мере течения времени это все меньше было тщательно культивируемым образом и все больше становилось подлинным отражением усталости в глубине его души. Белые волосы не спадали с его головы и лежали на плечах, словно снег на громадных склонах Джамалунгмы. Находясь в обществе Сангвиния или Рогала Дорна, он мог бы связать волосы. Однако с Руссом внимание к физическим мелочам отходило на второй план перед насущными делами. Малкадор изучал доску, разделенный на неровные сегменты шестиугольник с восьмиугольным возвышением по центру. В каждом сегменте были проделаны прорези, куда помещались фигуры, вырезанные из пожелтевших зубов хросхвалу, набор воинов, королей, чудовищ и сил стихий. Части доски были сделаны подвижными, они могли надвигаться друг на друга и скрывать или открывать новые сегменты, а встроенные в каждый из боков стержни поворачивались, блокируя или открывая прорези. Все это позволяло умелому игроку одним движением радикально менять характер игры. У одного из играющих был король и небольшая группа помощников. У другого армии, и как и в большинстве подобных игр, задача была убить вражеского короля или сохранить ему жизнь, в зависимости от выбранного цвета. Рус всегда предпочитал играть за находящегося в меньшинстве короля. Малкадор вынул ярла владетеля и передвинул его ближе к восьмиугольнику, на котором собрались фигуры волчьего короля, а затем повернул один из стержней. Внутри доски завертелись пощелкивающие механизмы, но было невозможно узнать наверняка, какие прорези открылись, а какие закрылись, пока игрок не делал ход. Герзко, заметил Рус. Нема бы сказал, что ты недостаточно обдумал этот ход. Ты на меня давил, и ты позволил себя подгонять, задумчиво произнес Рус. Я удивлен. Сейчас не время для глубоких раздумий. Ты об этом уже говорил. Об этом важно говорить. Но еще и не время для безрассудства, сказал Рус, передвинув боевого ястреба и повернув боковой стержень. Яр владетель Малкадора упал на бок, занимаемая им прорезь закрылась. Глупо произнес Малкадор, отказавшись от возможности изменить доску ради того, чтобы подвинуть лишнюю фигуру. Теперь ты открыт. Рус покачал головой и надавил на сегмент доски перед собой, развернув его на 90 градусов. Когда тот со щелчком встал на место, Малкадор увидел, что слуги короля теперь готовы обойти его армию с фланга и казнить главную фигуру. Ты говоришь открыт, сказал Рус, а я говорю беркутра. Удар охотника, перевел Малкадор. Это по-чегорийски. Меня научил этому названию хан, отозвался Рус, который никогда не приписывал себе чужих заслуг. Мы называем это альма-игрбита, но его термин мне нравится больше. Малкадор аккуратно опрокинул свою главную фигуру на бок, зная, что из ловушки волчьего короля не будет спасения. Одно лишь медленное истребление, из-за которого его оставшаяся без предводителя армия окажется рассеяно по углам доски. Славно сыграно, Лемон, произнес Малкадор. Рус кивнул, наклонился и достал из-под стола широкогорлый кувшин с вином. В другой руке у него была пара оловянных кубков. Один он оставил себе, а второй протянул Малкадору. Сигелит заметил происхождение вина и с любопытством приподнял бровь. Рус пожал плечами. Не все у сынов было отравлено колдовством. Вино разлили, и Малкадор был вынужден согласиться. «Как скоро твой флот будет готов к бою?» спросил Сигелит, хотя уже изучил рабочий график фабрикатора Кейна с новопангейской орбитальной верфи, касательно фенрессийских кораблей. Щенки Альфария пытались вырвать храфангелю сердца, но его кости крепки, и он вновь отправится в плавание. Флегматично проворчал Рус. Кораблестроители говорят мне, что прежде чем он будет готов выйти в пустоту, пройдет по меньшей мере три месяца, и даже угрозы медведя не заставят их работать быстрее. «Медведи?» «Прицепившаяся ошибка в имени», только и ответил Рус. «А остальной флот?» «Может и дольше», сказал Рус. «Задержка раздражает, но если бы ангелы Калибана не прибыли вовремя, флот вообще не из чего было бы восстанавливать. Впрочем, мы занимаем время, тренируемся, сражаемся и готовимся к предстоящему». «Ты обдумал мою альтернативу?» «Обдумал», отозвался Рус. «И?» «Мой ответ нет», произнес Рус. «От нее смердит местью и крайними мерами». «Это стратегия», сказал Малкадор, «упреждающий удар, если угодно». «Семантика», ответил Рус, и в его голосе прозвучал предупреждающий скрежет. «Не думай плести вокруг меня лингвистические узлы, сигелит. Мне известно, почему ты хочешь сжечь эту планету. Но я воин, а не разрушитель». «Тонкая разница, друг мой. Однако, если смерть какого-либо мира заставит магистра войны свернуть с пути, то именно этого». «Возможно, но оставь это убийство на другой раз», сказал Рус. «Лучше направить пушки моего флота на самого гора». «Итак, ты твердо нацелен на это. Как проклятый ледолаз Бродерграта обречен следовать за дурной звездой. Дорн предпочел бы, чтобы ты остался», произнес Малкодор, передавая Русу красные фигуры. «Тебе известно, что Тера стала бы сильнее с Великим Волком, лежащим в ожидании, оскалив клыки и наточив ковки». «Если я так нужен Рогалу, пусть сам попросит. Сейчас он отсутствует». «Я знаю, где он», сказал Рус. «Думаешь, я пробивался назад от Алакса и не оставил в тени бесшумных охотников, чтобы посмотреть, кто следит за мной?» «Мне известно о вторгшемся корабле, и я видел, как люди Рогала его захватили». «Рогал гордый», произнес Малкодор, «но я нет». «Останься, Лемон, расставь своих волков на стенах Терры». Волчий король покачал головой. «Я не создан для ожидания, Сиделит. Я плохо сражаюсь из-под прикрытия камня, выжидая, пока враг попытается выбить меня. Я палач, а палач наносит первый удар. Смертельный взмах, который завершает спор еще до его начала». Малкодор кивнул. Он подозревал, что ответ Русса будет именно таким, но все равно должен был предложить альтернативу. Он поднял взгляд к вершине купола, где далекие восходящие ветры гнали облака. Прорицатель или астромант мог бы разгадать в их очертаниях знамения и знаки, но Малкодор видел только облака. «Позвали изгнанного щенка?» спросил Русс, откидываясь назад и допивая вино будто в воду. Малкодор снова посмотрел на Русса. «Друг мой, не следует его так называть». Он столкнулся с решением магистра войны предать императора и отказался ему следовать. «Не нужно недооценивать подобную силу характера, силу, которую по отдельности не проявило множество прочих». Русс кивнул, уступая, и Малкодор продолжил. «Челнок из цитадели Сомнус прибыл на Вилу Ясу этим утром. Пока мы беседуем, он приближается к гегемону». «И ты все еще веришь, что он лучший?» «Лучший?» переспросил Малкодор. «Сложное определение. Несомненно, у него уникальный дар. Но лучший ли он? Лучший в чем? Лучший боец, лучший стрелок, лучшее сердце. Не знаю, лучший ли он, но он тебя не подведет». Русс тяжело по-звериному вздохнул. «Я читал разовые планшеты, которые ты мне дал, и они не успокаивают. Когда Натаниэль Гарро нашел его, он был обезумевшим убийцей, грабителем невинных. Чудо, что он вообще пережил резню». «Да, может и так», произнес Русс. «Поверь мне, Лемон, этот с нами столь же твердо, как и все, кого я встречал». «А если ты ошибаешься?» спросил Русс, наклоняясь над доской и роняя собственного короля. «Что если он вернется к магистру войны? То, что он видел и делал, то, что он знает. Даже если он так верен, как ты считаешь, ты не можешь знать, что случится, когда он войдет в очрево зверя. Тебе известно, как много от этого зависит». «Прекрасно известно, старый друг», произнес Малкадор. «Твоя жизнь, жизнь императора, возможно, жизни всех нас. Император создал тебя для ужасной, однако необходимой цели. Если кто и сможет остановить гора, пока он не добрался до Терры, так это ты». Русс резко вскинул голову, и его верхняя губа приподнялась, обнажив зубы, как у животного, почуявшего опасность. «Он здесь!» Малкадор взглянул в долину и увидел одинокую фигуру, поднимающуюся на мост Сигелита далеко внизу. На таком расстоянии она была немногим больше серо-стального пятнышка на белом фоне утеса. Однако ее осанка не оставляла места для сомнений. Русс поднялся на ноги, глядя на приближение далекой фигуры так, будто это раненый пес, который в любой момент может броситься на хозяина. «Итак, это Гарвель Локен», произнес волчий король. С появлением криоцилиндров купол возрождения заполнился мерцающим флуоресцентным светом. И Оксимант ощутил небезосновательную тревогу при виде тех, кто был жив, но должен был быть мертв. Мысль вызвала воспоминание о сне, недослышанное эхо чего-то, что следовало забыть. «Кто они?» спросил Мартарион, смертельная бледность которого стала еще более трупной в свечении жизнеподдерживающих машин мавзолитики. «Величайшее сокровище Двелла», отозвался Гор. Фулгрим двинулся среди подвешенных цилиндров. Его противоестественная плоть кожисто поскрипывала обитое стекло. Тысяча поколений его лучших умов, навеки удержанных на пороге смерти в последний миг жизни. Гор подал Оксиманду знак выйти вперед, и тот занял место по правую руку от магистра войны. Гор положил ему на наплечник свою когтистую перчатку. «Вот Оксиман, который руководил захватом округа Мавзолитика», с гордостью произнес Гор. Он сам немало заплатил за это. Фулгрим повернулся к Оксиманду, и тот увидел, что преображение фениксийца зашло гораздо дальше физической трансформацией. В Фулгриме буйно расцвел тот нарциссизм, который, как всегда, подозревал маленький Гор, лежал в основе навязчивого стремления Детей Императора к совершенству. Ничто и сказанного им нельзя было принимать за чистую монету. И Оксиман задумался, недоверие ли к Фулгриму привело Пертураба к падению. Гор ведь наверняка не совершит подобной ошибки. «Твое лицо», произнес фениксийц, «что с ним случилось?» Проявил беспечность рядом с клинком с Медузой. Фулгрим протянул одну из верхних рук и взял Оксиманда за подбородок, повертев его голову из стороны в сторону. Прикосновение отталкивало и опьяняло. «Лицо целиком срезано одним ударом», сказал Фулгрим с завистливым восхищением. «Каково это было?» «Болезненно». «Люций бы одобрил», заметил Фулгрим, «но тебе не следовало возвращать его на место. Только представь блаженство от боли каждый раз, когда надеваешь шлем. И нет ничего плохого в том, что ты стал бы меньше похож на моего брата». Феникси сдвинулся дальше, и Оксимант ощутил странную смесь облегчения и сожаления, что Примарк более к нему не прикасается. «Так ты говоришь с ними?» спросил Мортарион, изучая механизмы управления криоцилиндром. Техноадепт возле него повалился на колени, обделавшись и рыдая от ужаса. Магистр войны кивнул. «Все, что знали эти люди, сохранено и перемешано с сотнями летописцев и итераторов, которые прибыли на этот мир после того, как Желеман вернул его в Империум?» И что же они говорят? Гор направился к мягко светящемуся цилиндру, в котором навзничь лежало тело пожилого мужчины. Марниваль двинулся следом, и Оксимант увидел, что оно завернуто в красно-золотое знамя с аквилой, а судя по чертам лица, человек происходил родом Нисдвелла. «Они пытаются ничего не говорить», ухмыльнулся Гор. «Им не по вкусу, как изменилась галактика. Они вопят и беснуются, стараясь не дать мне расслышать то, чего я хочу». Однако они не в силах кричать постоянно. Фулгрим обвел механизмы цилиндра змеиной нижней частью своего тела, приподнялся и уставился сквозь заиндивевшее стекло. «Я знаю этого человека», произнес он. И Оксимант понял, что тоже узнал того, представив законсервированное лицо таким, каким оно было почти два столетия назад, когда его владелец высадился на борт Мстительного Духа. «Артис Варфелл», сказал Гор. «Его итерации в конце единения внесли решающий вклад в умиротворение Солнечной системы, а его монография о преимуществах, которые дает в долгосрочной перспективе внедрение в туземные культуры агентов-адвокатов перед прелюдией к согласию, стали обязательны к прочтению». «Что он здесь делает?» «Силы 13-го, когда они добрались до этого мира», произнес Гор. Рабаут очень хвалил его за бескровное воссоединение Двелла с Империумом. Однако вскоре после приведения к согласию сердце старика наконец начало отвергать омолаживающие процедуры, и он предпочел не продолжать их, а быть помещенным в Мавзолитику. Ему понравилась идея стать частью общей памяти целого мира. «Это он тебе рассказал?» «В конце концов отозвался Гор. Мертвые нелегко расстаются со своими тайнами, но я спрашивал без деликатности. «И что же, мертвецы этой планеты знают о богах и их роке?» требовательно спросил Фулгрим. «Больше чем мы с тобой», сказал Гор. «Что это значит?» Гор прошелся между рядами криоцилиндров, притрагиваясь к некоторым из них и на мгновение останавливаясь, чтобы взглянуть на их однако Аксимант видел, что затренированной беззаботностью скрывается важная суть. «Я прибыл на Двелл, так как недавно узнал, что в моей памяти есть несколько пробелов, пустот там, где должны быть безупречные воспоминания». «Чего ты не мог вспомнить?» поинтересовался Фулгрим. «Я даже не знаю, что это, если не глупый вопрос», проворчал Марторион, издав звук, который мог означать «смешок». Фулгрим рассерженно зашипел, но повелитель смерти не обратил внимания. «Разумеется, десятки лет назад я читал хронику Великого Крестового Похода, касающуюся дуэла», продолжил Гор, «но выбросил ее из головы до того, как произошло какое-либо противоречие». «Однако, когда я послал 17-й на Калк, Робаут говорил о Великой Библиотеке, которую соорудит его Верховный Эпистолярий, он утверждал, что это сокровищница знаний, соперничающая с мавзолитикой Двелла и ее огромным хранилищем мертвых». «Так ты явился на Двеллу знать, сможешь ли заполнить пустоты в памяти?» спросил Фулгрим. В некотором роде согласился Гор, возвращаясь туда, откуда начал круг около цилиндров. Все мужчины и женщины, помещенные сюда за тысячелетия, стали частью общего сознания, мировой памяти, которая содержит все усвоенные каждым из индивидуумов от первой большой диаспоры до настоящего времени. «Впечатляет», признал Мортарион. «Едва ли», сказал Фулгрим, «Мы все обладаем эйдетической памятью. Что здесь такого ценного, чего я еще не знаю?» «Фулгрим, ты помнишь все свои битвы?» поинтересовался Гор. «Конечно, каждый взмак меча, каждый маневр, каждый выстрел, каждое убийство, название отделений, имена воинов, места, людей. Все», настаивал Фулгрим. «Ну, тогда расскажи мне про Молик», сказал Гор. «Расскажи, что помнишь о том приведении к согласию». Фулгрим открыл рот, чтобы заговорить, но не последовало ни единого слова. У него сделалось лицо озадаченного новичка, который ищет ответ на риторический вопрос сержанта-инструктора. «Не понимаю», произнес фениксиец. «Да, я помню Молик, его леса, высокие замки и рыцарей, но...» Он умолк, наведя Аксиманда на мысль о воине, страдающем от тяжелой травмы головы. «Мы оба были там, ты и я, до того, как Третий Легион набрал численность для самостоятельных действий. И Лев... Погоди, Джагатай тоже там был». Гор кивнул. «Так сказано в хрониках», сказал он. «Мы четверо с Императором отправились на Молик. Разумеется, он подчинился. Какая планета смогла бы сопротивляться силам легионов, которых ведет Император?» «Несметная сила», произнес Мортарион. «Ожидалось мощное сопротивление?» «Вовсе нет», отозвался Гор. «Правители Молиха ревностно хранили записи и помнили Терру. Его обитатели выдержали Старую Ночь, и когда Император спустился на поверхность, их согласие было неизбежно». «Мы провели там несколько месяцев, так?» спросил Фулгрим. Аксиман бросил взгляд на Абаддона и увидел на лице первого капитана такое же выражение, которое чувствовал на своем собственном. Он также помнил Моле, однако, как и Примархий, испытывал трудности с воссозданием точных деталей. Аксиман почти наверняка бывал на поверхности планеты, но ему было сложно сформировать связанную картину ее мира. «Согласно горологам мстительного духа, мы пробыли там 111 стандартных таранских дней, или же 109 местных. После нашего отбытия там осталось почти 100 полков армии, три когорта Китаникус и гарнизонные отряды из двух легионов. На планете, которая приняла согласие, переспросил Мортарион, неслыханная трата ресурсов. Какая нужда была императору укреплять Молек такими силами? Гор прищелкнул пальцами. «Именно!» «Полагаю, у тебя есть ответ на этот вопрос», заметил Фулгрим. «Иначе зачем бы звать нас сюда?» «У меня есть нечто вроде ответа», произнес Гор, постукивая по криоцилиндру с Артисом Варфелом. Конкретно этот итератор специализировался на ранней истории императора, военных единениях, а также разнообразных мифах и легендах, окруживших его вступление на трон Старой Земли. Воспоминания Двела чисты, а многие из первых поселенцев привели сюда бушующие волны Старой Ночи. То, о чем они помнят, тянется очень далеко в прошлое, и Варфел поглотил все. «Что ты имеешь в виду?» спросил Фулгрим. «Я имею в виду, что некоторые из старейших Двелцев прибыли с Молеха, и они помнят первое появление императора на их планете». «Первое?» переспросил Фулгрим. Мартарион крепче стиснул безмолвие. «Он бывал там раньше? Когда?» «Если я правильно толкую грезу мертвых, то наш отец впервые вступил на Молех за много веков, или даже тысячелетий до войн единения. Он прибыл на звездолете, который так и не вернулся на Землю. На звездолете, из которого, как я полагаю, сейчас состоит сердцевина цитадели Рассвета». «Цитадель Рассвета?» «Помню», произнес Фулгрим. «Да, там в конце горной долины было отвратительное сооружение из снятых частей звездолета. Лев построил вокруг него один из своих мрачных замков, верно?» «Несомненно, построил», ответил Год. Императору потребовался звездолет, чтобы добраться до Молеха. Однако не потребовался, чтобы вернуться назад. Что бы он там ни нашел, оно сделало его богом. Или настолько приблизило к этому, что нет никакой разницы. «И ты думаешь, это что-то еще там?» «С предвкушением», поспешно спросил Фулгрим. «А зачем еще оставлять на планете такую мощную оборону?» произнес Мортарион. «Это единственное объяснение». Гор кивнул. «Благодаря Артису Варфилу я очень много узнал о первых годах Молеха, а также о том, что мы четверо там делали. Кое-что из этого я даже вспомнил. Император стер наши воспоминания о Молехе, на мгновение забывшись, спросил Абаддон. «Эзекиль», зашипел Аксиман. Возмущение Абаддона пересилило внешние приличия. С плеском гнева он пытался дать выход своей злости. За ним показались звезды, которые залили тижун мерцающим светом. По городу метались лучи патрульных воздушных кораблей. Некоторые из них были близко, некоторые далеко, но ни один не приближался к каркасу купола. «Нет, не стер», сказал Горд, не придав значения порыву своего первого капитана. Столь радикальные меры быстро привели бы к разновидности когнитивного диссонанса, который привлек бы к себе внимание. Это в большей степени была манипуляция, ослабление одних воспоминаний и усиление других, чтобы заслонить пробелы. «Но изменить память трех полных легионов», выдохнул Фулгрим, «необходимая для такого сила». «Так стало быть на молях?» спросил Мартарион. «Да, братья», произнес Горд, разводя руки, «мы последуем по стопам Бога и сами станем Богами». «Наши легионы готовы», сказал Фулгрим, на теле которого от лихорадочного предвкушения замерцали коронные разряды. «Нет, брат, для этой войны мне нужен только легион Мартариона», ответил Горд. «Тогда зачем вообще меня звать?» со злостью спросил Фулгрим. «Зачем оскорблять моих воинов, исключая их из твоих планов». «Потому что мне нужен не твой легион, а ты», сказал Горд, метя в самое средоточие тщеславия Фулгрима. «Мой подобный Фениксу, брат, ты нужен мне более чем все». Глазные фильтры Оксиманда потемнели, когда сквозь погнутые опоры купола метнулся луч прожектора. Закланились и заизвивались резкие тени. Все посмотрели вверх. За куполом поднялся темный силуэт воздушного корабля, двигатели которого ревели нисходящей тягой. В воздух взметнулась метель битого стекла. Мерцающие отражения ослепляли, словно снег. «Кто, черт побери, летает так близко?» произнес Абаддон, прикрывая глаза от слепящего света. Шум усилился, и на другой стороне купола возникли новые прожектора. Еще два корабля. Огненные хищники, убийцы орд, прославившиеся на уланоре, покрашенные в матово-черный цвет, парящие вокруг купола. Символы на покатой броне гордо сияли после месяцев маскировки. Серебряные перчатки на черном поле. «Это Медузон!» закричал Аксиман. «Шадрак, чтоб его, Медузон!» Три курсовых пушки Мститель взревели в унисон. Мгновением позже к ним присоединились ревущие счетверенные орудия на бортовых турелях. И купол возрождения исчез в адском покрове рыжего пламени. Игра называлась «Хнефа-тафель», а перед Локеном оказался Титан, которого он не ожидал увидеть снова, не говоря уж о том, чтобы иметь в противниках. Ему доводилось раньше встречаться с примархами и даже говорить с некоторыми из них, не выглядя дураком, но волчий король был совершенно иным. Первобытная мощь, заключенная в бессмертном теле, ярой стихии, окружающая несокрушимые кости и плоть. И все же из всех встречавшихся ему полубогов Рус производил впечатление наиболее человечного. Еще десять часов назад Локен пребывал в уютном лунном биокуполе на краю моря спокойствия. Вернувшись задания на колебане, он проводил большую часть времени в уходе засадом внутри купола, стремясь к недостижимому покою. Ягтон Круз передал вызов Малкадора, а также голый серо-стальной доспех. Однако собрат к постранствующим рыцарям не присоединился к нему на борту летящей на терру грозовой птицы, сославшись на важные дела в другом месте. С тех пор, когда они вместе находились на борту мстительного духа, вполуха заметно изменился. Ставь печальнее, но мудрее. Локен не был уверен, хорошо это или плохо. Грозовая птица приземлилась возле горной виллы за пределами дворца, и юная девушка с глинцевито-угольной кожей, приставившаяся экатой, предложила ему перекусить. Он отказался, ощущая беспокойство от ее внешности, словно она напоминала кого-то из прежних знакомых. Она отвела его к скиммеру с черной броней, украшенной змееподобным драконом. Машина влетела в сердце дворцовых пределов, в тень одной из огромных орбитальных платформ, пришвартованных к склону горы, и приземлилась в пределах видимости от громадного купола гегемона. Он поднялся в долину в одиночестве, остановившись лишь у моста Сигелита, когда увидел две фигуры на берегу озера. Малкадор присел на табурет сбоку от доски, и Локен озадаченно взглянул на него. Вы вызвали меня на Теру, чтобы поиграть? Нет, отозвался Рус, и все же играй. Хорошая игра подобна зеркалу, которая позволяет заглянуть внутрь себя, произнес Малкадор. И наблюдая, как человек играет, можно много о нем узнать. Локен посмотрел на доску с подвижными сегментами, вращающимися стержнями и уступающей по численности армии. Я не знаю, как играть, сказал он. Это просто, ответил Рус, двигая фигуру вперед и поворачивая прорезь. Это как война. Быстро учишь правила, а потом нужно играть лучше остальных. Локен кивнул и передвинул фигуру из центра вперед. У него была более крупная армия, но он не сомневался, что это даст мало преимущества против того, кто по его подозрениям изобрел игру. Первые ходы, как он надеялся, он потратил на штурм всеми силами, провоцируя волчьего-короляны реакцию. Тот даже не соизволил поглядеть на доску или сделать вид, будто хоть как-то обдумывает стратегию. Через шесть ходов уже было ясно, что Локен проигрывал, однако он стал лучше понимать суть игры. Через десять ходов его армия была разбита, а главная фигура уничтожена. Еще раз, сказал Рус, и Малкадор заново расставил фигуры. Они сыграли еще дважды, и оба раза Локен проигрывал, но как и все воины легиона состартес он быстро учился. С каждым ходом он все лучше разбирался в игре, пока к середине третьей партии не почувствовал, что ухватил правила и их применение. Последняя партия завершилась так же, как и три предшествующих. Армия Локена была рассеяна и потерпела поражение. Он откинулся назад и ухмыльнулся. Еще раз, мой господин, спросил он, я почти одолел вас, пока вы не изменили доску. Лемон любит заканчивать игру, дерзко меняя ландшафт, сказал Малкадор. Но мне кажется, мы достаточно поиграли, не так ли? Рус перегнулся через доску. Ты недостаточно быстро учишься, он недостаточно быстро учится. Вторая фраза была адресована Малкадору. Он уже играет лучше, чем я, заметил Сигелит. Лучше, чем ты, играют даже балты, отозвался Рус, а у них мозгов, как убитых ватнки. Он не слышал, что я ему говорю, не усвоил правила быстро и не сыграл лучше остальных. Тогда еще раз огрызнулся Локен. Я вам покажу, насколько быстро учусь. Или боитесь, что я вас побью в вашей собственной игре? Рус уставился на него из-под изогнутых бровей, и Локен увидел в его глазах смерть, ясную как о самом человечном из примархов оказалось чрезвычайно неверным. Теперь ему предстояло заплатить за эту ошибку. И ему было все равно. Рус кивнул, и его смертоносное настроение исчезло с широкой ухмылкой, от которой показались зубы, казавшиеся слишком крупными для его рта. Он паршиво играет, но он не нравится, произнес волчий король. Возможно, ты был прав насчет него, Сиделит. Все-таки у него крепкие корни, он подойдет. Локен ничего не ответил, гадая, что за проверку только что прошел, и что о нем говорили до его прибытия. Подойду для чего? Спросил он. Подойдет, чтобы найти для меня способ убить Гора, ответил волчий король. Гор в совершенстве знал возможности огненного хищника, радиус действия, орудийные установки, темп стрельбы. Улан-Нор продемонстрировал, насколько это страшный десантно-штурмовой корабль. Он стал ключевым для победы. Я должен быть мертв. Он вдохнул горячий сернистый дым. Фицелин, сжженный металл, горящее плоть. Гор перекатился на бок, слух нарушен. Голову заполняло гнетущее оцепенение и приглушенное эхо. Скрежет пилы, гулки, удары взрывов. Магистру войны не требовался дисплей визора, чтобы понять, насколько сильно ему кожу прожгло до кости, а скальп начисто выгорел. Предупреждающие температурные сигналы, нехватка кислорода, повреждения органов. Он заглушил все это усилием мысли. Ясность, требовалась ясность, шадрак медузон. Рефлексы взяли вверх, время и движения стали вязкими, словно желе. Егор поднялся на ноги. Он покачивался, от ударных волн кружилась голова. Насколько плохо должно было быть примарху, чтобы чувствовать головокружение. Его окружало пламя, купола возрождения больше не было. Его скосили дуги разрывных масс реактивных болтов. От криоцилиндров остались раздробленные обломки. Тела с влажной кожей пахли, как походный паек. Гор увидел, что Нактуа и Оксиманда придавила упавшим элементам конструкции. Пластины их брони прогнулись и раскололись, шлемы раздробила на части. Никаких Фулгрим Братья Где были его братья? В центре купола поднялась болезненно яркая фигура. Она была слишком яркой. От ее сияния желудок сводила тошнотой. Змееподобная, крылатая, многорукая. Прекрасный, столь прекрасный. Даже из его ран сочилось нездоровое свечение. Он поднялся, будто феникс с белоснежной гривой, вознесшийся из пепла бесконечного перерождения. Гор увидел, что жилы на шее Фулгрима натянулись, словно канаты, а черные глаза убийцы заполнил свет, который не был светом. Огненный хищник с воем развернулся. Подвесные бортовые орудия крутились, нацеливаясь на фениксийца. Прежде чем корабль смог выстрелить, его задние крылья оторвались от корпуса, словно крылья стрекозы, которые выдернул злой ребенок. Хвостовая секция смялась, прогибаясь вовнутрь под нажимом незримой силы. Превратившись в искореженный шар переплетенного с плотью металла. Сплющенный боекомплекс сдетонировал, и горящие останки камнем рухнули вниз. Невзирая на огонь, гор почувствовал, как купол заполняется ледяным ветром варп колдовства. Ему было известно, что трансформация придала брату огромные силы, однако подобное ошеломляло. Он заметил движение в обломках позади фениксийца. Барбарийский доспех Мортариона стал черным, словно головешка. Бледное лицо обгорело до такого же цвета. Из него, как из пробитого меха, сочилась кровь. Рядом со своим примархом появились Эзеки Леоксиман. Черты первого капитана превратились в багряную маску. Хохолок сгорел до самого черепа. Оставшиеся пряди свисали на лицо, придавая ему сходство жертвы разрушительной болезни. Оксиман что-то кричал, дергая гора, но тот слышал лишь взрывы. Навязчивое оцепенение от близости смерти отпустило его. Чувства охватили окружающий мир, вернулись шум и ярость. Два оставшихся огненных хищника описывали круги, методично и систематически уничтожая купол. Гор видел, как с носов кораблей легиона хлещут пересекающиеся струи крупнокалиберных зарядов. Десантные корабли слаженно шли по периметру купола на бреющем полете и вниз мчались потоки огня. Ничто не могло пережить столь обстоятельную и жестокую атаку. Я должен быть мертв. Он стряхнул хватку оксиманда и громадный в своей индивидуально изготовленной марсианской броне тяжело двинулся сквозь пылающие обломки купола в направлении мартариона. Под ним хрустели тела величайших умов Двэла. Корабли железной десятой снова наполнили воздух снарядами. Гор попытался закричать, но опаленную гортань изуродовали повреждения от дыма. Он закашлялся, отхаркивая пепел и сожженную ткань легких. Взрывы происходили раньше времени, порождая рыжее пламя и черный дым. Шарапнели фрагменты оболочки казались раскаленными гвоздями. Я должен быть мертв. И он был бы, если бы не мастерство малеволуса и сила фениксийца. Руки фулгрима словно пот стекали бусинки яркого, как фарфор и хора. Змеиное тело окутывал корчащийся дым, а из глаз и рта изливалось темное свечение. Что бы он ни делал, это лишало сплошные снаряды силы. Не всей, однако больше ее части. В тело фулгрима врезали шесть зарядов, которые со взрывами вырвались из позвоночника. Гор вскрикнул, как будто попали в него самого. На доспех мартариона брызнула кровь, похожая на яркое молоко. От нее пахло, как от кислотного ожога. Фулгрим закричал, и рев выстрелов и взрывов усилился. Платформа купола прогнулась, твердый металл деформировался от жара пламени. Гор, сбейте их, задыхаясь воскликнул фулгрим. Быстрее! Оксимант и абаддон открыли по десантно-штурмовым кораблям огонь из болтеров, надеясь на удачное попадание. Треснул фонарь, погнулась вентиляционная решетка двигателя. Удары стучали по бортам кораблей, но огненные хищники создавались стойкими к более смертоносному оружию, чем это. Непоколебимый, как всегда, мартарион зашагал среди обломков, отцепив черное безмолвие и волоча за собой горящую цепь. Он подбежал к краю купола и взревел что-то на дикарском языке своего родного мира. Повелитель смерти метнул безмолвие, будто боец на топорах. Огромная коса завертелась и врезалась в геральдический купол на скате ближайшего огненного хищника. Упершись пятками в разрушенный купол, мартарион потянул зацепь, прикрепленную к основанию безмолвия. Десанта штурмовой корабль накренился в воздухе, но Повелитель смерти с ним еще не закончил. Пушка Мститель рвала мартариона, отталкивая его назад. Пластины брони срывались, брызгали тугие струи крови. Плоть таяла от ярости высокоэнергетических масс реактивных зарядов. И все же мартарион тянул зацепь, подтаскивая воющий корабль ближе. Я его зацепил, крикнул мартарион. Прикончи! Пилоты пытались вырваться из его захвата. Двигатели огненного хищника тянул корабль к себе. Возле мартариона возник бегущий гор. Даже в своем громадном доспехе он бежал, прыгал. Он вскочил на расколотые остатки криокапсулы и взметнулся в воздух. Зацепленный повелителем смерти, десантно-штурмовой корабль не мог уклониться. Гор приземлился на его нос и припал на колено, схватившись за древко безмолвия, когда огненный хищник наклонился от удара. Он видел лица пилотов и упивался их ужасом. Обычно Гор никогда не думал о людях, которых убивал. Те были солдатами, делающими свою работу, сбитыми с толку и сражающимися за ложь, однако просто солдатами, которые выполняют приказ. Но эти люди причинили ему боль. Они пытались убить его и братьев. Они выжидали возможности обезглавить врага. Гнев Гора в равной мере разжигала как сама попытка, так и то, что ему хватило глупости поверить, будто у шадрака-медузона окажется всего лишь один план. Он занес правую руку и свет пламени отразился в смертоносном навершии сокрушителя миров. Булава ударила и уничтожила пилотский отсек. Из-за купола появился последний огненный хищник. Он увидел примарха на втором десантно-штурмовом корабле и понял, что тот обречен. Пушки огненного хищника взревели. Бризантные бронебойные снаряды прошлись по фюзеляжу заваливающегося корабля, разрывая его надвое. Он взорвался гейзером пламени, но гор уже находился в воздухе. Держа в одной руке безмолвие, а в другой сокрушитель миров, он приземлился на крышу последнего десантного корабля, развернув тот на лету. Огненный хищник дал на двигатели полную тягу, пытаясь стряхнуть его. Гор описал безмолвием широкую дугу и рассек хребет машины. Продолжая реветь, двигатели корабля оторвались свизгом руба. И ребристое навершие пробило фюзеляж, убив пилотов и превратив нос в металлолом. Разбитые останки начали падать, а гор рухнул внутрь купола, держа безмолвие и сокрушитель миров по бокам от себя. Позади него поднялся гриб взрыва. Гор уронил оба оружия и подбежал к Мортариону. Он опустился на колени и прижал окровавленного брата к опаленной груди. Руки Мортариона безвольно болтались, сухожилия оторвались от костей. Сожженные кислотой мускулы были оборваны. Ничто не двигалось. После атомного взрыва осталась живая панорама пепельных скульптур мертвецов. Одно прикосновение и они рассыплются золой. Брат мой, всхлипнул Гор, что они с тобой сделали? Три. Несущий боль. Дом Дивайн. Первое убийство. Сперва Локен решил, что ослышался. Наверняка Рус не говорил того, что ему показалось. Он вгляделся в глаза волчьего короля в поисках признаков очередной проверки. Однако не увидел ничего такого, что могло бы убедить его, что Рус не просто раскрыл свою цель. Убить Гора? Переспросил он. Рус кивнул и начал складывать доску для хнефа Тафля, как будто решение уже было принято. Локен почувствовал себя так, словно как-то упустил суть жизненно важного разговора. Вы собираетесь убить Гора? Да, но для этого мне нужна твоя помощь. Локен рассмеялся, теперь уверившись, что это шутка. Вы собираетесь убить Гора, повторил он, тщательно проговаривая каждое слово, чтобы избежать недопонимания. И вам нужна моя помощь? Рус нахмурился и посмотрел на Малкадора. Почему он задает мне один и тот же вопрос? Мне известно, что он не глуп. Так почему он ведет себя так тупо? Думаю, его сбила с толку твоя прямота после столь окольной прелюдии. Я говорил абсолютно прозрачно, но изложу еще один, последний раз. Локен заставил себя внимательно слушать каждое слово волчьего короля, зная, что в них не будет никаких скрытых смыслов, никакого подтекста и туманных мотивов. Русу потребуется от него именно то, что прозвучит. Я собираюсь повести стаю на бой против Гора и собираюсь убить его. Локен прислонился спиной к скале, все еще пытаясь принять идею о схватке между Лемоном Руссом и Гором. В последние столетия Локену доводилось видеть, как сражаются оба примарха. Но когда все сводилось к крови и смерти, он видел лишь один итог. «Горлу Перкаль убьет вас», сказал Локен. Локен не сомневался, что назови он кого угодно другого, волчий король разорвал бы ему горло, еще до того, как он понял бы, что происходит. Но вместо этого Рус кивнул. «Ты прав», произнес он, и его взгляд стал отстраненным, пока примарх заново переживал старые битвы. «За века я дрался со всеми своими братьями, либо на тренировке, либо с окровавленным клинком. Я точно знаю, что при необходимости могу убить каждого из них, кроме Гора». Рус покачал головой, и его следующие слова прозвучали, как постыдное откровение. «Каждое было горьким проклятием. Он единственный, победен над кем я не уверен». Локен никогда не ожидал услышать столь прямое признание от кого-либо из примархов, не говоря уже о волчьем короле. Открытая искренность заняла место в его сердце, и слова Лемона Русса остались бы с ним до самой смерти. «Так что я могу сделать?» спросил он. «Гора необходимо остановить, и если вы намереваетесь это сделать, то я хочу помочь». Рус кивнул. «Ты входил в число ближайших советников моего брата. В его... Как вы там его называли? В Марниваль». «Ты присутствовал в тот день, когда он совершил предательство, и ты знаешь сынов Гора так, как этого не могу я». Еще до того, как примарх произнес следующие слова, Локен ощутил их важность, будто напряжение в воздухе перед бурей. «Ты вернешься в свой легион, словно Абдгард, который незримо блуждает по лесам Фенриса», сказал Рус. «Проложи охотничью тропу в логово злого волка. Найди уязвимость, которой он не видит, и я смогу сразить его». «Вернуться к сынам Гора?» спросил Локен. «Да», ответил Рус. «У всех моих братьев есть слабости, но я думаю, что слабость Гора может увидеть лишь один из его людей. Я знаю Гора как брата, ты знаешь его как отца, а никто так не умеет повергать отцов как сыновья». «Вы ошибаетесь», сказал Локен, выкачая головой. «Я едва ли его знал вообще. Мне казалось, будто это так, но все сказанное им мне было ложью». «Не все», произнес Рус. «До этого безумия Гор был лучшим из нас, однако даже лучший не безупречно». «Гора можно победить», добавил Малкадор. «Он фанатик, и поэтому я знаю, что его можно победить». Какими бы кошмарами не руководствовались фанатики, они всегда скрывают тайные сомнения. «И вы думаете, я знаю, что это?» «Еще нет», отозвался Рус. «Но я уверен, что узнаешь». Убежденность волчьего короля наполнила Локена, и тот встал. Он почувствовал дыхание кого-то стоящего рядом. Близость призрака, который в конечном итоге убедил его ответить на вызов Малкадора на Терру. «Очень хорошо, лорд Рус. Я стану вашим следопытом», произнес Локен, протянув руку. «Возможно, ваша цель магистр войны, но в рядах сынов гора есть те, кому я обязан смертью». «Будь осторожен, Гарвиль Локен», ответил Рус, пожимая ему руку. «Я отправляю тебя не путем отмещения или казни. Предоставь подобное стае, с этим мы справимся лучше всех». «Я не смогу сделать это в одиночку», сказал Локен, поворачиваясь к Малкадору. «Нет, не сможешь», согласился тот, потянувшись и взяв Локена за руку. «В этом деле можешь командовать странствующими рыцарями. Выбирай, кого пожелаешь, с моего благословения». Сигелит бросил взгляд на ладонь Локена, заметив тускнеющие следы кровоподтеков в форме второчетвертной луны. Рано поинтересовался Малкадор. «Напоминание». «Напоминание о чем?» «О том, что мне еще нужно сделать», ответил Локен, подняв глаза к разрушенной цитадели высоко на склоне утеса. Скрытая капюшоном фигура человека, о смерти которого ему было известно, отступила в тень. Локен отвернулся от руса с Малкадором и двинулся по змеящейся тропе, ведущей обратно в долину. Когда он ушел, собравшиеся под куполом облака раступились, и в гегемон палился теплый дождь. Кроваво-красный рыцарь длинными размашистыми шагами пробирался по скалистым каньонам и вечно зеленым горам плоскогорья Унтар. Механическая громада высотой почти в 9 метров просто крушила те нижние ветви огромных деревьев-горколистов, которые не удосуживалось обходить. Некоторые разламывались от удара, некоторые начисто срезали жесткие кромки ионного щита рыцаря. Чудо древней технологии, рыцарь являлся меньшим сородичем легионов-титанов, грациозным хищником на фоне грохочущих боевых машин. Он назывался Бич погибели, и на одном из его плечевых креплений извивался потрескивающий кнут, на другом забывали от энергии топливных блоков, группированные ряды стволов тяжелых стабберов. Пластины корпуса рыцаря были окрашены в багрянец и цвет слоновой кости. Они были сегментированы и накладывались друг на друга, будто полированные чешуйчатые наги. Он совершал набеги на границе между воюющими государствами Молеха за тысячу лет до прихода Империума. Рыцарь был хищником, бродившим по горным лесам в поисках дичи. Находившийся в кабине пилота равен Дивайн, второй сын имперского командующего Молеха, предоставил Сенсориуму окружать его ступенчатыми проекциями ландшафта. Он был подключен к бичу погибели посредством инвазивной технологии механику Матрона и руководил каждым шагом и движением. Его конечности были конечностями машины. Что ощущала она, чувствовал и он. Порой, когда он отправлялся в потаенные каньоны присоединиться Кликс и ее одурманенным последователем, сердце рыцаря захлестывали воспоминания предыдущих пилотов. Призрачный парад воин, в которых он никогда не участвовал, врагов, которых не убивал и крови, которую не проливал. Энергетический кнут принадлежал прапрадиту Ревина, которому приписывалось убийство последней великой нагогидры в далеком офере. Золотой значок орла Киприан Девайн имперский лорд командующий Моляха быстро приближался к 125-летию, но до сих пор управлял адским клинком так, словно считал себя ровней омоложенному 64-летнему Ревину. Адский клинок был древним, гораздо древнее бича по гибели. Говорили, что это одна из первых ваджеров, которые шли по фульгуритовому пути вместе с владыкой Будь, тысячи лет тому назад. Ревину это казалось маловероятным. Сакристанцы еле-еле могли обслужить боевые машины знатных домов Моляха без указаний своих мрачных надсмотрщиков из механикума. Но что же они могли надеяться раньше? Вокруг отцовского рыцаря двигались мечущиеся значки, отображающие вассалов, загонщиков и хускварлов дома Дивайн. Но Ревин уже давно оторвался от них, уйдя к туманным пикам гор. Если кто-то и убьет зверей, так это он. Следы пары необычных малагар вели в самые верхние области плоскогорья Унтарь, остроконечный горный хребет, который фактически делил мир пополам. Огромные звери, некогда столь распространенные на Моляхе, но ныне почти истребленные, редко показывались на глаза людям. Однако вместе с численностью сократились и охотничьи угодья. А весны немногим лучше. И снег завалил горные проходы. Хищные звери были вынуждены уйти в более теплые низины. Так что неудивительно, что и проснувшимся от спячки малаграм пришлось спуститься из своих лагович в разломах. Притаившиеся у подножья плоскогорья унтар-поселения разрозненные ули открытых разработок и перерабатывающие блоки конурбации теперь оказались на охотничьей территории голодной малагры погибло 300 людей и примерно 30 пропало без вести. Ревен сомневался, что кто-то из схваченных жив, а если и так, то вскоре они бы пожалели, что не умерли сразу. Ревену доводилось слышать истории о малаграх, которые пожирали своих жертв несколько дней, по одной конечности за раз. В город Луперкалия, исключительно безвкусное название для этих дней восстания, пошли жалобные петиции, умоляющие рыцаря Синишаля выступить и убить зверей. За большую тревогу, которую вызвало на Молихе предательство магистра войны, отец Ревена решил повести охотничью команду на пласкогорье Унсар. При всей ненависти к отцу, Ревен не мог отрицать, что старик знал цену своему слову. Хотя Ликс принесла змеиным богам бесчетные дары, чтобы те прервали жизнь Киприана, они пока не помогли. Ревен никогда по-настоящему не разделял приверженность сестры-жены к старой религии, потакая ее верованием лишь ради развратных и пьянящих развлечений, которые давали отдохнуть от ежедневной скуки. Тропа, по которой он шел, пролегала по краю отвесного утеса. Через просветы в тумане и облаках Ревену были видны равнины в тысячах метров внизу. Тянувшиеся почти до самого обрыва деревья были переломаны там, где прошла чудовищная Малагра. По следу было несложно идти. Землю пятнали, кровавые полукружья. Тут и там постоянно попадались раздробленные куски брошенных костей, торчащие из-под снега. Ревен загрузил ваус Пикбича погибели биосигнал, полученный при последнем нападении, и теперь обнаружение зверя было лишь вопросом времени. Раньше, чем я думал, произнес он, выбираясь на широкую прогалину и остановил продвижение своего рыцаря, увидев на снегу впереди громадное растерзанное тело. Стоя в полный рост, Малагры имели рост почти 7 метров. У них были объемные обезьяньи плечи и длинные мускулистые руки, которые могли порвать неумелого рыцаря на куски. Кошмарные конические головы с тупыми носами обладали жвалами, щупальцами и многочисленными рядами зазубренных треугольных зубов. У них было по шесть глаз, два глядели вперед, как у хищников, два служили для бокового зрения, а еще два располагались в морщинистой складке плотина загривки. Эволюционная адаптация делала охоту на малагар дьявольски сложной. Однако Ревен всегда наслаждался ее трудностью. Впрочем, этот зверь не представлял собой особой угрозы. Самец-подросток примерно пятиметрового роста с шерстью цвета слоновой кости лежал на боку со вспоротым брюхом. Густая красная кровь дымилась на морозе. Блестящие жгуты розово-синих внутренностей валялись около живота, словно мясницкая требуха. Вокруг тела существа лежали разбросанные трупы дюжины шахтеров. Ревен повел своего рыцаря вокруг мертвого зверя, поглядывая на Сенсориум в поисках признаков самки. Кровавые следы уходили в лес, дальше от края утеса. Прежде чем он успел продолжить охоту, земля задрожала. Адский клинок наконец-то нагнал его. Следом появилось множество мотоскимеров. Сенсориум бича по гибели зашипел от помех. И на пик коллекторе возникло морщинистое патрицианское лицо Киприана Дивайна. Рад, что ты смог ко мне присоединиться, произнес Ревен, желая, чтобы первое слово было за ним. Проклятие, мальчишка, я же велел дожидаться меня, ряфкнул его отец. Ты еще не рыцарь, Сенешаль, не тебе совершать первое убийство. Мотоскимеры окружили двух рыцарей. Несколько вассалов спешились проверить, не подают ли шахтеры признаков жизни. Как всегда, твоя резкая оценка моих поступков совершенно неверна, ответил Ревен, опуская кабину к телу Малагры и изучая изорванную массу на боках и груди. Сами по себе раны не были смертельны, однако каждая из них должна была причинять мучительную боль. Зверя убило ранение в живот, потрошащий удар, чем-то чрезвычайно острым и обладающим достаточной силой, чтобы прорваться сквозь крепкую шкуру к внутренним органам. Я его не убивал, сказал Ревен, поднимая кабину обратно на полную высоту. Не лги мне, мальчик. Отец, ты же меня знаешь. Я не стесняюсь приписывать себе чужие поступки, но этот зверь пал не от моей руки. Взгляни на эти раны. Адский клинок наклонился над трупом, и Ревен воспользовался моментом, чтобы поизучать изуродованное лицо отца в коллекторе. Киприан Дивайн отказывался от омолаживающих процедур, которые носили сугубо косметический характер, позволяя лишь те, что активно продлевали ему жизнь. В мире Киприана все остальное являлось тщеславием, изъяном характера, которое наиболее ясно видел в своем втором сыне. Любимым сыном Киприана всегда был единокровный старший брат Ревена Альбард. Однако неудачная попытка соединения с рыцарем 43 года назад разрушила его разум и фактически ввергла в кататонию. Его держали в заперти в одной из башен Дивайн. И продолжение его существования было пятном на древнем имени дома. Эти дыры в плоти зверя неаккуратны. Такие бы оставило что-то наподобие твоего цепного меча, произнес Ревен, пока вассалы Дивайнов несли тела шахтеров к мотоскимерам. Судя потому, что одним из людей занимались медики и прям нашелся выживший. Должно быть, это сделала самка, заявил отец. Они подрались за добычу и она выпотрошила его. Маловероятное объяснение, заметил Ревен, обходя труп. У тебя есть получше? Если самка убила своего спутника, то почему оставила тела, спросил Ревен. Нет, ее что-то прогнало отсюда. Что может прогнать самку Малагры от ее спутника? Не знаю, ответил Ревен, приподняв одну из когтистых ног своего рыцаря и перевернув огромную Малагру на живот. Нечто такое, что в состоянии сделать вот это. Спину существа покрывали кровавые воронки. Все они, без сомнения, были выходными отверстиями от разрывных боеприпасов. Его застрелили, прошипел Киприан. Проклятие! Дом кошек не и отправили в горы своих рыцарей, рассчитывая украсть славу с моего стола. Посмотри на эти раны, сказал Ревен. Дом кошек немногим лучше, чем дикари Тасхара. Их сокристанцы едва в состоянии обслуживать любимые ими развалины с термоядерным питанием, не говоря уж о чем-либо настолько мощном. Отец проигнорировал его и зашагал к дереву, возле которого терялись запятнанные кровью следы второй малагры. Разберись с вассалами, а потом следуй за мной, распорядился Киприан. Самка ранена, так что не могла уйти далеко. Еще до утра ее проклятая голова будет над серебряными воротами, парень. И запомни мои слова, если кто-то встанет у меня на пути, их головы окажутся рядом. Киприан направил адский клинок во мрак под кроной Гаркалиста, оставив Ревена заниматься рутиной, недостойной его внимания. Ревен развернул бич по гибели и наклонил фонарь кабины к кругу мотоскимеров, куда собирали мертвых шахтеров. Он вышел на связь с Вокслакеем и произнес «Верните тела туда, откуда их уволокли, чтобы это не был загадюшник. Выдайте семьям стандартную компенсацию за гибель на службе и отправьте адептам аэскаторам уведомление о смерти». «Мой Ради, выживший говорит что-нибудь интересное». «Ничего, что мы в состоянии понять, мой господин», произнес Мэдике, приложив одну руку к своему шлему. «Сомнительно, что он долго протянет». «Так он что-то говорит?» «Да, мой господин». «Не будь все-таки таким идиотом», рявкнул Ревен. «Скажи мне, что он говорит». «Он говорит «Лингчи», мой господин», ответил Мэдике. «Повторяет снова и снова». Ревен не знал такого слова. Оно звучало знакомо, как будто относилось к языку, на котором он не говорил, однако смутно знал о его существовании. Он выбросил это из головы и повернул бич по гибели, зная, что отец бы не одобрил его возни с низшими сословиями. Он повел своего рыцаря в тень границы громадных горкалистов. Он следовал по следам адского клинка и биосигналу раненой Малагры, и его настроение было кислым. Один зверь мертв, а второго наверняка убьет отец. Какой же колоссальной тратой времени оказалась эта охота? Адский клинок был прямолинейной машиной, не обладавшей ловкостью скакуна Ревена, и по следу из сломанных ветвей было нетрудно идти. Во многих отношениях это идеально соответствовало Киприану Дивайну, который в центре атаки. Сквозь полок леса пробивались холодные лучи, колонны цвета слоновой кости, в которых блестела снежная пыль. Ревен проследовал по следам адского клинка, по узким лесным каньонам и вышел на продуваемое ветром плата. Пятна раздавленных камней и размазанной крови вели в усыпанную костями расселенную в утесе впереди. Вернулась в свое логово, произнес с Ревен «Глупо». Значок орла на сенсориуме, обозначавший отца, был прямо по курсу, в двухстах метрах в глубине разлома, и Ревену вспомнился последний бой адского клинка с Малагрой. Это произошло перед становлением Ревена 40 с лишним лет назад, однако навеки отпечаталось в памяти. Отступник сокрестанец попытался убить его отца, подорвав черепные имплантаты подчиненной Малагры при помощи электромагнитной бомбы. Обезумевший от боли зверь едва не убил Ревена с Альбардом, однако их отец рассек его надвое одним ударом цепного клинка своего рыцаря. Несмотря на то, что в схватке ему проткнуло грудь и живот железными стойками. Но воображение людей поразило не эта история. Ревен стал перед беснующимся чудовищем, держа в руках только обесточенную энергетическую саблю брата. Крошечный человечек бросил вызов зверю, не имея надежды победить. Тщательно выверенные нашептывания ликс восхваляли отвагу Ревена и принижали Киприана. Шли годы, и Ревен рассчитывал занять положенное по праву наследование место, но старый ублюдок никак не умирал. Даже когда Ревен стал отцом троих мальчиков, продолживших род дома, Киприан ничем не показал, что даст браздам правления ускользнуть из своих рук. Не имея доступа к реальной власти, Ревен проводил годы, потакая ликс с ее верованиями и даже участвуя в некоторых ритуалах ее культа, когда его одолевала неизбежная скука. Ликс наслаждалась чувственными искусствами, и те ночи, которые они проводили под лунами обнаженными и опьяненными ядовитым цыбанским вином, были безусловно запоминающимися, однако же совершенно пустыми в сравнении с правлением целой планетой. Сенсориум залился красным светом, вырвав Ревена из горьких раздумий, и тот тут же пустил бич погибели во весь ход. Ауспик заполнился фильтрами угрозы, и Ревен услышал знакомый треск выстрелов стаббера. Отец, произнес он Вокс, чудовище, раздался в ответ полный напряжение голос. Это была не спутница второго. Ревен повел бич погибели вглубь мрака. На верхней поверхности панциря рыцаря развернулись лепящие дуговые фонари, залившие разлом светом. Ревен мог руководствоваться Сенсориумом, однако когда его поджидала смерть, предпочитал доверяться собственным глазам. Бич погибели рвался, едва не выходя из-под контроля, до сих пор оставаясь похожим на дикого облял хватку. У старых пилотов было полно историй о тех, кто лишился рассудка, позволив духу скакуна взять над ними верх. Ревен активировал кнут и подал боеприпасы в пушку стабера. Он почувствовал, как руки окутывают тепло готовности оружия и позволил своему стучащему, как падающий молот сердцу, подражать грому реактора бича погибели. Расщелина представляла собой змеящийся разлом в горах. Дно густо покрывали обломки, гнилая растительность, замерзшие кучи экскрементов и полупереваренные останки расчлененных трупов. Ревен давил все это, двигаясь на звуки лазерных выстрелов и визжащий рев тяжелого цепного клинка. Он вывел бич погибели в расширение разлома, пещеру, где стены почти сходились на большой высоте, практически закрывая свет солнца. Лучи малагру, какую он когда-либо видел, ростом в полных 10 метров и шире любого из самых больших рыцарей. У нее был легкий белокоричневый мех, а длинные лапы обладали буквально абсурдной мускулатурой. Из рваной раны в боку лилась кровь, но чудовище игнорировало повреждения. Адский клинок припал на одно колено, на краю сернистого разлома, откуда валили клубы ядовитого желтого отражал сокрушительные удары обезумевших лап монстра крутящимся лезвием своего клинка. Брызгала кровь, но малагра была слишком разъярена, чтобы обращать на это внимание. Ревен пригнул голову своего скакуна и атаковал, раскручивая кнут и стреляя очередью из табера. Крупнокалиберные болты выжгли полосу на спине малагры, и та вздыбилась от неожиданного нападения. Ревен побледнел от размеров монстра и его седой старой шкуры. Теперь он понял последние слова отца. Это была не спутница мертвого подростка, это была его мать. Малагра с яростным ревом прыгнула на него. Удар лапы врезался в кабину бича погибели. Стекло раскололось, и Ревен вдохнул лютую стужу. Столкновение было чудовищным, а тварь замахнулась снова. Ревен качнулся вбок, на ладонь ближе, и они бы содрали ему лицо. Ревен выдвинул руку орудия, и каньон залило пульсирующим светом дульных вспышек шквального огня из табера. Трассерные заряды ударили в плечо Малагры, воспламенив ее шерсть и оттеснив назад. Ревен продолжил щелчком энергетического бича, пропахавшего на груди зверя кровавую борозду. Малагра взревела от боли, и Ревен не дал ей возможности прийти в себя. Он подступил вплотную и впечатал ей в морду жесткую кромку своего ионного щита. Клыки сломались, и из изуродованной пасти хлынула маслянистая кровь. Кнут щелкнул еще раз, содрав мышцу с бедра монстра. Когтистая лапа вцепилась в нагрудную броню, но Ревен отбил ее в сторону стволами стаберной пушки. Он развернул руку обратно и вогнал полдюжина зарядов в морду, раздробив кость и взорвав глаз на боку черепа. Малагра рванулась к нему, и за ней не успели даже генетически улучшенные рефлексы Ревена. Жилистые лапы обхватили бич погибели и начали выдавливать из него жизнь. Зверь жарко дышал, обдавая его тухлой слюной и смрадом гнилого мяса. Ревен давился рвотой от вони и пытался вырваться из схватки монстра. Они шатались зад-вперед по пещере, будто пьяные танцоры на змеином перу, врезая стены и обрушивая сверху обломки. Каменная глыба ударила Ревену в плечо, погнув на плечники и разбив фонари на панцире. В раскуроченную кабину хлынул ливень битого стекла, и Ревен дернулся, когда бритвенно острые осколки посекли ему щеки. На поврежденном сенсориуме вспыхнули предупреждающие огни. Броня скрипела, дойдя до предела прочности. Ревен ударил Малагру коленом в бок, куда перед этим нанес рану кнутом. Зверь взревел, чуть не оглушив Ревена, и боль чудовища дала тому необходимый шанс. Он ударил ионным щитом в окровавленный, оплавленный от нагрева край черепа Малагры. Хватка монстра ослабла, и Ревен вырвался из сокрушительного объятия, выпуская в грудь и голову шквальный поток огня. За каждым залпом следовали повторяющиеся взмахи энергетического кнута. Искулящий зверь отшатнулся прочь. От жгучего жара выстрелов его кровь мгновенно превратилась в красную дымку. Ревен расхохотался, тесняя чудовище назад. Он не заметил, как позади Малагры рванулся вверх на уцелевшей ноге адский клинок. Все, что он увидел, фонтан липкой крови. Когда крутящийся клинок отцовского цепного меча вырвался из грудной клетки Малагры, жизнь покидала глаза зверя. И Ревен почувствовал, как от гибели монстра у него в груди зашевелилось нечто, сдерживаемое на протяжении четырех десятилетий, нечто колючее, полное ненависти и враждебности. Вибрирующий цепной меч налетел на ребра Малагры. Та забилась в конвульсиях ложной жизни, пока Киприан не выдернул клинок через бок вместе с потоком зловонных внутренностей. Выпотрошенный зверь завалился в разлом и с его падением Ревена наполнила злоба. Он развернул бич погибели к раненому рыцарю отца. Адский клинок присел на краю разлома. Одна из его ног была погнута так, что не могла держать нагрузку. Рыцарь получил ужасные повреждения, однако после обслуживания механикума и сокрестанцев смог бы пойти вновь. Она умерла славной смертью, выговорил Киприан в промежутке между тяжелыми вздохами, поддерживая себя в вертикальном положении при помощи неподвижного клинка. Хотя и чертовски жаль, что голова пропала. Никто не поверит, какого размера была эта тварь. Это была моя добыча, с холодной яростью произнес Ревен. А сейчас ты смешон, отозвался Киприан. Я рыцарь Синишаль, и право первого убийства всегда было моим. Мальчишка, не нужно мочить портки. Я отмечу, что ты помог мне, заслужишь часть славы. Помог, если бы не я, ты был бы мертв. Но кто прервал ее жизнь, я или ты? Клетка в груди Ревена раскрылась, и колючая ненависть и чисто любие, которые пыталась сдерживать печать механику Матрона, оказалась на воле, вновь уязвив его душу. А кто, как скажут люди, прервал твою, прошипел Ревен, я или Малагра? Киприан Дивайн слишком поздно увидел бездонный кладезь злобы в сердце сына, но никак уже не мог помешать тому, что произошло дальше. Сделав шаг назад и ударив когтистой лапой бича погибели в середину груди адского клинка, Ревен столкнул рыцаря в разлом. Раздался яростный вопль отца, и Ревен проследил, как древняя машина переворачивается на лету. Она врезалась в острый выступ скалы и разлетелась на части, словно конфискованный автомат из заводского города под кузнечным молотом сокрестанца. Останки адского клинка исчезли в сернистой дымке, и Ревен отвернулся. С каждым решительным шагом прочь от разлома пагубное честолюбие внутри него приобретало все более определенные очертания. Теперь Ревен был имперским командующим Молеха. Как расценит его продвижение Ликс? Ревен усмехнулся, точно зная, что она скажет. «Змеиные боги помогают», произнес он. Четыре Перекованный Филум Секунду Семь Нерожденных Когда магистр войны желал вызвать у просителей подавленность или благоговение, он принимал их во дворе Луперкаля с высоким сводчатым потолком, бормочущими тенями, черными боевыми знаменами, блестящими стрельчатыми окнами и базальтовым троном. Однако, когда ему просто хотелось общество, он звал в личные покои. За прошедшие годы Оксимант много раз приходил сюда. Однако, обычно это случалось в компании братьев по Марневалю. В своих покоях магистр войны мог на несколько бесценных мгновений отложить тяжеловесный титул и побыть просто гором. Как и большинство мест на борту Мстительного Духа, они заметно изменились за последние несколько лет. Исчезли безделушки из первых лет Великого Крестового Похода. Многие из картин давно уже не было громадной звездной карты с императором в середине, ранее закрывавшей целую стену. Ее место заняли бесчисленные страницы, исписанные плотным почерком, а также причудливые рисунки, изображавшие космологические связи, диаграммы точек Омега, алхимические символы, тройные узлы. В центре располагалась картина закованного в броню воителя, державшего золотой меч и блестящий серебряный были выдраны из сотен астрологических учебников, хроник крестового похода, летописи единения и мифологических текстов, которые были разбросаны по полу, словно осенние листья. Оксимант наклонил голову и прочел несколько заглавий «Узревший бездну», «Нефийский трептих», «Монархия Алигьери», «Либри Каролини». Были и другие, как с обыденными, так и с экзотическими названиями. Часть, как отметил Оксимант, было исписано золотой колхидской клинописью. Прежде чем он успел прочесть ее, его окликнул громовой голос «Оксимант!» позвал горд. «У тебя же хватает ума, чтобы не стоять там, будто дрянной посол. Заходи!» Оксимант повиновался, прохромав мимо небрежно сваленных куч книг и инфопланшетов святая святых примарха. Как и всегда, он ощутил трепет гордости, что находится там, что генетический отец счел его достойным этой чести. Разумеется, гор всегда отмахивался от подобной высокомерной ерунды, однако от этого такие моменты становились только ценнее. Даже сидя и без панциря доспеха, гор был огромен. Героический Акилиус или Гектор, проклятый Гильготомеш или Шалбатаня Багрянорукий. Его кожа была розовой и шершавой от пересадки лоскутов и регенерации, в особенности вокруг левого глаза, где раньше обнажился изуродованный обугленный череп. Волосы пока что отрастали щетиной, но было похоже, что после атаки на купол возрождения не осталось постоянных шрамов. По крайней мере, Аксимант их не видел. Сразу же после засады трое примархов отбыли на свои флагманы для лечения и отдыха. В припадке мстительности сыны Гора сравняли Тижун с землей, убив население и не оставив камня на камне, чтобы уничтожить любых оставшихся нападавших. Спустя пять дней собравшиеся флотилии магистра войны покинули Двел, оставив на планете дымящуюся пустошь. Горд урудился за столом, которая окружала стена книг, сложенных таблиц, небесных иерархий и дощечек с вырезанными формулами. Судя по толщине корешка и альбомной ориентации страниц, сейчас внимание магистра войны занимала хроника крестового похода. Даже глядя наоборот, Аксимант узнал фиолетовую эмблему кампании в верхнем углу открытой страницы. «Убийца?» спросил Аксимант. «Это было давно». Горд закрыл книгу и поднял взгляд. В его глазах было странное раздражение, как будто он только что прочел в хронике нечто неприятное. Когда он заговорил, возле рта натянулась сморщенная рубцовая ткань. «Давно, но до сих пор актуально», произнес Горд. «Порой на битвах, которые проиграл, учишься в той же мере, если не больше, как на тех, что выиграл». «Тума выиграли», заметил Аксимант. «Нам вообще не следовало сражаться», ответил Горд, и Аксиманду хватило ума не задавать новых вопросов. Вместо этого он просто изложил свой рапорт. «Сэр, вы хотели знать, когда флоты совершат переход?» Горд кивнул. «Есть какие-то сюрпризы, о которых я должен знать?» «Нет, все корабли сынов Гора, гвардии смерти и Титаникус учтены и соответствующим образом занесены в реестр задания», сказал Аксимант. «И каково время путешествия?» «По оценкам магистра Камненуса, мы достигнем Моляха за шесть недель». Гор приподнял бровь. «Это быстрее, чем он первоначально рассчитывал. Почему время перелета пересмотрено?» «Позади наших флотов гибельный шторм, и наш уважаемый капитан говорит, цитирую, «Путь впереди рад нашим флотилиям, как бордель рад утомленным солдатам с полными карманами». «Прежнее раздражение гора пропало, будто тень под солнцем», звучит в духе Боаса. «Возможно, резня Ларгара на пятистах мирах оказалась полезнее, чем я ожидал». «Резня Ларгара?» «Да, полагаю, что большую часть резни устраивает Ангрон», усмехнулся Гор. «А что с третьим легионом?» Аксимант привык к быстрым сменам курса расспросов магистра войны, и ответ был у него на готове. «Сообщают, что они направились к галикарнатским звездам, согласно приказу». «Я чувствую, что в этой фразе не хватает «но», сказал Гор. «Но это, — сообщил, — не примарх Фулгрим», ответил Аксимант. «Нет, так не пойдет», согласился Гор, делая жест в сторону дивана, стоящего у стены, на которой висело множество различных тычковых кинжалов и кверинальских перчаток-цестов. «Присядь, выпей вина, оно с Джовиев». Аксимант наполнил из аметистовой бутылки два винных кубка, передал один Гору и уселся на часть дивана, не занятую чтением примарха. «Маленький, скажи, как твои братья помарнивалю?» спросил Гор, отхлебывая вина. «Сила Фулгрима защитила нас от наиболее тяжелого обстрела кораблей, но вы...» Аксимант пожал плечами, тоже отпил, и букет пришелся ему по вкусу. «В основном ожоги и ушибы, мы вылечимся». Кибры ведет себя так, словно ничего не происходило, а Граэль все еще пытается выяснить, как Десятый Легион так долго прятал три огненных хищника. «Надо думать, какая это технология темной эры, добытая на Медузе», произнес Гор. «А Эзекиль?» «Он практически готов броситься на меч», ответил Аксимант. «Вас едва не убили, и он винит себя в этом». «Я отпустил юстерианцев, если помнишь», заметил Гор. «Скажи Эзекилю, что если тут и есть чья-то вина, то большая ее часть лежит на мне, он не подвел». «Возможно, это поможет, если прозвучит из ваших уст». Гор отмахнулся от совета Аксиманда. «Эзекиль большой мальчик, он поймет, а если нет, что ж, я знаю, что Фальк жаждет заполучить его должность». «Вы сделаете вдоводело первым капитаном?» «Нет, конечно», сказал Гор в умолк. Аксимант счел за лучшее не нарушать тишины и выпил еще вина. «Мне следовало знать, что у Медузона будет запасной вариант на случай неудачи белых шрамов», наконец произнес Гор. «Вы думаете, Шадрак Медузон был на одном из тех кораблей?» «Возможно, сомневаюсь», отозвался Гор. Он допил вино и отставил кубок в сторону. «Но больше всего меня печалит разрушение, которое Легион учинил в ответ, в особенности утрата Мавзолитики. Не было нужды разорять ее и Тижун. Там можно было найти еще так много». «При всем уважении, сэр, это было необходимо сделать», ответил Аксимант. «То, что узнали вы, могли узнать и другие. И, честно говоря, мне не жаль, что мы ее сожгли». «Нет, почему?» «Мертвые должны оставаться мертвыми, сказал Аксимант, стараясь не глядеть через плечо магистра войны на витиевато отделанную коробочку из лакированного дерева и железа». Гор ухмыльнулся, и Аксимант задался вопросом, «Знает ли примарха снах, что терзали его до восстановления лица?» «Теперь эти сны пропали, канув в историю после того, как он стал непобедим, переродившись и снова обретя цель. Я никогда не считал Двелцев по-настоящему мертвыми», произнес Гор, поворачиваясь в коробочке. «Но даже в этом случае не нужно бояться мертвых, маленький. У них нет сил, чтобы навредить нам». «Нет», согласился Аксимант, и Гор поднялся на ноги. «И они не отвечают», продолжил магистр войны, скрыв гримасу боли и поманив Аксиманда встать. Гор неловкой походкой направился в соседнее помещение. «Пойдем со мной, у меня для тебя кое-что есть». Аксимант последовал за гором в оружейную комнату, окутанную почтительным мраком и озаренную лишь мягким свечением над стойкой с остальными опорами, на которую опирался доспех магистра войны. Адепты с тонкими конечностями, одетые в рваные ризы, трудились, ремонтируя повреждения, нанесенные пушками огненного хищника. Аксимант почувствовал запах фиксаторов, раскаленного керамита и темного лака. Сокрушитель миров висел на усиленных крючах окруженные львами янтарные окна на груднике казалось следило за Аксимантом, пока они пересекали комнату. Было похоже, будто оно говорит, что гор мог погибнуть, но Аксимант стряхнул ощущение осуждения, когда они приблизились к плавильной и металлообрабатывающей кузнице с высокими сводами. Воздух рябил от колокочущего жара топки. Аксимант увидел свою ошибку, лишь когда вошел в помещение вслед за гором. Кузницу освещало не единственное освещение горна, а нечто одновременно яркое и темное, от которого на сетчатке промелькнула серия негативных отпечатков. Аксимант ощутил на загребке дыхание трупа и почувствовал вкус пепла сожженных людей, когда увидел окутанную пламенем мерзость, парящую в метре над полом. Когда-то это был кровавый ангел, теперь же это было. Что? Демон, чудовище, и то и другое. Алый доспех был разбит, он треснул в тех местах, где заключенное внутри зло, проступило наружу, языками противоестественно неугасимого пламени. Кем бы ни был раньше легионер в этой броне, но он стал нематериален. От него остался лишь опаленный символ апотекария в виде перечеркнутой спирали. Существо называло себя Круор ангелус, однако сыном гора оно было известно под именем Красного ангела. Его связывали и лишали способности говорить цепи, первоначально блестевшие серебром, но теперь опаленный дочерно. На голове не было шлема, однако в адском огне нельзя было различить никаких черт лица, за исключением пары раскаленных до белоглаз, наполненных яростью миллиона проклятых душ. Почему это здесь? спросил Аксиман, не желая произносить его имя. Тише отозвался Гор, ведя Аксиманда к деревянному верстаку, на котором лежали приспособления, более похожие на инструменты хирурга, а не слесаря. У брошенного ангела безлицева есть роль в нашем нынешнем предприятии. Нам не следует доверять ничему, что исходит от этого коварного ублюдка, сказал Аксимант. Изгнание это слишком мягкая мера, вам нужно было дать мне убить его. Если он не воспримет мой урок всерьез, то может статься, что и дам, ответил Гор, беря что-то с верстака. Но это убийство будет не сейчас. Аксимант неохотно отвел взгляд от Красного Ангела. Все воины ненавидят позволять врагу выйти из поля зрения. Вот, произнес магистр войны, держа перед собой длинный сверток из ткани, это твое. Аксимант принял сверток, почувствовав вес твердого металла. Он с почтительной аккуратностью развернул его, гадая, что же находится внутри. Лезвие скорбящего было сильно выщерблено в схватке с Хибуханом. Позаимствованный белым шрамом клинок с Медузы оказался сильнее голубой хтонийской стали. Твердый, как камень, и адский, горячий внутри, сказал Горб, постучав себя по груди. Оружие хтонии до самой сердцевины. Аксимант сжал обернутую кожей рукоять обоюдоострого меча, держа клинок перед собой, и ощутил, как вернулась последняя часть него, отсутствие которой он даже не замечал. Желобок плотно покрывала свежая гравировка, поблескивающая в свете пламени демонической твари. Аксимант почувствовал в клинке смертельную мощь, не имеющую ничего общего с энергетическими лезвиями. Мне нужны ты и твой меч, маленький Горок Симант, произнес магистр войны. Война на Молехе станет испытанием для всех нас, а ты без него, это не ты. Мне стыдно, что я не восстановил его лезвие. Нет, ответил Гор, сын мой, для меня честь, что я смог сделать это для тебя. В бытность свою технодесантникам ультрадесанта Аркадон Кира научился множеству вещей, но лучше всего он усвоил, что не бывает двух машин с полностью одинаковым нравом и манерой вести себя. Каждая из них была столь же индивидуальна, как и воины, которых они несли на битву, и у них также бывало заслуживающее памяти наследие. Королева Сабана служила для этого лучшим примером, какое можно пожелать. Сделанная на Терри грозовая птица возглавляла триумфальный полет над Анатолией в последние дни перед тем, как 13-й легион вместе с 16-м и 17-м легионом начал кампанию по очистке лунных анклавов от культа Вселенной. Кира тогда еще не родился, но чувствовал гордость королевы Сабана от участия в первом настоящем сражении Великого Крестового Похода. Это был горделивый, даже надменный, воздушный корабль. Но Кира, скорее всего, был согласен пилотировать гордую машину, чем возмущенную плохим обращением рабочую лошадку. Он направил королеву Сабана в вираж вокруг пиков на восточной оконечности плоскогорья Унсар, резко сбросив высоту и подстегнув двигатели, когда с местности внизу открыли огонь. Облет полуострова Энатеп с проверкой готовности обороны был долгим, и грозовая птица заслужила возможность размять крылья. До горы Железный Кулак на горизонте тянулись бурые холмы и золотистые поля. Молях напоминал очень многие из пятисот миров. Его испечняли успешные общины земледельцев и крестьян, накрест пересекали широкие дороги, магнитные магистрали и поблескивающие ирригационные каналы. Планету привели к согласию, не испытав нужды воевать. Однако, по неизвестным киропричинам, она до сих пор могла похвастать многомиллионными гарнизонными силами. На земле еще были свежи следы ультрадесантников, недавно размещенных в рамках регулярной ротации сил легиона между ультрамаром и молехом. Варет из 11-го ордена с честью возвратился на Маккраге, передав Аквилу Ультима Кастеру Алкаду, легату 2-й боевой группы 25-го ордена. Говорили, что воинство магистра войны находится где-то на северных границах, и на Молехе, скорее всего, нельзя было снискать особой славы. Но мало кто из воинов так нуждался в славе, как Кастер Алкад. До сих пор карьера Алкада была непримечательна. Он получил мантию легата как следствие своего послужного списка, который говорил о нем, как о воине с должным усердием и необходимыми способностями, однако без большого таланта. Под руководством Алкада вторая боевая группа получила во многом незаслуженную репутацию невезучей. Перешептывания в арсеналах превратились в факт из двух конкретных происшествий в последние 30 лет. На мире Варна они сражались вместе с 9-й и 235-й ротами, чтобы сокрушить орду зеленокожих и скопление Генай. Алкад координировал утомительную фланговую кампанию, выбивая диких зеленокожих с горных просторов и прибыл спустя час после того, как лорд Эмпион полностью сокрушил вражеское воинство в битве за Дельту Сумае. В ходе финального штурма пещерных городов Горстола наступление Алкада по нижним мануфакторумам из-за серии сбоев маркеров Ауспика по ошибке свернуло в тупиковые аркологии. Роты второй боевой группы безнадежно заблудились в лабиринте туннелей. Эйкосу Ламиаду с его воинами пришлось драться против биомеханической армии Тибар-Мегатана без поддержки. Героически вырванная Ламиадом победа укрепила его и без того внушительное положение и привела к назначению его тетрархом Конора. В то же время подтвердив репутацию Алкада, который не был ни в чем виноват, как очевидные посредственности. Говорили даже, что сам мстящий сын высказался по этому поводу, заметив, не каждый командир может быть гордым орлом, некоторые должны кружить около гнезда и дать прочим лететь дальше. У Кира были сомнения насчет подлинности реплики, но судя по всему это не имело значения. Те, кто знал о репутации Алкада именовали его запасной тетевой. Филум секунда, забывая, что изначально запасная тетива лучника должна была быть столь же прочной и надежной, как первая. В ухе Кира зачирикало сообщение Ауспика об угрозе. Батарея противовоздушных орудий гидра на вершине горы демаскировалась и навелась на королеву Сабана. Он передал союзный импульс, сообщая стрелкам, что является своим, и угроза пропала с планшета. «Пушки плоскогорье Унсар?» спросил легат Алкад, появившийся в люке между кабиной и десантным отсеком. «Да, сэр», отозвался Кира, «слегка запоздали захватом нас, но я заставил их попотеть». «Немного пота сейчас сбережет много крови, когда псы гора доберутся до Молеха», сказал Алкад, пристегиваясь к креслу второго пилота напротив Кира. «Вы действительно думаете, что предатели явятся сюда, сэр?» «В конечном итоге должны, принимая во внимание расположения Молеха», произнес Алкад, и Кира услышал в его голосе надежду, что это произойдет как можно быстрее. Алкад хотел, чтобы война дошла до Молеха. Он чуял аромат славы. Кира понимал славу. Ему досталась часть ее. Такой соблазн действовал сильнее, чем любые опиаты апотекариев. Потребность в ней была столь сильна, что ее следовало опасаться даже воинам-транс-людям, которые утверждали, будто находятся выше подобных слабостей смертных. Алкад изучал боевой дисплей. Встроенные системы доспеха уже сообщили бы ему приблизительное местонахождение грозовой птицы, но ультрадесант не оперировал приблизительными значениями. Итак, каков твой вердикт о полуострове Энотеп? Кира неторопливо кивнул. Сносно. И все? Подойдет, если им придется сражаться только против смертных и ксеносов, но нет легионов. Как бы ты его укрепил? спросил Алкад. Дай мне теорию. Кира покачал головой. В кузнице мы предпочитаем понятие спекулятивного и эмпирического, все возможности и рабочие факты. Даже лучшая практика не становится эмпирической, пока не покажет себя эффективной в бою существенное число раз. Незначительная разница, сказал Алкад. Слишком незначительная для большинства, когда болты уже в воздухе. Поэтому-то технодесантники так ценны, произнес Кира, введя их вниз в долине Луперкалии. Название явно было необходимо поменять в свете измены магистра войны. Мы высчитываем, как все должно быть, чтобы это не приходилось сделать командованию в поле. На них нацелились очередные дальномеры с гидрами, и Кира позволил королеве Сабана с надменной презрительностью отменить запросы. И что бы мы делали, если бы наши отважные братья из кузницы не держали нас, простых командиров строгости, заметил Алкат. Приятно знать, что вы нас цените, сэр, отозвался Кира. А ты сомневался? Ухмыльнулся Алкат. Но ты не ответил на вопрос. Кира искосо глянул на Легата. Тот выглядел так же героически, как и любой другой воин 13-го легиона. Даже трансчеловеческие генные модификации не смогли сгладить патрицианские черты, или точно очерченные скулы. Глаза цвета стального аквамарина окружала кожа, похожая на сухую березу, поверх которой Алкат носил натертую воском бороду, раздвоенную на манер сынов хана. Возможно, он полагал, что та придает ему щегольский и грозный вид. Однако, в сочетании с седыми волосами и лысиной, она скорее делала его похожим на монаха, а не на воина. Я бы добавил еще один орден 13-го легиона, скира. Затем больше артиллерии, по меньшей мере три бригады, возможно, несколько когорт киборгов талаксов Мадуэм и титаны, титаны не повредят. Всегда так точно, рассмеялся Алкат. Если бы я спросил у тебя, сколько времени, ты бы рассказал, как сделать часы. Потому-то меня и выбрали для отправки на Марс, ответил Кира. Перед грозовой птицей Луперкали углублялась в горы, тянувшиеся вдоль степной долины из-за хренового камня. Имея ширину 6 километров в начале, долина постепенно сужалась, поднимаясь в горе Таргер и цитадель рассвета, откуда Киприан Дивайн правил моляхом рукой, жесткость которой заслуживала восхищения. Стены городских укреплений впечатляли внешне, однако были архаичны и по большей части бесполезны против врага, обладающего реальной военной силой. Предыдущие командующие из ультрадесанта изо всех сил старались изменить их, пользуясь примечаниями к воинской кодификации примарка, однако сталкивались с сопротивлением непреклонного населения. Я чувствую, что ты хочешь что-то добавить, произнес Алкат. Я могу говорить свободно, сэр? Конечно. Проблема моляха не в стационарных укреплениях и не военной мощи, а в присущей ему культуре. Изложи мне свою теорию, извини, спекуляцию. Хорошо. Как мне это видится, жители моляха росли на истории о героических рыцарях, которые выходят сражаться в славных поединках, сказал Кира. На их планете веками не случалось настоящих войн. Им неизвестно, что новой реальностью стали многочисленные армии из обычных людей с огнестрельным оружием. Факторами, которые определяют, кто победит, а кто умрет, стали численность, логистика и планирование. Мрачная точка зрения, заметил Алкад, особенно для легионов. Эмпирическая точка зрения, произнес Кира, постучав двумя пальцами по ультиме с выбитым черепом на своем нагруднике. А, не обращайте на меня внимания, сэр. Мне всегда лучше всего удавалось представлять худшие сценарии. Однако, если вы правы и предатели действительно явятся на молях, то они в первую очередь будут стремиться перебить неполки армии. Верно, это будем мы и кровники Саликара. У нас три роты и одному императору известно, сколько на моляхе кровавых ангелов. Я бы сказал, что их численность в два с лишним раза меньше нашей, сказал Алкад. Варет говорил, что Витус Саликар воин, который не слишком подвержен духу сотрудничества. Итак, пятьсот легионеров, произнес Кира. И если отбросить гиперболы, этого недостаточно для обороны планеты. Следовательно, основное бремя защиты моляха должно лечь на полки армии. Пусть это смертные, однако на этой планете почти 50 миллионов боеспособных мужчин и женщин. Когда на молях придет война, она будет невообразимо кровавой и закончится нескоро. Но с точки зрения окончательной практики, смертные просто не в состоянии оказывать сопротивление в массовой войне против легионов, заметил Кира. Ты не считаешь, что почти сто полков могут удержать один из миров императора? Как бы вы оценили практические шансы любой армии смертных против сил легиона? Честно! Вам известно, как называют то, что происходит, когда простые люди оказываются в бою против подобных нам воинов? Трансчеловеческий ужас, отозвался Алкад. Да, трансчеловеческий ужас, согласился Кира. Мы оба это видели. Помните прорыв в Парсабаде? Казалось, у них кровь застыла в жилах. Мне было почти что жаль несчастных ублюдков, которых нам пришлось убить в тот день. Алкад кивнул. Это было все равно, что молотить пшеницу. Когда это благородные семейства Маккраги сами молотили свою пшеницу, поинтересовался Кира. Никогда, признал Алкад, но мне доводилось видеть пикты. На дисплейных планшетах перед Кира появились векторы сближения. Алкад умолк, и королева Сабена начала спуск в пещерный ангар прямо под огромной цитаделью в сердце долины. Непрерывно звенели предупреждения об опасности. Но Кира заглушил их, выровняв летящую машину с горохочущей вспышкой торможения, за которой последовал удар, когда посадочные опоры коснулись земли. Алкад расстегнул удерживающие крепления и вернулся в десантный отсек, где параллельными рядами вдоль центральной линии фюзеляжа корабля сидели 50 ультрадесантников. Кира отключил двигатели, дав грозовой птице перейти в равновесие, а затем открыл запорные механизмы штурмового люка. Наземная команда бросилась обслуживать воздушную машину, а Кира отстегнул собственные фиксаторы и закончил последние послеполетные проверки. Он приложил кулак как вили на консоли управления, а затем сотворил символ механикум, дабы почтить и Теру и Марс. Благодарю, произнес он и нырнул в десантный отсек. Несомненно, пять отделений собравшихся и готовых к высадке ультрадесантиков, закованных в броню цвета кобальта и слоновой кости, являли собой славное зрелище. Через опущенную аппарель задувало запахи опаленного железа, горячих двигателей и выбрасываемого топлива. От их пьянящей смеси Кира перенесся назад в кузницу к простому удовольствию придания металлу формы. Собрав контейнеры для оборудования, где хранилась его сервообвязка, Кира последовал по аппареле за строевыми воинами, пока чернорабочие посадочные площадки и палубная команда готовили грозовую птицу к следующему вылету. Дедакус Феррон уже ждал их на посадочной полосе и по лицу Центуриона было ясно, что он принес мрачные новости. Нескорожденный бродяга Скалта заслужил высокое положение в легионе благодаря тому, что около шести лет назад спас жизнь Таврону Никодиму на хребте Териод. Неприятное известие произнес Феррон, когда легат приблизился к нему. Говори, распорядился Алкат. Капитан Дивайн мертв, сказал Феррон, однако это еще не самое худшее. Имперский командующий мертв, и это не самое худшее, переспросил Кира. И рядом не стояло, ответил Феррон. Пятьсот миров атакованы, а этот сукин сын, магистр войны, направляется к Молеху. Надматов остальным корпусом Валькирии выли ледяные ветра, которые закручивали призрачные вихри вокруг остывающих двигателей. От передних кромок крыльев и спаренных хвостовых стабилизаторов шел пар, создавая впечатление, будто вершина все еще летит. Локен дал Рассуа указание поддерживать в соплах пламя, чтобы не дать им полностью замерзнуть. Доспех не пропускал холод, однако Локен все равно поежился от мерзлого запустения на вершине горы. Урал тянулся почти на две с половиной тысячи километров от замерзших краев кара-охотника до древних владений каганата Киевской Руси. Впереди в дымке смутно виднелся громадный шпиль кузницы горы Народной, окутанный дымом и молниями от грозных подземных дел. Люди последовательно расхищали богатство этой горы, но никто не мог сравниться с монументальным размахом клана Терават. Говорили, что он происходил из того же источника, что и механикум. Из-за темной эпохи технологий его теолога вырезали в костях Урала храмы, где укрывались от ярости Старой Ночи в полной изоляции, пока само их существование не стало пересказываемой шепотом легендой. Когда клан Терават наконец вышел из своего логова под халат сьяхал, они обнаружили, что планету опустошают войны между чудовищными этнархами и тиранами. Когда известие о возрождении клана разошлось, со всей планеты явились просители их древних чудес, в равной мере предлагавшие сделки, соглашения и угрозы. Но был лишь один человек, который предлагал больше, чем хотел получить. Он называл себя императором. Клан Агас насмехался над этим титулом, пока не стали очевидны его огромные познания в давно забытых технологиях. Его готовность поделиться утраченными искусствами привела клан под его знамя, и из архивов возникло много оружия, которое привело Старую Землю к единению. Захороненные ядра памяти древнейших из Агас заявляли, что это их технологии, а не Марса, вылились в создание первых протоастартес. Механикум полностью отвергал это утверждение. Локен видел здесь мало следов технологических чудес, только высокий хребет черного камня, окутанный леденящим туманом и бушующими облаками пепла, извергнутыми подземными кузницами комплекса Дятлова. Лишенные растительности скалы имели острые углы и были в любой флоре. Локен развернулся на месте, ничего не видя, кроме одинокой посадочной платформы, на которую села Валькирия. Он сверился со своим планшетом, по краям которого уже появился узорчатый слой светлой волокнистой пыли. «Ты уверена, что это здесь?» спросил он. «У меня глаз охотника, и я облетела Теру от края до края по делам Сигелита», четко и отрывисто ответила Рассуа. «И я садилась на семи силачах много раз, Гарвиль Локен, так что да, я уверена, что это здесь». «Тогда где же он?» «Это ты меня спрашиваешь?» поинтересовалась Рассуа. «Он один из ваших, разве ты не должен быть в курсе?» «Я его никогда не встречал», сказал Локен. «Я тоже». «Так с чего ты решил, будто я знаю?» Локен не стал утруждать себя ответом. Рассуа была смертной, однако даже Локен мог сказать, что она сложнее, чем кажется на вид. Ее угметика была изящно впечатана в тело, явно отточенная генетическим модифицированием и безжалостным режимом тренировок. Все в ней указывало на совершенство. Рассуа утверждала, что является простым флотским пилотом, однако при этом улыбалась, словно подначивая Локена возразить ей. Ее невозмутимость, цвет кожи, разрез глаз и глянцево-черные волосы наводили на мысль о генах Панцифики. Однако она никогда не рассказывала о своем происхождении сама, а Локен никогда не спрашивал. Рассуа отвезла его из старой Гималазии на северный край Урала, чтобы разыскать первого из следопытов Локена, но было похоже, что это окажется сложнее, чем ожидалось. Тот, кого прибыл найти Локен, был из сынов гора и... Нет, не был, он был лунным волком. Он не входил в легион, когда тот сделал первый шаг на пути к предательству. Стало быть, он не был истинным сыном, однако являлся генетическим братом и Локен не был уверен, как к этому относиться. Да, одним из его товарищей, постранствующим рыцарем, был Яктон Круз, но они свполуха служили вместе на борту Мстительного Духа, когда все покатилось в ад. Они оба пережили, содеянное заблудшими братьями, о котором не мог знать этот воин. Ветер на мгновение стих и Локен уставился сквозь неподвижные облака дисперсного вещества, увидев темные силуэты, похожие на примерших к вершине великанов. Они были слишком высокими для чего-либо живого и напоминали массивные столпы какого-то громадного светилища, изъеденные за столетия на открытом воздухе. Он направился к ним, широкими шагами приближаясь по раздуваемому ветром пеплу. Фигуры проступили из облаков, оказавшись гораздо крупнее, чем он подозревал. Огромные колонны слоистого камня, похожие на мегалиты туземного храма, шесть из них высотой не менее тридцати метров были сосредоточены вблизи друг от друга, а седьмая стояла особняком, словно изгой. Часть была узкой возле основания, затем расширялась, словно наконечники копий, и сходилась к вершине. Дувший сквозь них ветер издавал похоронный вой банши, от которой у Локена заныли зубы. В шлеме загудели помехи, побочный эффект наэлектризованного воздуха из-за непрерывной работы промышленности под горами. Локен услышал посвистывания, щелчки и хлопки искажений, а также нечто очень похожее на тихое дыхание. Гарви! Локен узнал голос и развернулся, словно ожидал увидеть, что позади стоит его павший товарищ Тарик Таргадон. Однако он был совершенно один. Даже очертания валькирии стали неразличимы в тумане. Он уже не был уверен, слышал ли голос, или же тот ему пригрезился. Именно призрак убитого друга убедил Локена покинуть убежище в лунном биокуполе. Воспоминание угасало, словно стихающее эхо далекого сна. Происходило ли такое вообще, или же это было отражение вины и стыда в раздробленных осколках истерзанной души. Локена откопали из-под руин Иствана-3, сломанной оболочкой человека, одержимой иллюзиями и призрачными кошмарами. Гара вернул его на Теру и дал новую цель. Но в силах ли кто-то из людей возвратиться из подобной бездны без шрамов? Ему потребовалось мгновение, чтобы успокоиться. На пределе Локен узнал их и у него перехватило дыхание. Он уже слышал подобное на 63-19 на шепчущих вершинах. Перед глазами у Локена словно сбивчивая пик трансляция промелькнуло ужасающее преображение Джубала и его рука легла на кобуру с болт-пистолетом. Большой палец отжал за щелку крышки. Локен не ждал, что придется доставать оружие. Однако ему стало спокойнее уже от того, что ладонь покоится на рифленой рукояти. По мере продвижения через колоссальные скальные формации шквал помех визжал и трещал в такт пепельной бури. Усиливалось ли искажение из-за колонн или же это было побочным эффектом расположенных под ним сотен кузнечных святилищ. Помехи резко прекратились. Ты знаешь где находишься? произнес низкий голос с гортанным акцентом, которому придавали жесткости небные нотки и резкие гласные. Тарик «Урал», сказал Локен. «Конкретно это гора. Я не знал, что у нее есть название. Она называется Манпупунер», произнес голос. «Мне говорили, что на каком-то мертвом наречии это значит маленькая гора богов. Кланы утверждают, что это окаменевшие трупы семи нерожденных. Пытаешься напугать меня старыми легендами?» «Нет, ты понял, что это здесь мы родились», продолжил голос. «Разумеется, не в буквальном смысле, но первая порода транслюдей была создана под этой горой». «Об этом я не знал», ответил Локен. «Где ты?» «Ближе, чем ты думаешь, но если хочешь потолковать лицом к лицу, тебе придется меня отыскать», сказал голос. «Если тебе это не удастся, то мы не станем говорить вообще». «Малкадор сказал, что ты мне поможешь», произнес Локен. «Он ничего не говорил насчет того, что нужно будет проявить себя». «Этот хитрый старик много чего не рассказывает», отозвался голос. «Ну а теперь поглядим, так ли ты хорош, как утверждает Круз». Голос растворился в нарастающем хаосе помех, и Локен прижался к ближайшей каменной колонии. Гладкий, на открытых ветру местах и покрытый воронками от многовекового воздействия, разъедающих скалу атмосферных загрязнителей, каменный массив был огромен и нависал сверху, будто на гадь китанической боевой машины. Локен осторожно высунул голову за округлый угол, переключая различные перцепционные режимы. Ни один из включившихся в шлеме спектров не мог проникнуть сквозь туман. Локен подозревал, что маскировочные свойства были приданы ему сознательно и искусственно. Впереди что-то двигалось, едва заметная тень воина в капюшоне, державшегося самодовольной уверенностью в себе. Локен отступил от скалы и бросился следом. Ломкий сланец однако эта помеха работала и против его врага. Локен добрался туда, куда, по его предположениям, ушла тень, но там не было никаких следов добычи. Мгла вздымалась и волновалась, и угловатые башни семи нерожденных проступали в тумане, словно приближаясь и удаляясь. В помехах Вокса вздыхали перешептывающиеся голоса, имена и длинные списки чисел, подсчет того, что уже давно умерло, эхо прошлого, скрытого катастрофической волной войны и забвения. Было ничего не разобрать, но звук задевал струну печали внутри Локена. Он продолжал сохранять неподвижность, отсекая голоса и пытаясь расслышать характерный звук скрежета брони по камню, шагов по гальке, что-то, что может выдать скрытое присутствие. Он не питал на этот счет особой надежды, принимая во внимание, кого ему нужно было здесь найти. Ты позабыл, чему тебя учил Ахтония, произнес голос. Он булькал сквозь помехи в шлеме. Не было смысла отслеживать местонахождение. Возможно, ты помнишь немного больше, отозвался Локен. Я помню, что там либо убивал ты, либо убивали тебя. И здесь так же, спросил Локен, двигаясь медленно и тихо, насколько мог. Я не собираюсь тебя убивать, сказал голос, но ты здесь, чтобы попытаться убить меня, не так ли? Проблеск, движение в тумане справа. Локен не отреагировал, но аккуратно изменил направление движения в ту сторону. Я здесь, потому что ты мне нужен, произнес он, наконец-то поняв, что это за место. Странствующие рыцари, это здесь ты учил их становиться серыми призраками, верно? Я учил их всех, ответил голос, но не тебя. Почему? Локен покачал головой. Не знаю, потому что ты воин, который стоит на свету, сказал голос. И Локен не смог определить, означали ли эти слова восхищение или же насмешку. Мне нечем тебя учить. Под прикрытием гигантского каменного столпа стояла размытая фигура воина в капюшоне, уверенного, что его не видят. Локен удерживал его в поле бокового зрения, перемещаясь так, словно не знает о его присутствии. Он приблизился на расстояние пяти шагов, шанса лучше не будет. Локен прыгнул на источник дразнящего голоса. Силуэт человека в капюшоне распался, словно пепел под ударом бури. Туда, Гарви. Локен крутанулся на месте, как раз вовремя, чтобы увидеть остаточную тень человека, движущегося по вершине между двумя и семи нерожденных. Он на мгновение заметил кожу, татуировку. Не человек в капюшоне. Чей же голос он слышал? Он гоняется за призраками. Легенды о нерожденных были безвкусными страшилками, полными вопиющих гипербол, наподобие упомянутых в хрониках Урша. В них говорилось о призрачных армиях теней убийц, порожденных туманом духов и кошмаров, которые пробивают себе путь наружу из черепов людей. Однако все это не являлось проблемой Локена. Здесь ему противостояли трещины в собственной памяти и бесшумный охотник. Ты возвращаешься назад, верно? В логово Луперкаля. Локен не стал впустую сотрясать воздух, изумляясь, откуда уже известна цель его задания. Вместо этого он решил подстегнуть тщеславие оппонента. Ты прав, произнес он, и чтобы попасть туда, мне нужна твоя помощь. Попасть туда это легкая часть. Проблемой будет оттуда выбраться. Меньшей проблемой, если ты ко мне присоединишься. Я не имею привычки отправляться на самоубийственные задания. Я тоже. Ответа не последовало, и Локен прикинул свои варианты. Насколько он мог видеть, таковых было два. на ощупь бродить вокруг окутанной туманом вершины, пока его вынуждают выглядеть идиотом, или же уйти с пустыми руками. Его испытывали, но испытания работали лишь в том случае, если оба их участника стремились к одной цели. Локен Локен уже участвовал в одной игре, не зная правил. Волчий король обыграл его, чтобы что-то узнать о его характере, но тут казалось, что кому-то нравится его унижать. Если Локен не мог играть по чужим правилам, то играл по своим. Он повернул к Валькирии. Летающая машина была неразличима в тумане, однако на визоре мягко светился значок сигнала его передатчика. Бросив делать вид, будто обыскивает вершину, он демонстративно зашагал назад к штурмовому транспорту. Малкадор и его агенты обстоятельно набирали странствующих рыцарей, произнес Локен. Нет недостатка в воинах, которых я могу своевременно собрать для нашего задания. Он услышал тихие шаги посланцу, однако не купился на явную приманку. Из тумана возникла Валькирия, «Ты его нашел?» «Нет, но следи за мной своим глазом охотника». «Принято». Шаги раздались снова, прямо за спиной. Локен резко развернулся, одним плавным экономным движением вытаскивая оружие и прицеливаясь. «Не шевелись», произнес он, однако там никого не было. Прежде чем Локен успел среагировать, в тыльную сторону его шлема уперся пистолет. Боек отошел назад, с резким оружие. «Нет, не ждал», отозвался Локен, опуская свой пистолет. «Я ожидал, что ты будешь пытаться немного дольше, перед тем, как сдаться. А я бы тебя нашел?» «Нет». «Тогда какой смысл?» спросил Локен. «Я не участвую в сражениях, в которых не могу выиграть. Порой сражения не выбираешь». «Но можно выбрать, как сражаться», ответил Локен. «Расуа, как наряд или в голову, решать тебе». Локен медленно повернулся к человеку, которого прибыл разыскать. Тот был закован в покрытую воронками и рубцами серо-стальную броню без знаков различия. Не носил шлема, а бородатое лицо покрывало пыль. Правый глаз окружала татуировка в виде символа дракона. Знак чернокровных, одной из самых жестких банд убийц Хтонии. Локен увидел такие же массивные черты лица, как у него самого. «Севериан», произнес он, разведя руки, «я тебя нашел». «Сдавшись», сказал Севериан, изменив правила охоты. «Уж ты-то должен знать, что так и дерется лунный волк», ответил Локен. «Пойми своего врага и сделай все, чтобы его повергнуть». Воин ухмыльнулся, продемонстрировав испачканные пеплом зубы. «Думаешь, твоя подружка убийца головой и бросил в направлении Локена что-то, блеснувшее серебристым металлом». «Вот», сказал он, «они тебе понадобятся». Локен инстинктивно потянулся вверх, и Севериан отступил от него. «А я-то так на тебя надеялся, Гарвиль Локен». Туман сомкнулся вокруг него словно плащ. Локен не стал пускаться в погоню. «Какой смысл?» Он раскрыл ладонь, чтобы посмотреть, что же ему бросил Севериан. «Два мерцающих серебряных диска». Сперва Локен решил, что это медальоны ложи, но затем перевернул их, увидел, что они гладкие и зеркальные, и понял, что это такое. Монеты в зеркалах тоней, символы, которые оставляют на глазах умерших. 5. Разрисованный ангел Кровники Следопыты Цепляться руками было удобно. Камни разрушенной цитадели до сих пор были крепки и не впитывали влагу, несмотря на то, что крепость была выстроена на бичуемом бурями побережье. Она напоминала Витусу Саликару о твердой скале массива Кварда на Баале Секундус, недружелюбном хребке радиоактивных пиков, который называла своим домом племя, давшее ему жизнь. На твердых как гранит и выбеленных за тысячи лет пребывания на открытом воздухе камнях разрушенной башни было множество опор для рук, однако мало какие из них были шире одного пальца. Саликар много раз сбирался на башню, однако это была его первая попытка на западном фасаде. Эрозия сгладила обрушенную к океану скалу, а свирепые ветра пытались сорвать его с места. На Саликаре были только штаны цвета хаки. Его трансчеловеческое тело было рельефным словно уадония греканских храмов, обретшего жизнь и подвижность. На мускулистой спине была вытатуирована крылатая капля крови, колыхавшаяся при каждом его движении во время подъема. Такие же символы украшали дельтовидные мышцы и бицепсы Саликара, а на предплечьях были наколоты изображения каплящих чаш и плачущих крови черепов. Длинные светлые волосы были туго стянуты в пучок, симметричные черты лица обладали живописной красотой. В шестистах метрах под ним находилось море, бушующий котел грохочущих волн, разбивающийся о подножие утеса. С наступлением прилива глубокие провалы заполнялись пенящейся белой водой, а при отступлении обнажались скрытые под поверхностью резцы камней. Падение означало смерть, даже для транс-человека, которого кузницы генов кровавых ангелов создавали идеальным воинам. И разве это не будет справедливо? Саликар отогнал мешающую мысль и запрокинул голову, чтобы изучить маршрут наверх. Сорок лет назад удар молнии расколол башню, разделив ее почти ровно напополам. То, что она до сих пор стояла, служило доказательством мастерства древних строителей. Путь прямо вверх был невозможен. Камни расшатались и держались на месте лишь чудом. Благодаря стечению сдавливающих сил. Подъем этим маршрутом целиком бы разрушил верхние этажи. Его текущее положение на краю сводчатого оконного проема было неустойчивым. Однако Витус Саликар был не из тех воинов, кто отказывается от брошенного вызова. Дразин рискнул получить взыскание, назвав его сумасшедшим из-за попытки на западном фасаде. А Вастерн недвусмысленно заявил, что сангвинарные жрецы не понесут ответственности за утрату его генетического наследия. И так вверх было нельзя, но вот поперек ширина проема составляла порядка шести метров. Вбок было прыгать слишком далеко, но над вершиной окна нависала консоль, которая когда-то возможно поддерживала давно исчезнувшего идола владыки бурь. Два метра вверх и три вбок сложно, однако не невозможно. Саликар напряг ноги, согнув их насколько мог и прыгнул вверх, будто разъяренный огненный скорпион. От внезапного нажима камень у него под ногами треснул. В момент прыжка он отвалился от стены и на мгновение от которого замерло сердце Саликар повис в воздухе словно невесомый. У него перед глазами промелькнули образы раздробленных костей и размазанных органов, которые чрезвычайно красочно описывал Вастерн. Руки молотили в воздух в поисках консоли. Выставленная ладонь царапнула по краю камня и пальцы крепко вцепились у него. Саликар закачался словно маятник и сдав рычание, когда на руке порвались сухожилия. Боль была благом. Она сообщила, что он не падает. Саликар закрыл глаза и направил боль прочь из руки, позволяя ей раствориться в теле повторением мантры плоти к духу. Боль есть иллюзия чувств, проговорил он сквозь стиснутые зубы. Отчаяние есть иллюзия разума. Я не пребываю в отчаянии и потому не почувствую боли. Этому его научил Атекхан на Фраксенхольде. Духовная практика Проспера была проста, но эффективна и вскоре возымела эффект. Боль угасла и Саликар открыл глаза, потянувшись вверх другой рукой и обхватил пальцами тонкий край консоли. Он плавно подтянулся, как будто делая упражнения в гимнастике. Он забросил ноги на узкую консоль и встал вертикально в середине оконного свода. Очередной путь наверх был возможен через выступающий наверху край фронтона. Однако этот маршрут не представлял собой сложности. Саликар отказался от него и переключил свое внимание на кусок кладки дальше, который упал с верхней части башни. Непрочно утвердившись в клиновидной выемке стены, он стоял на каменной кромке, словно идеально уравновешенные весы. Саликар считал, что фрагмент заклинило достаточно крепко, чтобы выдержать его вес. Не давая себе времени на повторное размышление, он спрыгнул со своего узкого насеста и приземлился на блок. Он сразу же понял, что ошибся, предположив, будто тот удержит его тело. Хотя блок и весил несколько тонн, он тут же опрокинулся и соскользнул со стены. Саликар спрыгнул с него и вогнал кисти в тонкую щель в камне над ним. Когда он сжал кулаки, чтобы удержаться, кожа порвалась и с рук палилась кровь. Блок падал со стены вместе с каскадом обломков, унося с собой множество кусков разбитой кладки. Он переворачивался вокруг своей оси, пока не рухнул вниз, гулко взорвавшись каменными осколками и взметнув в 50-метровый гейзер морской воды. Лица тех, кто стоял на чернокаменном причале у подножия башни, задрав головы, казались лишь крошечными розовыми овалами. По цвету доспехов Саликар отличил своих младших командиров. Дразин в красно-золотом, Вастерн в белом, Агана в черном. Остальные его воины были закованы в алую броню легиона, а их мечи поблескивали серебром в лучах угасающего солнца. Он отвернулся от них в поисках другого пути наверх. Однако таковым был лишь выступ фронтона наверху. Как бы ему не хотелось сложностей при подъеме, все прочие пути были попросту самоубийством. Саликар высвободил из камня одну окровавленную руку и ухватился за выступающий край. Тот выдержал его вес, и он вытащил вторую руку и подтянулся. Начиная с этого этапа, опор для рук было множество, и он добрался до верхнего ряда могучих блоков без особых усилий. Саликар ступил на вершину разрушенной башни и распрямился в полный рост. Прекрасная картина человека в идеальной форме. Он поднял руки над головой, глядя вниз на бьющиеся волны, непостоянные бассейны и смертоносные скалы. Ошибка в одно мгновение влекла за собой смерть, и возможно я был бы ей рад. Махнув руками в бок, Саликар прыгнул с башни. Цитадель Владыки Бурь была возведена на северном мысе острова Домесик в проклятой косе, поражаемых молниями пиков, вырезанных из вулканического черного камня. Остаров был практически необитаем, его связывала с материком только фульгуритовая дамба из города паломников Авадона. Цитадель и молу ее основания были единственными рукотворными сооружениями на Домесике. Мол сохранился по большей части неповрежденным. Однако цитадель представляла собой разрушенный опорный пункт, построенный в более древнюю эпоху вокруг одиночного базальтового пика. Светлый камень, из которого она была сооружена, не встречался в этом регионе. И было невозможно поверить в те колоссальные усилия, которые обитатели до технологического молеха должны были приложить, чтобы доставить его сюда. Одна из старейших легенд планеты повествовала о мифической фигуре, известной как Владыка Бурь. За ним по пятам следовал гром, а его фульгуритовый путь когда-то был маршрутом местных паломничеств. До распуска библиариума кровавых ангелов Дразин изучил великое множество подобных легенд в поисках скрытой за ними истины. Этот миф большинство жителей Молеха игнорировали, считая аллегорией. Большинство, однако не все. На нижних уровнях цитадели до сих пор жила уменьшающаяся с каждым поколением преданная группа нищенствующих монахов, кормившихся подаяниями и дарами, которые оставлял любопытный народ, приходивший поглазеть на руины. Дразин Аккора впервые увидел цитадель два года назад и много раз тренировался здесь вместе с капитаном Саликаром и кровниками. Он находил в голодающих мужчинах и женщинах, живших в развалинах на этом бесплодном побережье много того, что заслуживало восхищения. Как и кровники, они хранили верность долгу, который казался малоосмысленным, однако у них никогда не возникло бы и мысли его бросить. Они больше не называли себя жрецами. В эпоху разума подобный термин опасен, однако это было подходящее слово. В здешнем воздухе что-то чувствовалось. Еще не так давно Аккора бы открыто назвал его призрачным. Однако слова вроде этого были давно отброшены прочь, вместе с лазурным цветом библиария, который он некогда с гордостью носил. Камни цитаделя шептали о чем-то невероятном, никогда им доселе неизведанном, и он с трудом сдерживался, чтобы не простереть свои чувства и не послушать их тайны. 83 избранных воина 9-го легиона проводили тренировочные подъемы под непреклонным взором Аган и Серкана, их смотрителя в черной броне. Они входили в число лучших воителей легиона, и Сангвини лично выбрал их на роль своих доверенных лиц. По приказу самого императора, кровавые ангелы более столетия отправляли на молях боевой отряд кровников. Исполнять прямой приказ повелителя человечества было великой честью, однако воины скорбели, что не имеют возможности сражаться подле своего примарха против ненавистных нефилимов гора разделял их в горе, однако никакая сила во вселенной не смогла бы заставить его нарушить обет долга. Саликар принял багряный грааль, наполненный смешанной жизненной влагой предыдущего отряда кровников капитана Акелдамы. Саликар и все его воины испили из чаши, освободив своих предшественников от клятвы, а затем наполнили ее собственной кровью, дабы принести новую. Он отстранил воспоминания о своем прибытии на Моле и подошел к краю Мола. Когда-то океанские суда бросали вызов коварным морям, чтобы доставить сюда паломников, однако уже много веков здесь не швартовался ни один корабль. Нищенствующие жрецы, постоянно суетившиеся вокруг, расступились, освобождая ему дорогу. Даже самый высокий из них едва доставал до нижнего края наплечника Акоры, полностью облаченного перед ним, однако страх заставлял их держаться поодаль, и Акору это радовало. От их страха у него во рту появлялся привкус желчи. Им не нравилось, что Саликар регулярно взбирается на самую высокую башню, но это не останавливало капитана. Они не могли выразить свой протест в категориях кощунства или осквернения, и вместо этого ссылались на неустойчивость руин. Акора услышал судорожный вздох ужаса одного из поберушек и прикрыл глаза рукой, обращая свой взгляд к вершине башни. Он уже знал, что увидит. Витус Саликар по дуге летел с вершины башни. Закат окружал его распростертые руки ореолом, придавая им сходство с крыльями перерожденного феникса. Акора моргнул, когда поверх фигуры Саликара промелькнули мимолетные образы. Падающий в огне красно-золотой ангел, прекрасный юноша, вознесшийся ввысь на распадающихся крыльях, дерзкий сын, мчавшийся по небу на солнечной колеснице. Он ощутил вкус пепла и кислого мяса и подавил потребность позволить силе Псайкера течь с него так же свободно, как когда-то раньше. Он сплюнул желчь, а Саликар обрушился в глубокую скальную чашу с водой, которую лишь за долю секунды до того заполнил нахлынувший прилив. Вода откатилась назад и появился капитан, стоявший на коленях на черном камне между двух копьевидных сталагмитов. Голова Саликара была опущена и когда он выпрямился, Акора увидел на его лице то же выражение фатализма, которое у него было с момента возвращения с общинной черты. Прежде чем море успело налететь и вновь заполнить бассейн, Саликар подбежал к молу и прыгнул. Акора щив того наверх. Лишившись добычи, вода сердито зарыкотала окладку, окатив их обоих холодной пеной. Теперь удовлетворены, поинтересовался Акора, когда Саликар выплюнул полный рот морской воды. Саликар кивнул до следующего раза. Менее разумный человек мог бы сказать, что вы хотели умереть. Я не хочу умереть, сказал Саликар. Акора снова взглянул наверх башни. Так почему же вы тогда настаиваете на подобном ненужном риске? Ради вызова Дразин, ответил Саликар, направляясь к сражающимся кровникам. Если мне не бросают вызов, я застаиваюсь, все мы застаиваемся. Вот почему я сюда прихожу. И это единственная причина? Нет, произнес Саликар, но не стал вдаваться в подробности. Акора почувствовал, как кончики пальцев пощипывает от желания применить те силы, которые ныне были провозглашены противоестественными. Подлинные мотивы капитана было бы легко узнать. Однако этот путь ему запрещала другая клятва. Они подошли к месту, где рабы легиона поставили боевой доспех Саликара. Мастерский сработанный костюм с алой броней, золотыми крыльями и черной отделкой. Мечи висели на поясе из бежевой кожи. В набедренной кобуре был примагничен украшенный золотом пистолет. Шлем представлял собой нефритовую погребальную маску, лишенную выражения, будто автомат. Нищие предпочли бы, чтобы вы не лазили на башню, произнес Аккора, когда Саликар взял полотенце и начал вытираться. Они боятся, что я наврежу себе? Думаю, их больше заботит башня. Саликар покачал головой. Она переживет всех нас. Только не в том случае, если вы продолжите вышибать из нее куски, заметила Аккора. Ты суетишься вокруг меня, будто слуга подхалим, сказал Саликар. Кто-то должен это делать, ответила Аккора. Саликар повесил на шею пару блестящих личных жетонов. Даже не имея транс человеческих чувств, было невозможно не заметить пятнышки крови на них. Разумно ли их хранить, спросил он. Саликар мгновенно утратил дружелюбие. Неразумно, однако необходимо их кровь на наших руках. Мы не знаем, что произошло в тот день, произнес Аккора, отгоняя кошмарное воспоминание о том, как вышел из состояния фуги и обнаружил себя окруженным трупами. Никто не знает, но если и есть вина, то мы делим ее в равной мере. Я капитан Кровников, ответил Саликар. Если не мне нести бремя вины, то кому? За последний год горная вилла Ясу-Нагасены увеличилась в несколько раз за счет многочисленных флигелей, подземных покоев и технологических пристроек. Изначально она создавалась как место для уединения и размышлений, но стала неофициальной оперативной базой многих агентов Сигелита. Вместо того, чтобы быть для посетителей спокойным прибежищем, она зачастую становилась последним местом на Терре, которое они видели в своей жизни. Сам Нагасена отсутствовал. Отправившись на очередную охоту, и виллу заняли следопыты Локена. Стены комнаты в сердце виллы были покрыты чертежами новощенной бумаги, добытыми из самых глубоких и закрытых хранилищ дворца. Сотни планов, сечений и изометрических проекций изображали один из самых грозных кораблей, когда-либо создававшихся по конструкционным схемам типа Сцилла. Встительный дух на протяжении двух веков являлся ядром кампаний лунных волков. Боевой корабль класса Глориана обладал такой мощью, что усмирял целые системы масштабами разрушений, которые мог учинить в одиночку. Поверх точно выписанных линий схем шли торопливые каракули и приколотые бумажки с записями. Были определены стратегические места в надстройке, обведены возможные точки абордажа, а цветные мазки кисти выдавали области наибольшей уязвимости и силы. Вторых было гораздо больше, чем первых. Кораблестроительные чертежи окружали двух воинов трансчеловеческих габаритов. Оба горячо спорили о корабле, на который им нужно было проникнуть. Локен постучал стилусом по верхним транзитным палубам. «Проспект славы и скорби», произнес он. «Он ведет к стратегиуму. С ним связано множество сходных люков и галерейных палуб. И это единственная корабельная магистраль». Собеседник Локена явно думал иначе и покачал головой с кибернетическими цепочками. Он был весьма крупным, шире и выше Локена, однако заметно сутулился, из-за чего его бледное лицо оказывалось на том же уровне. Его звали Тубал Каин, и когда-то он был железным воином. «Видно, как давно ты последний раз штурмовал боевой корабль», сказал он, тыча пальцем вентиляционные узлы вдоль поперечных переходов. «Чтобы здесь прорваться, придется драться, а у меня было впечатление, что ты хочешь этого избежать. Кроме того, у любого опытного командира будут силы быстрого реагирования, размещенные здесь, здесь и повсюду вот тут. Или ты мне пытаешься сказать, что магистр войны стал не только безумен, но и слабоумен. Несмотря на то, что его примарх совершил предательство, Локен ощутил нелепую потребность встать на его защиту от нападок Каина. Железный воин мастерски умел выводить людей из себя холодной логикой и полным отсутствием сочувствия. Локену уже пришлось вмешаться, чтобы не дать Арису Войтеку задушить Каина серворукой за утверждение, будто гибель Ферруса Мануса возможно, оказала на железный десятый положительный эффект. Он глубоко вздохнул, чтобы успокоить нарастающий гнев. Мстительный дух никогда не брали на абордаж, произнес Локен. Мы никогда не удосуживались проигрывать такой сценарий битвы. Кто будет настолько безумен, что возьмет флагман магистра войны на абордаж? Всегда найдется кто-то достаточно безумный, чтобы попробовать то единственное, чего ты не учитывал, сказал Каин. Просто оглядись по сторонам. Тогда что ты предложишь? Огрызнулся Локен, начиная уставать от непрестанных критических замечаний Каина. Он понимал, что его раздражение в большей степени направлено на него самого, поскольку каждое возражение Каина базировалось на логике и надлежащей осмотрительности мышления. Каин наклонился, чтобы еще раз изучить схемы. Его глаза бегали туда-сюда, а пальцы проводили загадочные узоры линии, оставленных пером Творца Сосциллы. В конце концов, он постучал по посадочному ангару на подпалубе снабжения с нижней стороны Мстительного Духа. Нижняя палуба всегда является слабейшим местом в обороне других кораблей, сказал Каин, обводя пальцем прилегающие спальни и снарядные камеры. Она не обращена к планете внизу, так что там будут только чернорабочие, орудийные команды и те отбросы, которые ушли под Ватерлинию. Других кораблей? Кораблей, не принадлежащих Четвертому Легиону, ответил Каин. И Локин ощутил тревожный трепет от той гордости, с которой тот говорил о своих бывших братьях. Владыка Железа знал, что боевой корабль без пушек все равно, что Кулеврина без пороха и принял меры для их защиты. Тубол Каин попал в странствующие рыцарей из тюрьмы Кангма Марву, одного из воинств крестоносцев, размещенных на Терри в качестве убедительного напоминания об армиях легионов, сражавшихся во имя человечества. То, как Каин преобразовал доктрины прорыва в ходе штурма ледниковых крепостей колец Сатурна, до сих пор служило образцовой моделью, согласно которой надлежало захватывать орбитальные опорные точки. Его освободили из камер Легио Кустодис благодаря Малкадору. Однако, Константин Вальдор одобрил это только после того, как скурпулезное пси-сканирование не выявило никаких признаков предательской злобы. Каин был не единственным освобожденным из Кангмамарву, что присоединился к поисковой миссии, однако единственным из них, кого уже успел повстречать Локен. Железный воин отреагировал на измену Гора со стоическим прагматизмом. Он скорбел о выборе, который сделал его легион, но при этом понимал, что ему больше не место в их рядах. Дак кивнул Каин. Вот тебе вход. Локен проследил маршрут, которым должен был следовать корабль, чтобы добраться до нижних палуб. Это означает полет в зонах огня пушек, минные поля, сторожевые системы. Более чем вероятно, однако достаточно малый корабль, скорее всего, не отобразится на предупреждающем ауспике орудий такого размера. А если в нас попадет снаряд, то мы умрем, еще не успев понять этого. Так о чем беспокоиться? Локен вздохнул, подумав об испытании полетом среди противокорабельной артиллерии и систем обнаружения. Это был рискованный план, однако Каин был прав. Лучше всего было входить в этой части мстительного духа. Дальнейшую дискуссию опередило раздавшееся в дверях дыхание. В открытых дверях стояла юная девушка с блестящей черной кожей и суровыми глазами цвета светлой слоновой кости. Одетая в простое кремовое платье и скромно держащие перед собой сомкнутые руки. Раньше Локен предполагал, что она служанка Ясу Нагасены, однако у нее на боку всегда висел пистолет в кабуре. Ее должность в доме оставалась для него неизвестной, однако было несомненно, что она совершенно предана хозяину виллы. «Госпожа Амита послала меня сообщить вам, что Рассуа на подходе», сказала она. Тубал Каин поднял взгляд. «Последний из нас?» Локен кивнул. «Да». «Что ж, поглядим, кто еще направляется в ад», произнес Каин. Рубио и Ваен вышли из вырезанных в скале под вилой Нагасены покоев для поединков, покрытыми толстым слоем маслянистого пота, нанося удары, воображаемые преимущества гладия перед цепным топором. Оба воина оставили позади принадлежность к своим легионам, однако их специализация оставалась бесценной. Внутренний дворик вилы был местом для покоев и спокойных размышлений. Среди генетически скрещенных растений и искусственных цветов булькал пруд с фонтаном в форме змееподобного дракона. За садом ухаживало полдюжины закутанных слуг и воздух заполняли сладкие ароматы. «Итак, они здесь», произнес Варин, заметив Локена. Бывший капитан пожирателей миров был обнажен по пояс, и его плоть казалась мозаикой из узловатой рубцовой ткани, как будто его сшили воедино в рамках какого-то отвратительного эксперимента по оживлению. Вокруг шрамов и на плечах велись татуировки, каждая из которых означала почетный символ и память об убийстве. Мейсер Варин прибыл в солнечную систему во главе разношерстного флота беглецов совместно с отрядами детей императора и белых шрамов. В ходе последовавшего предательства Варин безусловно доказал свою верность, и Гара предложил ему место среди странствующих рыцарей Малкадора. Его товарищ Тилас Рубио был первым воином, которого завербовал Гара, выхватив с раздираемой войной поверхности Калта, мгновение спустя после того, как 12-й легион обрек на гибель звезду Веридии. Воин Библиариума, чьи силы сковывал Никейский Эдик. Рубио вновь поднял психическое оружие против магистра войны. Его до сих пор беспокоило расставание с кобальтово-синим цветом, и Локен в точности знал, что он чувствует, пусть и по совершенно иным причинам. Черты его лица были полной противоположностью Варину. Их изваяли, а пожирателю миров придали форму ударами, они были безупречны, а Варина создавали шрамы. Его взгляд отягощали сожаление и утрата. Однако нарождающиеся братские узы с прочими странствующими рыцарями пробудили в нем доселе отсутствующее чувство причастности. «Где остальные?» спросил Рубио, приветственно вскинув руку. «А ты не знаешь?» поинтересовался Каин. «Ты разве не должен быть телепатом?» «Мои силы это не салонные таланты Тубал?» отозвался Рубио. И они с Варином двинулись вместе с Локеном и Каином. «Мне нелегко их использовать». «Войтек уже на платформе», произнес Локен. Он сказал, что защитное поле нуждается в калибровке. «А что в полуха?» спросил Варин. «Я кто он?» «Не на Терре», закончил Рубио. Варин остановился, когда они дошли до укрепленного входа в прорезанный в горе туннель, который вел к недавно построенным платформам позади виллы. «Ты только что говорил, что не пользуешься своими силами без нужды», заметил Каин, открывая бронированный вход и давая тяжелой двери со скрежетом встать на место. «Чтобы знать, когда Яктон Круз поблизости, не требуются психические силы», ответил Рубио. «Его личность намного превышает унизительное прозвище». С разрешения Круза Локен неохотно объяснил товарищем рыцарем старую кличку в полуха. Воин, чьи слова оставляло без внимания подавляющее большинство лунных волков, оказался одним из хранителей духа легиона. Дни пренебрежения для Круза закончились, однако имя пристало и осталось навсегда. «Так где же он тогда?» не успокаивался Варин. «У него тяжкое бремя в другом месте», сказал Рубио. «Оно вызывает у него печаль и стыд, однако он не уклонится от него, как и прочие из нас», проворчал Варин. «Никто больше ничего не сказал, и они вошли внутрь горы, двигаясь по длинному змеящемуся туннелю, проложенному при помощи промышленных мелк. С гладкого как стекло потолка свисали обрешеченные светящиеся сферы, которые слабо покачивались от дуновения и вентиляции. Пройдя два километра, они вышли в шахту, круто врезанную в подножие горы, шириной в 100 метров и втрое большей высоты. Посреди пустого пространства располагалась одна посадочная платформа, размеров которой бы хватило для приема грозовой птицы, но не более того. Возле открытого блока машинных стоек стоял на коленях воин, в такой же полированной металлической броне, какая была на всех остальных. Две многосуставчатые конечности по бокам от него трудились, сортируя на длинные масляные тряпки инструменты и сборочные соединения. Еще две механические руки перегибались через плечи, приводя в порядок гнезда кабелей и подготавливая разъемы к переключению. Ты еще не закончил? спросил Каин. У тебя было полно времени для всех нужных настроек, а госпожу Рассуа ожидают с минуты Войтек не поднял глаз и не соизволил ответить, уже научившись не поддаваться на поддразнивание Каина. Он продолжил работу, теперь погрузив все четыре конечности в чрево машины. Руки жужжали, двигаясь с механической точностью. Каждую из них направлял блок мысли-импульсов, закрепленный сзади на шее Войтека. Вот, произнес Войтек, теперь это место не нашел бы даже Севериан. Локен посмотрел вверх, наколышущееся от энергии мерцающее защитное поле, перекрывающее светлый клин у них над головами. Он не заметил в его внешнем виде никаких изменений, однако предположил, что железнорукий улучшил работу в тех аспектах, для регистрации которых у него не было оборудования. Принцип действия поля состоял в маскировке местонахождения платформы посредством комбинации преломляющих полей и геомагнитных скремблеров. На практике вход на посадочную площадку был невидим. Войтек встал и серворуки с лязгом складывающегося металла улеглись у него на спине и поверх диафрагмы. Левая рука Войтека ниже локтя представляла собой устрашающую аугметику, блестящую серебром и сохранившую глянец благодаря полировке, чистка которой уже вышла за рамки маниакальной. «Если оно настолько хорошо, сможет ли его найти Рассуа?» проворчал Войтек голосом, который походил на искусственную обработку и скрежет сквозь непрерываемое клокотание механических шумов. «Тогда подождем ее», сказал Локин. Пятеро воинов поднялись по винтовой лестнице на возвышение платформы, а защитное поле заребило от прошедшего сквозь него воздушного корабля. Штурмовой транспорт Валькирия снижался на трепещущих конусах реактивного пламени, которое оглушало в тесной шахте. Воздух стал горячим и насыщенным металлом, когда машина развернулась на 90 градусов вокруг своей оси, чтобы корма оказалась напротив посадочных рам. «Ты собрал всех?» поинтересовался Варен. «Всех четверых», подтвердил Локин. «Есть вести, куда мы направляемся?» спросил Рубио. «Шестая луна Сатурна», произнес Локин. «Подобрать Яктона Круза», а после Титана вмешался Арис Войтек. «К магистру войны?» «Узнаем, когда соберемся», сказал Локин. И в это время рев двигателей Валькирии ослаб, а штурмовая рампа опустилась. Из десантного отсека вышли четверо, все в полированном серебряном облачении странствующих рыцарей, экипированные разнообразным оружием. Локин знал о них из информационных файлов, однако «Рор Тюрфингер», высокий, худощавый, со впалыми щеками, длинной гривой белоснежных волос и размашистой походкой. Космический волк, Рама Караян, держится в тени, голова выбрита, желтоватый цвет лица, темные глаза, без сомнения сын Коракса. Бритоголовый воин с раздвоенной бородой, заостренный при помощи воска, мог быть только Алтоном Ногаем, апотекарием белых шрамов. И, наконец, Калеон Завин, аристократический и горделивый, поведение на волосок от надменности. Завин окинул взглядом ожидающих воинов, слегка оценивая, достойны ли они, истинный воитель из детей императора. Локен услышал, как из решетки Вокса Ариса Войтека вырвался шум помех, и ему не потребовалось аугметика механикума, чтобы понять, что того пробрало до костей злоба при виде воина из легиона, который убил его примарха. Четверо новоприбывших остановились у основания рампы, и обе группы мгновение оценивали друг друга. Локен сделал шаг вперед, однако первым заговорил Тюрфингер. «Это ты, Локен?» спросил он. «Я». Космический волк протянул руку, и Локен по-старому сжал ладонью его запястья. Тюрфингер скинул вторую руку и сжал ее за грива Клокена, словно собираясь вырвать ему глотку собственными зубами. «Брор Тюрфингер», произнес он, «ты позвал сердитого волка, чтобы свалить беглого волка. Это лучшее решение в твоей жизни, но если я сочту, что твои корни слабы, то лично убью тебя». 6. Девять десятых знания Тарнхельм Супруга Хотя его первоначальные цели подверглись извращению, так называемый «Безмолвный Орден Сынов Гора» все так же собирался в тайне. Когда-то в спальных залах помещались тысячи членов палубной команды, но при нормальном положении дел здесь обитало лишь эхо. Доиствона, в то время, которое больше не имело значения для легиона, ложа встречалась не чаще, чем того требовали потребности компании. Примарх позволял ее, даже поощрял, однако она всегда служила военным нуждам. Теперь же она собиралась регулярно, по мере того, как Сыны Гора познавали новые тайные искусства. В длинном сводчатом зале собралось около тысячи воинов. Армия в броне цвета морской волны, с поперечными гребнями на шлемах и в багряных мантиях. Со сводов спальни свисали почерневшие от воин знамена, а на длинные пики по всей длине помещения провавленные трофеи. Над широкими чашами с прометием вздымался химический дым и рыжее пламя. Медленная дробь ударов кулаков по бедрам эхом отдавалась от стен из камня и стали. Чувство предвкушения было физически ощутимо. Сергар Таргост также его испытывал, однако заставлял себя размеренно шагать и царственно держаться. Как и все легионеры, капитан седьмой роты был широкоплечим и могучим, но в нем присутствовала массивность, из-за которой спарринг-партнеры замирали, вытянув его имя в тренировочной клетке. У него было грубое лицо неистового сына, а поверх старого шрама, рассекавшего лоб надвое, пролегала куда более чудовищная рана. Во время гибели иства на пять его ударил терминатор железных рук, и травма от попадания едва не прикончила Таргоста на месте. Облегающий шлем не дал мозговой жидкости просочиться сквозь раздробленные остатки черепа. Апотекарии сшили осколки кости под кожей, закрепив наиболее крупные фрагменты на поверхности лица при помощи десятков эластичных фиксаторов. При помощи левогошина Таргост приделал к выступающим концам фиксаторов черные когти, выдранные с чешуйчатой шкуры мертвого саламандра, отчего у него стало шипастое лицо безумца. Он больше не мог носить боевой шлем, однако Таргост счел это приемлемой компенсацией. Таргост двигался среди сынов гора, периодически останавливаясь понаблюдать за их работой. Иногда он давал наставления касательно точного угла наклона клинка, правильного синтаксиса колхидских грамматических форм, или же необходимого произношения ритуальной мантры. Воздух пел от силы, как будто прямо за порогом восприятия существовала некая тайная симфония, которая вскоре прорвется в явь. Таргост улыбнулся, всего несколько кратких лет назад он бы высмеял нелепую поэтичность подобной мысли, и все же в ней присутствовала истина. Этой ночью прикосновение изначальной истины преобразит ложу из братства дилетантов в орден избранных. Об этом знали все присутствующие, в особенности малогарств. Облаченный в белоснежную ризу, надетую поверх боевого доспеха, советник магистра войны вошел в зал через один из вертикальных транзитных столбов. Малогарств отвесил почтительный поклон. В безмолвном ордене не существовала система званий, за исключением магистра Ложи, и эту власть должен был уважать даже советник примарха. Советник, произнес торгост, когда Малогарств подковылял к нему. Магистр Ложи отозвался Малогарств, не отставая от торгоста, несмотря на сросшуюся массу костей и хрящей в его тазу и нижней части позвоночника, которая упорно не исцелялась. Он помогал себе при ходьбе обеновой тростью с янтарным навершием. Однако торгост подозревал, что раны советника были уже не столь изнуряющими, как тот изображал. Сомневаюсь, что на борту Мстительного Духа есть более заброшенное место, «Разумеется, ты же понимаешь, что ложе больше нет нужды таиться в тени». Торгост кивнул. «Знаю, но старые привычки, понимаешь?» «Абсолютно», согласился Малогарств. «Традиции необходимо поддерживать и сейчас даже в большей степени». Малогарств заработал кличку кривой за свой разум, который плел лабиринт интриг вокруг магистра войны. Однако старое прозвище приобрело более буквальный смысл во время первых выстрелов войны против Терры. против другой Терры, где заблудший глупец, считавший себя императором, пошел против сынов гора. «Нет», напомнил себе Торгост, «тогда легион еще был лунными волками». Название не отражало гордыню ведущего их воителя. Малогарств вылечился и, несмотря на безвкусность старого прозвища, пожелал сохранить его. Они шли сквозь толпу, новость о прибытии Малогарства распространялась и воины расступались перед ними, открыв цель пути. На приподнятом плинте, покрытом выписанным мелом геометрическими символами, стояли две строительные балки, сваренные в форме Х. К кресту был прикован лишенный доспеха легионер, голову которого удерживал на месте, пересекающий лоб массивный железный зажим. Геру Геродону, ранее входившему в штурмовую Тифонуса, на двеле пробили легкие два чагорийских тулвара. К тому моменту, когда до него легионный кислородомозг уже получил необратимые повреждения. От прежнего человека ничего не осталось, одно лишь пускающее слюни тела, которое не могло принести легиону никакой пользы. До настоящего момента 16 членов ложи в капюшонах, стоящие кругом вокруг Геродона, держали плачущих пленников, захваченных при штурме Тижуна. В основном знать, часть враженцы Двела, часть приезжие имперцы. Мужчины и женщины, отдавшие себя на милость сынов гора, лишь для того, чтобы обнаружить, что у тех ее нет. В любой традиционной войне они бы стали предметом торгов, средством переговоров, однако здесь они в целом представляли собой нечто более важное. Они всклипывали и унижались, умоляя или пытаясь заключить сделку. Иные предлагали свою верность или же куда более ценные вещи. Когда малагарст и торгост вступили на плинт, на зал опустилась благоговейная тишина. Малагарст изобразил, что шаг дался ему с большим трудом, и торгост покачал головой при виде спектакля советника. «Давай закончим с этим», сказал торгост, протягивая руку. Малагарст покачал головой. «Магистр ложи, с этим нельзя так просто торопиться», произнес он. «Я знаю, что ты всегда действуешь согласно принципам, но это не брешь, которую нужно взять штурман. «Сергар, здесь ритуал, это все, необходимо соблюдать надлежащий порядок вещей, произносить правильные слова и совершать подношения точно в нужное время». «Просто дай мне нож», ответил торгост, «произнись слова и скажи мне, когда вскрытием глотки». Узники завопили, и их пленители усилили свою хватку. Малагарст вынул из-под своего облачения длинный кинжал с кривым клинком, сработанным из темного камня. Поверхность была выщербленной и грубой, как у чего-то извлеченного из земли мотыгой дикарей. Но торгост знал, что лезвие точно так остро, как не в силах сделать ни один оружейник. «Это начал было он. Один из клинков, созданных Эребом», спросил Малагарст. «Нет, разумеется, не из них, однако похожий». Торгост кивнул и принял нож, оценив его вес и сжав пальцы на обернутой в кожу рукояке. «Кинжал лежал в руке хорошо и естественно, создан для него. Мне он нравится», произнес он и повернулся к Геру Геродону. Как и он сам, Геродон не входил в число истинных сынов. Черты его лица имели изможденную остроту после детства анахтонии, которую не смог бы исправить никакой объем генетических улучшений. «Верный член ложи и свирепый убийца», сказал Таргост. «Человек, рожденный для штурма. Утрата его воинской силы — удар для легиона. Если то, что я знаю правда, то Гер еще будет сражаться бок о бок с братьями, имея внутреновую душу. То, что семнадцатый легион называет демоном, старинное слово, однако оно ничем не хуже прочих», согласился Малагарск. «Сыны Ларгара называют своих носителей двух огней Гал Ворбок. Наши же станут Луперкалями, братьями Волка». Глаза Геродона были открыты, но незрячим. Его губы разошлись, словно он пытался заговорить, и на грудь потекла слюна. «Нет ничего от того, кого мы знали», произнес Малагарск. «Это его возродит». «Тогда давай закончим с этим», бросил Таргост. Малагарст встал перед Геродоном, положив татуированную руку на его покрытую шрамами грудь. Таргост не помнил, чтобы у Кривого были татуировки, однако распознал их происхождение. Те книги, которые ему показывал Эриф, древние тексты, якобы принесенные на Колхиду со Старой Земли, были полны строфами Артес, выполненными точно таким же руническим письмом. «Держи нож на готове, Сергар», сказал Малагарст. «Не тревожься на этот счет», заверил его Таргост. Малагарст кивнул и заговорил, но Таргост никогда не слыхал такого языка. Чем больше произносил советник, тем меньше Таргост верил, что это вообще язык в любом доступном ему понимании. Он видел, как губы Малагарста шевелятся, однако их движения не соответствовали шуму в ушах. Звук напоминал смесь крежета ржавого металла по камню, предсмертного хрипа и песни без мотива. Таргост закашлялся, отхаркнув сгусток слизи. Он почувствовал вкус крови и сплюнул на пол. Моргнув, чтобы отогнать секундное головокружение, он крепче сжал каменный кинжал. Желчь из желудка стала подниматься по пищеводу. Глаза Таргоста расширились, когда с клинка начал струиться тлетворный черный дым. Миазмы льнули к лезвию, и Таргост ощутил вес убийств, совершенных за долгую жизнь кинжала. Температура стремительно падала, и от каждого выдоха оставался длинный видимый шлейф. «Пора!» произнес малогарст, и шестнадцать воинов в капюшонах запрокинули пленникам головы, чтобы обнажить шеи. Таргост шагнул к ближайшему, юноше с красивым лицом и расширенными перепуганными глазами. «Прошу, я только!» Таргост не дал человеку закончить, и погрузил кинжал с дымным воин в капюшоне толкнул умирающего вперед, и Таргост двинулся дальше, вскрывая одно горло за другим, оставляя без внимания ужас или последние слова жертв. Когда умер последний, их кровь заплескалась вокруг сапог Таргоста и перелилась через край плинта. Меловые символы начали жадно пить, и Таргост почувствовал, что его кисть задрожала. «Мал!» произнес он, когда его рука поднесла клинок к его же собственному горлу. Малагарст не ответил, его губы все еще извивались, противоречия незвукам, которые он издавал. Таргост повернул голову, но мир вокруг него превратился в застывшую картину. «Малагарст», повторил Таргост, «он не в силах тебе помочь», произнес Гер Геродон. Таргост взглянул в лицо, озаренное злобой и извращенным удовольствием от страданий. Черты Геродона более не были обмякшими из-за смерти мозга. Они растянулись в ухмыляющейся гримассе. Глаза были белыми, как молоко, и пусты, словно нераскрашенные глаза куклы. Чтобы их ритуал не вытянул из варпа, это был не Гер Геродон, а нечто неизмеримо древнее, свежерожденное и окровавленное. «Шестнадцать? Это лучшее, на что вы способны?» произнесло оно. «Шестнадцать жалких душ?» «Это священное число», прошипел Таргост, силясь не дать клинку достать до шеи. Несмотря на ледяной холод, по его лицу бежали ручейки пота. «Для кого?» «Для нас, для легиона», прохрепел Таргост. «Мы шестнадцатый легион, дважды актет». «А, понятно», отозвалась тварь варпа. «Священное для вас, однако бессмысленное для нерожденных. После всех уроков Эриба вы все еще умудряетесь понимать неверно. Злость задела Таргоста заживое, и неотвратимое продвижение клинка к пульсирующей артерии «Неверная? Мы же призвали тебя, так ведь?» Тварь, обличенная плотью Геродона, рассмеялась. «Вы меня не призывали. Я вернулся по собственному желанию. У меня так много всего, чему нужно вас научить». «Вернулся?» выговорил Таргост. «Кто ты?» «Больно слышать, что ты меня не узнаешь, сергар». Дымящиеся кромки покрытого кровью клинка коснулись шеи Таргоста. Кожа разошлась под острием. Нож погрузился глубже в шею, и толчками потекла кровь. «Кто я такой?» прохрепел демон. «Я Тармагеддон». Рассуа везла следопытов из старой Гемалазии на Ультиму Туле, самое дальнее сооружение среди тех, которые считались находящимися на орбите Теры. Если не считать еще незавершенный пламенный риф, Ультима Туле была самым последним дополнением к орбитальным платформам, степенно кружившимся вокруг родной скалы человечества. Она была меньше, чем суперконтинент Лемурия, менее производительна, чем промышленная энергостанция Родиния, и лишена величественной архитектуры Антилии, Вааль-Бары и Конья-Кумари. Ее построили 62 года назад рабочие, впоследствии переведенные в дальние сектора Империума. Старшие братья затмевали ее по размерам и мощности, так что ее внесли в орбитальный реестр Теры не более чем с ноской. За время своего существования Ультима Туле была тихо позабыта большей частью обитателей Теры. У большинства орбитальных архитекторов подобная участь своего детища вызвала бы скольт. Однако незаметность изначально была целью Ультима Туле. Она состояла из двух матово-черных цилиндров длиной по 50 метров и диаметром в 200, который соединял между собой центральный сферический узел. Сооружение не пронизывали бронированные окна, и о его существовании не предупреждало мигание противоаварийных фонарей. Любому звездоплавателю, которому бы повезло краем глаза заметить Ультиму Туле, было бы простительно принять ее за мертвый орбитальный мусор. Внешний вид был намеренно обманщик. Ультима Туле представляла собой одно из самых сложных сооружений, вращавшихся вокруг Теры. Ее бесчисленные комплексы ауспиков тихо отслеживали космические сообщения по всей системе. На темной стороне открылся посадочный ангар, который оставался видимым ровно столько, сколько потребовалось для приема пригодной для полета в пустоте Валькирии. За штурмовым транспортом закрылись защищенные от ауспиков противовзрывные двери, и Ультима Туле продолжила свой путь вокруг планеты внизу, словно ее никогда и не было. Незаметная и забытая, в точности, как постановил Малкадор, отдавая приказ о ее постройке. В хранилище было прохладно, в воздухе поддерживалась постоянная температура и влажность. Более хрупкие артефакты, содержавшиеся здесь, были герметично заключены в стазисное поле, и Малкадор ощущал резкий привкус от потайных генераторов. При его приближении хрустальные витрины освещались, но он обращал на их содержимое мало внимания. Книга, которая некогда ввергла мир войну, наброски полимата из Ференции, который император счел, как оказалось мудро, слишком опасными, чтобы показывать пертураба, полуоформенное изваяние воплощенной красоты. Малкадор лгал, говоря юному Халиду Хасану, что эти грубо обтесанные стены, все, что осталось от крепости Сигелита. Однако некоторые истины достаточно неуютны, и без того, чтобы обременять ими еще и других. Помещение было меньше, чем те, что его окружали, и Малкадору потребовалось всего мгновения, чтобы добраться до стелы из Гиптии. Она покоилась в укрепленной деревянной колыбели. Изначальный черный глянец не потускнел за тысячу лет. Как и в случае со многими из хранимых здесь объектов, за возвращение этого фрагмента духа человечества было заплачено жизненно. Малкадор закрыл глаза и приложил кончики пальцев к холодной поверхности камня. Гранодиорит, вулканическая порода, идентичная граниту, стойкая к износу, однако не несокрушимая. Учитывая, что она раскрывала в минувшей эпохе, была некая приятная симметричность в том, что она позволяла ему делать теперь. Дыхание Малкадора замедлилось, и уже охлажденный воздух стал еще холоднее. «Мой повелитель», произнес он. Ответом Малкадору была лишь тишина, и у него появилось опасение, что бойня, бушевавшая под дворцом, слишком жестокая и всепоглощающая, чтобы отвечать. Термин «под» не был строго корректен, однако представлялся единственным подходящим предлогом. «Малкадор!» Голос императора эхом разнесся в его разуме, громовой и подавляющий, но при этом знакомый и братский. Даже на столь неизмеримом расстоянии Малкадор ощущал его мощь, но при этом и усилия, которые требовались для установки связи. «Как идет сражение?» «Каждый день льется наша кровь, а демоны становятся все сильнее. У меня мало времени, друг мой, война зовет». «Лемон Русна Терри», сказал Малкадор. «Знаю, даже здесь я чувствую присутствие волчьего короля». Он принес весть о льве, сообщает, что 20 тысяч темных ангелов направляются в Ультрамар. Почему он не спешит на Терру? От напряжения для поддержания связи по спине Малкадора побежал пот. Ходят тревожные слухи о том, что происходит во владениях Желемана. Я не могу увидеть 500 миров. Почему? Мы называем это гибельным штормом. Мы с ним ополагаем, что резня на Калте была частью организованной последовательности событий, предшествовавших зарождению катастрофического и непроницаемого варп-шторма. И что, по твоему мнению, делает Робаут? Это же Желеман. Что он, по-вашему, делает? Он строит империю. И лев направляется остановить его. Так говорит волчий король, мой господин. Похоже, что в конечном итоге воины льва на нашей стороне. А ты сомневался в них? В первом? Даже после всего, что они достигли, пока прочие еще не взялись за мечи? Сомневался, признался Малкадор. После того, как тайные посланцы Рогала вернулись с их родного мира с пустыми руками, мы опасались худшего. Однако ангелы Калибана пришли на помощь волку, когда Альфарий угрожал уничтожить их. Альфарий, сын мой, какие шансы ты оставил моей мечте? Ах, даже когда война напирает со всех сторон, мои сыновья все еще пытаются добиться преимущества. Они похожи на феодальных владык старины, которые чуют в огне невзгод возможность собственной выгоды. В мыслях Малкадора появилась боль сожаления. Рус все еще планирует сразиться с гором лицом к лицу, произнес Сигелив. Он посылает моих рыцарей направить его клинок, и никакие мои слова не могут сбить его с пути. Ты думаешь, что ему не следует сражаться с гором? Рус, ваш палач, тактично сказал Малкадор. Однако в эти дни его топор опускается с несколькой излишней охотой. Это уже почувствовал Магнус, теперь почувствует Игор. Два мятежных ангела, топор опускается на тех, кто его заслуживает. Но что бывает, когда Рус сам решает, кто верен, а кто заслуживает казни? У Руса преданное сердце. Я знаю, что он один из немногих, кто никогда не падет. Вы подозреваете, что другие могут оказаться вероломными? К моему бесконечному сожалению, да. Кто? Очередная долгая пауза заставила Малкадора опасаться, что его вопрос останется без ответа. Однако, наконец, император отозвался. Хан считает добродетелью быть непостижимым, загадкой, на которую ни у кого нет ответа. Некоторые в его легионе уже приветствовали измену, и также еще могут поступить другие. Чего вы от меня хотите, мой повелитель? Продолжай следить за ним, Малкадор. Наблюдай за ханом тщательнее, чем за всеми остальными. Мне никогда в жизни так не хотелось на чем-нибудь полетать, сказала Рассуа. Глядя на обтекаемый кленовидный корпус корабля с выступающим носом аэродина, Локен не мог с ней не согласиться. Мне сказали, что он называется Тарнхельм, произнес он. Называйте как хотите, но если я через час на нем не полечу, будет кровь, произнесла Рассуа. Локен ухмыльнулся ее нетерпению. Ему в принципе не нравились летающие машины, однако даже он признавал за Тарнхельмом определенную красоту. Возможно, дело было в том, что тот выглядел совершенно иначе, чем все прочие воздушные корабли из арсенала Легиона Састартес. Боевые машины Легионов создавались брутальными, как в плане воздействия, так и в плане внешнего вида. Их форма соответствовала назначению, которая состояла в максимально быстром и эффективном уничтожении. Зализанные очертания Тарнхельма указывали на иное предназначение. В центре его основной части располагался центральный отсек для экипажа с луковицеобразными гондолами двигателей сзади, который сужался к носу, придавая кораблю дельтовидную форму. На машине не было никаких флагов или маячков, и ничто не указывало на ее вид и принадлежность. «Что это такое?» спросил Варин. «Это не атакующий корабль и не пушечный катер, слишком мало вооружения и недостаточно брони для десантного транспорта. Его выпотрошит одно хорошее попадание. Не понимаю, что это?» «Это корабль, созданный, чтобы двигаться среди звезд незамеченным», произнес Рама Караян. И все глаза обратились к нему, поскольку это была самая длинная фраза из всех, что от него слышали. «С какой стати может появиться такое желание?» поинтересовался Калеон Завин, на лице которого было такое же озадаченное выражение, как и у Варина. «Суть легиона в том, что их видно». «Не всегда», сказал Алтон Нагай, «хан называет умным бойцом не того, кто просто побеждает, а того, кто превосходно умеет легко побеждать, еще до того, как враг узнает о его присутствии». Казалось, Завин не убежден. Шок и благоговение гораздо труднее вселять, когда никто этого не ожидает. «Учти, у него есть зубы», заметил Арис Войтек, и его серворуки развернулись, указав на едва заметные края скрытых корзин орудий и ракетных контейнеров. «Но, как и говорит Мейсер, это не атакующий корабль, это драугрюка», произнес Брор Тюрфингер. Заметив, что товарищи следопыты недоуменно переглядываются, Брор покачал головой. «Вы что, не понимаете, Джувик?» «Ювик», переспросил Рубео. «Домашний жаргон Фенриса», сказал Тубол Каин. «Это ободряющий, упрощенный язык. В нем нет никакого изящества, он напористый и прямолинейный, совсем как те воины, что на нем говорят». «Осторожнее, Тубол», предостерег Брор, расправляя плечи. «На такое и обидеться можно». «Похоже, это сбило Каина с толку». «Не понимаю, почему, я не сказал ни слова неправды. Я встречал достаточно космических волков, чтобы знать об этом». Локен ожидал злости, однако Брор рассмеялся. «Космических волков? Ха, я и забыл, что вы так по-идиотски называете стаю. Я бы оторвал тебе руки, если бы не думал, что ты совершенно серьезен. Держись рядом со мной, и я тебе покажу, насколько изящен может быть космический волк». «Так что такое драу-грьюка?» спросил Локен. «Корабль-призрак!» ответил Брор. В посадочном ангаре следопытов встретила рабыня в сером одеянии, вокруг черепа которой, наподобие танзуры, были уложены аугметические имплантаты, и теперь она же провела их на борт Тарнхельма. Внутреннее пространство корабля было очищено, там присутствовал предельный минимум обстановки, чтобы позволить перевозку пассажира. Астропата держали в изоляции криостазиса, а навигатора еще предстояло поместить в коническую башенку в верхней секции. По продольной оси корабля тянулась тесная спальня с альковами, которые служили медицинскими отсеками, хранилищами оборудования и спальными местами. Отдельные каюты экипажа были расположены ближе к корме корабля. От общих помещений к конусообразному носу вел узкий проход. Рассоа направилась на мостик, а остальные следопыты начали размещать свое снаряжение в хитро расставленных шкафчиках и оружейных стойках. Странствующие рыцари существовали недолго. Этого было недостаточно для укоренения настоящих традиций. Однако они охотно приняли обычаи, чтобы каждый воин сохранял один предмет из своего прежнего легиона. Локен подумал о памятном металлическом ящике, где он хранил свои скудные пожитки, проволоку-удавку, перья и сломанный боевой клинок. Всем кроме него это казалось мусором. Однако был один предмет, утрата которого его печалило. Инфопланшет, который дал ему Игнаций Каркази, тот, что принадлежал Эуфратии Киилер. Вот это было бесценное сокровище. Запись с тех времен, когда Вселенная была осмыслена, когда название Лунный Волк было синонимом чести, благородства и братства. Оно пропало, как и все остальное, чем он когда-то владел. Он защелкнул цепной меч в оружейной стойке шкафа, тщательно зафиксировав его. Клинок только вышел из фабричного города в Альбионе. На нем было хвастливо написано, что он гарантированно никогда не подведет. В точности, как и на тысячах других, выкованных там. Его болтер был там же, с заводским изделием, предназначенным для войны галактического масштаба, где возможность массово производить вооружение имела гораздо большее значение, чем какие-либо соображения индивидуальности. И, наконец, он положил в шкафчик зеркальные подарки Севериана. Локен подумывал их выбросить, но какой-то фаталистический инстинкт подсказал, что они могут еще понадобиться. Он закрыл шкаф, наблюдая, как остальные его следопыты раскладывают свое снаряжение. Тубол Каин распаковал наблюдательное приспособление, модифицированный Теодолит с многочисленными возможностями Ауспика. Рама Караян винтовку с удлиненным стволом и огромным прицелом. У Ариса Войтека была его сервообвязка с полированной эмблемой в виде печати. Аброр Тюрфингер укладывал нечто, напоминающее кожаную перчатку цест из переплетенных узелков, у которой были черные когти, подобные клинкам ножей. Рядом с Локеном появился Калеон Завин, который открыл соседний шкаф и положил туда болтер ручной работы, на накладках которого был вытравлен кислотой узор в виде крыла с когтями. В рядах лунных волков подобное оружие предназначалось для офицеров. Однако, смертные поля убийцы продемонстрировали Локену, что у многих воинов третьего легиона чрезвычайно изукрашенное вооружение. Завин заметил внимание Локена. «Знаю, убожество», сказал он, «в подметке не годится моему первому болтеру». «Это не твой сувенир?» «О, трон, нет», ответил Завин, расстегнув свою сработанную вручную кожаную перевесь с мечом и протягивая ее между ними. «Вот мой сувенир». Рукоять меча была полностью обмотана золотой проволокой, а на тыльнике располагался черный, как смоль коготь. Крестовина представляла собой распростертые орлиные крылья, между которыми с обеих сторон были вставлены мерцающие аметисты. «Вытащи его», произнес Завин. Локен повиновался, и его восхищение оружием десятикратно умножилось. Меч имел вес, но был невероятно легким. Рукоятка и отделка были исполнены рукой человека, но сам клинок никогда не знал молота кузнеца. Изогнутый, словно чагорийская сабля, молочно-белый, с переходом в желчную желтизну возле лезвия, он явно имел органическое происхождение. «Это рубящий коготь туманного призрака», произнес Завин. «Я отрезал его у одного из их касты воинов на Юпитере, после того, как он всадил его мне в сердце. К тому моменту, как я вышел из Апотекариона, мой легион уже ушел вперед, и я на какое-то время оказался в воинстве крестоносцев. Прискорбно, зато у меня было время переделать рубящий коготь в дуэльный клинок, попробуй его». «Возможно, в другой раз», сказал Локен. «Ну, разумеется», не обидевшись, отозывался Завин, забирая меч у Локена. Он ухмыльнулся. «Я слышал, как ты уложил этого гнусного мелкого ублюдка Люция. Жаль, я этого не видел». «Все быстро кончилось», произнес Локен. «Там мало на что было смотреть». Завин рассмеялся, и Локен заметил в его взгляде блеск, который мог означать восхищение или же оценивание. «Не сомневаюсь, ты должен как-нибудь мне об этом рассказать, или, может быть, помериться клинками во время путешествия». Локен покачал головой. «Тебе не кажется, что перед нами достаточно противников, чтобы не искать их в собственных рядах?» Завин вскинул руки, и Локен тут же раскаялся в сказанном. «Как пожелаешь», произнес Завин. его взгляд метнулся на шкафчик Локена. «А что ты сохранил?» «Ничего», ответил Локен, моргнув, чтобы отогнать остаточный образ тени в капюшоне в задней части отсека. Его сердце забилось быстрее, а на лбу проступили бусинки пота. «Брось, все что-то сохраняют», ухмыльнулся Завин, не замечая дискомфорта Локена. «У Рубио есть его маленький гладий, у Варина этот топор лесоруба, Круз хранит побитый старый болтер, «А у Каина?» «Ну, что бы это ни был загрязный инженерный инструмент. Расскажи, что ты сохранил». Локен захлопнул шкаф. «Ничего», произнес он, «я всего лишился на Истване 3». Если не считать того раза, когда он лишил невинности жену единокровного брата, Ревен всегда ненавидел башню Альбарда. Она располагалась в самом сердце Луперкалии и представляла собой мрачное сооружение из черного камня и листов меди. Город пребывал в трауре, на каждом окне висели черные флаги и знамена со сплетающимися орлом и нагой. Возможно, покойный отец Ревена и был ублюдком, однако, по крайней мере, таким ублюдком, который заслужил уважение своего народа. Ревен медленно поднимался по лестнице, никуда не торопясь, и смакуя кульминацию своих устремлений. За ним следовали Ликс и его мать, которым также не терпелось окончательно реализовать этот великий момент. В башне было темно. Сакрестанцы, приставленные заботиться о Бальбарде, утверждали, что его глаза в состоянии выносить лишь самое тусклое освещение. Соглядотая Ревена докладывали ему, что Альбард никогда не отваживался покидать верхние покои башни. Его держало безумие с нечастыми проблесками угасающего рассудка. Надеюсь, он здравом уме произнесла Ликс, и казалось, что слова сестры жены вышли прямо из мыслей Ревена, как это столь часто и бывало. Если он погружен в безумии, не будет никакой потехи. Тогда тебе лучше настроиться на разочарование, сказал Ревен. Наш брат редко когда вообще знает свое имя. Он будет в здравом уме, произнесла его мать, со скрипом поднимающаяся по ступеням с механической неуклюжестью. Почему ты так в этом уверена, спросил Ревен. Потому что я это видела, отозвалась мать, и Ревен счел за лучшее не сомневаться в ее словах. Весь Молях хорошо знал, что консорты супруги посвящены во многие тайны, но лишь рыцарям Луперкалии было известно, что представительницы дома Дивайн в силах видеть события, которым лишь предстоит произойти. Супруги Дивайнов сохраняли эту способность на протяжении тысячелетий, не давая разбавлять гены своего дома кровью низших родов. Ревена удивила, что Ликс не видела того же, что ее мать. Однако он не разбирался в тонкостях супруг. Сибери Дивайн его матери и супруги Дракайна его отца было уже по меньшей мере сто лет. Ее муж отвергал косметические омолаживающие процедуры, считая их проявлением тщеславия. Однако Сибела с удовольствием их применяла. Ее кожа была прижата к черепу, словно натянутый пластик, и закреплена путем соединения хирургическими швами с причудливым головным убором, похожим на орудия кошмарных пыток для черепа. За Сибелой следовала пара сгорбленных сервиторов Биологис, связанных с ней множеством шипящих шлангов и питательных трубок. Оба были лишены зрения при помощи яда и оснащены множеством имплантированных контрольных устройств, а также булькающих и посвистывающих цилиндров с питающими гелями, составами против старения и восстанавливающими культурами клеток, изъятых у выращенных в баках новорожденных. Чтобы снять с хрупких костей Сибелы излишнюю нагрузку, с ее скелетом было хирургически соединено затейливое приспособление с суспензорными полями, экзокаркасом и волоконными мышечными пучками. Лучше бы тебе оказаться правой, бросил Аликс, разглаживая свое платье с бронзовыми пластинами и поправляя прическу. В этом не будет смысла, если он не более, чем зверь или овощ. Когда-то Аликс была замужем за Альбардом, однако нарушила свои клятвы, не успел он еще надеть на нее обручальное кольцо. Хотя связь Ревена и Аликс устроила их мать, однако Сибелла питала к дочери безграничное презрение, которое Ревен мог объяснить только завистью к ее очевидной молодости. «Это не будет бессмысленно», произнес он, заткнув обеим рот прежде, чем они частых перебранок. Болезненное лицо матери исказило выражение, которое по ее предположению означало улыбку, однако было сложно сказать наверняка. «Прошло столько времени, и мне хочется увидеть выражение его глаз, когда я скажу, что убил его отца». «Твоего отца тоже, да и моего», заметила Аликс. Ревен покинул утробу матери за считанные минуты раньше Аликс, но порой казалось, что это были десятки лет. Сегодня как раз был такой день. «Я в курсе», сказал он, остановившись перед верхней площадкой башни. «Я хочу, чтобы с одной стороны он видел женщину, которая заняла место его матери, а с другой свою бывшую жену. Хочу, чтобы он знал, что все принадлежащее и полагающееся ему теперь мое». Аликс взяла его под руку, и его настроение улучшилось. Еще с того времени, когда они были грудными детьми, она знала его состояние и желание лучше, чем он сам. Для любящего ее народа она сохраняла красоту и форму благодаря гимнастике и искусным омолаживающим процедурам. Ревену было известно больше. Многие из долгих отлучек его жены в тайные Данины Луперкалии проходили в кошмарных хирургических процедурах, которые проводил Шарга Лиши и его Ковен андрогенных культистов змеи. Ревен был свидетелем одной из этих операций. Ужасного смешения хирургии, алхимии и плоского ритуала и дал клятву более этого не повторять. Змей-поклонник утверждал, что управляет в Рил-Яу силой змеиных богов, которым поклонялись по всему Молеху в прежнюю эпоху. Ревен Ревен не знал, правда это или нет, но результаты говорили сами за себя. Хотя Ликс было около шестидесяти пяти, ей легко можно было дать менее половины этого возраста. «Змеиные луны набирают полноту», произнесла Ликс. Скоро Шарга Лиши созовет Врил-Яал на собрание. Ревен улыбнулся. Шестидневная вакханалия с пьянящими ядами и гидоническими сплетениями предстоящие бремя управления планетой. Да, отозвался он с ухмылкой предвкушения и почти что перескочил последние несколько ступеней. В проходном вестибюле верхних покоев царил мрак и двое стражей рассвета, стоявших на часах у дверей впереди казались лишь темными силуэтами. Несмотря на скудное освещение, Ревен узнал обоих солдаты из личной охраны его матери. Он задумался, не делили ли они с ней ложи и потому, как они заметно отводили глаза щел, что это более чем вероятно. Когда Ревен приблизился, они отступили в сторону. Один отворил перед ним дверь, второй низко поклонился. Ревен важно прошествовал между ними и двинулся по богато убранным передним медицинским нишам и наблюдательным камерам. Перед входом в личные покои Альбарда их ожидало трое взволнованных сокрестанцев. Все они носили красные одеяния, иконы бионикой и смердили потом и смазкой. Не совсем культ-механику, но слишком измененные, чтобы считать их людьми. Если бы они не знали наизусть, как обслуживать рыцарей, Ревен бы еще много лет назад призвал бы к их уничтожению. Мой господин произнес один из сокрестанцев. Ревену казалось, что этого звали Онак. Он знает, спросил Ревен. Нет, мой господин, ответил Онак. Ваши указания были совершенно определенны. Хорошо, и мне было бы неприятно свежевать тебя заживо. Ревен толкнул дверь, и все трое сокрестанцев быстро отодвинулись в сторону. Вырвавшийся изнутри воздух был затхлым и душным. Он смердил мочой, кишечными газами и безумием. Возле тусклого камина, который был целиком голографическим, стоял глубокий диван, спрогнувшийся скамеечкой для ног. На диване сидел человек, который выглядел достаточно старым, чтобы быть дедом Ревена. Лишенный доступа к солнечному свету и хирургическим процедурам, омолаживающим его единокровного брата, Альбард Дивайн представлял собой жалкое существо, череп которого был лишен волос и бледен, словно новорожденный червь. До того, как разум Альбарда надломился, его тело было крепким и коренастым, но теперь он стал не более, чем иссохшим живым мертвецом, с сухой, как пергамент плотью, осевший на каркасе из перекошенных костей. Прямо сказать, раньше Альбард обладал жестокой красотой, той холодной грубостью, которой люди ожидают от короля-воина. Этого человека уже давно не было. Из студенистых ран, в которые превратились рубцы ожогов, полученных им при достижении зрелости, на длинную бороду сочился желтоватый гной, слипшаяся от слизи и остатков пищи борода доходила Альбарду почти до пояса, а уставившийся на огонь единственный глаз был желтым и покрытым млечными катарактами. «Это ты, Онак?» спросил Альбард, дрожащий пародией на голос. «Должно быть, огонь гаснет, мне холодно». «Он даже не понимает, что это голограмма», подумалось Ревену, и уверенность матери, будто единокровный брат будет в состоянии относительного просветления, показалась ему безнадежной. «Это я, брат», произнес Ревен, подходя к дивану. Запах гнили усилился, и он пожалел, что не захватил флакон с корнем цебы, чтобы подносить к носу. «Отец?» «Нет, идиот», сказал он. «Слушай внимательно, это я, Ревен». Ревен переспросил Альбард, беспокойно заерзав на диване. В ответ на его движение внизу что-то зашевелилось, и Ревен увидел толстое, змеиное тело Шеши. Последняя оставшаяся нага его отца перемещалась с кожистым поскрипыванием. В клыкастой пасте мелькал раздвоенный язык. Шеше было уже больше двух столетий, ей оставались считанные годы, она почти ослепла, а длинное чешуйчатое тело уже начинало костенеть. «Да, брат», произнес Ревен, опускаясь на колено рядом с Альбардом, и неохотно кладя тому руку на колено. Ткань покрывала была желтой и покрытой коркой, но Ревен почувствовал под ней хрупкие птичьи кости. Из-под покрывала потянулся омерзительный дымок, и Ревен почувствовал, как у него к горлу подкатывает тошнота. «Я не хочу, чтобы ты тут находился», сказал Альбард, и Ревен ощутил трепет надежды, что единокровный брат хотя бы приблизительно в здравом уме. «Я велел им тебя не пускать». «Я знаю, но мне есть, что тебе сказать. Я не хочу этого слышать». «Услышишь?» «Нет». «Отец мертв». Альбард, наконец, удосужился посмотреть на него, и Ревен увидел в глянцево-белом, бесполезном глазу собственное отражение, а у гметика давно уже перестало функционировать. «Мертв?» «Да, мертв», подтвердил Ревен, подаваясь вперед, несмотря на окружающие Альбарда гнилостные миазмы. Единокровный брат моргнул своим единственным глазом и посмотрел ему через плечо, теперь заметив, что в комнате присутствуют и другие. «Кто еще здесь?» произнес он, и в его голосе послышался внезапный испуг. «Мать! Моя мать!» ответил Ревен. «Илекс, помнишь ее?» Голова Альбарда опала на грудь, и Ревен задумался, не соскользнул ли тот в какую-то вызванную химикатами дрему. Сокристанцы постоянно держали Альбарда в умеренно успокоенном состоянии, чтобы не дать растерзанным синапсам мозга вызвать резкую аневризму внутри черепа. «Я помню шлюху, которую так звали», сказал Альбард, и из сухой щелки его рта потек ручеек пожелтевшей слюны. Ревен ухмыльнулся, почувствовав нарастающую ярость «Ликс». За куда меньше люди подвергались многим дням невообразимых страданий. «Да, это она», произнес Ревен. За это его ожидала расплата, но он все больше и больше наслаждался наказанием сильнее, чем удовольствием. «Ты его убил?» спросил Альбард, вперев в Ревена взгляд своего влажного глаза. «Ты убил моего отца?» Ревен обернулся через плечо, а Сибелла и Ликс приблизились, чтобы сильнее насладиться унижением Альбарда. Лицо матери было неподвижно, но щеки Ликс покраснели на свету голографического пламени. «Да, убил, и воспоминания об этом все еще вызывают у меня улыбку», сказал Ревен. «Мне следовало так поступить давным-давно. Старый ублюдок никак не уходил, не передавал мне то, что мое по праву». Альбард испустил хриплый вздох, такой же сухой, как ветры над степью Тасхар. Ревену потребовалась секунда, чтобы распознать в звуке горький смешок. «Твое по праву? Ты помнишь, с кем говоришь? Я перворожденный дома Дивайн». «Ах, ну разумеется», произнес Ревен, поднимаясь на ноги и вытирая руки шелковым платком, который достал из парчевой куртки. «Да, но не похоже, чтобы наш дом мог возглавлять калека, который не способен даже соединиться со своим рыцарем, не так ли?» Альбард закашлялся в бороду. Сухие отрывистые спазмы извергли наружу еще больше слизи. Когда он поднял взгляд, его глаз был яснее, чем когда-либо за прошлые десятилетия. «У меня была масса времени для размышлений за эти долгие годы, брат», произнес Альбард, когда кашель достаточно стих. «Я знаю, что мог бы достаточно оправиться, чтобы покинуть эту башню, но вы с Ликс позаботились, чтобы этого никогда не случилось, не так ли?» «Мать помогла», сказал Ревен. «Так каково это, брат? Видеть, как все, что должно было быть твоим, теперь мое. Честно, мне не могло бы быть меньше дела», ответил Альбард. «Думаешь, спустя столько времени меня заботят, что со мной происходит?» Ручные сокрестанцы матери поддерживают меня едва живым. «И я знаю, что никогда не выйду из этой башни». «Скажи, брат, с какой стати мне еще тревожиться о том, что ты делаешь?» «Значит, мы здесь закончили», произнес Ревен, силиясь не выдать своей злобы. Он явился унизить Альбарда, но жалкий ублюдок оказался слишком опустошенным, чтобы оценить боль. Он развернулся к Сибели и Ликс. «Бери кровь, которая тебе нужна, но сделай это быстро». «Быстро», надулась Ликс. «Быстро», «Лорды-генералы и легионы созвали военный совет, и мое губернаторство не начнется с того, что кто-нибудь усомнится в моей компетентности». Ликс пожала плечами, извлекла из-под многочисленных укромных складок своего платья фиолетовый нож из хлыка наги и встала над иссохшей тенью своего бывшего мужа и единокровного брата. «Шарга-лиши, нужна кровь перворожденного», сказал Ликс, опускаясь на одно колено и поднося клинок к краю шеи Альбарда. «Не вся, но много». Альбард плюнул ей в лицо. «Может, это и пройдет быстро», произнесла она, утираясь, «но обещаю, что больно». 7. Безымянная крепость. Военный совет. Подарок. Локен шагнул на холодную погрузочную палубу орбитальной крепости. Зафиксированная в сотни километров над поверхностью Титана и окутанная мраком его ночной стороны, безликая станция тихо вращалась над действующим криовулканом. Рассуа, умело управляя Тарнхельмом, подвела его к погрузочной палубе. Все ауспики предупреждали, что ее держит на прицеле смертоносная артиллерия. От холодных после пребывания в пустоте бортов Тарнхельма поднимался пар, а Локен вспотел в своем доспехе. Палуба была огромна, на ней хватало места, чтобы громадные тюремные барки выгружали свой груз людей, а стражи крепости принимали его. У основания рампы его ожидало отделение смертных воинов в глянцево-красной броне и шлемах с серебристыми визорами. Но Локен не обратил на них внимания, сосредоточившись на широкоплечьем ветеране, который стоял перед ними. Воин был в таком же доспехе, как и Локен, а его сильно загорелое и еще сильнее изрезанное морщинами лицо было тому хорошо знакомо. Коротко подстриженные седые волосы и аккуратная борода того же цвета придавали ему вид старика. Светлые глаза, повидавшие слишком много, казались еще старше. Локен, чуть громче, чем шепотом, произнес Ягтон Круз. Рад тебя видеть, парень. Круз, отозвался Локен, шагнув вперед и взяв старого воина за руку. Пожатие было крепким и жестким, словно Круз опасался его отпускать. Что это за место? Место забвения, сказал Круз. Тюрьма? Круз кивнул, как будто ему не хотелось распространяться касательно мрачного предназначения безымянной крепости. Недоброе место, произнес Локен, оглядывая безликие стены и невыразительно формальное суровое убранство. Не из тех, где легко закрепляются идеалы Империума. Может и нет, согласился Круз. Однако, только юные и наивные могут верить, будто воины можно выигрывать без подобных мест. И к моему постоянному сожалению, я не отношусь ни к тем, ни к другим. Никто из нас не относится, Ягтон, сказал Локен. Но почему ты здесь? Круз замешкался, и Локен заметил, как его взгляд метнулся в сторону Тизифона, громадного обоюдоострого меча, пристегнутого за спиной. Ты их взял? спросил Круз. Всех, кроме одного, отозвался Локен, гадая, почему Круз оставил его вопрос без внимания. Кого ты не забрал? Севериана. Круз кивнул. Изначально предполагалось, что его будет сложнее всего убедить. Что ж, наше задание из почти невыполнимого только что стало практически самоубийством. Думаю, потому-то он и не согласился. Он всегда был умен, заметил Круз. Ты его знал? спросил Локен. И немедленно пожалел об этом, увидев, как взгляд Круза стал отстраненным. Я сражался рядом с 25-й ротой на Дахинке, сказал Круз. Смотрите ли, произнес Локен, вспомнив тяжелые компании по зачистке брошенных городов от машин-падальщиков. Да, это Севериан провел нас мимо периметра Кремниевого дворца во внутренние районы Архидроида, отозвался Круз. Он избавил нас от месяцев мясорубки. Помню, как он впервые сообщил о... Локен привык к блуждающим воспоминаниям Круза, однако сейчас было не время потыкать его любви к древней истории Легиона. Нам нужно идти, произнес он прежде, чем Круз успел продолжить. Да, парень, ты прав, со вздохом согласился Круз. Чем скорее я уберусь из этого проклятого места, тем лучше. Необходимость это прекрасно, но наши поступки во имя нее от этого не становятся легче. Локен повернулся, чтобы взойти на борт Тарнхельма, но Круз не двинулся за ним. Ягтон, это будет для тебя нелегко, Гарвиль, произнес Круз. Что будет? Сразу встревожившись, спросил Локен. Кое-кому здесь нужно с тобой поговорить. Со мной? Кому? Круз наклонил голову в направлении тюремщиков в красной броне, которые бросились строиться в формацию сопровождения. Она назвала тебя по имени, парень, произнес Круз. Кто назвал, повторил Локен. Тебе лучше взглянуть самому. Из всех преисподних, которые Локен воображал и где бывал, мало какие могли сравниться с унылым запустением этой орбитальной тюрьмы. Казалось, каждая деталь ее конструкции специально рассчитана, чтобы сокрушать человеческий дух. От мрачно-казенной обыденности ее внешнего вида до подавляющего мрака, который не давал покоя и никакой надежды, что местные обитатели когда-либо вновь увидят открытое небо. Круз погрузился на борт Тарнхельма, оставив его под присмотром тюремщиков крепости. Те перемещались четкими движениями. Было похоже, что их мало заботит то обстоятельство, что он воин легионов. Для них он был лишь очередной деталью, которую необходимо учитывать в протоколах безопасности. Они вели его по сводчатым коридорам из темного железа и гулким залом, где до сих пор присутствовали слабые следы крови и экскрементов, которые было не стереть никаким количеством чистящей жидкости. Маршрут не был прямым, и Локен был уверен, что они пару раз возвращались по собственным следам, следуя извилистым путем вглубь сердца крепости. Сопровождающие тюремщики пытались запутать его, заставить потерять ощущение того, куда они могут пойти и в каком направлении находится выход. Эта тактика могла сработать с обычными узниками, уже наполовину сломленными и отчаявшимися. Однако было напрасно с легионером, обладающим эйдетическим чувством направления. Пока они шли по закрученной винтовой лестнице, Локен пытался представить, кто из способных позвать его по имени мог быть заключен здесь. Это должно было быть легко, Круз сказал она, а он знал мало женщин. Жизнь в легионе представляла собой явно мужское окружение, хотя империум мало заботил полсолдат, которые составляли его армией. Вели звездолеты и поддерживали его работу. Большинство из известных ему женщин были мертвы, так что это должно быть была из тех, кто узнал о его существовании позже. Сестра, мать или возможно даже дочь кого-то из прежних знакомых. Он услышал далекие крики и тихие отголоски плача. Источник звуков был неясен и у Локена появилось нервирующее чувство, будто многолетние страдания были столь сильны, что запечатались в самих стенах. Наконец стражи вывели его в решетчатую камеру, подвешенную над совершенно темным подвалом. Из помещения тянулось несколько проходов шириной, достаточной для смертного, но буквально вызывающую клаустрофобию для воина его размеров. Они двинулись по самому правому коридору. И Локен почувствовал характерное зловоние человеческой плоти, застарелой грязи и пота, но сильнее всего пахло отчаянием. Сопровождающие остановились возле камеры, запертой массивной железной дверью с метками из букв, цифр и чего-то похожего на разновидность Lingua Technis. Для Локена в них не было смысла, и он подозревал, что в этом-то и заключался весь смысл. Все в этом месте создавалось непривычным и недружелюбным. Замок открылся, и дверь поднялась в оправу с треском часового механизма, хотя никто из стражников к ней не прикасался. Скорее всего, дистанционная связь с центром управления. Стражники встали в стороне, и Локен, не тратя на них ни слова, пригнулся под притолоком и шагнул внутрь. Хотя в камеру практически не проникал свет, только рассеянные отблески из коридора снаружи, Локену этого было более чем достаточно, чтобы разглядеть очертания коленопреклоненной фигуры. Локен не являлся специалистом по женскому телу, а одеяния были слишком свободны, чтобы распознать фигуру. Голова обернулась на звук открывающейся двери, и Локену показалось что-то знакомое в слегка удлиненном затылке. С высокого потолка раздалось тихое жужжание, и гудящий флоресцентный диск заискрившись ожил. Несколько секунд он мерцал, пока вновь поданное напряжение не стабилизировалось. Сперва Локен решил, что это галлюцинация или же очередное видение кого-то давно умершего, но когда она заговорила, это был голос, что она была маленькой, хотя в сравнении с ним большинство смертных были маленькими. Ее кожа была настолько черной, что он гадал, не окрашена ли она. Однако в болезненном свете диска она почему-то казалась серой. Безволосой голове придавали яйцевидную форму черепные имплантаты. Она улыбнулась, и это выражение показалось непривычным и неуверенным. Локен решил, что ей уже долгое время не требовалось напрягать эти мускулы. Здравствуйте, капитан Локен, произнесла Мерсаде Алитон. Вырубленный в горной скале задолго до того, как Первый легион построил цитадель рассвета, зал пламени представлял собой ступенчатый правительственный амфитеатр. В последующие долгие столетия вокруг него был сооружен свод. Вокруг свода крепость, а вокруг крепости город. С тех пор на Молехе многое изменилось, однако зал по большей части сохранил изначальное назначение. Здесь делали ритуальные прижигания перворожденным Дома Дивайн, а правители планеты все еще принимали тут решения, затрагивающие жизни миллионов. Впрочем, он перестал быть местом, где механические воители решали вопросы чести поединком насмерть. Сейчас Ревен практически жалел об этом. Шквал огня Стаббера в бича погибели быстро бы разобрался с бронящимися представителями и заглушил их крикливые голоса. Фантазия была приятной, но Ревен глубоко вздохнул и попытался следить за тем, что происходило вокруг. Восседая на троне посреди амфитеатра, Ревен держал скипетр с бычьей головой, о котором говорили, будто его носил сам владыка быт. Артефакт, несомненно, был древним, однако казалось маловероятным, будто что-либо может пережить тысячелетия без повреждений. Он вновь перевел внимание старших военных офицеров Молеха. Помощники, писцы, калькулюс-логи, саванты и энсины окружали их словно околиты. И Ревену вспомнились Шаргалиши и его последователи из культа змеи. Кастар, Алкат и трое ультрадесантников с мрачными лицами восседали на каменных скамьях нижнего уровня напротив Витуса Саликара. Тот также был не один. Слева от него находился кровавый ангел уровня неподвижно сидела одетая в зеленое стоическое непреклонное Тиана Курион лорд-генерал гранд-армии Молеха. Вокруг нее, словно мотыльки, привлеченные благим огнем, собрались полковники из дюжины полков. Ревен не был с ними знаком, однако признал в них непосредственных подчиненных Курион. Под символами, обозначавшими каждую из сторон компаса, сидели командующие четырех оперативных театров. Знаменитый бурнус из драконьей чешуи и золотистые очки носила маршал Эдараки Хакон Северного Океанического, а напротив нее сидел полковник Оскур Ван Валькенберг с западных топи, форма которого выглядела так, словно он месяц спал, не снимая ее. Командующая Абдихеда с Кушинского Востока была одета в полный доспех, как будто собиралась пробиваться обратно на свою позицию через джунгли. И наконец хан Южной Степи Ковен Мальбек сидел скрестив ноги с длинным мечом и винтовкой на коленях. За четырьмя командующими сидели сотни полковников, майоров и капитанов из разных полков имперской армии, все в боевой броне. Огромное многообразие формы придавало собравшимся солдатам вид гуляк с веселого карнавала. До настоящего момента Ревен и не представлял, сколько полков размещается на Молихе. Его мать и Ликс находились в огромной галерее наверху и уже ожесточенно спорили о том выборе, который ему предложат сделать. Ликс говорила о видении, которое ее посетило в ночь становления Ревена, о том, как его поступки определят ход Великой войны на Молихе. Они обе заявили, что в силах видеть будущее, однако ни та, ни другая не могли сказать, что же это должны быть за поступки, должен ли он принять сторону гора и за это получить власть над системами вокруг Молиха, или же ему предначертано судьбой сразиться с магистром войны и заслужить славу и доброе имя поражением. Оба пути давали надежду исполнить пророческое видение сестры, но какой жизнь их выбрать? В дополнение к наземным силам, Молих мог похвастаться значительным флотом, куда входило более 60 кораблей, включая 8 капитальных кораблей и множество фрегатов, которым было более 100 лет. Казалось, что лорд-адмирал Бриттон Семпер спит, хотя посреди такого шума это, несомненно, было невозможно. Одетый в форму рядовой состав делал для него пометки, но Ревен подозревал, что Семпер не будет их читать. Его не интересовала война пехоты. Если бы силы магистра войны добрались до поверхности Молиха, он бы уже сгинул в пустоте. Отдельно от подразделений обычных воинов сидели представители Механикума, задумчивые фигуры, закутанные в смесь красных и черных одеяний, державшиеся своими небольшими анклавами. Познания Ревена о Механикум были существеннее, чем у большинства, однако даже они являлись лишь слухами и сплетнями из старых рук, полученными от шпионов среди сокристанцев. Наиболее важное положение занимал Механикум, именуемый Белоной Модвин из Ордоредукта. Старшая Депт Марса была полностью облачена в глянцево-зеленую кибернетическую боевую броню, придававшую ей вид сидящего саркофага. Она командовала когортами зловещих механических воинов-талаксов, а также грозным арсеналом боевых машин, танков и неведомых технологий, запертых в катакомбах горы Таргер. Ее магасы обучали сокристанцев и поддерживали функциональность рыцарей. Как следствие, марсианское жречество представляло собой существенный центр силы на Молихе и обладало правом посещать все военные собрания, хотя и редко пользовалась этой привилегией. Пусть механикум с флотов и держали свой собственный совет, однако отсутствие их голосов компенсировали младшие офицеры армии. Они перекрикивали нежестоящих ораторов, то ли чтобы выразить полное одобрение, то ли чтобы заглушить то, что считали ужасной глупостью. Ревен не мог определиться, что именно. Текущее право голоса принадлежало разжигателю войны из Легио Фордитус, одетой в заляпанный маслом комбинезон цвета хаки и похожей на амазонку женщине по имени Урнамму. Изъясняясь на готике с сильным акцентом, она излагала позицию своего Легио, которая, насколько слышал Ревен, выглядела следующим образом. Принципсы Утадагон и Уту Лерна не одобрят никакой план, в котором Титаны Легио Фордитус не атакуют врага в лоб в тот же миг, как тот высадится. Опеник Инвокацио Легио Грифоникус придерживался точки зрения, что остаткам Легио Фордитус нет смысла самопожертвенно бросаться на мечи только из-за того, что остальная их часть была уничтожена на Марсе. Насколько понял Ревен, Урнамму и Опеник занимали в своих Легио примерно одинаковое положение, нечто вроде посредника между лишенными человечности принципсами Титанов и теми, с кем им волей-неволей приходилось сражаться бок о бок. Их пикировка не имела смысла, поскольку еще предстояло высказаться Карталу Ашуру, обладавшему суровой красотой каллатору Мартареалис Легио Круциус. Младшим посланникам в конечном итоге пришлось бы считаться с тем, так как крупнейшим Титаном на Молихе была машина Круциус, древний Колос, известный как Идеал Теры. Ашур представлял принципса Магнус Этану Колонис, и если ту пробудили от грез о войне под горой железный кулак, то меньшие Легио, несомненно, будут подчиняться ей. Наконец, посланники Легио закончили разговор, и обсуждение перешло на вопросы логистики, организацию линий снабжения, артиллерийских складов и накоплению резервов. Предел терпения Ревина, уже истощенного многочасовыми спорами, оказался пробит долгими перечислениями норм снабжения. Высказалось уже с дюжину клерков аэкзакторов, и еще десятки ждали своей очереди. Ревин поднялся с трона и ударил скипетром по каменному полу зала, что вызвало испуганные вздохи хранителей реликвий. Он выточил пистолет и направил его в сторону ближайшего песца и извергавшего пергаменты инфопланшета. «Ты, заткнись, сейчас же», произнес он, прервав обнажением оружия монотонную сводку о нехватках энергоячей к лазерным винтовкам на кушитской общинной черте. Вы все послушайте посмеет зачитать инвентарный список или норму запаса прямо в голову. Клерки опустили инфопланшеты и тревожно заерзали на местах. «Как я и думал», сказал Ревин. «Итак, кто-нибудь, сообщите мне что-то действительно чертовски важное, пожалуйста». Кастер Алкат из ультрадесанта поднялся и заговорил. «Что вы хотите услышать, лорд Дивайн? Именно так и ведутся войны с правильным размещением линий снабжения и полностью работающей инфраструктурой, готовые поддержать силы на передовых. Если вы хотите удержать этот мир против магистра войны, вам необходимо знать эти вещи». «Нет», ответил Ревин, «это вам нужно знать эти вещи. Все, что нужно знать мне, где я отправляюсь в бой. Чтобы разбираться с цифрами и списками, у меня есть целая армия песцов, квартирмейстеров и савантов. «500 миров горят», бросил Алкат, «и все же мои ультрадесантники готовы сражаться и умереть за чужую планету. Скажите еще раз нечто подобное и я заберу всех воинов назад в ультрамарх». «Сам император поручил вашему легиону и кровавым ангелам защищать Молех», произнес Ревин с насмешливой улыбкой. «Вы бросите этот долг? Сомневаюсь. С вашей стороны было бы мудро не проверять эту догадку», предостерег Алкат. «Я полноправный правитель Молеха», огрызнулся Ревин. «На меня ложится военное командование этим миром, и если я чему-то и научился у своего отца, да упокоится он с миром, так это тому, что правителю следует окружить себя лучшими из возможных людей, передать им полномочия и не вмешиваться». «Имперский командующий может передавать полномочия», сказал Алкат, «но не ответственность». Ревин старался обуздать злость, чувствуя, как та извивается в груди, словно отравленный клинок. «Мой дом правит Молехом на протяжении поколений», произнес он с холодной враждебностью. «Мне известно, что значит ответственность». Алкат покачал головой. «Я в этом не уверен, лорд-дивайн, ответственность это неповторимая вещь. Вы можете делиться ею с другими, однако ваша доля при этом не уменьшается. Вы можете передавать ее, однако она остается с вами. Кровь давала вам власть над Молехом, и его безопасность ваша ответственность. Ее нельзя переложить на других никаким избеганием или же сознательным уклонением от этого факта». Ревин заставил свое лицо принять хладнокровное выражение и кивнул, словно признавая покровительственные слова легата мудрыми. «В ваших словах проницательность вашего примарха», сказал он, и от каждого слова его желудок наполнялся едким ядом. «Разумеется, я в надлежащее время просмотрю рекомендации сборщиков Десятины, однако, быть может, сейчас время военных стратегем, а не сухих перечней чисел и споров между союзниками». Алкад кивнул и поклонился, выражая осторожное согласие. «Несомненно, так, лорд-дивайн», сказал он и сел на место. Ревен выдохнул яд и показалось, что тот обжег ему гортань. Он остановил взгляд на Британи Семпери, потратив мгновение, чтобы успокоиться и дать помощнику лорда-адмирала время, пихнуть того локтем в ребра. «Адмирал Семпер, можете ли вы сказать нам, сколько у нас есть времени, прежде чем силы магистра войны достигнут Молеха?» Одетый в царственно-пурпурный сюртук с барочным орнаментом, Британ Семпер поднялся и застегнул верхнюю пуговицу. Серебристо-белые волосы лорда-адмирала были собраны в длинный чуб, а лицо представляло собой покрытую шрамами частично аугметическую маску. «Конечно, мой повелитель», произнес он, загружая содержимое инфопланшета помощника на свой глазной имплантат. Астропатические хоры сообщают о множестве надвигающихся кораблей. В общей сложности возможно 40 или 50. Приближающийся флот не скрывает свое прибытие. Мне докладывают всевозможную чушь, якобы астропаты слышат, как в варпе воют волки, а корабли выкрикивают свои названия. Более чем вероятно, что это какие-то эмпирические помехи или же просто отражение в окс-передачи. Однако очевидно, что магистр войны хочет, чтобы мы знали о его приближении. Хотя если он полагает, что мы кучка трусов, которые с воплями разбегутся при первых признаках врага, его ждет суровое пробуждение к реальности. Прежде чем лорд-адмирал успел продолжить, его прервал Витус Соликар. Будет ошибкой думать, что вы одержите вверх лишь потому, что превосходите флот магистра войны в численном отношении. Война в пустоте, которую ведут легионы, свирепа и беспощадна. Семпер поклонился кровавому ангелу. Я очень хорошо знаю, насколько опасны космические десантники, капитан. Не знаете, печально произнес Соликар. Мы убийцы, жнецы плоти. Вам никогда нельзя забывать об этом. Еще до того, как лорд-адмирал мог ответить на меланхоличный тон кровавого ангела, вмешался Ревен. Как скоро враг будет здесь? Явно стараясь держать гнев от высказанного Соликаром пренебрежения по отношению к возможностям его флота, Семпер заговорил неторопливо и осторожно. Согласно наилучшим оценкам магистра Астропатов, прорыв в реальное пространство произойдет со дня на день, что означает, что они окажутся возле Молеха примерно через две недели. Я уже отдал приказ о сборе, чтобы вернуть дозорные корабли от края системы. Вы не станете атаковать предателей в открытом космосе? Поскольку не имею обыкновения разбрасывать жизни своих экипажей, нет, не стану, ответил Семпер. Как любезно указал капитан Соликар, боевые корабли космического десанта нельзя недооценивать, а потому наилучшей тактикой будет направить провоцирующую группу, чтобы заманить изменников на рога наших орбитальных орудий. Наш основной флот останется в тени орбитальных батарей на линии кармана. Когда корабли-предатели окажутся между молотом и наковальней стационарных пушек и боевого флота, мы сможем выпотрошить их еще до того, как они успеют высадить хоть одного воина. Несмотря на напышенность тона, Ревину понравилось упорство Семпера и он кивнул. Сделайте это, лорд-адмирал, сказал он. «Отрядите провоцирующую группу и пожелайте им доброй охоты!» В камере не было никакой мебели, даже кровати. В одном углу лежали сложенный тонкий матрас, побитый ночной горшок и маленькая коробочка, похожая на дарственный футляр для медали. «Ты выглядишь так, словно увидел привидение», произнесла Мерсади, поднимаясь с колен. Локен раскрыл рот, но не издал ни звука. Это был второй виденный им умерший человек, однако она была из плоти и крови. Она была здесь, Мерсади Алитон, его личный летописец. Она была жива, здесь, сейчас. И все же она изменилась. В резком свете были видны потускневшие шрамы, описывающие петляющие дуги на боках и верхней стороне уменьшившейся головы, хирургические рубцы, вырезания. Она заметила его взгляд. Они забрали встроенные катушки памяти, все изображения и летописи, что у меня были. Все пропало, от них остались лишь мои органические воспоминания, да и те начинают угасать. Я оставил тебя на мстительном духе, произнес Локен. Я думал, что ты должна быть мертва. И была бы, если бы не Яктон, отозвалась Мерсади. Яктон? Яктон Круз? Да, он спас нас во время убийства летописцев и забрал с корабля, сказала Мерсади. Он тебе не говорил? Нет, ответил Локен, не говорил. Мы спаслись Яктоном и капитаном Гарра. Вы были на Эйзенштейне, спросил Локен. В нем боролись недоверие и изумление. Круз мало рассказывал об опасном путешествии с Иствона, однако было трудно поверить, будто он не удосужился упомянуть, что Мерсади выжила. И я была не единственной, кого спас Яктон. Что ты имеешь в виду? Эуфратия выбралась с мстительного духа, и Кирилл тоже. Зиндерман и Кириллер живы? Мерсади кивнула. Насколько мне известно, да, но пока ты не спросил, я не знаю, где они. Я никого из них не видела уже годы. Локен прошелся по камере, внутри него бурлили болезненные эмоции. Зиндерман был ему близким другом, наставником с высочайшим интеллектом и своего рода доверенным лицом, мостиком между трансчеловеческими ощущениями и заботами смертных. То, что Кириллер в неприятности. Ты не знал, что она жива? Спросила Мерсади. Нет, сказал Локен. Ты слышал о святой? Локен покачал головой. Нет, какой святой? Ты был вне игры, да? Разозленный и сбитый с толку, Локен замешкался. Ее нельзя было винить, однако она была здесь. Ему хотелось накинуться на нее, но он судорожно выдохнул, и похоже, что это сбросило тяжкий груз желчности. Думаю, я был мертв, произнес он наконец. Какое-то время. Или все равно, что мертв. Может быть, я просто заблудился, очень сильно заблудился. Но ты вернулся, сказала Мерсади, потянувшись взять его за руку. Они привели тебя обратно, поскольку ты нужен. Так мне говорят, устало ответил Локен, обхватив ее пальцы своими и следя, чтобы не сдавить слишком сильно. Они стояли неподвижно, никому не хотелось нарушать молчание и взаимную близость. Ее кожа была мягкой и напоминала Локену один мимолетный миг его жизни. Когда он был юн и невинен, когда любил и был взаимнолюбим, когда был человеком. Локен вздохнул и выпустил руку Мерсади. Я должен вызволить тебя отсюда, сказал он. Ты не можешь, ответила она, убирая ладонь. Я один из избранников Малкадора, произнес Локен. Я отправлю сообщение Сигелиту и позабочусь, чтобы тебя вернули на Теру. Я не позволю, чтобы ты гнила здесь еще хоть минуту. Гарвиль, сказала Мерсади, и он замер от того, что она назвала его по имени. Они меня отсюда не выпустят. Я долго пробыла в самом сердце флагмана магистра войны. Людей казнили за куда меньшее. Я за тебя поручусь, произнес Локен, гарантирую твою лояльность. Мерсади покачала головой и скрестила руки. Если бы ты не знал, кто я такая, если бы не делился со мной своей жизнью, захотел бы ты освобождать кого-то вроде меня. Будь я чужой, как бы ты поступил, выпустил или же оставил бы меня в заключении. Локен шагнул вперед. Я не могу просто оставить тебя здесь, ты такого не заслуживаешь. Ты прав, я этого не заслуживаю, однако у тебя нет выбора, ответила Мерсади. Ты должен меня оставить. Ее рука потянулась, погладить голый металл его доспеха без знаков различия. Тонкие пальцы прошлись вдоль оплечья и по изгибу наплечника. Странно видеть тебя в этой броне. У меня больше нет легионов, просто сказал он, злясь на ее сознательное желание оставаться в этой тюрьме. Она кивнула. Мне говорили, что ты умер на Истване, но я не поверила, я знала, что ты жив. Ты знала, что я выжил? Знала. Откуда? Мне сказала и у Фратия. Ты говорила, что не знаешь, где она? Не знаю. Тогда как? Мерсади отвернулась, словно не желая озвучивать свои мысли из опасения, что он станет над ними смеяться. Она наклонилась, чтобы подобрать с пола рядом с матрасом дарственный футляр. Когда она обернулась, Локен увидел, что ее глаза влажны от слез. Мне снилось и у Фратия, произнесла Мерсади. Она сказала мне, что ты придешь сюда. Знаю, знаю, это звучит нелепо, но после всего, что я видела и пережила, это практически нормально. Злость покинула Локена, и ей на смену пришло гулкое чувство беспомощности. Слова Мерсади затронули что-то глубоко внутри него, и он услышал тихое дыхание третьего призрака тени в комнате, где никого не было. Это не нелепо, сказал он. Что она сказала? Она велела мне дать тебе это, произнесла Мерсади, протягивая коробочку, чтобы ты ее передал. Что это такое? Нечто, когда-то принадлежавшее Яктону Крузу, отозвалась она. Нечто в чем, как она сказала, он снова нуждается. Локен взял коробочку, но не стал ее открывать. Она велела напомнить Яктону, что он больше не в полуха, что его голос услышит лучше, чем кого-либо другого в легионе. Что это значит? Не знаю, ответила Мерсади. Это был сон, а он не похож на точные науки. Локен кивнул, хотя в том, что он слышал, было мало смысла. По крайней мере, так же мало смысла, как отвечать на призыв на войну, послушавшись мертвеца. Эуфратия говорила что-нибудь еще? Спросил он. Мерсади кивнула, и слезы, которые словно река, готовая вот-вот выйти из берегов, наполняли ее глаза до краев, полились по щекам. Да, всклипнула она, она велела попрощаться. 8. Пожиратель жизней. Противостояние. Надежда на обман. На палубах апотекариона стойкости царил холод. От голого металла смердела бальзамировкой. В воздухе висела дымка едких химикалий. А в ретортах между потускневшими железными столами, подвешенными криотрубками и стойками с хирургическим оборудованием, с шипением пузырились чаны с ядовитыми жидкостями. Мартарион уже провел здесь слишком много времени, в полные боли дни после нападения затаившихся убийц Медузона. Словно забальзамированного короля Гиптией, его завернули в противосептический покров, омыли регенераторными притирками, и его сверхчеловеческому метаболизму потребовалось всего 7 часов, чтобы излечить наиболее сильные повреждения. Отделение терминаторов савана смерти сопровождало его по искусственно холодному помещению, спокойно держа свои жнецы. Почетная стража примарха с легкостью перекидывала свои огромные косы с одного плеча на другое, чтобы те не прекращали двигаться. Даже на флагмане они не полагались на удачу. Искривленные рукояти покрывала паутина изморози. Освечение сборщиков органов блестело на льду, образующемся на клинках. Закованные в грязно-белую броню, окантованную багровым и оливково-серым, воины шли треугольником, отслеживая предупреждающими ауспиками незваного гостя, который, как им было известно, находился где-то на этой палубе. Мартарион шел с непокрытой головой. Свежие фрагменты пересаженной кожи румянились от насыщенной кислородом крови, отчего он выглядел здоровее, чем во все минувшие столетия. Нижняя часть лица оставалась скрыта под воротом респиратора, и из сетчатой решетки порывами исходило землистое дыхание. Глазницы примарха напоминали кратеры лунного ландшафта, а глаза янтарные самородки. Безмолвие он не нуждался в клинке, у саванна смерти их было более чем достаточно. Вместо этого он держал лампион, огромный пистолет шенлонги, с барабанным питанием и энергетической матрицей, с которой могло сравниться мало какое лучевое оружие сопоставимых габаритов. Саван смерти рассредоточился, закончив прочесывать помещение у неприступного хранилища в самом конце. Запертое поразительно сложными замками генное хранилище было таинственным местом, содержавшим в себе будущее гвардии смерти. Каефа Марарк, ранее входивший в 24-е прорывное отделение, а ныне служивший Мартариону советником, покачал головой и пристегнул болтер, следуя за господином в Апотекарион. «Мой повелитель, здесь никого нет». «Есть Каефа», произнес Мартарион голосом, похожим на дуновение сухого ветра пустыни. «Я это чувствую». «Мы прочесали палубу от края до края и от борта до борта», заверил Марарк. «Будь здесь кто-нибудь, мы бы его уже обнаружили». «Мы не смотрели еще в одном месте», сказал Мартарион. Марарк проследил за взглядом примарха. «Генное хранилище», спросил он, «оно защищено от пустоты и имеет энергетические щиты. Чудо, что проклятые Апотекари в состоянии туда попадать». «Ты сомневаешься во мне кайфа?» прошептал Мартарион. «Никогда, мой повелитель. А доводилось ли тебе когда-либо узнать, что я ошибался в подобных вопросах?» «Нет, мой повелитель. Тогда верь мне, когда я говорю, что там что-то есть». «Что-то?» Мартарион кивнул и склонил голову в бок, словно внимая слышимым лишь ему звуком. Его лицевые мускулы подергивались, но из-за закрывающего челюсть ворота было невозможно с уверенностью определить, что за выражение было у него на лице. «Откройте дверь!» распорядился он. И группа одетых в защитные костюмы рабов легиона бросилась к ней с пневматическими приводами и одноразовыми стержнями с цифровыми кодами. Они вставили энергоключи, однако не успели запустить ни один из них, когда к Мартариону под бдительными взглядами савана смерти «Повелитель!» произнес он. «Я молю вас передумать!» «Как твое имя?» спросил Мартарион. «Карай Бурку, мой повелитель!» «Мы только что преодолели границу системы Молеха, апотекарий Бурку, а на борту стойкости находится незваный гость», сказал Мартарион. «Он за этой дверью! Мне нужно, чтобы ты ее открыл! Сейчас же!» «Карай Бурку» поник под взглядом Мартариона, однако к чести апотекария он продолжал стоять на своем. «Мой повелитель!» «Прошу вас!» произнес Бурку. «Заклинаю вас покинуть апотекарион!» «Генное хранилище должно поддерживаться в стерильном состоянии и под давлением!» «Если дверь открыть хотя бы на долю секунды, весь запас геносемени подвергнется риску заражения!» «И тем не менее ты выполнишь мой приказ!» сказал Мартарион. «Апотекарий, я в состоянии сделать это и без тебя, однако потребуется время!» «А как ты думаешь, что все это время может делать там чужак?» Бурку обдумал слова примарха и двинулся к блестящей двери-хранилища. Многочисленные приводы одновременно повернулись по команде апотекария, когда тот ввел спиральный ключ, уникальный для текущего момента и меняющийся сразу же после открытия двери. Дверь отделилась от стены и изнутри ворвался порыв жесткого мерзлого воздуха. Мартарион ощутил, как тот резанул кожу лица и испытал удовольствие от укола холода. Дверь распахнулась шире, слуги в защитных костюмах отступили и воздух пропитался биохимическими ароматами зловонных консервирующих химикалий и морозоустойчивых энергетических ячеек. Мартарион почувствовал в воздухе что-то еще, смрад чего-то столь смертоносного, что лишь подобный ему мог разрешить применить такое. Однако подобное содержалось в самых глубоких погребах, запертых в убежищах, которые были даже больше защищены, чем это. Ничего не трогайте, предостерег Бурку, двигаясь перед саваном смерти, шагнувшим через высокий порог генного хранилища. Мартарион обернулся к Мараргу. Закрой за мной дверь и открой ее снова только по моему непосредственному распоряжению. Мой повелитель, произнес Марарг, после двела мое место возле вас. Не в этот раз отозвался Мартарион и его слово было неоспоримо. Верность долгу вынудила Марарга больше ничего не говорить. Он холодно кивнул. Мартарион повернулся и последовал в хранилище вслед за Караембурку. Как только Примарх оказался внутри, тяжелая адамантиевая дверь закрылась. Внутри находилась побелевшая от мороза и блестящая серебром камера площадью в 100 метров. Вдоль стен тянулись булькающие пучки креотрубок, а центральный проход был образован рядами барабанов центрифуг. На окремленных бронзой инфопланшетах мерцали светящиеся символы и рунические сообщения о генетической чистоте. Мартарион экстраполировал ментальные схемы фрагментов гинокода. Вот собрание мукраноидов, а здесь ванна с зиготами, которым суждено однажды стать железой бетчера. Позади них пузырящиеся цилиндры с глазными яблоками. В инкубационных цистернах плавали полусформированные органы. Облачка пара от гудящих конденсаторов заполняла воздух промозглой влагой, микроскопические ледяные кристаллы которые хрустели под ногами. Карай Бурку утверждал, будто атмосфера в хранилище стерильна, однако это было не так. Воздух вибрировал от силы. Силы существа, которая напирала на ткань реальности, словно новорожденный в рвущемся утровном мешке. Только он мог это почувствовать, только он знал, что это. Сам он смерти осторожно продвигался вперед, и Мартарион ощущал их замешательство. Для них хранилище было пустым, без каких-либо признаков незваного гостя, о встрече с которым говорил примарх. Его позабавила их вера в то, что генетический отец может ошибаться. Каково было воину легионов думать о подобном? Почти так же, как и примарху, подумалось ему. Однако они не могли почувствовать того, что чувствовал он. Мартарион провел целую жизнь на планете, где по окутанным туманам утесом Барбаруса бродили чудовищные создания злобных генетиков и заклинателей трупов, говоривших с духами. Там ежедневно творили монстров, поистине заслуживающих этого названия. Он даже создал несколько собственных. Мартарион узнал запах подобных тварей, но более этого учуял одного из них. «Видите, мой повелитель», сказал апотекарий Бурку, «Ясно видно, что здесь ничего нет. Так не можем ли мы покинуть генетические лаборатории?» «Ты не прав», произнес Мартарион. «Мой повелитель», переспросил Бурку, сверяясь зернистой голограммой, которая парила над перчаткой его нортециума, «Я не понимаю». «Он здесь, просто еще не может показаться, не так ли?» Слова примарха были адресованы пустому воздуху, однако раздавшийся в ответ голос напоминал скрежет камней в грязевом оползне и, казалось, отдавался эхом со всех сторон. «Мясо! Нужно мясо!» Мартарион кивнул, уже подозревая, что именно поэтому он и выбрал это место. Саван смерти окружил Мартариона, держа на готове боевые косы. Сенсориум безуспешно искал источник голоса. «Мой повелитель, что это?» спросил Бурку. «Старый друг», отозвался Мартарион, «Тот, кого я считал утраченным». Никто и никогда не считал повелителя смерти быстрым. Неумолимым, да, безжалостным и упорным, абсолютно верно, но быстрым? Нет, ни в каком случае. Безмолвие превратилось в размытое пятно твердого железа. К моменту, когда клинок описал круг, все семеро воинов Савана смерти были уже убиты, просто рассечены надвое поперек живота. В хранилище вырвалось буквально апокалиптическое количество крови, изобилие блестящей, невероятно яркой жизненной влаги. Она забрызгала стены и красной волной полилась по полированным стальным плитам пола. Мартарион ощутил ее горький резкий привкус. Апотекарий Бурку попятился от примарха. Его глаза по ту сторону визора шлема были широко раскрыты и полны неверия. Мартарион не стал его останавливать. Мой повелитель взмолился Апотекарий что вы делаете? Нечто ужасное Карай ответил Мартарион нечто необходимое. Казалось в воздухе перед Мартарионом возникло что-то нацарапанное призрачный образ человеческой фигуры вытравленный на невероятно тонкой стеклянной пластине или же пик трансляции полуоформленного оттиска тела очертание чего-то чье существование было лишь возможностью. Наспех выцарапанная фигура шагнула в кровавое озеро и постепенно невозможным образом растекающаяся жидкость начала двигаться обратно. Медленно но все быстрее по мере вливания насыщенной жизненной влаги в призрачное тело фигура начала обретать форму. Сперва пара ступней затем лодыжки икры колени и мускулистые бедра потом кости таза позвоночник органы и бьющиеся сплетающиеся блестящие мышцы которые сами обвивались вокруг влажного красного скелета. Кровь савана смерти как будто заполнила некую незримую заготовку и возникло могучее тело огромного воина трансчеловека. Напитанный кровью мертвецов и сотворенный из нее он не имел кожного покрова. Мясницкие ломки мяса обтягивали окостеневшие ребра, укрепленные бедренные кости и подобный камню череп не имеющего плоти выходца с того света. Из лишенных век глазниц и хотя тело только было создано от него смердело гнилью. Рот твари задергался, обнаженная челюсть двигалась в костных гнездах, натягивая эластичные сухожилия. Кровоточащий лиловый язык прошелся по только что выросшим пенькам зубов. На краткий миг иллюзия перерождения была полной, однако это продлилось недолго. Красное мясо прочертили белые полосы борозд разложения, и над ней поднялись клубы трупных газов. Мышцы покрылись сочащимися язвами, гнояные волдыри лопались, будто мыльные пузыри, источая вязкую слизь. Раздался треск стекла и тревожные звонки. Мартарион посмотрел налево. Вакуумные колпаки с развивающимися зиготами один за другим взрывались от неуправляемого роста. Папоротниковая поросль стволовых клеток и образующиеся зародыши органов сдувались от буйного некроза. Покрывшись черными прожилками, они разрастались и разрастались, пока распухшая масса не лопнула, с неприятным звуком испустив зловонные пары кишечных газов. Химические ванны в одно мгновение свернулись, их поверхность затянула пеной нечистот, и через край переваливались клейкие жгуты. Центрифуги завибрировали, образцы внутри них росли и мутировали со сверхбыстрой скоростью, а затем столь же стремительно погибали. За спиной примарха апотекарий Бурку отчаянно пытался управиться с одним из приводов, вбивая код, который уже устарел. «Повелитель, прошу вас!» закричал он. «Это заражение! Нам нужно убираться отсюда сейчас же! Поспешите, пока еще не слишком поздно!» «Уже слишком поздно!» произнесла влажная бескожая тварь с блестящими органами. Бурку обернулся, и его глаза расширились от ужаса при виде того, как тело чудовища покрывается склизкой тканью полупрозрачной кожи. Та росла и становилась толще, закрывая обнаженные органы. Пусть неровной лоскутами, однако она постепенно разрасталась. Почти с той же скоростью, как кожа росла, ее поглощало разложение. Из тела осыпались хлопья, почерневших от крови струпьев. Апотекарий завопил и рухнул на колени, а монстр сорвал с его головы шлем. Глазницы Бурку превратились в растерзанные воронки, зияющие раны в черепе, из которых на пепельное лицо лились кровавые слезы. Однако утрата глаз доставила караю Бурку наименьшую боль. Его крики перешли в булькающую рвоту. Грудь Апотекария содрогалась в спазмах. Легкие, генетически усовершенствованные для выживания в самой враждебной среде, подверглись атаке изнутри несравненно смертоносным патогенам. Апотекарий изрыгнул струю протухшей материи и завалился на четвереньки. Его пожирала собственная сверхускоренная иммунная система. Из всех отверстий на его теле сочились смертные жидкости, и Мертарион бесстрастно наблюдал, как плоть практически тает на костях, как бывало с жителями Барбаруса, которые забирались слишком высоко в ядовитом тумане, и платили за это наивысшую цену. Смерть Бурку и его кошмарные убийцы вызвали бы ужас у братьев Мертариона, однако тому доводилось видеть в юности куда худшие вещи. Чудовищные короли темных гор обладали бесконечной изобретательностью в анатомических мерзостях. Карай Бурку упал вперед, и на палубу пролилась зловонная черно-красная жижа. Тела апотекария больше не было. Оно превратилось в бульон из разлагающегося мяса и порченных жидкостей. Мертарион опустился на колени рядом с останками и провел пальцем по месиву. Он поднес грязь к лицу и принюхался. Биологическая трава убивала планеты. Однако для того, кто вырос в токсичном аду Барбаруса, она была немногим более чем раздражителем. Оба его отца потрудились, чтобы защитить его организм от любых инфекций, сколько бы сильны те не были. Вирус пожирателя жизни, произнес Мертарион. Это то, что меня убило, произнесло чудовище, по телу которого полз регенерирующий и разлагающийся покров кожи. Так что Барб воспользовался им, чтобы воссоздать меня. Мертарион наблюдал, как воскоподобная кожа наползает на череп, являя лицо, которое он в последний раз видел на пути к Эйзенштейну. Стоило ему возникнуть, как оно сразу же сгинуло, вновь в бесконечном цикле перерождения и смерти. Но даже без кожи Мертарион узнал лицо одного из своих сыновей. «Командующий», произнес Мертарион, «добро пожаловать обратно в легион». «Мы отправляемся на поле боя, мой повелитель». «Магистр войны призывает нас на моле», ответил Мертарион. «Мой повелитель», сказал Игнаций Грульгор, крутя конечностями, пришлась ему очень по вкусу. «Я в вашем распоряжении, дайте мне волю, я пожиратель жизней». «Всему свое время, сын мой», отозвался Мертарион. «Для начала тебе понадобится пристойный доспех, иначе ты убьешь всех на моем корабле». Локену было достаточно скверно, когда он не знал о существовании обитателей безымянной тюремной крепости. Но осознание того факта, что у него нет иного выбора, кроме как оставить Мерсаде в заключении, пронзало до костей. Дверь камеры закрылась, так, будто ему в живот входил нож, однако она была права. Вероятнее всего, на территории Солнечной системы, а возможно, что и на самой Терре находились агенты магистра войны, так, что не было никаких шансов на ее освобождение. Возможно, сопровождающие почувствовали, как в нем нарастает злоба, потому, запутывания маршрута. Как и подозревал Локен, конечный пункт назначения находился поблизости от места посадки Торнхельма. Обтекаемый корабль покоился в пусковой люльке, уже подготовленной и готовой к отправке. Брор Тюрфингер назвал его Драугрюкой, кораблем-призраком и был прав, однако не из-за маскировочных качеств. Он вез людей, которые с тем же успехом могли быть призраками, тех, кого никто не замечал, никогда бы не признали. Локен увидел Бану Рассуа в куполе пилота на стреловидной передней секции. Арис Войтек ходил вокруг машины вместе с Тюрфингером, пользуясь своими сервер руками, чтобы указывать на особо примечательные элементы конструкции корабля. Когда Локен подошел, Тюрфингер поднял глаза. Он наморщил лоб, словно учуяв мерзкий смрад приближающегося врага. Его взгляд прошелся по лицу Локена, и рука скользнула к кобуре. Хо! произнес Тюрфингер. Прямо человек, у которого ледоступ съехал с плиты. Нашел проблемы? Локен проигнорировал его и поднялся по задней рампе внутрь фюзеляжа. Центральный спальный отсек был заполнен только наполовину. Калеон Завин сидел за центральным столом вместе с Туболом Каином, превознося преимущество индивидуального боя над массовыми штурмами. В дальнем конце Варин и Нагай сравнивали шрамы на бугрящихся предплечьях. Арама Караян чистил разобранный остов своей винтовки. Тила Сорубио нигде не было видно, а из прохода с низким потолком, который вел в пилотский отсек, появился Круз. Ты вернулся, хорошо, заметил Завин, ухитрившись совершенно неверно истолковать настроение Локена. Может быть, мы и впрямь сможем убраться из этой системы. Круз, бросил Локен, потянувшись к поясу. Это тебе. Кисть Локена сделала резкое движение, и лакированная деревянная коробочка вылетела у него из руки, словно метательный клинок. Она стремительно полетела к Крузу, и хотя в полуха был уже не столь быстро, как когда-то, он поймал ее в пальцы от своей груди. Что? Начал было он, но Локен не дал ему закончить. Кулак Локена врезался в лицо Круза, словно своебойная машина. Почтенный воитель пошатнулся, однако не упал. Его тело было слишком закалено, чтобы его сразил один удар. Локен один за другим нанес еще три силы, от которой трещали кости. Круз согнулся пополам, инстинктивно наваливаясь на кулаки нападающего. Локен вогнал ему в живот колено, а затем крутанулся понизу, чтобы ударить локтем висок. Кожа лопнула, и Круз рухнул на колени. Локен пнул его в грудь. В полуха отлетел к шкафам, сталь смялась от столкновения. Погнутые дверцы распахнулись, и на пол посыпалось сложенное туда снаряжение, боевой клинок, кожаные ремни, два пистолета, точильные камни и множество рожков с боеприпасами. Странствующие рыцари рассыпались, когда среди них внезапно началось избиение, однако никто не двинулся, чтобы вмешаться. Локен в одно мгновение оказался над Крузом. Его кулаки молотили в полуха, словно стенобойные гири. Круз не отбивался, под ударами Локена ломались зубы, кровь брызгала на голый металл доспеха. Ярость Локена из-за заключения Мерсади окутывала все красной мглой. Ему хотелось убить Круза, как не хотелось убить еще никогда и никого. При каждом наносимом им звучном сокрушительном ударе он слышал, как его зовут по имени. Он снова был среди руин в окружении смерти и существ, которых было больше от трупов, чем от живых. Он чувствовал, как их лапы касаются доспеха, таща его вверх. Он отшвырнул их, чуя окутывающий всю планету смрад разлагающегося мяса и горячего железа стрелянных боеприпасов. Он вновь стал Цербером и находился в самом центре, поддавшись безумию на смертных полях Иствана. С шипением выдохнув, Локен занес боевой клинок. Лезвие блеснуло в приглушенном свете, зависнув в воздухе, словно палач, ждущий сигнала от своего господина. И какое-то мгновение перед глазами Локена был не Круз, а маленький Горок Симант, меланхоличный убийца Тарика Таргадона. Клинок рухнул вниз, метя в неприкрытое горло Круза. Он остановился в сантиметре от плоти, словно ударив в невидимую преграду. Локен закричал и надавил, вкладывая все остатки сил, но клинок отказывался сдвинуться с места. Рукоять замерла в руке, кожа пошла волдырями от лютого холода, а затем почернела от обморожения. С болью пришло просветление. Локен поднял взгляд и увидел Тилоса Рубио, который вытянул руку, окутанную маревом кому тот принадлежал. Локен не чувствовал руки, она совершенно онемела от ледяного касания психосилы Рубио. Он рывком поднялся на ноги и отшвырнул клинок. Тот раскололся на обледенелые обломки, разлетевшиеся по вогнутому фюзеляжу. Трон, Локен, что это было? Требовательно вопросил Нагай, протолкнувшись мимо и опустившись возле обмякшего тела Круза. Проклятие, ты чуть его не убил. Круза протестовал, но распухшие губы и сломанные зубы искажали слова до неразборчивости. На лицах окружающих воинов было ошеломленное выражение. Они глядели на Локена, будто на безумного берсерка. Локен направился к Крузу, но перед ним шагнул вперед Варен. Рядом стал Брор Тюрфингер. Старик повержен, произнес Тюрфингер. Перевяжи своего волка, сейчас же. Локен проигнорировал его, но Варен положил ему на грудь руку. Твердый, непоколебимый упор. Пожелая он пройти, пришлось бы драться и с бывшим пожирателем миров. Что бы это ни было, сказал Варен, сейчас не время. Варен говорил спокойно, и злость Локена слабела с каждым ударом сердца. Он кивнул и сделал шаг назад, разжав кулаки. От вида крови брата-легионера, капающий с потрескавшихся костяшек, пелена окончательно раступилась, и в его сознании вновь воцарился здравый смысл. «Я закончил», произнес он пятясь назад, пока не добрался до стены и не сполз на корточки. Нападение не слишком его вымотало, но грудь тяжело вздымалась от напряжения. «Хорошо, мне было бы неприятно тебя убивать», сказал Тюрфингер, садясь у стола. «И, кстати, ты должен мне нож». Я целыми неделями придавал ему правильный баланс. «Извини», произнес Локен, наблюдая, как Нагай трудится над изуродованным лицом Круза. «Ах, это всего лишь клинок», отозвался Тюрфингер, и это Тилос его поломал своим колдовством. «Я?» спросил Рубио. «Я удержал Локена от убийства». «А ты не мог вырвать клинок у него из руки?» поинтересовался Тубал Каин, изучая разбитые обломки ножа. «Я как-то видел, как Псайкер пятнадцатого легиона вырывал клинки из рук эльдарских мечников, так что мне известно, что это возможно. Или Библяриум Ультрамара был слабее, чем на Проспера?» Рубио оставил колкость Каина без внимания и направился в свой личный спальный отсек. Локен поднялся на ноги и пошел через палубу в направлении Круза. Варен и Тюрфингер двинулись было ему на перерез, но он покачал головой. «Я хочу только поговорить», произнес он. Варен кивнул и отступил в сторону, однако продолжал держаться напряженно. Локен взглянул сверху вниз на Круза, глаза которого практически скрылись под вздувшейся плотью. Борода свалялась от запекшейся крови. По всему лицу в полуха разлились лиловые кровоподтеки. На коже отпечатались удары перчаток Локена. Нога исчищал кровь, однако от этого нанесенные Локеном повреждения не выглядели менее серьезными. Услышав, как он приближается, Круз поднял голову. Казалось, его не пугает продолжение избиения. «Как долго ты знал, что она здесь?» спросил Локен. Его спокойный голос контрастировал с цветом постепенно светлеющей кожи. Круз потер щеку, где лопнула кожа и сплюнул комок кровавой слизи. Сперва Локен подумал, что он не собирается отвечать, однако слова прозвучали и в них не было враждебности. «Почти два года». «Два года», повторил Локен, и его руки вновь сжались в кулаки. «Давай», тихо произнес Круз, «выпусти это из себя, парень. Побей меня еще, если поможет». «Заткнись, я кто он», сказал Нагай. «И Локен, отойди, иначе я серьезно пересмотрю свою клятву Апотекария». «Ты бросил ее гнить здесь два года», «я кто он», произнес Локен, после того, как рискнул всем, чтобы спасти ее вместе с остальными. «И у Фрати и Кирилл». «Где они?» «Они тоже здесь». «Я не знаю, где они», ответил Круз. «С чего мне тебе верить?» «Потому что это правда, клянусь», сказал Круз, скривившись, когда Нагай воткнул ему в череп еще одну иглу. «Возможно, Натаниэль представляет, где они, но я нет». Локен прошелся по палубе, он был зол, растерян и уязвлен. «Почему ты мне не сказал?» спросил он. «И в это время на посадочной рампе возник силуэт огромной фигуры воина в золотой броне, потому что я приказал этого не делать», произнес Рогал Дорн. Для примарха имперских кулаков освободили место, хотя он и отказался садиться. Стулья подняли, обломки оставшиеся после недавней вспышки насилия убрали. Локен сел как можно дальше от ягтона Круза. Ему на шею давило ужасающее бремя стыда. Ярость, заставившая его наброситься на полуха, полностью рассеялась, хотя обман, случившийся между ними, все еще отдавался кислятиной в животе. Рогал Дорн прошелся вдоль стола, скрестив руки на груди. Его жесткое, словно гранит, лицо было сурово и отягощено долгом, как будто его до сих пор окружали дурные вести. Золотистый блеск брони потускнел, однако в этой тайной крепости ничто прекрасное не могло сиять. «Ты жестоко обошелся с ягтоном», произнес Дорн, и ровная интонация его голоса напомнила Локену, каким поразительно мягким тот когда-то был. Мягким, однако при этом с остальным стержнем. Сталь осталась и теперь, но полностью лишилась мягкости. «Не более, чем он заслужил», отозвался Локен. «Он вел себя грубо, однако даже генетически улучшенной печени нужно время, чтобы очистить черную желчь». «Ты знаешь, что это не так», сказал Дорн. А Арис Войтек тем временем поставил посреди стола обрезанную топливную канистру. «Ягтон повиновался приказу лорда-защитника Теры, ты бы поступил так же». Последняя фраза была в равной мере утверждением и вызовом, и Локен медленно кивнул. В месяцы, последовавшие за возвращением Локена с Иствана, он увидел глубину неудовольствия Рогала Дорна, когда его лишили всего, выискивая следы предательства. Возможно, его спасло от клинка палача лишь то, что за его верность поручились Малкадор и Гарра. «Я помню, как впервые встретил тебя на борту Мстительного Духа, Гарвиль Локен», произнес Дорн. «Вы с Тариком едва не подрались с Эфридом и моим первым капитаном». Локен кивнул. Ему не хотелось углубляться в воспоминания, даже со столь богоподобным созданием, как примар. Он услышал паузу в том месте, где ожидал услышать имя Сигизмунда и задумался, что это означает, если вообще означает. Арис Войток заполнил молчание, растаяв по столу жестяные кружки своими серворуками и налив каждую из них порцию прозрачной жидкости. «Что ты мне даешь, Арис?» спросил Дорн, когда Войток вручил ему первую наполненную кружку. «Это называется Дзира, мой повелитель», пояснил Войток. «То, что пьют в кланах Медузы, когда нужно установить связь между братьями, и она просто оказалась у тебя на борту?» «Не совсем», ответил Войток. «Однако, на Тарнхельме достаточно жидкостей на спиртовой основе, чтобы обладающий практическими познаниями в алхимических процессах смог приготовить подходящий суррогат». «Обычно вождь клана проносит чашу прияла среди воюющих сыновей, однако я полагаю, что исключительно в этот раз мы можем нарушить протокол». «Исключительно в этот раз», согласился Дорн и выпил. Примарх едва заметно приподнял бровь, что должно было указать Локену, чего ожидать. Он последовал примеру лорда Дорна и глотнул напитка Войтека. Тот обладал химическим и грубым жаром, будто охладитель, слитый из ядра плазменного реактора. Тело Локена было в состоянии переработать практически любой токсин и вывести его в виде безвредного продукта жизнедеятельности. Но он усомнился, что император учитывал Дзиру, когда задумывал физиологию легиона Састартес. Все остальные у стола, включая Круза, выпили из своих кружек. Все, кроме Брора Тюрфингра и Алтона Нагая, повели себя так, будто Войтек пытался их отравить. Однако сдержали свою реакцию, ограничившись кашлем и бессвязными возгласами. Дорн обвел взглядом воинов за столом. Мне мало что известно касательно обычаев Медузы. Однако, если питье этой Дзиры служило кланам хорошую службу, то пусть ее предназначение отзовется эхом и здесь. Дорн склонился над столом, опершись на его поверхность обеими ладонями. Ваше задание слишком важно, чтобы провалить его из-за внутреннего разлада. Каждый из вас находится здесь потому, что обладает сильными сторонами и добродетелями, которые и откололи вас от родительских легионов. Малкадор доверяет вам, хотя некоторым еще и предстоит заслужить тоже от меня. Я сужу о характере воина по делам, а не по вере, внутреннему чутью или нашептыванием предсказателей. Пусть это поручение станет тем, что принесет вам благо моего доверия. Найдите то, что нужно волчьему королю и заслужите долю этого доверия и для Сигелита. Почему вы с Крузом были здесь, мой повелитель? Без стеснения спросил Мейсер Варен. Локен заметил, как Рогал Дорн и Ягтон Круз обменялись заговорщическими взглядами. Полуха опустил глаза, а Рогал Дорн тяжело вздохнул. Отчего Варен пожалел, что вообще задал вопрос? Чтобы убить человека, которого я некогда высоко ценил, произнес Дорн, как всегда не желая увиливать от правды. Хорошего человека, которого Гор послал на смерть, дабы подорвать нашу решимость и рассеять тот раствор, который удерживает Империум Целостным. Локен глотнул еще Дзиры, и стыд, приковывающий его к месту, отступил в достаточной мере, чтобы он задал вопрос. Мой повелитель, известно ли вам, где находятся и у Фратиа Киллер, и Кирилл Зиндерман? Дорн покачал головой. Нет, Локен, неизвестно, за исключением того, что они не на Терри. Я также не осведомлен об их местонахождении, как и Круст. Однако, если бы мне пришлось строить догадки, а я ненавижу строить догадки, то я бы сказал, что сейчас они где-нибудь на Родинии. Они перебираются с платы на плату. Их укрывают последователей и поддерживают обманутые глупцы. Сообщалось, что ее видели на Антилии, затем на Вальбаре, и даже около сферы на Лемурии. Я слышу доклады, что она проповедует по всему Орбитальному кольцу, однако подозреваю, что большая их часть распространяется ложно, чтобы сбить охотников со следа. «Одна женщина наверняка не стоит таких усилий», сказал Каин. «Госпожа Киилер больше, чем просто одна женщина», ответил Дорн. «Та чушь о святости, которая распространилась вокруг нее, более опасна, чем тебе известно. Ее слова наполняют податливые сердца ложной верой и ожиданием чудесного вмешательства. Она наделяет императора божественными силами. А если он бог, какая ему нужна защита от его людей? Нет, Лектицио Дивинитатус это просто один из видов искусственного безумия, с которым император стремился покончить при помощи единения. «Возможно, ее слова дают людям надежду», произнес Локен. «Надежду на обман», отозвался Дорн, скрестив руки и отступив от стола. Недолгое время, которое он провел с ними истекло, примарх направился к посадочной рампе, однако перед тем, как отправиться к Терри, обернулся и произнес последнюю фразу. «У меня есть лишь империческая ясность имперской истины». Локен хорошо знал эти слова. Когда-то он произносил их в водяном саду на 63-19, а после этого множество раз в подземельях Терры. То, что Рогал Дорн повторил их здесь, не могло быть совпадением. Память о них напоминала о расколотом братстве, нарушенных клятвах и хладнокровно убитых братьях. «Как и у меня», произнес Локен, но Рогала Дорна уже не было. 9. Вспомнить Луну Добрая охота Провокатор Фронтальную дугу высокого сводчатого стратегиума Мстительного Духа образовывал вмурованный громадный купол из стекла, сквозь которое можно было разглядеть чернильную тьму внутренней планетарной сферы Молеха. Немногочисленные видимые источники света представляли собой нестойкие отражения от бронированных корпусов звездолетов всех видов и размеров. Мстительный Дух сопровождала завоевательская армада, которая окружила флагман Луперкаля, словно крадущаяся охотничья стая и затягивала петлю вокруг Молеха. Утопленные световые сферы заливали зал под куполом сиянием, которого тот не знал со времен войны против аурейской технократии. В центре стратегиума было установлено громадное возвышение и зауслито высотой в метр и диаметром в десять. Когда-то оно было частью двора Луперкаля, стол для собраний, трибуна для обращений и не столь давно жертвенный алтарь. Оксиманду казалось, что тот этап прошлого легиона был лишь первым шагом его продолжающейся трансформации, очередным изменением, которое он принял столь же твердо, как собственный осенний аспект. Последняя пролившаяся на эту поверхность кровь принадлежала предполагаемому союзнику, архипланировщику и манипулятору, чьи амбиции, в конце концов, вышли за пределы возможностей. Змея Эрик, восхвалявший себя, самозванный пророк восстания, хнычущий, лишенный кожи и власти. Подлый заговорщик сбежал с мстительного духа в неизвестном направлении, а Ксимант не жалел о его уходе. Оставленные трофеи и декорации, сопровождавшие его учения, тоже исчезли. Их сорвало в пустоту при столкновении с пылающим ударным кораблем убийцы из клады. Адепты механикума в темных одеяниях и бормочущие, окутанные тенями талаксы, вернули стратегиуму его былое величие. Там, где прежде имперские орлы взирали сверху вниз на собравшихся воинов, теперь наблюдало за происходящим око гора. Смысл был очевиден. Мстительный дух вновь стал кораблем магистра войны, а тот его командующим. Это было новое начало обновленный крестовый поход под стать тому, что увел их к самым пределам космоса по кровавому пути из приведенных к согласию миров. Луперкаль уже покорял эти планеты и собирался покорить их снова, творя империум новус из пепла прежнего. Марниваль стоял вместе со своим повелителем на услитовом возвышении. Искусно встроенные верхние грани линзы проецировали трехмерную карту пространства ближней системы Молеха. Малагарст постучал по поверхности инфопланшета и обновившиеся символы моргнув ожили. Больше кораблей, больше защитных мониторов, больше минных полей, больше пустотных ловушек, больше нейронных петель, больше орбитальных оборонительных платформ. Суматошно, заметил Аксиман. Много кораблей, с удовольствием согласился Абаддон. Ты уже думаешь, как подобраться достаточно близко для штурма, не так ли, поинтересовался Аксиман. Я уже знаю, как, произнес первый капитан. Сперва мы... Гор поднял руку в перчатке, упреждая стратегему первого капитана. Подожди, Эзекиль, произнес он. Вы с Аксимандом опытны в этом, и пробивание бреши вряд ли станет испытанием ваших сил. Давайте оценим нрав свежей крови, которую вы добавили в состав. Нактуаз кибры посреди освещенного дисплея. Вам знаком жар мечей болтеров, но покажите мне, как бы вы раскололи кольцо молеха. Как и ожидал Аксиманд, первым заговорил кибры. Он поднялся к проекции и взмахнул рукой, обводя орбитальные орудия платформы с их блоками торпед и макропушек. Удар копьем сквозь их флот в самое сердце пушек, пояснил кибры. Подавляющий быстрый и жесткий натиск в центре. Фланговые волны сгоняют их корабли на лезвие нашего копья. Аксиманд с удовольствием увидел, как Граэль Нактуа покачал головой. Ты против? спросил Малагарст, также заметивший это движение. В принципе нет, сказал Нактуа. Гор рассмеялся. Способ политика сказать да. Неудивительно, что он тебе так нравится, мал. План разумен, произнес Абаддон. Я бы поступил так же. И почему это меня не удивляет, ухмыльнулся Аксиманд. Ну так пусть мой маленький сержант расскажет нам, что бы он сделал, проворчал Абаддон, утратив внешнюю благовоспитанность. Лицо Нактуа превратилось в холодную маску. Эзетиль, мне известно, что я новичок в Марневале, но если ты назовешь меня так еще раз, у нас возникнет проблема. Абаддон пробуравил Нактуа взглядом, однако первый капитан сознавал, что перешел границы. Имея на своей стороне магистра войны, Абаддон мог позволить себе любезность, не потеряв при этом лица. Мои извинения, брат, произнес он, я слишком долго пробыл в обществе юстерианцев, чтобы помнить о манерах. Продолжай, как бы ты улучшил гамбит вдоводела. Нактуа наклонил голову, он был удивлен, что добился своего. Однако ему хватило здравого смысла, чтобы понять, что он проверил на прочность пределы своего положения. стал таким сложным, что воину приходится следить за своими словами при браке. Ответ пришел с готовностью. С тех пор, как двое, чьи имена никогда нельзя было произносить, нарушили равновесие, которое было столь естественным, что никто из них даже не сознавал его существование. Нактуа взял у малогарста инфопланшет и изучил дисплей. Его взгляд метался между содержимым и голограммой. Оксиманду нравилась его дотошность, она была под стать его собственной. И так сказал Гор. Лев Гошин утверждает, что у тебя дерзкий голос, Граэль. Воспользуйся им, просвети нас. Луна, произнес Нактуа с ухмылкой дикого волка. Я бы вспомнил луну. Просвещение Молеха было быстрым кораблем, быстрейшим во флоте, как любил хвастать его командир. Капитан Аргуан пользовался малейшим поводом, чтобы превозносить достоинства своего корабля. эсминца типа Кобра с двигателями, которые лишь 30 лет назад прошли капитальный ремонт, а также с хорошо обученным и мотивированным экипажем. Что более важно, просвещение Молеха успело попробовать крови, чего нельзя было сказать о большинстве звездолетов боевого флота Молеха. Капитан Аргуан сражался с налетчиками-ксеносами и предприимчивыми пиратами-катерами, которые годами орудовали из-за стероидного пояса в центре системы. В нем в правильной мере сочетались агрессивность и профессионализм. И что самое лучшее ему везло. «Как они смотрятся, мистер Кайру?» спросил Аргуан, откинувшись на своем капитанском троне и отстукивая на встроенном инфопланшете обновленные командные замечания. Позади него младший рядовой состав выдирал из лязгающих самописцев свитки с приказами и бежал их исполнять. Никаких изменений поведения, скорости или строя капитан. Отозвался лейтенант Кайру со своего места над бригадами боевых ауспиков. Крупные силы в авангарде, по меньшей мере семь кораблей. Остальная часть флота следует позади постепенно расширяющимся фронтом. За ними прячутся грузовые транспорты и челноки с титанами. Похоже на развертывание окружения планеты. Аргуан издал ворчание и поднял взгляд на обзорную панель. Сплющенный, окантованный сталью эллипс, информацию, многоуровневые ряды встроенных сервиторов. Стало быть, стандартная тактика легионов, произнес он практически с разочарованием. Я ожидал от магистра войны большего. Обзорную панель заполнила вращающая сфера пространства артаки, освещенная опознавательными значками и проматывающимися потоками данных. Некоторым капитанам нравилось видеть открытый космос, но Аргуану подобное всегда представлялось совершенно бессмысленным. Учитывая дистанции в пустотной войне самое большее, что мог увидеть капитан при везении. Мерцающие точки света, которые исчезали почти сразу же после появления. Он увеличил проекцию поля боя. Руны-сигнификаторы определяли большинство кораблей приближающегося флота. Гвардия смерти и сыны гора. Ни тот, ни другой легион не отличались изяществом. Оба были знамениты свирепостью. Именно на последнем качестве и строилась провоцирующая стратегия адмирала Бриттона. Просвещение возглавляло быстроходную флотилию из шести скоростных ударных кораблей. Их задачей было заманить предателей под зубы орбитальных платформ. «Вот ты где!» произнес Аргуан, выделяя алый символ, отображающий мстительный дух, и почувствовал, как по его аугметическому позвоночнику прошла дрожь предвкушения. Просвещение и сопровождающие его корабли находились далеко за пределами досягаемости орбитальных пушек. Они были без прикрытия, однако Аргуана это не тревожило. Он слышал, как Тиана Курион говорила, что легионы в бою подобны богам войны, но это был типичный армейский бред. В пустоте воинская доблесть ничего не стоила. Выстрел Лэнса или взрыв торпеды с равной легкостью убивал легионера и палубного чернорабочего. А любой капитан, которому хватило бы безалаберности подпустить корабль космического десанта достаточно близко для начала абордажа, заслужил бы все, что получил. Время огневого контакта. Восемь минут. Восемь минут. Принято, произнес Аргуан, открывая канал в окс-связи с остальной частью провоцирующей группы. Всем капитанам мой поклон, сказал он. Начинайте процедуры запуска носовых торпед. Полный охват и доброй охоты. Торпеды в пустоте, произнес Малагарст, наблюдая, как по дисплею плинтов поползли голографические залпы. Время до столкновения, спросил Горд. Сэр, вам действительно нужно, чтобы я вам это сообщал. Нет, но все равно, сделай это, отозвался Горд. Они играют свою роль, давай позволим им думать, что и мы играем нашу. Малагарст кивнул и прикинул время полета вражеских торпед. По-моему, девяносто семь минут. На самом деле, девяносто пять, произнес Горд, складывая пальцы пирамидой и наблюдая за неотвратимо разворачивающейся перед ним битвой. Девяносто пять, да, сказал Малагарст, когда боевые кагитаторы подтвердили расчет магистра войны. Простите меня, сэр, мне долго не приходилось исполнять обязанности на палубе. Я не питаю никакого энтузиазма к этому делу. Горд отмахнулся от извинений Малагарста и согласно кивнул. Да, я всегда ненавидел войну в пустоте сильнее, чем все прочие виды боя. И тем не менее, как и во всех видах войны, вы в ней преуспели. Командующему не следует слишком отстраняться от накатывающихся метаморфоз битвы, произнес Горд. Как будто Малагарст ничего не говорил. Я, существо, сотворенное для войны примитивных масштабов, где разменной монетой смерти выступают силы, масса и храбрость. Порой я почти что поэтому скучаю, отозвался Малагарст. Простота открытого поля боя, заряженного болтера в руке и врага передо мной, которого нужно убить. Все уже давно не так просто, Мал. Если вообще было, в этом есть истина, согласился Горд. В этом и впрямь есть истина. Еще одна истина касательно пустотной войны заключалась в том, что пока боевые корабли не сходились в смертельные схватки, можно было только ждать. Скорость сближения противостоящих авангардов была огромна, но столь же огромны были и расстояния между ними. Однако, когда смерть начиналась, она начиналась быстро. Обе авангардные флотилии извергли артиллерийские залпы. Каждая из торпед имела длину 50 метров и представляла собой всего лишь громадную ракету с необыкновенно смертоносной боеголовкой. Когда множество торпед рванулись из пусковых труб, носовые батареи ударили шквалом бронебойных снарядов. Все залпы были беззвучны в пустоте, однако по каждой из орудийных палуб разносилось страшное эхо, похожее на бой барабанов титанических надсмотрщиков за рабами, которая оглушала всех, кто еще не утратил чувствительность к бесконечному грохоту. Между флотами перекрещивались мерцающие плазменные трассы, которые затем расходились в поисках цели. Первая кровь осталась за просвещением. Движущаяся по спирали торпеда, выпущенная из труб правого борта мастером-артиллеристом Гуннером Вордхеном и его заряжающей командой из 70 человек пробила бронированную обшивку фрегата сынов гора Ракша. Столкновение инициировало второй двигатель внутри торпеды, который швырнул главную боевую часть глубже в чрево цели. Словно убийца с арены, клинок которого нашел трещину в доспехе противника, торпеда прорвалась сквозь десятки переборок, а затем основная боеголовка взорвалась в самом сердце звездолета. Киль Ракши переломился пополам и больше четверти семисотенного экипажа испепелила буря атомного пламени. Листы бронированной обшивки разлетелись, словно колышущиеся паруса в шторм. Сжатый кислород мгновенно выгорел по мере того, как отсек за отсеком оказывались открыты пустоте. Обломки оставшиеся после гибели фрегата продолжали двигаться вперед расширяющимся конусом разваливающегося железа, словно залп дроби из картечницы стрелка. Следующие попадания достались имперскому эсминцу непреклонная решимость. Торпеда в заднюю часть и заряд лэнса, срезавший командную башенку. Корабль нарушил строй, описывая дугу, разворачиваясь вокруг вертикальной оси и извергая кометный хвост обломков и сброшенных плазменных паров. Не имея капитана и командной палубы, которые могли бы скорректировать курс, корабль удалялся от авангарда, пока бушующий внутри корпуса огонь наконец не добрался до нижних складов и не разорвал его сферой бурлящего пламени. В быстрой последовательности было подбито еще три корабля право Дивайнов, возвышение Ахтоний и Жнец Барбаруса. Пара кумулятивных зарядов пробила носовую броню имперского корабля, и струя перегретой плазмы с ревом прошла по всей его длине. Выпотрошенная жгучим огнем право Дивайнов взорвалось несколько секунд спустя, когда воспламенились его арсеналы. От эсминца гвардии смерти остался только радиационный остров и критическое излучение реактора, которое светилось на предупреждающих ауспиках имперцев, будто маяк. Фрегат Сеновгора просто исчез, потеряв ход, когда его системы питания и жизнеобеспечения отказали, первый же миг столкновения. Оба авангарда были побиты, однако кораблям изменников пришлось хуже. В авангарде магистра войны осталось четыре пригодных к бою звездолета, хотя все они получили попадание при первых выстрелах стычки. Их капитаны жаждали крови и подстегивали свои двигатели, стремясь вгрызться во врага на близкой дистанции. Позади флотилии гвардии смерти и сынов гора последовали их примеру. Они собирались вступить в бой и отомстить за мертвых. Имперским кораблям предстояло узнать, что значит противостоять магистру войны. Однако боевой флот Молеха не намеревался сходиться в лоб в лоб с гораздо более крупной армадой. Как только артиллерия ударила по авангарду изменников, капитан Аргуан отдал провоцирующему флоту приказ разворачиваться. Его оставшиеся корабли помчались обратно к Молеху под прикрытие его орбитальных орудийных платформ. Флот магистра войны, которому пустили кровь, устремился в погоню. Он говорит вспомнить Луну, проворчал Абаддон. Можно подумать, кто-то из хтанийцев вообще участвовал в том бою. Первый капитан не мог издать ни звука в ледяном вакууме могильного корабля. Его голос звучал в воксе шлема Калуса Экаддона. Тот не ответил. Действовали строгие протоколы в вокс-молчании. Но когда нечто столь банальное, как прямое распоряжение магистра войны тревожило Эзекиля Абаддона. «Вспомнить Луну», повторил Абаддон. «Мы 200 лет пытались забыть Луну». На флагманском мостике стража Аквиноса лорд-адмирал Бритон Семпер со сдержанным удовольствием наблюдал за сражением, которое разворачивалось на центральном Галалите. Он прохаживался, заложив руки за спину. За ним на шипящих поршневых ногах следовала когорта из девяти талаксов. От низкого гудения их молниевых пушек у него на загрибке топорщились волосы. По крайней мере, он говорил себе, что дело в их странном оружии. Семперу не нравились безликие кибернеты, и его всегда нервировало знание о том, что внутри бронированного саркофага есть какие-то останки живого существа. И все же, они хотя бы не разговаривали, если он к ним не обращался, в отличие от Проксима Тархона из прикрепленного кораблю контингента ультрадесантников, который без спроса предлагал тактические советы, как будто это он провел на борту боевого корабля большую часть своей жизни. Во имя Трона Тархон был всего лишь Центурионом, но все равно вел себя так, словно Страша Квиноса был его личным кораблем в Легионе. Для механик у моей флота флагман Семпера был гранд-крейсером типа Мститель, что отчасти предавало величие кораблю, но совершенно не передавало его свирепость. Британ Семпер входил в экипаж Стража с момента своего поступления на службу на Кипра-Мунди и точно знал, насколько это беспощадная боевая машина. Его стиль атаки не был утонченным, он не имел ничего общего с изяществом и был таким кровавым, как это бывает у двух голодных крыс, запертых в ящике. Страж Аквиноса был артиллерийским кораблем, кувалдой, которая дожидается, пока вражеский строй растянется, а затем врывается в просвет и дает дьявольские бортовые залпы со множества орудийных палуб. И впрямь добрая охота Аргуан, прошептал Семпер, когда израненные корабли провоцирующего флота с трудом вошли в радиус действия орбитальных боевых платформ. Разбил этим верломным ублюдкам нос и еще добавил «Клянусь Марсом и всеми его красными клинками», добавил «Это было преувеличением ущерба, который нанес провоцирующий флот». Однако щедрая оценка должна была разогреть кровь экипажа. При упоминании красной планеты талаксы вытянулись. Он не был уверен из гордости ли или же по причине заложенного рефлекса. Сколь бы впечатляющим не была атака Аргуана, она служила лишь прелюдией к настоящему сражению. Семпер окинул диспозицию своего флота критическим взглядом и остался удовлетворен. 42 имперских корабля были распределены по трем атакующим формациям. Мощный центр из фрегатов и эсминцев и быстрые крейсеры на флангах. Перед флагманом двигались два Готика «Наставление огнем» и «Слава Солара». Оба сражались при отвоевании родной системы и, как и страж Аквиноса, являлись сокрушителями строя, вооруженными бортовыми лэнсами, которые наверняка должны были учинить ужасное разрушение среди кораблей изменников. В левой боевой группировке находился бронированный кулак Семпера. Адранус принадлежал к типу доминатор, и его новопушке предстояло создать разрыв, который расширят Семпер и Готики. Объединенные флотилией сынов Гора и Гвардии Смерти яростно преследовали корабли, причинившие им вред. Молех, однако оставили в центре массу для нападения на орбитальную оборону и боевой флот Молеха. Семпер увидел построение для планетарного штурма из учебника, которое любой кадет-первокурсник узнал бы по трудам Риютера, Дуилия или же И.Суншина. Должно быть они о нас невысокого мнения, раз наступают так примитивно, произнес Семпер достаточно громко, чтобы его услышал палубный экипаж. Вот вам и опасения капитана Саликара, что нас превзойдут в бою. И все же, несмотря на показную похвальбу, Семпер не питал иллюзий касательно крайней опасности надвигающегося на молях врага. Он изучал тактику магистра войны в ходе Великого Крестового Похода. Тот атаковал жестко, без пощады, и враги практически никогда не замечали приближения гибели. Это же наступление казалось почти что комичным в своей простоте и прямоте, чего же он не видел. Флотилии магистра войны окажутся в радиусе досягаемости орбитальных станций у него за спиной менее чем через три минуты. На Галалите мерцали подтвержденные огневые расчеты, полученные от старших артиллеристов. Он уже авторизовал капитанские полномочия для всех командующих платформ. Те знали свое дело и не нуждались в его указаниях, чтобы расправиться с предателями. И все же назойливое сомнение, заползшее в мысли при виде столь примитивного штурмового построения никак не отпускало. Что же я упускаю? У магистра платформы Панрика на борту орбитальной станции Warzone было изобилие оружие. Торпедные блоки, ракетные шахты, защитное орудие ближнего радиуса, ионные щиты, электромагнитные толкатели, а также многие батареи макропушек. Всем им не терпелось вступить в бой. Системы вооружения полностью готовы, доложил палубный офицер. Перенос командных полномочий на старт. Панрик кивнул. Они вышли на полную готовность слегка медленнее, чем ему бы хотелось, и все же в пределах допустимых погрешностей, так что не было никакого смысла устраивать сцену прямо сейчас. Старт, произнес Панрик, вставляя серебряное командное кольцо на своем правом указательном пальце в прорезь на троне. Он повернулся и беззвучно выговорил коды доступа. Зажимы зафиксировали его шею, и жужжащий вращающийся соединительный штекер вошел в разъем блока мыслеуправления, просверленный в позвоночнике. Его захлестнуло информацией. Теперь он имел доступ к каждому наблюдательному прибору и ауспику на огромном полумесяце платформы. Его природное зрение угасло, ему на смену пришел сенсориум с комплексов векторов подхода, скоростей сближения, углов отражения и расчетов цели наведения. Панрик в буквальном смысле стал орбитальной платформой Warzone. Сквозь него лилось мощное ощущение могущества. Он вздрагивал отжения при соединении и наплыва входящей информации. Однако это прошло, когда таламус и затылочную долю затопили улучшающие мышления стимуляторы. На затылке Панрика открылись импровизированные вентиляционные отверстия, которые позволяли сбрасывать жар, порожденный разогнанным мозгом. «Есть командные полномочия», отозвался Панрик, переключаясь между локальным ауспиком и данными, поступающими с локаторов атаки Стража Аквиноса. Вражеский флот приближался быстро и упорно, намереваясь накатиться прямо на орбитальную оборону и пробиться сквозь нее, не успев получить слишком большой урон. «Дерзкая стратегия, но рискованная». «Слишком рискованная», подумал Панрик, бросив взгляд вниз наколеблющуюся линию орбитальных станций и дым куминных полей, растянувшихся между ними мерцающими самоцветами. Панрик потянул шею и согнул пальцы. В ответ системы вооружения пришли в боевое положение. «Ну, подходите», обратился он к приближающимся флотам. «Дай им свой лучший выстрел». 0012 Оксимант наблюдал, как над ним вращается пестрый серо-зеленый шар Молеха. Близко, так близко. Кинетические крепления покрылись узорами льда, а на броне товарищей воинов появилась паутина изморзи. Последние 16 часов он следил за тем, как таймер в углу визора ведет обратный отсчет. 0009 Бездействие ему не подходило. Оно не подходило никому из них, однако он хотя бы научился с ним мириться. Эзекель с Фальком были рущущими гонщими, получавшими наслаждение от быстрого убийства. Терпеливая охота была не для них, Оксимант же, напротив, был тетевой, которая не теряет силы при натяжении. И все же, для него это долгое неподвижное бдение стало испытанием. 0005 Как он подозревал, Нактуа мог пересидеть их всех. Оксимант едва не улыбнулся, задумавшись, сколько времени прошло перед тем, как Эзекель нарушил протокол в ВОКС-молчание. Немного. Тот был слишком горд, чтобы не позволить собственному рту выйти из-под контроля. Оксимант вспомнил истории о падении Луны. 0002 Он вспомнил хемерических чудовищ культа вселенной, сплетенное генетическим путем биологическое оружие, нечленораздельно бормочущие безумные машины для убийства, состоящие из плоти и кислоты. Вспомнил рассказы о резне, не сдержанные, дикие и свирепые. Им еще предстояло быть закаленными дисциплиной Луперкаля. Но самым знаменитым стал их крик о капитуляции. Отзови своих волков, «00000 Копье!» произнес Оксимант. «Запуск!» «Контакты!» закричал палубный офицер. Пандрих заметил их еще долю секунды назад, но сбросил со счетов из-за расположения позади и ниже варзон. Они были едва заметны, всего лишь мерцания, они не могли быть врагом. Однако с каждым мгновением они становились отчетливее. Неисправные мины, предположил магистр Ауспека, или гиперускоренные обломки, попавшие под вспышку наблюдательного сканера. Пандрих не нуждался в улучшающих мышления о наркотиках, чтобы расслышать в голосе человека отчаянную надежду. Ему было прекрасно известно, что это за сигналы. Чего он не знал, так это как, черт побери, они там оказались. «Могильные корабли!» «Трон!» «Это могильные корабли!» произнес магистр Ауспека. Я слышал об этой тактике, но считал, что это просто миф. «Яйца адского клинка!» «Что такое могильные корабли?» «Могильные корабли!» повторил магистр Ауспека. «Корабли, которые запускаются в пустоту, а затем полностью отключаются, сбрасывают атмосферу и летят к цели. Они не излучают никакой энергии, поэтому их практически невозможно засечь, пока они не запустят реакторы. И еще почти невозможно уклониться». «Явно недостаточно невозможно», меняло приоритеты ведения огня. «Переназначить батареи от Теты до Лямбды на эшелонированный обстрел нижней орбиты? Только атмосферные взрывы. Не хочу, чтобы наши снаряды падали на поверхность. Нижним торпедным ячейкам пересчитать огневые расчеты. И кто-нибудь, соедините меня с лордом адмиралом». Два корабля возникли прямо над ним. Еще дюжина вырвалась из-за сети орбитальных реакторы быстро набирали обороты до готовности. Ауспик целенаведения прочесывал платформу в поисках уязвимых мест. Пандрик почувствовал через связь по блоку мыслеуправления с наружными системами Warzone дрожь от попаданий по корпусу, выпущенных в упор торпед. Он скривился от симпатической боли. Бронебойные, неразрывные боеголовки. Сенсориум заполнили предупреждение о пробоинах в корпусе и отказе систем. Возникшие корабли хлистали по ним ужасающе точным огнем. Системы обороны Warzone взрывались одна за другой. Они собираются взять нас на абордаж, произнес Пандрик, пораженный тошнотворным ужасом. Именно для такого боя он и был рожден. Низко пригнув голову за щитом прорывника, двигаясь вперед, улучшенное лезвие скорбящего с легкостью рассекает мясо, кости и броню. Абордажная торпеда дымилась и завывала в расколотом подбрюшье орбитальной платформы. С перегретого корпуса стекал тающий лед, а изнутри хлынули прорывники сынов гора. Посланная для их перехвата группа быстрого реагирования была мертва. Смертные в экзоброне, хорошо обученные и защищенные, теперь всего лишь три буха и мяса, разбросанные словно отходы бойни. Йет Дурса, второй капитан пятой роты, а также пять воинов в сильно укрепленных доспехах и со щитами образовали клин, на острие которого находился он. На визоре возникли тактические экраны, схемы, задачи, прицельные рамки, еще один таймер, этот был даже важнее предыдущего. Вспомнить луну, сказал Граэль Нактуа. Аксиман запрокинул голову и завыл и позволил грубой жестокости поглотить его. Первым предостережением стал проблеск блуждающего огня. Между двумя основными опорами командного центра орбитальной платформы Warzone проскочила трескучая дуга синей телепортационной вспышки. В ушах затрещало, а спустя несколько секунд жестокий удар вытесненного воздуха разбил все инфопланшеты в радиусе 20 метров от точки переноса. Эзекель Абаддон Калус Экаддон и шестеро Юстерианцев стояли кругом лицом наружу. С их глянцевой черной брони струилась прозрачная дымка от телепортационной вспышки. В середине кольца терминаторов стоял укутанный капюшоном жрец механикума сгорбленное существо с множеством конечностей светящимися линзами глаз и шипящей пневматикой. Младшие офицеры едва ли успели заметить огромных убийц до того как их скосила опустошительная буря огня из комби болтеров. Убить всех распорядился Абаддон. Юстерианцы разошлись извергая выстрелы которые казались беспорядочными однако на самом деле обладали сверхъестественной точностью. Приказы магистра войны были недвусмысленны защитные платформы надлежало захватить целыми. За считанные мгновения это было исполнено. Абаддон подошел к трону в сердце командного центра. Там сидело хнычащее ничтожество которое обгадилось и рыдало. Его глаза были крепко зажмурены как будто это могло его спасти. Абаддон сломал ему шею и сорвал обмякший мешок с костями с трона не удосужившись расстегнуть шейный зажим. Голова магистра платформы оторвалась и запрыгала по палубе пока не остановилась у панели вооружения. Ты рявкнул Абаддон делая жрецу механикума знак выйти вперед. Сажай свой зад и заставь эту штуку стрелять. Сражение в Мавзолитике было кровавым однако Граэль Нактуа знал что его исход был предрешен заранее. Бой в сердце Варк Рикся являлся точно таким же. Ее защитники были хорошо обучены и вооружены а также дисциплинированы. Однако им еще не приходилось сражаться против транслюдей. Заколдованные существовали всегда. Отделение ни разу не исключили из боевого порядка 25-й роты. Смерть время от времени меняла его структуру однако линию преемственности можно было проследить от нынешнего состава до самого основания. Нактуа пробивался по оси правого борта слегка загнутому переходу который шел от одного зубца полумесяца станции к другому. От основной оси словно ребра наискось ответвлялись проходы и именно из этих наклонных коридоров их и пытались сдержать смертной в экзоброне. Не действовало прорывники надвигались быстро и упорно бегом в низком приседе. Щиты подняты головы опущены болтеры зафиксированы в пазах верхних кромок. Ревущие потоки миниатюрных ракет молотили по основной оси убивая все что осмеливалось показаться. По наступающим легионерам били автоматические станки но их быстро брали в вилку и рвали в клочья огнем болтеров. Из гнез на потолке и скрытых контейнеров в стенах раскрывались стационарные огневые точки. Гранатометы выбрасывали фраг и крак бомбы. Боевая броня выдерживала большую часть из этого. Воины легиона топали вперед сквозь едкое пекло из кровавого пара и желтого дыма. Нактуа двигался за стеной щитов, плотно прижав к плечу болтеры. Впереди в узком участке коридора выдвинулась баррикада из твердой пластали и искажающие свет рефракторы. В мареве двигались громадные фигуры. По щитам за скрежетом ударил шквал огня автопушки. Керамиты стали раскалились. Начало стрелять и другое оружие. Громче, жестче и с более сильным, более смертоносным звуком выстрела. Легионер зарычал от боли, когда заряд нашел разрыв между щитами и разнес ему коленную чашечку. Масса реактивная. Снаряд срикошетил от усиленной кости и пошел вниз по голени воина. Он разорвался в лодыжке, уничтожив ступню. Волоча за собой изодранные остатки на жгуте изувеченных сухожилий, словно гротескное подобие тюремной цепи с шаром, воин не отставал от товарищей щитоносцев. Через верхние кромки щитов Ноктуа видел тени защитников. Это было все равно, что смотреть сквозь пластину вымазанного жиром стекла. Они были крупными, даже крупнее самых больших экзокостюмов смертных. И Ноктуа пребывал в замешательстве, пока случайный проблеск света сквозь рефракторы не одарил его мимолетным видением кобальтово-синий и золотой брони, выполненная из перламутра ультима. «Противник из легиона!» закричал он. «Ультрадесант!» Еще один залп жестоких раскатистых выстрелов. Двое противников упали. Затылок шлема одного превратился в дымящуюся раскуроченную воронку. Голова второго болталась за спиной. Горло разорвало до позвоночника. Наступление ослабло, однако не прекратилось. Шедшие позади легионеры подхватили упавшие щиты и выровняли шеренгу. Один погиб, другой опрокинулся без головы. Снаряд вошел точно в паз для болтера. Настала очередь на ктуа, и он пригнулся схватить щит до того, как тот ударился бы об пол. В кромку щита ударил выстрел, и он почувствовал, как раскаленный край заряда прочертил линию поперек его лба, где была выгравирована метка марниваля. Он вставил болтер на место. «Вперед!» произнес он. «Если вопль», зажать нас на одном месте при помощи сил легиона, а затем задавить подразделениями смертных, которые стреляют с боков из тыла. Умно, практично, они могли бы пробиться, отступить, перегруппироваться, найти обходной путь, но это бы заняло время, время которого не было у флота, если тот не намеревался оказаться растерзанным пушками в арк Риксиа. Нет, отступления не было вариантом, и внезапно оказалось, что оно и не требуется. Из косого коридора донесся воющий вопль, и в схватку бросилась группа воинов в темной броне. Они двигались словно бегуны акробаты, используя для толчков вперед как пол так и стены. Они врезались в баррикаду, будто снаряд пушки разрушителя, разнеся ее на куски жестоким ударом. Некоторые из них стреляли из болтеров и орудовали клинками. Другие же просто рвали врагов чем-то похожим на имплантированные когти. Кровь хлистала катастрофическими гейзерами, жестокость выходила за пределы всего, что когда-либо доводилось видеть Нактуа. Рефракторы погасли с пронзительным визгом, и показалось то, что до этого оставалось скрыто. Нактуа думал, что подкрепление это другое отделение 25-й роты. Однако это оказалось не так. Но все же они были сынами гора, или были ими когда-то. На их доспехах смешивалась болотная зелень, черная копоть и хлопья крови. Некоторые не носили шлемов, их лица постоянно менялись и были покрыты струбьями от вырезанных ран. Их сопровождал смрад горелого мяса. Рефракторов больше не было, но Нактуа до сих пор казалось, что воздух между ними чем-то загрязнен. Ультрадесантников кромсало на части нечеловеческой силы, превосходящей даже мощь транс-людей. Конечности отрывались от наплечников, когтистые кулаки пробивали на грудники и выдирали из расколотых грудных клеток сердца с плотной мускулатурой. Нактуа наблюдал, как один из дымящихся воинов свернул с горжета шлем вместе с головой и все еще соединенным с нею хребтом. Он размахивал всем этим, словно шипастым цепом, забив насмерть еще одного из 13-го легиона. Воин раскинул руки и взревел. Его пасть казалась красным жерлом преисподней. Шею и щеки покрывали шрамы. Из двух старых ран в груди сочился ядовитый дым. Шок приковал Нактуа к месту. Гер Геродон, который дал свой последний бой на Двейле. Нактуа встретился с Геродоном глазами и увидел по ту сторону этого взгляда безумие. Злобное пламя и пылающую в его оковах душу. Это продолжалось лишь мгновение и Нактуа отбросил ужас перед тем, во что же превратился Геродон. Ультрадесантники были мертвы, они более не представляли угрозы. С живыми врагами. Сменить направление, приказал Нактуа. Подняв щиты вверх, их носители повернулись на месте, а стоящие позади воины протолкнулись мимо. Одним плавным маневром весь строй заколдованных развернулся. Огонь болтеров беспощадно ударил по смертным солдатам, и те остановились при виде внезапного разворота. После смерти своих союзников из легиона люди поняли, что бой окончен и побежали. Его раздражало позволять ему идти, однако это он разработал этот план и уже отставал от графика. Нужно было, чтобы пушки Варк Рикся стреляли по правильным целям. Нактуа обернулся посмотреть, чем заняты Герги Радон и его воины. Ему не хотелось выпускать их из поля зрения даже на секунду. Они стояли на коленях и пировали убитыми ими ультрадесантниками. 10. Я хочу этот корабль. Магистр войны. Безбилетник. Гор вернулся на мостик. Когда могильные корабли сблизились с орбитальными станциями, он удалился в личные покои, предоставив малогарство наблюдать за грядущей атакой. Стратегиум был крупным, просторным и сводчатым помещением, однако показался тесным после возвращения магистра войны в полном боевом облачении. И тот вернулся не один. С ним пришел Фальк Кибре и 20 юстерианцев с прорывными щитами. Шлем Кибры висел у него на поясе. На его лице был написан восторг, столь разительно отличавшийся от горькой обиды, которая появилась, когда магистр войны вывел его из состава штурмовых подразделений. Теперь же он отправлялся в бой рядом с магистром войны, а у сынов гора не существовало большей чести. Итак, вы все еще намерены это сделать? спросил Малагарст. Мал, я хочу этот корабль, ответил горь, крутя плечами и лязгая броней, чтобы расслабить мышцы под ней. И я давно не практиковался. Сэр, советую еще раз, вам не следует этого делать. Опасаешься, что меня ранят, маль, поинтересовался горь, снимая с пояса сокрушитель миров. Рукоять булавы была длиной в рост смертного мужчины. Смертоносно против противника из легионов, абсурдно избыточно против простых людей. Это ненужный риск. Горь хлопнул бронированным кулаком по плечу вдоводела. Гулкий звон металла эхом прокатился по стратегиуму, словно гром. Меня защитит фальк, произнес горь, оцепляя свой боевой шлем и водружая его на горжах. Линзы вспыхнули красным, когда включились авточувства. Малагарст почувствовал, как по его искривленному позвоночнику прошел трепет благоговения. Горь был мстящим ангелом, воплощением самой битвы и владыкой войны, столь устрашающим и могучим. Малагарста ужаснуло, что после его ежедневных занятий с примархом чудо стало практически банальности. Мал, я слишком засиделся вне игры, пора всем вспомнить, что этот бой мой бой. Именно благодаря моим свершениям мое имя эхом разнесется в веках. Я не допущу, чтобы мои воины выиграли мою войну без меня. Малагарст кивнул. Его убедил тот миг, когда Горь пристегнул шлем. Он упал на колени, пусть от этого движения по сросшимся бедрам и прошел разряд жгучей боли. Мой повелитель, произнес Малагарст. Никакого преклонения колен, только не от тебя, ответил Горь, поднимая советника на ноги. Простите, сказал Малагарст. Старые привычки. Горь кивнул так, будто люди каждый день становились перед ним на колени, что разумеется было правдой. Акропи дух кровью за меня мал, произнес Горь, развернувшись и поведя юстерианцев к посадочной палубе, где ожидала грозовая птица. Я не планирую задерживаться. Вот оно, вот что я упустил. Могильные корабли, прошипел адмирал Семпер, видя на Гололите крупно начерченные в реальности описания из образовательного учебника времен своего кадетства. Чертов трон всемогущий, могильные корабли, они еще раз бьются за покорение Луны, трижды проклятой чертовой Луны. Гололит рассказывал кошмарную историю о разорванном в клочья плане, о высокомерии, в конечном итоге о смерти. Будь это кто угодно, кроме сынов гора, я бы не поверил, шептал Семпер. Войны хватило бы безрассудства запустить четверть своего флота в пустоту и надеяться, что они прибудут вовремя и в нужное место. Только, разумеется, магистр войны не надеялся, что могильные корабли долетят туда, где они были ему нужны. Он знал, знал с очевидностью, от которой Семпера продирал до костей мороз. Орбитальных платформ больше нет, произнес магистр сканеров, едва осмеливаясь верить свидетельству Гололита. Семпер разделял его ошеломления. «Хуже, чем нет, они у врага», отозвался он, наблюдая за тем, как самые мощные платформы Варк Риксиа и Варзерба раскололи орбитальные станции, которые не захватил вражеский штурм. Варзон запустила и продолжала запускать множество торпед по его безнадежно рассеянному флоту. Сражение проиграно, лорд-адмирал. Ответ, конечно же, был очевиден, однако человек заслуживал того, чтобы получить взвешенный ответ. Лорд-адмирал окинул взглядом катастрофический крах того, что начиналось как нерушимая стратегема. Он рассмеялся, и ближайшие талакцы повернули свои торсы на незнакомый звук. Семпер покачал головой. Он забыл о первом правиле войны, касающемся контакта с врагом. Правой группировки Семпера больше не было. Все корабли подло выпотрошил обстрел захваченных орбитальных станций. Когда звездолеты дрогнули, после ошеломляющего изменения расстановки сил, гвардия смерти нахлынула на них, словно хищники, которые из засады хватают отбившихся от стада. Каждый из имперских кораблей, оставшихся в одиночестве и задавленных числом, терзали до тех пор, пока от него не оставался лишь дымящийся остров. Затем тупоносые таранные корабли направили изувеченные останки во власть гравитации Молеха. Останки падали в атмосферу. За ними вниз тянулись пылающие хвосты от вхождения в плотные слои. Семпер проследил траектории, вопреки всему надеясь, что обломки войдут в атмосферу под слишком острым углом и сгорят, не успев достигнуть поверхности. Или же под слишком пологим отскочат и отклонятся в глубокий космос. Кто бы не высчитывал угол повторного входа в атмосферу, он был точен. И каждый запущенный остов должен был врезаться в Молех с кинетической энергией тяжелого боевого атомного заряда. Сыны гора роились вокруг Адрануса, его новое орудие было бесполезно на ближней дистанции, а бортовые залпы не могли сдержать хищные стаи громовых ястребов, грозовых птиц и штурмовых капсул Клешня Ужаса, которые врезались в его борта. Когда орбитальные станции обездвижили корабли сопровождения, доминатор стал легкой добычей и его потрошили стервятники. Неблагородная кровавая смерть, доминатор умирал тяжело. Всплески Вокса вопили о тысячах воинов легиона и тварях из воющей тьмы, которые рвали его на части изнутри. Семпер приказал отключить Вокс, крики экипажа Адрануса были слишком ужасны, чтобы их слушать. Еще держался только центр. Наставление огнем совершало маневр, когда на орбитальные его капитан отдал приказ подать на двигатели аварийный импульс, чем, несомненно, спас корабль. Пока что бортовые лэнсы уничтожили Вар-Ункат, превратив в туф дымящиеся руины. Слава Солора горела, но продолжала сражаться. Благодаря уничтожению Вар-Ункат она избежала полной мощи обстрела, который должен был ее обездвижить. Под роем торпед устояла горстка легких крейсеров, однако ни один из них не был в состоянии дать бой предателям. По меньшей мере шесть ждала смерть в пустоте через считанные минуты, а четыре оставшихся едва ли могли маневрировать или образовать огневую линию. В тот день не будет никакой палочки на Т. Да, сражение проиграно, произнес лорд-адмирал Семпер. Об остальном умолчим. Пять грозовых птиц совершили трудный пароход сквозь огонь, вылетев с мстительного духа на штурм. Четыре из них устремились вперед, заняв позицию рядом с пятой. Они удалялись от флагмана магистра войны, а громадные двигатели того пылали, направляя его к могучему силуэту поворачивающегося стража Аквиноса. Два флагманских корабля сближались, словно чемпионы в горниле боя, которые выискивают друг друга среди резни. Бою предстояло быть неравным. Мстительный дух был стар и силен, он обладал закаленными костями, а почерневшая душа была готова вкусить крови. Между двумя кораблями проносились вспышки калимированного света. Высокоэнергетические импульсные лазеры стремились сорвать щиты и обляционный ледяной покров. Палуба за палубой орудий беззвучно гремели в пустоте, швыряя в разделяющее их пространство чудовищные снаряды. В категориях пустоты два боевых корабля находились на дистанции выстрелов упор, будто два мечника, которые оказались слишком близко, чтобы пользоваться основными клинками, и скатились к нанесению друг к другу ударов тычковыми кинжалами. Они двигались напротив друг друга, словно величественные галеоны, безнаказанно скользя сквозь облака расплавленных обломков и кренящихся остров. Туда-сюда проносились ураганы яркого света, взрывы, преждевременные детонации перехваченных снарядов, трескучие дуги с визгом скребущих друг от друга пустотных щитов. Пластины корпусов гнулись и отлетали по мере того, как оба корабля обменивались ударами, словно сошедшие с ума боксеры. За ними сияли в звездном свете потоки раскаленных обломков и мерцающие полосы замерзшего кислорода. Готики, сопровождающие стража Аквиноса, упорно держались рядом с ним. Наставление огнем и слава Солара изрыгали по мстительному духу тысячи тонн фугасных снарядов. Корабль магистра войны содрогался под ударами, но его создавали, чтобы выдерживать повреждения, чтобы пробивать дорогу сквозь более жестокие бури, чем это. Стойкость появилась подло, скрытным путем, под прикрытием горящих орбитальных станций и пульсирующих взрывов реакторов. Ее носовые изминали его корпус, будто огненная кувалда. Орудийные палубы подбитого корабля полыхали, а пушки строчили перед лицом атакующей стойкости. Он продолжал стрелять, даже когда корабль гвардии смерти протаранил его посередине. Миллионы тонн быстро движущегося железа и адамантия обладали неудержимой мощью. Укрепленный носовой таран стойкости разорвал ослабленную броню цели, и серая громада прошла сквозь самое сердце наставления огнем. Готик просто перестал существовать. Его киль разлетелся, а обнажившиеся внутренние помещения непрерывно простреливались бортовыми залпами. Обломки кружась полетели прочь. Из рассеченных половин вырвались спиральные облака мгновенно замерзающего воздуха. Слава Солара и без того горевшая и давившаяся собственной кровью уже перестала стрелять, и ее задняя часть исчезла в сиянии новорожденной звезды. Пробой реактора или сознательная перегрузка это не имело значения. Над кораблем расцвела сфера раскаленной до бела плазмы, окутавшая борта стойкости. Вспыхнув, плазменный взрыв почти сразу же начал уменьшаться в размерах. В корпусе стойкости выбило вогнутую полусферу, мощное кислородное пламя яростно бушевало, пока его не погасила пустота. Столь серьезная рана безнадежно искалечила бы любой другой корабль, оставив его хрипеть и умирать. Однако стойкость превосходила размерами даже мстительный дух и была создана выдерживать боль. Механизмы контроля повреждений уже загерметизировали разорванные палубы, и звездолет наклонился вбок, чтобы простреливать двигательные палубы стража Аквиноса. Флагман лорда адмирала Бриттона Семпера был бесстрашным бойцом. Он пылал от носа до кормы, но продолжал причинять атакующим вред убийственными бортовыми залпами. На горящих стрелковых палубах мастера артиллеристы хлистали свои задыхающиеся команды, чтобы зарядить еще один последний залп, один последний снаряд, один прощальный бортовой. Страж Аквиноса был обречен, однако смертельному удару предстояло произойти не снаружи, а изнутри. Две из прорывающихся грозовых птиц оказались уничтожены еще до того, как начали заход на атаку. Их просто вышибло из бытия сокрушительным штормом взрывов, заполняющих собой пространство между сцепившимися боевыми кораблями. Траекторию еще одной роковым образом изменила близко прошедшая торпеда, направив ее в пекло лазерных очередей, где она тут же взорвалась. Две последних низко спикировали над верхней надстройкой стража Аквиноса. Они плели узоры уклонения между турелями ближней защиты и линиями обстрела. Охотящиеся хищники летели в почти самоубийственной близости от угловатого корпуса флагмана Семпера. Пробоина в корпусе позади мостика оказалась именно там, где и ожидалось, и крылья обеих грозовых птиц полыхнули, когда направленная тяга резко развернулась, чтобы скорость полета совпала со скоростью стража Аквиноса. Открылись штурмовые аппарели, и из десантных отсеков посыпались потоки тяжело вооруженных воинов. Терминаторы, прорывники и штурмовики. Все упорные бойцы, снаряженные для участия в войне, для победы в которой были рождены космические десантники. Жестокий ближний бой, проталкивание, работа клинками, пылающая свалка с болтерами, ударами клинков и кровавой работой в условиях полного контакта. Первым внутри стража Аквиноса оказался магистр войны. Десятиметровый проход поливали горизонтальными огненными копьями болтерных зарядов. Стрельба велась дисциплинированно. Он и не ожидал меньшего от воинов 13-го легиона. Горд чувствовал горячее дыхание выстрелов, прошедших в опасной близости. По пластинам брони била кинетическая энергия от их пролета. Опустив перед собой щиты, скребя по полу, прорывники сынов гора наступали сквозь гремящую ярость обороны. Стены звенели от взрывов и стрельбы. Разрывающиеся гранаты с металлическим кашлем заполняли пространство выкашивающей шрапнелью. Слева от гора Фальк Кибре палил из комби болтера поверх кромки своего щита. Терминатор едва ли нуждался в щите, однако Фальк взял его не для собственного прикрытия. Малагарсту нравится со мной нянчиться, сказал Горф Даводелу за миг до начала штурма. Оставь его для себя. Фальк никогда не противоречил приказам, если их целью было сохранить ему жизнь и здоровье. И именно так и поступил. Защитники нападали на них со всех сторон. Ультрадесантники спереди, смесь одетых в панцирную броню штурмовиков, армии и скитариев с флангов. Юстерианцы наступали острым клином, обращенным наружу сегментированным строем болтеров, клинков и щитов. Огонь роторных пушек молотил по щитам. Лучевые резаки рассекали их линии с белыми кромками. Даже терминаторские доспехи были уязвимы. Воин, облаченный в тактическую броню дредноута, представлял собой средоточие бронированной мощи и единственное, что могло перед ним устоять, воин в точно такой же экипировке. Точнее, так думал Гор. Упал Арганаду. Герой Ауланора рассек поперек груди шипящий лучевой резак, оставляя за собой мерзкую вонь сженого мяса. Убийцы пытались перезапустить свое оружие. С треском крутя рукояти и накачивая зарядные меха. Гор вскинул встроенные в перчатку болтеры. Для любого другого их пропорции были бы нелепы, однако они идеально подходили к габаритам примарха. Между дульной вспышкой и целью на краткий миг протянулся непрерывный поток зарядов. Лучемятчики взорвались конфетти изорванного опаленного мяса и бурлящей крови. Скитарии бросились в атаку на фланге наступающих. Первыми шли тяжеловесы, боевые аугментанты с чрезвычайно раздутой мускулатурой, вооруженные моторизованными пилищами клинками и алибардами с фотонными лезвиями. «Берегись слева!» выкрикнул кибра, и юстерианцы на краю строя остановились, приготовившись к столкновению. Скитарии были дьявольскими бойцами, их отбирали для агрессивного, практически психопатического поведения, которое свирепами, каких доводилось видеть гору. Воины пустоши, постапокалиптические убийцы, напоминавшие о варварских племенах, которые гор в последний раз наблюдал, в виде сохраненных в стазисе образцов времен доединения. Разукрашенные амулетами из клыков, меховыми плащами и чешуйчатыми нагрудниками, они атаковали, будто одержимые. Терминатор представлял собой танк в человеческом обличье. Скорее боевая машина, чем комплект способится к его использованию, и лишь лучшие из лучших сражались рядом с магистром войны. Залп комби болтеров, грызсов, скитариев, дюжина упала, и еще две дюжины продолжили приближаться. Они врезались в терминаторов шквалом ревущих клинков и грубого огнестрельного оружия. Заряды с увеличенной навеской разрывались от сцементированной керамид с пласталью, отлетали от отклоняющих скосов и беспорядочно рикошетировали. Кибра ринулся в атаку посреди них, отстрелив ближайшему скитарию убийце голову. Щит ударил в следующего, раздавив тому лицо в измельченное месиво разжиженной плоти и костей. Эту работу Кибра любил больше всего забивать насмерть ударами брони, чувствовать, как кровь брызжет на визор, как кости ломаются под кулаками. Гор предоставил ее ему и ткнул когтистым кулаком в харгуна, Ултара и Парфана. «Осторожнее слева!» произнес он. «В следующий раз они пойдут с той стороны». Его слова оказались пророческими. На сынов гора бросились перекрытые силовыми полями, ионными щитами и фотонными расщепителями воины из одиноких спартаков в синих плащах. Гор невольно восхитился отвагой спартаков. Трансчеловеческий ужас мог приковать к месту даже самого смелого воина, и все же они приближались. Ултар вскинул свою роторную пушку, и проход заполнился оглушительным ревом крутящихся стволов. Харгун выпустил из комби болтера фыркающие заряды. Силовые поля визжали под сокрушительными ударами, а фотонные расщепители не защищали от разрывов крупнокалиберных снарядов. Парфант нарушил строй, сократив дистанцию гораздо быстрее, чем должен был бы двигаться кто-либо его размером. Стена щитов могла держаться, лишь сохраняя целостность, но ту нарушили роторная пушка и комби болтер. Парфан атаковал, пригнув голову, словно таран, и нанося влево и вправо удары громадным кулаком. Словно мусор разлетались смятые фигуры, согнутые так, как не должно было гнуться ни одно тело. Падая, они распадались на части, оставляя на стенах ярко-красные узоры. Спартаки сражались с тем, чему невозможно противостоять, и пытались убить того, кого невозможно убить. От кулака Парфана погибла дюжина, затем еще одна. Воин Юстерианец прорывался по крови и трупам, давя их в кровавую грязь своими бронированными сапогами. Выстрелы и клинки вгрызались в его доспех, срывая с поверхности краску цвета морской волны, однако не причиняя вреда. На другом фланге воинам Кибры приходилось тяжелее против скитариев. Прижигание центров страха притупило у тех ужас перед терминаторами. Имплантированные усилители агрессии делали их дикими. Гор слегка удивился, увидев, что два Юстерианца стоят на коленях. Их броня распорота, а на палубу шлепаются влажные органы. Он этого не предвидел, не вносил в свои планы. После Уланора многие утверждали, что титул магистр войны просто признание роли Гора в Великом Крестовом походе. Воинственное создание, пригодное лишь для завоеваний. То, что отложат в сторону, когда закончатся сражения. К своему неизменному сожалению, Гор знал больше. Магистр войны это был не титул, а он сам. Течение битвы являлось для него музыкой, виртуозным исполнением, которое можно было прочесть и предчувствовать, словно совершенную аранжировку ног. Бой был хаотичным, непредсказуемым вихрем возможностей, беспорядочной путаницей, где у смерти не было любимчиков. Гор знал войну, знал битву близко, будто любовник. Он знал, что будет дальше, столь же ясно, как если бы уже переживал это. Сейчас. Неистовство Парфана оборвал сверкающий луч сверхсжатого света, ударивший в заднюю сторону доспеха. Какое-то мгновение он безвредно играл на матовой от крови броне. Затем доспех Юстарианца прогнулся, словно его давил в кулаке незримый гигант. Пластины рвались, воздух рассек, нарастающий виск накапливающейся энергии, заглушающей крики агонии Парфана. Раздался громкий хлопок разряда и Парфан умер. Он схлопнулся на субатомном уровне. Каждая частица его тела вывернулась наизнанку и была раздавлена собственной массой. Раздробленные пластины рухнули, словно находившийся внутри них человек просто испарился. Игор почувствовал дуновение зловонного дыма из крови и костей. Один удар сердца Юстарианцы силились понять, что только что произошло. Ултар крикнул Гор платформа рапиры конверсионный излучатель. Роторная пушка развернулась к орудийному станку. Ултар всадил в него свои снаряды превратив в металлолом. А вот теперь они придут прошептал Гор и сбросил с плеча сокрушитель миров. Он поддерживал булову в движении. Даже существу его телосложения требовалось время, чтобы столь тяжелое орудие набрало скорость и мощь. Ультрадесантников возглавлял воин с поперечным гребнем цвета слоновой кости Центурион. Метки визора определили его как Проксима Тархона и Гор мгновенно прочел его доступный послужной список. Амбициозный, благородный, практичный, разумеется, гладий, энергетический боевой щит на другой руке, болт-пистолет, ожидаемо. Тархон стрелял на бегу. 30 ультрадесантников у него за спиной делали то же самое, поддерживая темп стрельбы даже во время атаки. Впечатляет, произнес Гор Вы делаете моему брату большую честь. Двое юстерианцев, оказавшиеся ближе всего к атакующим ультрадесантникам, упали, аккуратно взятые в вилку воинами в кобальтово-синем. Применив достаточное количество масс реактивных боеприпасов, можно было пробить даже тактическую броню дредноута. Ответный огонь снес с ног полдюжины ультрадесантников. Доспехи трескались, плоть взрывалась. Гор не дал 13-му легиону возможности снова начать стрельбу. Казалось, он не шевелился, но вдруг оказался среди них. Сокрушитель миров ударил, и трое ультрадесантников взорвались, как будто внутри их грудных клеток детонировали осадные мины. Удерживаемая одной рукой ребристая булава качнулась обратно. Дуга снизу вверх. Погибло еще четыре воина. Их тела врезали стену с силой, от которой дробились кости. На стали вмялись их контуры. Тархон бросился на него. Гладиус описывал дугу, направляясь к горлу. Рукоять сокрушителя миров отвела клинок в сторону. Тархон нанес удар ногой по бедру, с одной руки стреляя из болтера в грудь. На грудник магистра войны перечеркнули поворот запястья и оружие переломилось сразу за магазином. Гор шагнул навстречу защитной стойки Тархона и схватил того за горжев. Тархон сделал колющий выпад гладием. Гор почувствовал, как из разреза хлынула кровь. Он поднял Тархона над полом, будто ребенка, и ударил центуриона кулаком в грудь. Столкновение швырнуло того сквозь его людей, валя тех, словно коса кукурузу. Гор продолжал двигаться, то убивая булавой, то потроша. Кровь бурлила на его когтях, испекалась на сокрушителе миров. Капало из треснувшего янтарного ока у него на груди. Он пробивался сквозь ультрадесантников. Со всех сторон его окружали воины-транслюди, благородные бойцы, которые лишь несколько кратких лет тому назад называли бы его повелителем. Возможно, их бы разочаровывали его неприкрытой амбицией, или же возмущало, что магистром войны назначили его, а не их собственного примарха. Но все же они бы любили и уважали его. Теперь же ему приходилось их убивать. Они кололи и стреляли, не страшась мощи находящегося среди них полубога. На его броне оставляли борозды клинки, рвались заряды болтеров. Магистра войны окружали огонь и ярость. Такое количество великих воинов могло повергнуть даже примарха. Однако не обладали неуязвимостью. Люди часто забывали, в чем разница. В подобном бою мастерство состояло в том, чтобы находить мгновение неподвижности, пространство между клинками и пулями. Мимо головы прошел цепной меч. Гор обезглавил его владельца. Заряды болтера срикошетили от набедренной брони. Гор пронзил когтистым кулаком сердца и легкие воина. Просто в движении когти и булава убивали каждым взмахом. Спустя 23 секунды коридор превратился в склеп. Сотни мертвецов, из которых выжили каждую каплю крови, чтобы расписать стены. Гор облегченно выдохнул. Он почувствовал чье-то приближение и сдержал буйную реакцию. «Фальк!» произнес Гор. «Дай мне гладить Центуриона!» Ведущая на мостик, противовзрывная дверь прогибалась вовнутрь. Первый удар обрушился на нее, словно кулак титана. Второй прогнул металл и оторвал верхние углы от рамы. Лорд-адмирал Семпер стоял, вынув из ножен свою дуэльную саблю и расслабленно держа у бедра капитанский двуствольный бойер. Верхний ствол был древним лучевым оружием, волкитом, как его называли некоторые, а нижний блок представлял собой однозарядный плазмомет. Это убивало космодесантников, но могло ли оно убить примарха? Будет ли у него возможность выяснить? Ему повезет, если он сумеет сделать из бойера хоть один выстрел. Рядом с ним стояло около сотни человек, наблюдатели сканеров, помощники, младший состав, песцы с боевыми техниками, палубные матросы. Боевая подготовка каждого из них ни черта не стоила. Хоть какой-то шанс нанести реальный ущерб был лишь у единственного отделения стрелков с картечницами и девяти талаксов ферокс. Мостик заполнили клубы ядкого дыма. Единственным источником света служили немногочисленные мигающие лампы. Гололит отказал. Из разорванных трубок брызгали гидравлические жидкости. От командной сети ничего не осталось. Вокси трещали вопли. «Мы заставим их за это заплатить, адмирал», произнес кто-то из экипажа. Семпер не мог разглядеть, кто именно. Ему хотелось сказать что-то подобающее героическое, прощальную речь, чтобы вдохновить команду и подарить им финал, стоящий стража Аквиноса. Но его мысли заполняли последние слова, адресованные ему Витусом Соликаром. «Мы – убийцы, жнецы плоти, вам никогда нельзя забывать об этом». Наконец противовзрывная дверь сорвалась с креплений и рухнула на мостик, словно нечестивый монолит, сокрушенный иконоборцами. Показалась громадная фигура, гигант из легенд, окруженный ореолом губительного огня и мокрой от крови. Плечи бога войны окутывала мантия из одеревеневшего меха. На доспехе цвета ночи блестело пламя гибнущих империй. Семпер ожидал атаки, очередей выстрелов. Бог бросил что-то к его ногам. Семпер посмотрел вниз. Гладий ультрадесанта, клинок которого покрывал насыщенный багрянец. Рукоять была обмотана красной кожей. Полукруглый тыльник был изготовлен из слоновой кости с инкрустацией в виде номера роты, обрамленного венком. Это принадлежало Проксима Тархону, произнес бог, Центуриону 9-го дивизиона 2-й боевой группы Легионес Астартес Ультрадесант. Семпер знал, что должен плюнуть изменнику в лицо или хотя бы поднять оружие. Его экипаж заслуживал, чтобы капитан ввел их в последнем бою. Но идея о том, чтобы поднять оружие на столь идеально сотворенное, столь возвышенное существо представлялась ужасающей. Он знал, что стоит лицом к лицу с предателем, с врагом, врагом. И все же Семпер чувствовал себя очарованным его незамутненным величием. Магистр войны шагнул на мостик, и Семперу потребовалась каждая унция силы воли, чтобы не преклонить колени. Проксима Тархон и его воины вышли против меня без страха, так как их обучал мой брат на Маккраге. И такие люди обладают уникальным умением нести смерть. Однако Проксима Тархон и его воины не смогли остановить меня. Семпер попытался ответить магистру войны, но не мог долго выдерживать взгляд того, и казалось, что его язык налит свинцом. «Зачем ты мне это говоришь?» наконец выдавил он. «Потому что ты с честью сражался», произнес магистр войны. «И ты заслуживаешь знать, сколь тщетно будет растрачивать ваши жизни сейчас в бессмысленном упорстве». Семпер почувствовал, как парализующее благоговение, которое у него вызывал магистр войны, ослабло перед лицом столь высокомерного заявления. Он пожалел, что у него не будет возможности вернуться на Кипромунди и увидеть, как возмужает его сын. Пожалел, что противовзрывные заслонки обзорной панели опущены, и он не сможет в последний раз взглянуть на звезды. Он пожалел, что не сможет стать тем, кто убьет этого бога. Семпер поднял дуэльную саблю к губам и поцеловал клинок. Его большой палец сдавил активационную скобу бойлера. «За империум!» выкрикнул Семпер, бросившись на магистра войны. Гор стоял посреди побоища. 111 человек погибли меньше, чем за минуту. У ног магистра войны лежал труп, рассеченный на длинные куски диагональным взмахом энергетических когтей. «Кто это был?» поинтересовался Мартарион. Его голографический образ колыхался над временным парящим дисковым проектором, который соорудили механикумы. За изображением Повелителя Смерти можно было смутно разглядеть самон Смерти, следовавший за господином будто призраки. Диск постоянно держался на расстоянии трех метров от гора. Это было ближе, чем хотелось бы Фальку Кибре, даже применительно к голограмме. Однако для братьев Примарха приходилось сделать исключение. «Лорд-адмирал Бритон Семпер», сказал Гор. «Лорд-адмирал», произнес Повелитель Смерти, «Похоже, ты был прав. Наш отец и впрямь высоко ценит этот мир». Гор рассеянно кивнул и опустился на колени у тела Бритона. «Бессмысленная смерть», сказал он. «Он пытался вас убить», заметил Фальк Кибре, встав по правую руку от магистра войны. «Он не должен был этого делать». «Разумеется, должен», произнес Кибре. «Вы знаете, что он был должен. Возможно, он бы и впрямь сдался, если бы не то, что вы сказали в конце». Гор выпрямился во весь свой огромный рост. «Думаешь, я хотел, чтобы он на меня напал?» «Конечно», ответил Кибре, озадаченный тем, что магистр войны вообще об этом спрашивает. «Тогда скажи, зачем я провоцировал лорда-адмирала?» Кибре поднял взгляд на Луперкаля и заметил, что у того чуть-чуть приподнят уголок рта. Стало быть проверка. Оксиманд предупреждал его, что магистру войны нравятся такие небольшие игры. Кибре потратил секунду, чтобы выстроить фразу. Быстрые ответы были для Оксиманда или Нактуа. «Потому что имя лорда-адмирала оказалось бы навеки опорочено, если бы он сдал свой корабль», продолжил Кибре. «Он упорно сражался и выполнил все, чего требовала честь. Однако капитуляция навлекла бы проклятие на его рот с этих пор и до конца времен». Мартарион ухмыльнулся. «Что это? Проницательность вдоводела?» Кибре пожал плечами, расслышав насмешку. «Я простой воин, мой повелитель», сказал он. «Не глупый». «Вот почему я был доволен, когда Эзекиль выдвинул твою кандидатуру в Марниваль», произнес Гор. «Все стало сложно, Фальк. Гораздо сложнее, чем я думал, и гораздо быстрее. В такие времена хорошо иметь рядом с собой простого человека, не правда ли, брат?» «Как скажешь», проворчал Мартарион и Кибре улыбнулся. Это выражение было настолько ему непривычно, что поначалу он даже не понял, что делают его лицевые мускулы. Магистр войны положил ему руку на плечо и подвел к командному трону стража Аквиноса. Гололит вернулся к жизни, рисуя мрачную картину будущего Молеха. «Скажи мне, что видит простой воин, Фальк», сказал Гор. «Ты теперь в Марневале, так что тебе необходимо быть не просто штурмовиком, простым или каким-либо еще». Кибре изучил мерцающую сферу Молеха. Он не торопился, потребовалось усилие, чтобы сразу же не предложить штурм всеми десантными капсулами. Как давно ему приходилось использовать что-то помимо прямолинейных тактик прорыва. «Битва за космос выиграна», произнес Кибре. «Орудийные платформы наши, а вражеские корабли выведены из строя или захвачены». «Расскажи мне про орбитальные станции», попросил Гор. «Они перемещаются на новые позиции, однако мы не можем на них полагаться». «Почему нет?» «Адепты Молеха перенацелят наземные ракетные батареи, чтобы уничтожить платформы. Мы ликвидируем несколько, пока они не начнут стрелять». «Но станции не проектировались для сопротивления огню с поверхности. В лучшем случае мы успеем дать несколько залпов перед тем, как платформы станут непригодны к использованию». «Едва ли это стоит усилий, предпринятых для их захвата», произнес Мортарион. «Несколько залпов с орбиты стоят целого батальона легионеров», отозвался Кибре. Калд преподал этот урок 17-му легиону. «Он прав, брат», сказал Горд, меняя масштаб с орбитальной панорамы Молеха на планетарные зоны. Четыре континентальных массива, лишь два из которых были обитаемы или хоть сколько-нибудь укреплены. Один был обильно насыщен промышленностью, второй – постарален. Сынам Гора и Гвардии Смерти предстояло направить основной вектор своей атаки на последний материк. Основной центр власти Молеха располагался в Горной долине, в городе, который в честь Гора был назван Луперкалией. Магистр войны ткнул когтем в Луперкалию и провел через весь континент маршрут, по зеленым равнинам, мимо городов, через горные долины и, наконец, остановился у разрушенной цитадели на бичуемом бурями острове, который буквально лепился к побережью. «Фульгуритовый путь», произнес Гор, «вот та дорога, по которой я должен пройти, и мы начнем возле этой цитадели». «А остальная часть Молеха», спросил Марторион, «Выпускай своего пожирателя жизни», распорядился Гор, «опустошай». Локен двигался по коридору, слева от него шел Брор Тюрфингер, справа Арис Войтек. Он крепко держал картечницу, глядя сквозь непривычный железный прицел и плавно заходя в двигательный отсек. Он не пользовался подобным оружием со времен пребывания в ауксилии скаутов, однако стрельба из болтерного оружия на борту боевых кораблей с тонкой обшивкой обычно осуждалась. Тарнхельм был невелик, так что, когда Бану Рассуа сообщила Локену, что во время финальных расчетов переноса Мандевиля засекла неавторизованный биосигнал, не потребовалось много времени, чтобы сузить круг потенциальных укрытий, где мог прятаться безбилетник. Пока остальные следопыты охраняли передние части корабля, Локен, Тюрфингер и Войтек прочесывали его по направлению к двигателям. «Кто-то из той мрачной крепости на орбите Титана?» спросил Войтек. В его верхних серворуках пощелкивали наручники. «Ты видел?» Локен покачал головой. «Нет, не она!» «Значит, тварь варпа», предположил Тюрфингер. «Нечто, извергнутое Малефиком магистра войны?» Бывший космический волк отказался от картечницы в пользу своего боевого клинка и плетеной кожаной перчатки цеста. Ее когти цвета ночи постукивали по броне на бедре, отбивая ритмичную дробь. Никто не ответил на вопрос Тюрфингера. Всем им было известно слишком много, движения. Двигательный отсек был единственным оставшимся на корабле местом, где кто-то действительно мог спрятаться, но пока что они ничего не нашли. Двигательные помещения имели эллиптическое сечение. Приподнятый пол и подвесной потолок с боков ограничивали два громадных цилиндра, будевших от едва сдерживаемой мощи. Суженные части основных двигателей окружали скрученные кабели, а встроенные сервиторы калькулюсы, мерцая глазами, бормотали бинарный хорал. Центральный проход завершился алтарем единения, возле которого стояла неподвижная фигура безымянного адептомеханикума, чья единственная функция заключалась в надзоре за работой двигателя. Перед алтарем, скрестив ноги, сидел бородатый татуированный воин, в лишенной украшении брони странствующих рыцарей. Он собирал разложенные на полу части болтера. Локен опустил картечницу, а воин поднял глаза и разочарованно покачал головой. «Что ты делаешь?» спросил Локен. «Мне стало скучно ждать, пока вы меня отыщите», отозвался Севериан. Часть вторая Сыновья Одиннадцать Крики Ответственность Вторжение Молих кричал. Он истекал магмой из множества ран, нанесенных рухнувшими с орбиты обломками. Он обгорел дочерно там, где макроснаряды пробились сквозь атмосферу и рассекли кору пылающими каньонами. Ночь была изгнана, свет лун мерк рядом со шлейфами двигателей приближающихся боеголовок и взрывами тех, которые оказались перехвачены. Я уже бывал здесь раньше, но не помню этого. Маленький гор Оксимант наблюдал, как останки флота лорда-адмирала Бритона падают, словно постоянно разделяющиеся метеориты. Они чертили в небе болезненно яркие параболы, заливая десятки тысяч километров пылающими обломками. Южный горизонт представлял собой размазанное огненное пятно далеких пожаров и жарко пылающих тормозных двигателей. Ландшафт был придавлен покровом дыма, озаренного апокалиптическим светом горящих городов. В облаках искрили странные молнии, неизбежное побочное следствие огромного объема металла, транзающего атмосферу. Разрушенные звездолеты падали по всему Моляху, в основном на промышленный массив суши, по другую сторону океана. Прибрежные погрузочные сооружения, космопорты и базы армии лежали в руинах. Плотность сброса радиационных бомб Гвардии Смерти на столетие сделала большую ее часть непригодной для жизни. Из этого района подкрепления уже не придут. Катуланские налетчики обеспечили безопасность бичуемую ливнями гавань с подветренной стороны от частично обрушенной башни. Волны гремели о причал, взметая стены пенящейся воды. Двигаясь впереди основных сил вторжения, магистр войны оказывался неприкрыт и уязвим. Малагарст и Марневаль напомнили о покушении на Двеле как о достаточной причине, чтобы не спускаться на этот северный остров, кусок вулканической породы под названием стать первым, кто ступит на поверхность Моляха. Луперкаль стоял у подножия башни, положив голую руку на светлый камень опоры. Его голова была склонена, а глаза закрыты. «Как думаешь, что он делает?» спросил Граэль Нактуа. «И в свое время Луперкаль тебе скажет. Иначе говоря, ты не знаешь», проворчал Кибре. Оксимант не стал утруждаться ответом вдоводелу, но Абаддон для порядка отвесил тому затрещину по затылку. Магистр войны задрал голову, чтобы взглянуть на верхний край башни. Оксимант поступил так же и понадеялся, что буря опрокинет ее в море. Гор ухмыльнулся и вернулся к Марнивалю, вкивая, словно в ответ на неслышный вопрос. Его боевому доспеху вернули лоск, и антарный глаз на груди вновь стал целым. Не будь Урсы Малеволус в блокаде на Марсе, он бы отыскал в ремонте изъяны. Однако Оксимант не мог обнаружить ни единого. Его рука невольно поднялась к рассеченной эмблеме Марниваля на собственном шлеме, к разделенному на четыре части полумесяцу. «Море, понимаете?» произнес Гор. «Я помню его запах, соль и слабая примесь серы. Я знаю, что помню это, но воспоминание как будто принадлежит кому-то другому». Он развернулся, вновь посмотрев на башню, словно пытался представить, как там могла выглядеть во время своего расцвета. «Вы, конечно же, знаете, что это?» спросил Гор. «Разрушенная башня», предположил Кибре. «О, Фальк, это гораздо больше», отозвался Гор. «Мне почти жаль, что ты этого не чувствуешь. Эта башня с карт Керза», сказал Оксимант. Гор щелкнул пальцами. «Именно, Керз и его картомания. Я ему говорил, что связь с арканами ни к чему хорошему не приведет. Но вы же знаете Конрада». «Я не знаю», произнес Оксимант, «и считаю, что мне повезло». Гор согласно кивнул. «Он мой брат, но я бы не выбрал его своим другом». «Сэр, зачем мы здесь?» спросил Нактуа. «Я не понимаю, почему мы высадились на этом острове, если на материке есть множество плацдармов, лучших с точки зрения тактики. Нам следовало десантироваться прямо на Луперкалию». Гор позволил своей руке скользнуть к рукояти сокрушителя миров. «Ты хорошо оцениваешь тактическую необходимость», Граэль, произнес Гор. «Именно поэтому маленький Гор и выдвинул твою кандидатуру. Однако тебе нужно еще много узнать о людях и о том, почему они совершают свои поступки». «Я не понимаю, сэр». Гор подвел Нактуа к башне и приложил руку своего сына из Морневаля к камню. «Потому что он был здесь, император. Все, что я узнал над Велли, было правдой. Мой отец явился сюда давным-давно и ушел возле этой самой башни». «Откуда вы знаете, сэр?» спросил Абаддон, изучая башню так, словно она могла выдать свои тайны, если всмотреться достаточно пристально. Скальп первого капитана теперь был гладко выбрит. Покаяние длилось до сих пор. «Это чувство, Эзекиль». «Я это чувствую, Эзекиль», сказал Гор. И Оксиманду еще ни разу не доводилось видеть их господина столь оживленным, столь живым. Магистр войны не ощущал такой связи с отцом со времен Уланора, и она придавала ему сил. Гор снова прикрыл глаза. Создания вроде императора перемещаются по миру без деликатности. За ним остаются следы, и он оставил очень большую отметину, когда покидал Молев. Откинув голову, Гор позволил дождю омывать кожу. Суровое, жестокое крещение. Оксимант чувствовал запах дыма от миряда пожаров. Видел красноватая марева, которая была румяной зарей этого мира. Луперкаль вытер лицо ладонью и обернулся к Оксиманду. «Здесь император покинул Молев», произнес он. «Я намереваюсь пройти по его стопам и найти то, что он взял тут». Пробудить спящих богов в их горных убежищах было немалым делом. Подземная тьма была прохладна и соблазняла обещанием покоя. Десятилетия дремы сделали богов забывчивания. Однако песнь сирены войны не отступала. Сны превратились в кошмары, кошмары в воспоминания. Марширующие ноги, ревущие рога, игрохочущие пушки. Их сотворили для войны, эти машины разрушения. Так что многолетний сон был не для них. Залитых красным хоральных залах, напев воинов Легио, уносился под купола пещерных светилищ бога машин, под горой железный кулак оплотом Легио Кустодис реактор идеала Теры проснулся, когда были раздуты тлеющие угли его ярости и совершены ритуальные подключения к командному саркофагу Принцепса Этаны Колонис. Возрождению помогали 943 адепта, по одному на каждый год существования бога машины. Они пели, благословляя амнисию за ее жизнь, и декламировали летанию ее побед. Картал Ашур руководил песнопениями пробуждения с нетронутой вершины горы. Бинарная субвокализация загружала информацию о кошмарной реальности тактической обстановке на Молехе. На мысе Калман твердыни гелиогрифоникус инвокацию опеник добавил свой голос голосу Ашура. Его басовитая интонация взмывала ввысь, наполняя постепенно пробуждающиеся бога машины желанием сражаться. Дальше на севере в безднах себя в тени катакомб Легиофордитус разжигатель войны Урнамму стучала в бинарные барабаны. Ее гортанный призыв к оружию был песнью об утрате и жестокости. Предательство на Марсе уничтожило машины ее братьев по Легио и последние уцелевшие намеревались отомстить. Десять тысяч жрецов механикума питали боевые машины Легио энергией. Их сердца наполнялись силой, броня целеустремленностью, а оружие запахом врага. Война пришла на молех, и вскоре мир зазвенит от поступи бога машин. Оливия Сурека бросила машину, когда паводковая вода сожгла мотор. Из блока двигателя ударил гейзер пара, и она выругалась на языке, на котором не говорили на молехе. Это уже не поедет. Похоже, с этого момента ей предстояло идти пешком. Она намеревалась держаться на задворках и избегать основных магистралей Ларсы. Перепуганные люди бежали из обреченного города, а у нее не было достаточно времени, чтобы тратить его на проталкивание через толпу. Оливия выбралась из машины, ледяная вода доходила ей до колен. А день так хорошо начинался. Один из главных космопортов и торговых центров молеха Ларса располагалась на конце кленовидного полуострова в нескольких сотнях километров к северу от белого шума луперкалии. Она наслаждалась умеренным климатом, который тянулся через залив от джунглей Куша, и ее обдували прибрежные ветры от северной Хвиты. В целом Ларса была неплохим местом для жизни. Так было до нынешнего утра, когда в 20 километрах от берега рухнули горящие останки имперского фрегата. Теперь приморские районы Ларсы находились под водой, торговые залы оказались заброшены, суматошные рынки с торговцами смыло в море, гавань закрывала пенное озеро обломков и трупов, иноземные портовые районы уберегло лишь расположение на возвышенности. Отделения контроля за чрезвычайными ситуациями отчаянно старались спасти тех, кто еще мог быть жив внизу. Оливия не рассчитывала, что они кого-то найдут. Она пережила великий потоп древности и хотя сегодняшний день не мог сравниться с тем наводнением она знала, что дальше будет только хуже. В море нарастет вторая или третья волна, которая может быть где угодно, до нее может оставаться от считанных минут до часов. Ей нужно было вернуться в жилище, которое она делила с Джеффом и его дочерьми. Они жили на краю района Менах в многоквартирном доме на склоне холма вместе с еще двумя тысячами портовых рабочих. Не самое экзотическое место из тех, где ей доводилось жить. Однако несомненно лучше, чем то, на что могли рассчитывать многие. Оливия знала, что ей нужно сесть на очередной транспорт и убираться из Ларсы ко всем чертям. Это следовало сделать в ту же минуту, когда она услышала о приближении магистра войны. У Оливии было мало времени, но каждый раз, когда она думала о том, чтобы бросить Джеффа и его дочек, у нее сводило живот от приступа вины. На ней лежало тяжкое бремя долга, но теперь появилась ответственность. Мать, жена, любовница. Просто слова, которые она считала поверхностными и наигранными, усиливающими ее анонимность. Как же она ошибалась? Оливия командовала лоцманским катером в гавани, направляя грузовые танкеры из Афира и Новоматии среди подводных укреплений на подходе к Ларсе. Как и все остальные, она остановилась посмотреть на огни, мерцающие в ночном небе. Они вспыхивали и гасли, словно далекий салют. Ее первый помощник говорил, что это мило, пока она не огрызнулась, что каждая вспышка, вероятно, означала гибель сотен людей в бою. Бросив погрузчик, который она вела в порт, Оливия немедленно направилась к берегу, несмотря на протесты экипажа. Это Джеффу хватило ума держать девочек там. Он не был самым умным парнем в квартале, но у него было доброе сердце. Возможно, именно поэтому он и был ей нужен. Она взяла первую же машину, какую смогла завести, и погнала в холмы, словно безумная. Когда она добралась до торговых районов на среднем уровне, мрак разогнало огненное сошедствие сбитого звездолета. Тип бесстрашный, подумалось ей. Оливия не удосужилась понаблюдать, как он упадет, и поехала еще быстрее, зная, что предстоит. Цунами от удара врезалась вглубь Ларсы на полтора километра, прежде чем отлив уволок половину жителей города навстречу смерти. Оказавшуюся на самом пределе досягаемости волны, Оливию захлестнула паводком. Старые рефлексы, отточенные за годы, вели машину через хаос, пока мотор в конце концов не вышел из строя. К счастью, она находилась менее чем в километре от жилого дома, так что далеко идти не потребовалось. Оливия побежала в гору. По мере того, как она забиралась все выше, уровень воды падал. На улицах было полно людей. Часть с ужасом глядела на утонувшее побережье. Другие здраво паковали свои пожитки. Оливия протолкалась дальше и наконец добралась до своего жилого блока. плоскрита и грязного стекла, которое стояло на краю обнесенного стеной космопорта. Умный мальчик, произнесла она, увидев, что подвальная квартира закрыта ставней. Она подбежала и застучала кулаками по голому металлу. «Джефф, открой, это я!» закричала она. «Скорее, нам надо убираться из города!» Оливия еще раз ударила по ставней и та поднялась лязгом крутящихся шестерней и звяканьем цепей. Как только оказалось достаточно места, она нырнула внутрь и быстро осмотрелась. Миска и маленькая Вивьен держались за отцовский комбинезон, встревоженно наморщив сонные лица. «Лив, что происходит?» спросил Джефф, тщетно стараясь не допустить паники в голосе. Она взяла его за руку и успокоила, мягко помассировав питуэтарную железу, чтобы спровоцировать выброс эндорфинов. «Нам надо идти, сейчас же», произнесла она, «собирай девочек». Джефф знал ее достаточно хорошо, чтобы не спорить. «Да, конечно, Лив», сказал он, успокоившись по неизвестной ему причине. «Куда мы направляемся?» «На юг», ответила Оливия, и Джефф начал укутывать девочек в тяжелые уличные куртки, перед тем, как помочь им натянуть ботинки. «Пятый грузовик готов к отправке?» спросила Оливия, нагнувшись, чтобы достать из вырезанной ей выемки под кроватью полированный металлический сундучок для оружия. «Да, там было оружие, но не оно являлось для нее самым ценным из содержимого». «Да, Олив, как всегда». «Хорошо», произнесла она, убирая сундучок в вещевой мешок. «Ты поэтому говорила, что мы должны держать его заправленным?» спросил Джефф. «На случай проблем?» Она кивнула, и его плечи облегченно опали. «Знаешь, я всегда волновался, что это для того, чтобы ты могла быстро убраться, если решишь, что хватит с тебя нас». Оливии не хватило духу сказать ему, что обе причины были верными. Миска заплакала. Оливия боролась с желанием притянуть ее к себе. У нее не было времени на сантименты. Будучи одним из главных портов Молеха, Ларса наверняка должна была подвергнуться атаке сил легионов. Она не могла находиться здесь, когда это случится. «Лив, говорят, что половина города под водой. Скоро может оказаться и весь», сказала она, прочесывая комнату взглядом, чтобы убедиться, что там нет больше ничего, что им могло бы понадобиться на пути к югу. «Потому-то нам и нужно уходить прямо сейчас. Пошли!» «Конечно, Лив, конечно!» кивнул Джефф, крепко обнимая девочек. «Еще раз, куда мы направляемся?» «Мы едем на юг, пока не доберемся до магистрали сельскохозяйственного пояса и надеемся, что ко времени нашего прибытия их не разбомбят до конца. А что потом?» «Потом мы отправимся в Луперкалию», произнесла она. Далеко к востоку от Луперкалии рыцари дома Донор удерживали общинную черту. Громкое название для осыпающейся куртины, которая отмечала край цивилизации. К западу располагались обитаемые города, к востоку неисследованные джунгли Куша, а за ними только черный залив Афира. Во влажных глубинах джунглей бродили огромные хищники, звери, которые некогда свободно гуляли по земле. Века охоты загнали их на окраину мира, в тайные разломы гор, логово в джунглях или же в засушливую южную степь. Дом Донор Фрид и Бронзу нес стражу общинной черты на протяжении 30 поколений. То, что по всей ее долине также размещались полки бельгарских гефсирмов и бронированные эскадроны железной бригады Капикулу, едва ли заслуживало упоминания, по мнению лорда Балморна Донора. Стаи ажджархидов, изголодавшиеся по плоти Малагры или же бродячие группы ксеносмилусов редко появлялись из джунглей. Но когда это все же происходило, дом Донор был готов загнать их назад при помощи цепных мечей, боевых пушек и термальных копий. Лорд Донор пригнулся перед перемычкой главной Куртины, хотя громада его рыцаря могла легко пройти под ржавой железной аркой. За ним хромал рыцарь его сына. Одна из его ног была запятнана масляной кровью, которую пустил матриарх ажджархидов. Громадные, нелетающие птицы с огромной шеей и крокодилием клювом, ажджархиды выглядели комично, однако вполне могли ранить рыцаря. Как на свою беду и выяснил Роберт Донор, пока ворота закрывались, двух рыцарей по ту сторону стены прикрывали редуты из окопанных теневых мечей, гибельных клинков, малкодоров и грозовых молотов. Тысячи солдат собрались на плацах, грузясь на бронированные транспорты. Вторжение изменников ускорило мобилизацию, но общинная черта находилась на военном положении еще с тех пор, как в джунглях нашли растерзанную роту бельгарцев. В джунглях было легко погибнуть, там для человека находилась сотня способов умереть, но этих людей убило нечто неописуемо жестокое, на них могло напасть сколько угодно тварей джунглей, но какой зверь станет брать в качестве множества тайн кушевских джунглей. Иди прямо, приказал Балморн, не позволяй этим отбросам из армии видеть, что ты хромаешь. Во имя трона, ты же донор, веди себя соответственно. Балморн направил своего рыцаря вверх по длинным покатым подмосткам, которые вели на расширенный парапет. Несколько работающих турелей сканировали джунгли. Термальный ауспик выискивал цели. Роберт последовал за отцом, медленнее из-за погнутых сочленений ноги. С твоей стороны было глупо так попасться, произнес Балморн, когда сын наконец добрался до парапета и упер в поршневую ногу своего рыцаря в прилегающий блок гаус без крыши. Откуда мне было знать, что аж джархиды побегут в панике, огрызнулся Роберт, устав от издевок отца. Нам повезло, что мы вообще оттуда выбрались. Группа сокрестанцев побежала было к поврежденному рыцарю, но Роберт отогнал их рявканьем своего охотничьего горна. «Удача тут ни при чем, парень», сказал Балморн, разворачивая верхнюю часть корпуса, чтобы оглядеть всю панораму с возвышенности. Она была несимпатична, небо рисовало Молеху мрачную картину, со всех сторон горели рыжие топи и черный уголь, ветер доносил смарата сженого камня, нагретой стали и фицилина, электромагнитные бури бушевали над бесплодным ландшафтом, повсюду на горизонте вспыхивали грибы взрывов от орбитальных орудий. Балморну не доставляло удовольствия размышлять, насколько же большими должны были быть разрывы, чтобы он их видел с общинной черты. Когда он посмотрел поверх полога джунглей, давящие сверху облака залило усиливающимся свечением. «Что это?» спросил Роберт. «Очередная бомбардировка!» Лорд Донор не ответил, наблюдая, как тысячи черных объектов вырвались из облаков и устремились за восточный горизонт. «Слишком медленно для орбитальных снарядов!» проговорил он. «И слишком упорядочено для обломков!» «Они слишком быстрые и угловатые для штурмовых транспортов!» сказал Роберт. «Что же это?» «Десантные капсулы!» произнес Лорд Донор. Три топливных хранилища Афира пылали. Озеро горящего Прометия охватила южные окраины города и медленно расползалась к северу. Городские адепты механикума провели аварийное отключение насосных станций. Из вентиляционных башен не вырывалось пламя, вездесущее сердцебиение буровых установок стихло. Угольная база на восточной оконечности континента, на дальнем конце Кушитских джунлей. Афир располагался в 9000 километров к востоку от общинной черты. Грузовые танкеры со всего океана останавливались здесь, чтобы подкормиться из прометеевых источников перед тем, как продолжить путь вокруг северного побережья к торговому распределяющему узлу Хвита или космопортом Локоша и Ларсы. Никто не называл Афир его собственным именем. Когда-то его именовали городом золота, но за столетия на протяжении которых выхлопные газы, сбросы прометия и сливы масла запятнали каждое сооружение устойчивым черным осадком, он заработал другое название. Солдатам из карнадских копийщиков он был известен как город без теней. Лейтенант Скандер из 7-й бригады наслаждался особенно эротичным сном, когда заработали сирены тревоги. Моментально проснувшись, он вскочил и схватил бронежилет из ящика в ногах кровати. Он чувствовал под собой пульсацию генераторов пустотных щитов. Стреляли батареи гида. Ритмичный стук их зарядов было ни с чем не спутать, даже за усиленным полоскритом. Скандер вытянул ботинки и застегнул разгрузку, убирая в кавуру болт-пистолет и проверив предохранитель. На бегу к главному транспортному ангару он схватил перевязь с мечом. В грозовом молоте было мало толку от меча, но он бы скорее отправился на бой голым, чем оставил клинок. Помещение заполняли пять сотен штурмовых танков Малкадор, Минотавров и нескольких сверхтяжелых. Над каждой из них висели флажки с изумрудно-серебряной пирамидой копий. Его собственной машиной был грозовой молот под названием Жнец. Вокруг техники роились водители, стрелки и машинные провидцы. По пещере носились загрузчики снарядов и грузовики с топливом. Зал сотрясался от далеких взрывов, надвигался штурм планеты, который, как и ожидал каждый пехотинец армии, флоту эффектно не удалось предотвратить. Одетый в заляпанное маслом облачение машинный провидец с огромным количеством аугметики быстро и методично руководил маневрами. Его многочисленные конечности указывали оптимальный порядок развертывания. Танки выкатывались со своих мест и гортанный рев их двигателей был музыкой для его ушей. Когда он подбежал, с передней башенки махнул сержант Хонда. Скандер уже давно полагал, что Хонда живет в танке. И это, похоже, только подтверждало его подозрение. Сдается мне, адмирала побили, сказал Хонда, пересиливая шум сирен. И ты удивлен, почему так, отозвался Скандер, сбираясь по лестнице на крышу колоссального танка. Где Вари? Уже на месте, лейтенант, ответил Вари из тесного водительского отсека. Скандер вскарабкался на переднюю турель из паренных боевых орудий и провалился в командирский люк. Надев шлем, он подключился к бортовому боевому логистеру. На него обрушился каскад информации, темпы развертывания, боезапас, температура ядра и целостность корпуса. Все зеленого цвета. Машинный провидец дал им разрешение, но прежде чем Скандер успел отдать приказ выдвигаться, подземный ангар ударило что-то мощное. Крыша зала раскололась. В помещении обрушились гигантские куски колотого пласкрита. Внутреннее пространство пронзили пыльные колонны света, обломки расплющили эскадрон гибельных клинков, разнеся корпуса, будто игрушечные модели. Скандера швырнуло вперед, когда в шлем угодил падающий кусок камня. По лицу потекла кровь, он моргнул, стряхивая вызванные внезапной болью слезы. Визор затуманивали помехи, он сорвал шлем, тот был худшую часть обстрела приняли на себя полковые танки посередине ангара. Их стерли в пыль сотни тонн обломков и высокомощной взрывчатки. По всей линии готовности следовали взрывы. Вторая очередь снарядов была нацелена на неприкрытые Малкадоры и Химеры. Основной проезд окутывало пламя, горящие лужи топлива изрыгали густой черный дым, в огне сгорали полковые флаги. На Скандора нахлынул жар от взрыва Малкадора и он посмотрел вверх сквозь разбитую крышу, увидев, что небо покраснело от пламени и почернело от дыма. Ангар, ранее служивший его танком убежищем, стал смертоносной западней. «Вытащи нас отсюда!» заорал он, и Жнец дернулся вперед, когда Вари передал энергию на двигатели. Пронзительный лязгающий вой сообщил, что при обстреле им порвало гусеницу. Они раздирали пол ангара, но это тревожило Скандора менее всего. В пылающий центр ангара что-то врезалось, два конических продолговатых объекта, светлая сталь и черные подпалины от входа в атмосферу. От выгоревших тормозных двигателей валил жгучий пар выхлопа. Запорные болты отстрелились, и бронированные борта десантной капсулы отпали, словно разворачивались пропеллеры. Из двух капсул появились могучие фигуры, гиганты в светлой броне с изображением окруженного шипами черепа на наплечниках. Воины гвардии смерти шли среди обломков и развалин, но это их не замедляло. Огромная фигура в боевом доспехе из голого металла, бронзы и слоновой кости шагнула из своей капсулы в пылающие руины ангара. Гигант, который явился раздирать плоть и дробить кости. Окруженный огнем и трепещущим плащом из плетеного волокна, примарх 14-го легиона держал громадную косу, которая мерцала трупным свечением. Мортариона сопровождали терминаторы в капюшонах, облаченные в похожие на глыбы доспехи. Они также несли огромные косы и беспрекословно следовали за сюзереном в огонь. В гвардии смерти тянулись очереди выстрелов, которые выбивали искры из непроницаемых пластин. Среди воинов рвались наряды, но те преодолевали их ярость, не останавливаясь. Их оружие стреляло, разрывные заряды истребляли экипажи танков, пережившие первый обстрел, размазывая их в массу изорванного мяса. Позади первой волны рухнула еще одна капсула, затем еще одна и еще. Они падали парами, одна за другой, и с каждым раскатистым ударом гвардии смерти становилось больше. Жнец пытался развернуться к Мортариону, но с порванной гусеницей это бы произошло не скоро. Скандер задействовал командирский перехват управления, повернув сдвоенную пушечную турель. Крики людей перекрывали пламя и непрерывный шум отрушащейся кладки. Примарх гвардии смерти заметил Скандера, и тот едва не выпустил рычаги управления, взглянув в лицо своего палача, бледное, с самыми холодными глазами, какие ему доводилось видеть. Он услышал знакомое двойное эхо снарядов, загнанных в казенник, шипение запорных механизмов и виск приводов ускорителя. Трон, да, прошипел он, вдавив гашетку. Все 320 тонн бронированной мощи жнеца покачнулись от колоссальной отдачи. Сдвоенная дульная вспышка практически ослепила его. Объединенные ударные волны вышибли воздух из легких, а грохот выстрела разорвал барабанные перепонки. Скандер силился вдохнуть. Его контузило при одновременной детонации пушечных снарядов, выпущенных в упор. Он моргнул, прогоняя остаточные образы. Вниз сыпался дождь пластиковой пыли. Воздух застилал горячий насыщенный металлом воздух и закричал, требуя перезарядки, хоть и знал, что его никто не услышит. А им не выстрелить еще раз. Скандер нырнул внутрь грозового молота, сложив ладони рупором перед ртом. Перезарядка! Перезарядка! Трон, дайте мне еще один выстрел по этому ублюдку! Он повторил приказ, понятия не имея, кто внутри жнеца еще жив. До момента зарядки главного орудия, Скандер мог напрямую управлять только башенным точечным оружием. Это была неспаренная пушечная турель, но предстояло обойтись ею. Скандер поднялся и увидел, что на его танке стоит закутанная в плащ фигура повелителя смерти. Доспех Мортариона выглядел так, будто его отбили кузнечным молотом, а плащ превратился в зодорные лоскуты. Примар казался гротескной восковой фигурой, гладкокожей посмертной маской. «У тебя был только один выстрел», прохрепел Мортарион, взмахнув безмолвием и разрубив Скандера с его грозовым молотом на части. Такие же сцены разыгрывались по всему Молеху. Батареи противовоздушной обороны оказались полностью подавлены. Победить флоты двух легионов, стоящие на низкой орбите, было невозможно. И жестокие бортовые залпы обращали целые области Молеха в спекшиеся пустыни. Гора Таргер стала целью массированного удара противобункерными снарядами, и даже ее многочисленные укрепленные точки не смогли помешать адскому пламени выпотрошить оплот ордоредуктор. Под горой бушевало пламя, пламя которому предстояло гореть еще 70 лет, пока оно наконец не опало. Гошин, Империум и два крепостных города Близнеца Леоста и Лютр подверглись бомбардировке, как и прибрежные города Деска и Хвита. Известная, как город Ветров, из-за своего расположения на дальней оконечности полуострова Энатеп, Хвита буквально обрушилась в океан, когда скала, на которой ее возвели, осыпалась под огнем обстрела. На Ханис упал красный дождь. Раскаленное железо и микроосколки сыпались от места орбитального сражения, словно горящие пули. Люди, оказавшиеся на открытой местности, мгновенно вспыхивали и сгорали, будто факелы. Они кричали, пока жар не высосал воздух из их легких. Они бежали в укрытие, однако раскаленный ливень вскоре проел брезентовые тенты и гофрированные крыши. Закончив бомбардировку, флоты открыли свои посадочные палубы, и в верхние слои атмосферы волна за волной стартовали силы вторжения магистра войны. Они падали по дуге, словно крупицы песка, бегущие сквозь пальцы философа. Грозовые птицы и громовые ястребы, огненные хищники и грозовые орлы, корабли-саркофаги и грузовые челноки, стаи матово-черных транспортов армии, бронированные погрузчики и грузовики с боеприпасами. В каждом городе выли тревожные горны. Молех кричал. 12. Прорыв Обезглавливание Двойное пламя На берега Авадона обрушился вал цвета морской волны, но этот не откатился, он продолжал продвигаться вверх. Бронированный кулак огневой мощи и трансчеловеческая выносливость. Это должно было стать прорывом, осуществленным с максимальной быстротой. На острее атаки двигались 200 лендрейдеров сынов гора. Никакого изящества, никаких ущищрений, просто сокрушающий удар в сердце. Эдараки Хакон, маршал Северного Океанического, ожидала армию Луперкаля с линией опорных точек, глубоких траншей, шестью полными полками армии и ротой окопанных сверхтяжелых танков. Ее укрепления тянулись по прибрежным утесам, окружая обращенный к земле край дамбы. Если сыны гора хотели попасть на материк, им предстояло пробиться с Дамасика. Она не могла взять в толк, почему такой величайший тактик, как гор, организовал плацдарм на острове, единственной точкой выхода с которого была узкая дамба. В этом не было смысла, однако именно это и сделал магистр войны. Никто в ее командном составе не мог адекватно объяснить мотивы гора, но можно было воспользоваться возможностью наказать предателей за ошибку. Артиллерийские роты Хольста Литонана на высоких обрывах острова провели всю ночь в дуэли с пушками Хакон, и маршал против своей воли была вынуждена отвезти тяжелые подразделения, когда на горизонте забрежило заря. Избавившись от подавляющего огня батарей, орудия предателей обрушили на имперцев одну волну глушащих ракет за другой. Вертящиеся снаряды изрыгали клубы мерцающего электромагнитного тумана, который нарушал огневые расчеты и сбивал тщательно откалиброванные дальномеры. Пока имперские стрелки силились преодолеть глухую мглу, лендрейдеры сынов гора уже мчались по последнему участку дамбы к материку. Перед ними посылали дуговые потоки ракет уничтожали разложенные противотанковые ловушки и прорывали поля спутанной колючей ленты бурей подземных взрывов. Первые лендрейдеры вырвались с дамбы под ярость тяжелых автопушек, орудий группового обслуживания и стационарных лаз-пушек. Сверхтяжелые танки Хакон дернулись назад в своих окопах и грохоту этого дня добавились залпы боевых орудий и разрушителей. Осадные мортиры и бомбарды кулеврины и гаубицы с кашлем отправляли в небо фугасные заряды. Край дамбы исчез в сотрясающем землю шквале взрывов. Оглушительные удары били один за другим. Они следовали настолько быстро и непрерывно, что сливались в один бесконечный ударный взрыв. Энергетическое оружие испаряло океанские волны гейзерами пара. Высокомощная взрывчатка перепахивала пляж ураганами стеклянных осколков. От воздуха разило солью и горящим металлом, сожженным мясом и кровью. Двадцать лендрейдеров погибли мгновенно. Споротые и вывернутые наизнанку, они завертелись на месте, словно выпотрошенный скот. Из извергающих дым останков хлынули легионеры сынов гора. Молниеносный перекрестный огонь рвал их на куски. Жгучие оксифосфорные спадалось, плоть испарялась. Оставшаяся артиллерия Хакон забросала дамбу фугасами, рассчитывая лишить танки на пляже подкреплений и задушить прорыв в зародыши. Бронированные ремонтные машины Атлас дюжинами сбрасывали остовы в океан. Модифицированные троянцы безостановочно трудились, поддерживая дамбу в проходном состоянии, и ничто не могло замедлить льющийся на материк поток транспортеров. В вихрь ворвались новые лендрейдеры, полдюжины, затем еще дюжина. Они рассредоточились, оказавшись на изорванном снарядами берегу. Они перемалывали трупы братьев по легиону, укрываясь в воронках, заполненных кровью и горючим. Вверх по склону бил ответный огонь. Среди выпотрошенных лендрейдеров, оттягиваемых влево и вправо от края дамбы, протолкался «Скорпиус». Вращающиеся пусковые установки прочесывали соединенные опорные точки залпами ракет. Три быстро взорвались одна за другой, сокрушенные имплазивными боеголовками, которые разнесли опорные элементы. Над головой заревели грозовые орлы и громовые ястребы. Из установок на их крыльях и носах мчались ракеты и снаряды. По всему имперскому флоту вспухли огненные полосы. Но полки Эдараки Хакон окопались хорошо и глубоко. Батареи Гидр вертелись, ведя воздушные корабли. Мантикоры фиксировали целенаводящие кагитаторы на вспышках двигателей. По небу строчили ракеты «Небесный орел» и заряды скорострельных автопушек. Полдюжина десантно-штурмовых кораблей упала, врезавшись в утесы, словно некачественный триумфальный фейерверк. Болтер и сынов гора оставляли в дымовой завесе спиральные инверсионные следы. Ракеты описывали дуги и били по огневым точкам. О точках попадания возвещали грибовидные белые вспышки. В центре атаки словно гиганты двигались когти дредноута. Ревели штурмовые пушки, слишком тяжелые даже для легионера. И из роторных установок вылетала одна ракета за другой. По всей протяженности многокилометрового пляжа прокатывались пылевые бури, фыркающих выстрелов, ракет, энергетического оружия и сгустков пламени. Мертвых и умирающих давили рычащие гусеницы лендрейдером. За ними к указанной отметке высоты следовали носороги и обледенелый песок превращался в зернистую красную пасту. Лендрейдер покачнулся, когда ему в борт ударил близкий взрыв. Оксимант крепко схватился за опору, когда тяжелая машина нырнула в воронку. Двигатель заревел и она начала карабкаться на противоположную сторону. Броня штурмового транспорта глушила большую часть шумобоя, но гудящие басовитые ноты ударных волн стучали все чаще и сильнее. «Приближаемся», произнес Е. Дурса, линейный капитан пятой роты. «Беспокоишься?» спросил Оксимант. «Нет», ответил Дурса, и Оксимант ему поверил. Чтобы смутить ветерана, вроде Дурса, требовалось нечто большее, чем оборудованные огневые точки, роты сверхтяжелой техники и полки армии. Подчиненный Оксиманда вертел что-то в руке, с ловкостью опытного окорщика, перемещая это между пальцами. «Что это?» Дурса глянул вниз, как будто не осознавая, что делает. «Ничего», сказал он, «просто баловство». «Покажи». Дурса пожал плечами и разжал ладонь. Золотой символ на цепочке, который носят на шее. Око гора светилось красным в освещении отсека. «Ты суеверен, ед!» «Как выясняется теперь, мне это нужно, маленький гор», отозвался Дурса. Оксимант кивнул, допускай это. Еще недавно подобное поведение стало бы основанием для дисциплинарного взыскания. Теперь же оно выглядело исключительно естественно. Оксимант оглянулся на своих воинов. Десять сынов гора с тяжелыми прорывными щитами и мультиспектральными приспособлениями на шлемах. На пластинах брони каждого из воинов были вытравлены символы бандхтонии. Болтеры украшали отметки убийств, а на поясах висели жуткие трофеи. Безмолвный орден возродил старые практики родной планеты. Сергар Таргост, горло которого было замотано антисептическими бинтами, предложил вернуть хтонийскую символику, и магистр войны согласился с ним. «Я думал, мы покончили с дикарскими тотемами», произнес он. «Совсем как в старые времена», сказал Дурса. «Это хорошо». «Но сейчас не старые времена», бросил Аксимант. Дурса покачал головой. «Ты действительно хочешь сейчас в это углубляться?» «Нет», ответил Аксимант. Его странным образом беспокоила новая трайболистская манера держаться его воина. Он полагал, что с ухода Мериба шестнадцатый легион возродится. Похоже было, что так и произошло, но не в том виде, которого он ожидал. Грани, сглаженные веками согласия, снова заострились. Аксимант соединил визуальный канал своего шлема с внешними трансляциями пиктов Лендрейдера. Там было не на что особо смотреть. Глушащие бомбы затягивали сланцевые пляжи и гранитные утесы впереди волнами электромагнитных помех. Из мглы появились призраки сплющенных противотанковых ловушек и акры разорванные снарядами колючей ленты. Дисплей зашипел от помех и на вершинах скал полыхнули дульные вспышки артиллерии. Спустя считанные секунды Лендрейдер содрогнулся от близкого попадания высокомощных фугасов. Машина затряслась, преодолевая останки чего-то, что когда-то могло быть носорогом. Аксимант беззвучно поторопил водителя. Компания на Двеле его испортила. Поспешная яростная толкучка того боя напомнила о первых днях Великого Крестового Похода. Когда легионы еще разрабатывали свой модус операнди, то было время испытаний повторного усвоения уроков войн, только начинающих эволюционировать из ада, в котором два бесформенных воинства племен техноварваров, состоящие из плоти и пота, рубили друг друга. Новое оружие, новые технологии, новые трансчеловеческие тела и новые братья, с которыми сражаешься бок о бок. Одно дело создать легион, другое научиться сражаться как легион. Десять секунд, крикнул водитель. Оксимант кивнул, проверил, заряжен ли болтер и сдвинул ножны скорбящего на плечо. Полностью заряжен, полный порядок, совсем как в прошлый раз. Он вышел на линию готовности, размял плечи и крепко Визг двигателя усилился. Водитель выжимал для воинов на борту еще несколько десятков метров. От взрыва машина встала на одну гусеницу. Она приземлилась с окрушительным грохотом дробящегося камня и протестующего металла. Пошли, пошли, пошли! Лендрейдер со скрежетом остановился. Штурмовая аппарель упала вниз и внутрь ударила ревущая крещенда. Взрывы, стрельба, крики и лязг металла о металл. Громкость мира вышла на красную отметку. Оксимант услышал в ухе дыхания и закричал «Убивайте за живых! Убивайте за мертвых!» Старинный боевой клич невольно сорвался у него с губ, когда он бросился в водоворот. Его воины взревели в ответ. По милости Ликс Ревен едва не стер ноги бича погибели до земли, чтобы добраться к Аватдону, но теперь жалел, что утруждал себя. Она разбудила его среди ночи, наведя на мысль, что намечается какое-то чувственное приключение. Однако вместо этого его ждали внутренности и пророчества. «Великий волк явится в Аватдон», сказала она, бросив ему на колени горсть теплых и влажных органов. «Его горло обнажится, когда к тебе приблизятся огненные волки-близнецы. Перереж его, и белая нага из легенды явится к тебе с откровением». Ревен поперхнулся от смрада гниющего мяса и уже был готов оттолкнуть ее прочь, когда увидел, что ее глаза молочно-белого цвета и без зрачков. Так бывало с его матерью, когда он был молод, и сказанное ею всегда сбывалось. «Гор?» спросил он вместо того, чтобы ударить ее. «Гор будет в Аватдоне», но она обмякла, и ее не смогли привести в чувство ни соли, ни пощечины. Несмотря на опасения Кианы Курион и кастера Алкада, Ревен немедленно собрал домашник и направился на север, к Аватдону, с десятью своими рыцарями. С ним отправились двое сыновей, Эгелик и Бенон, а средний Озгар остался в Луперкалии в качестве правителя. И вот после целой ночи изнуряющего перехода вокруг отрога плоскогорья Унсар и среди земледельческих пейзажей ничего, их почтенные машины, словно обычные пехотинцы ожидали от Эдараки Хакон сообщения о том, когда можно выдвигаться. По позвоночнику Ревена проходили спазмы отвращения от того, что эта лишенная юмора свинья из армии не дала ему места в боевом порядке. Бич погибели отреагировал на его злость, скребя землю когтистой лапой. Предупреждающий ауспик залил сенсориум красным светом, а орудия с визгом сервоприводов набрали энергию. Боевые горные рыцари взревели и ближайшие резервы армии попятились. Мы должны быть за этим хребтом, отец, произнес Эгелик, старший сын Ревена. Почему мы не сражаемся? Потому что моля захватили чужеземцы, прошипел Беннон, младший. Когда империум явился сюда, они отрезали нашему дому яйца. Довольно бросил Ревен. Беннону было почти тридцать лет, и ему следовало быть умнее, однако мать души в нем не чаяла, его манеры были грубы, а высокомерие настолько же чудовищно, как ощущение своего права. Сын во многом напоминал Ревену его самого в юности, только Беннон не обладал его обаянием и харизмой, которые сглаживали надменность и придавали ей вид уверенности. Однако в данном случае был прав и Беннон. «Идем со мной», произнес он, покидая область, куда их поставили, и вышагивая среди траншей редутов. Приблизившись к переднему краю сражения, к боевым кагитаторам командного бункера Эдараки Хакон. Сенсориум заполнили загруженные данные, и бич погибели зарычал в предвкушении. Он чуял кровь и слышал грохот выстрелов. Это была война, настоящая война. Возможность испытать себя в схватке с более интересным врагом, чем бродячая Малагра или стая Ксеносмилусов. Ревен чувствовал отголоски всех воинов, кто управлял бичом погибели до него. Слышал, как их общая шипучая жажда боя пульсирует в его теле, будто глоток сло. Ревен сомневался, что смог бы повернуть назад, даже если бы захотел. Он шагал сквозь мешанину складов боеприпасов, троянцев, артиллерийских окопов и войск заднего эшелона. Его рыцари следовали позади, похваляясь врагами, которых намеревались сразить. Впереди земля резко поднималась вверх, а небо бурлило, словно фантасмагорический шторм, сверкая, как схватка богов в небесах. В сенсориуме настойчиво раздавались предупреждения, помеченные личным опознавательным символом маршала Хакон. Он не обращал на них внимания и двигался дальше, шагая к краю утеса. До края дамбы было полкилометра, и пространство между ней и утесами представляло собой раскуроченное горящее кладбище искореженного металла, адский ландшафт с пылающими кратерами, множеством разбитых танков и сотнями расчлененных тел, тысячи гигантских воинов пробивались вперед за тяжелыми прорывными щитами. Те давали эффективную защиту от ручного оружия и даже орудий среднего калибра, но просто не годились против тех пушек, которые на них нацелила Хакон. После каждого наступления оставался шлейф тел, лишенных конечностей трупов и рек крови, которые заполняли воронки красными озерами. Ревину никогда не приходилось видеть столько космических десантников. Он даже не представлял, что их вообще может быть столько. Бич по гибели тянул его разум, понуждая действовать, выступить со славой и разнести один из надвигающихся клиньев щитов на куски. Ну же, отец, убеждал Беннон, давай сокрушим их. Будем поочередно разбивать каждый на части, пока не опрокинем весь фронт. Ему хотелось отдать приказ. О, как же ему хотелось отдать этот приказ. Да, мы могли бы сокрушить одну, возможно две, а может даже три стены щитов, но и только, произнес он, чувствуя, как Бич по гибели разгневан его отказом идти. А затем нас задавит артиллерия и повергнет пехота. Недостойная смерть, едва ли подобающая рыцарям. В ответ на сопротивление его рыцарь пустил по позвоночнику спазм нейрорезонанса и Ревин дернулся от его силы. Когда он открыл глаза, его взгляд тут же привлек к себе лендрейдер с дополнительным бронированием, который проломил ракритовый волнолом. Упал на противотанковые надолбы и раздавил их своим весом. На задней части защиты обоих траков реяли знамена, каждая с символом вставшего на дыбы волка. Выстрелы выбивали искры из брони лендрейдера, и Ревин увидел, как в борт, где до этого срезала правый спонсон, пришлось прямое попадание лос-пушки. Она должна была пробить отверстие внутрь машины, но вместо этого энергия выстрела рассеялась в момент попадания, и танк окутался огненным цветком, от которого вспыхнули два знамени с волками. «Световой щит», произнес он, узнав такую же технологию, как в ионных щитах бича погибели. «Его горло обнажится, когда к тебе приблизятся огненные волки-близнецы». «Луперкаль», сказал Ревин. Пол под ногами Граэля Нактуа сотрясался от попаданий. На плитах под сапогами появились закругленные стреловидные выступы. Громовой ястреб обладал утилитарной конструкцией, рабочая лошадка, отличающаяся быстротой и легкостью в производстве. Кроме того, он был сравнительно расходным, что едва ли успокаивало людей, которых он перевозил. Присев возле задней аппарели, с грузом дымящегося прыжкового ранца за спиной, Нактуа ощущал каждое попадание по корпусу десантно-штурмового корабля. Он слышал каждое потрескивание натяжных тросов и скрип крыльев на запрессованных болтах, когда пилот исполнял отчаянные маневры уклонения. Полосы выстрелов тянулись к кораблю, который петлял в воздухе, пока стрелки пытались предугадать его движение. Шрапнель выбивала в воздухе барабанную дробь. Шестеро воинов упали, когда бронебойные снаряды пробили фюзеляж и рассекли, словно мешки с кровью, имеющие форму человеческого тела. Линия трассера пересекла правое крыло. Основной удар пришелся по двигателю, затем оторвался элерон. «За мной!» заорал Нактуа. Лампа готовности к прыжку все еще светилась оранжевым, но если бы они не убрались с обреченной птицы, то упали бы вместе с ней. Громовой ястреб двигался по воздуху, сползая в сторону и накренившись на бок, когда отказал правый двигатель. Нактуа согнул ноги и толкнулся наружу и вниз, плотно прижав руки к бокам. Он не стал оглядываться, посмотреть, следуют ли за ним его люди. Следуют, не следуют, он узнает, когда окажется на земле. Он почувствовал, как над ним взорвался громовой ястреб и понадеялся, что горящий остов упадет не на него. Он ухмыльнулся, подумав, что бы о таком сказали Эзеки-Лефаль. В огне рухнули три громовых ястреба, возможно, больше, это не имело значения. Все знали, что воздушные корабли расходный материал. Небо заполняли легионеры-штурмовики. Он проигнорировал их и сосредоточился на стремительно приближающейся земле. Боевые братья на пляже увязли под снарядами на перекрывающихся секторах обстрела. Черный сланец берега напомнил Нактуа о бойне на Истване 5, но на сей раз умирали уже сыны гора. Нактуа скорректировал угол спуска по направлению к цели, которую ему указал лично Луперкаль. Расположение опорных точек траншеи редутов было в точности таким, как предсказал магистр войны. Смертные, такие предсказуемые. Символ в виде новорожденного месяца, такой же, как вытравленный у него на шлеме, располагался поверх сильно укрепленного пункта. Тот был окружен рядами передовых укреплений, прикрыт точечными орудиями и защищен сотнями солдат и самим своим расположением на линии фронта. Нактуа махнул ногами вниз, чтобы падать подошвами вперед. От мысленного импульса прыжковый ранец заработал и спустив визжащий ураган белосинего пламени. Он специально модифицировал впускные и выходные сопла, чтобы они издавали вой при запуске. Стремительное падение замедлилось. Нактуа приземлился с грохотом раскалываемого камня. Он согнул колени и форсунки прыжкового ранца опалили крышу опорного пункта. Спустя считанные секунды его окружил грохот подошва камень. Закончив отцеплять от нагрудника два мелто-заряда, он уже успел насчитать 26 ударов. Более чем достаточно. Он швырнул мелты вниз по бокам от себя и вновь взмыл в воздух, дав краткий импульс из прыжкового ранца. Его воины сделали то же самое и как только они оказались в воздухе, 58 мелто-бомб взорвались практически одновременно. Отключив сопла, Нактуа выхватил меч с болт-пистолетом и рухнул вниз сквозь дымящиеся остатки крыши опорного пункта. Верхний уровень был полностью разрушен, превратившись в воющее и вопящее месиво умирающей плоти. Он спрыгнул на нижний этаж, пробив ослабленную конструкцию и приземлившись в центре бывшего проекционного стола. Его окружали оглушенные смертные, лица которых напоминали оказавшихся на суше рыб. Непонимающие открытые в ужасе рты образовывали буквы О. Он спрыгнул посреди них, одним взмахом меча рассек троих офицеров, а еще двоим выстрел в лицо. Трупы еще не рухнули на пол, а он уже пришел в движение. Потолок пробили мощные удары, от которых каменная пыль и железные балки хлынули туда, где лишь мгновение назад располагался полностью функционирующий командный центр. Из обломков поднимались покрытые прахом статуи воинов-богов, которые расправлялись со всеми живыми людьми в пределах досягаемости. Заряды болтеров рвали тела в бронежилетах, словно чрезмерно сжатые канистры с топливом. Брызги артериальной крови расписывали стены перекрещивающимися дугами. Ревущие цепные клинки рубили конечности и хребты, превращая плоть в мозаику. Нактуа в ногах и в безликих шлемах. Молниевые пушки открыли огонь, сминая воду, но Нактуа переключил сверкающий заряд на своем прыжковом ранце. Он приземлился между талаксами, обезглавив одного мечом и разорвав второго болтом, который выпустил словно палач. Двух других повергла толпа сынов гора, еще двоих застрелили, не дав сделать ни единого шага. Нактуа за собой каньон сженой плоти. Он рывком снизился, при приземлении вогнав пятку в грудь оставшегося талакса. Тот врезался спиной в стену. Блок логики талакс разлетелся, будто стекло, и на усыпанный щебнем пол упали окованные сталью позвоночник с черепом. Последний развернул свой плазменный бластер и сумел выстрелить навскидку, проделав на наплечнике раскаленную борозду. Разозлившись, Нактуа рубанул его мечом по плечу. Клинок вышел через таз, и сраженный киборг умер в потоке зловонных амниотических жидкостей, затрещав от машинной боли. Нактуа покрутил плечами, раздраженный тем, что кибернетическая вещь смогла подобраться к нему настолько близко. Плоть под броней была обожжена, и он только теперь почувствовал боль. Подумав о боли, он глянул вниз и увидел, что из бедра торчит арматура из катанной стали, а в нагрудник вошел боевой клинок талакса. Последний не пробил броню, но арматура прошла прямо сквозь ногу. Странно, что он этого не почувствовал. Он выдернул ее, мгновение понаблюдав, как течет кровь и наслаждаясь новым ощущением ранения. Он отбросил пруд и кивнул своему магистру сигнальщику. «Ставьте маяк», приказал он, указывая на центр разбитого гололитического стола. «Похоже, там сойдет». Нактуа услышал хриплое дыхание, глянул вниз и увидел, что один из командиров крепости еще жив. Умирающая женщина с лас-пистолетом, покрытым орнаментом. Архаично и чрезмерно сложно, но ведь имперским офицерам так нравилось украшать свое боевое снаряжение. Она была одета в Бурнус из драконьей чешуи и золотистые очки, словно пустынный налетчик. Нактуа заметил под этим на груди униформы штифты, обозначающие звание. Он не удосужился изучить военную иерархию вооруженных сил Молеха, как оксимант, но она явно располагалась высоко в пищевой цепи. Бурнус пропитала кровь, а очки разболтались. Они повисли на одной щеке, открыв «Давай», сказал он, «сделай свой лучший выстрел». С удовольствием произнесла Эдараки Хакон и всадила волкитный заряд точно в сердце Граэля Нактуа. Грохот битвы обрушился на оксиманда, словно кулаки контемптора. По нему били ударные волны взрывов, щит содрогался от попаданий снарядов. Непрерывный обстрел делал каждый шаг полным опасностей. На дне воронок собралось невообразимое количество крови. Проезд рожающейся техники превратил ее в липкий и красный строительный раствор. По пляжу проносились косы залпов, тяжелых болтеров и автопушек. Щиты сынов гора принимали на себя большую часть огня, но не весь. Воины легиона падали в таких количествах, каких оксимант не видел сыстванно. Они шагали по мертвецам. Под ногами трещала опаленная броня, при продвижении подошвы вязли в размазанных трупах. Апотекарьи и рабы оттаскивали прочь тех, кто был слишком серьезно ранен, чтобы сражаться. В подобном милосердии было мало смысла. Космический десантник, чьи раны слишком тяжелы, чтобы продолжать идти, представлял собой обузу, без которой легион мог обойтись. «Пусть умирают», подумал Аксимант. Догонявшие их с обоих сторон лендрейдеры взметали снопы зернистого черного песка и застоявшейся крови. Вращающиеся орудийные платформы на гусеницах отстреливали снаряды и дымящиеся гильзы. Дредноут без одной руки, пошатываясь, вродил кругами, как будто искал ее. Над головой проносились ракеты, избыточное давление выжимало из легких воздух. У воздуха был привкус перегруженных батарей и плавящейся стали, сгоревшего мяса и вскрытых внутренностей. Фронт имперцев был неразличим заколышущейся грядой дыма орудий. Дульное пламя и сотен амбразур мерцало, словно вспышки пикторов на параде. Небо окрашивалось взрывами, растекающиеся дуги дыма указывали места гибели десятков десантных кораблей. «Тяжело идет», произнес Ед Дурса. Его шлем треснул посередине из-за попадания из автопушки по щиту, который от этого врезался прямо в лицо. Из трещины лилась кровь, но глазные линзы уцелели. «Будет еще тяжелее», отозвался он. Что-то упало с неба и развалилось на части, катясь по пляжу и в равной мере раскидывая сооружение и тела. Оксиманду показалось, что это грозовая птица, но оно взорвалось до того, как он успел в этом убедиться. Разбился еще один десантно-штурмовой корабль, на сей раз громовой ястреб. Он рухнул жестко, носом вперед. Перед ним, словно пули, веером разлетелись осколки твердого морского сланца. Дюжина легионеров упала, сраженная на повал, словно снайперским огнем. Заостренный кусок угодил Оксиманду в лицевой щиток. Левая линза треснула, зрение замутнилось. Крыло корабля согнулось и пропахал осланец, опрокинув летающую машину на крышу. Второе крыло переломилось, будто гнилое дерево, когда она понеслась по песку, подскакивая крутящиеся и горящие останки врезались в группу сынов гора, и те исчезли в пламенном шаре, когда взорвались двигатели. Лопасти турбин разлетелись, словно мечи. «Обед луперкаля!» выругался Оксиман. «Никогда не думал, что меня обрадует роль пехотинца во время штурма», произнес Дурса, поднимая золотой символ, привязанный к рукояти щита. Оксиман покачал головой. «Нет», сказал он, «Гляди!» Три лендрейдера перед ними выглядели так, словно получили удар бойками стенобитного молота титана. Один был полностью выпотрошен, превратившись в почерневший остров, внутри которого остались только расплавленные трупы. Из второго, шатаясь, выбиралась горстка воинов, их доспехи были черными, изначально не от огня. «Разве юстерианцы не с первым капитаном?» спросил Дурса, узнав тяжелую броню терминаторов. «Не все», произнес Оксиман. «Волчьи флаги третьего лендрейдера пылали, его расколол жестокий удар. Гор стоял на одном колене, прижав руку с когтями к борту своего лендрейдера, словно скорбел об утрате. Бок темного доспеха лоснился от крови, его словно копье пронзил кусок трубы. «Луперкаль!» произнес Дурса, испытав благоговение при виде одного единственного воина среди столь масштабного побоища. «Но какого воина?» «Сыны Гора!» закричал Оксиман, проталкиваясь вперед. «Ко мне!» Изнутри лендрейдера повалил дым. Из него шагнули извращенные воины, тела которых были охвачены огнем. Линзы шлемов сияли белизной кости, оставленной в пыльных склепах. Не юстерианцы, нечто куда хуже. Как их там именовал Малогарст? «Луперки!» «Братья Волка!» Сергар Таргост назвал их иначе, когда сервитеры Нартециума наконец сняли швы, скрепляющие его горло. «Двойное пламя!» Теперь Оксиман знал почему. Их доспехи были совершенно черными, не выкрашенными в черное, как у юстерианцев, и почерневшими не от гибели машины, а от инфернального пламени варпа, которая горела внутри них. Первым вышел Гер Геродон. Оксимант все еще мог вспомнить два меча, вонзенный ему в грудь, и собравшуюся вокруг лужу крови, которой он истекал на полу мавзолитики. Окутавший броню огонь не заботил Геродона, как и семерых прочих, выбравшихся из обломков. Сыны гора построились рядом с Оксимантом, не меньше сотни воинов. Он не мог сказать точно из-за дыма. Каждый из легионеров видел то же, что и он, магистр войны в опасности. Механикум защитил транспорт Луперкаля от всего, кроме разве что ярости Титана. И все данные разведки утверждали, что ни один из имперских легио еще не вывел в поле сколько-либо крупные соединения машин. Так что же сотворило такое? Ответ не заставил себя ждать. Они вышли из дыма. Багряно-золотые гиганты с шарнирными суставами. С сегментированных панцирей горделиво не спадали знамена. Земля содрогалась от тяжелых ударов их когтистых ног и воющих трелей охотничьих горнов. Выставив перед собой потрескивающие копья и визжащие мечи, рыцари Молеха атаковали магистра войны. Тринадцать. Маяк. Загнанный волк. Я это сделал. Он набрал полные легкие, горячего, пропитанного металлом воздуха. Вдох обжигал, но альтернатива была хуже. В голове стучало, и казалось, будто кто-то вдавливает ему в левый глаз стальную иголку. Грудь болела, и казалось, что кто-то вдавливает в нее что-то существенно крупнее иглы. Вставай, раздался голос. Граэль Нактуа кивнул, хотя от этого движения иголка вошла еще глубже в мозг. Вставай, повторил Эзеки Лябаддон. Нактуа открыл глаза. Имперский опорный пункт. Внутреннее пространство выжжено и разрушено. Это сделал я. Был десантный штурм, и я убивал Талаксов. Он не думал, что разбитый командный центр заполнен отделением глянцево-черных терминаторов. На тактических пластинах их темных доспехов плясали коронные разряды. Нактуа чувствовал ледяной металлический привкус от телепортационной вспышки. Так маяк сработал, выговорил он. Практически единственное, что ты сделал как надо, сказал Абаддон, раздавая своим воинам указания на внутреннем фтонийском жаргоне. Юстерианцы здесь, и имперский фронт уже опрокидывается. Нактуа перекатился на бок. Он взмок от усилий, с которыми приходилось втягивать воздух. Он поднялся. От напряжения его едва не стошнило. В конце концов, выпрямившись, но не твердо стоя на ногах, Нактуа немедленно понял, в чем проблема. Ему уничтожили сердце. Умирающая женщина, офицер. Ее пистолет был чем-то большим, нежели просто лаз-пистолетом. Чем-то существенно большим, нежели просто лаз-пистолетом. Он глянул вниз и увидел аккуратное, прижженное отверстие в нагруднике и груди. Он знал, что если бы подобрал засевшую в ноге арматуру, то без усилий мог бы просунуть ее сквозь дыру в груди и спине. «Она меня подстрелила», произнес он. «Эта стерва меня подстрелила». «Насколько я слышал, ты ей сам позволил», сказал первый капитан, качая головой. «Глупо. Я отстаю от графика. И теперь Кибра, скорее всего, опрокинет свой фланг первым». Нактуа поискал умирающую женщину, но та была уже мертва. Ее голова лежала на плече под неестественным углом, поскольку это было все, что от нее осталось после попадания масса реактивных зарядов в грудь. «Ты легко отделалась», сказал он. Абаддон схватил Нактуа за наплечник и развернул. Терминаторский доспех первого капитана давал ему преимущество в росте на голову. Нактуа посмотрел снизу вверх в глаза, которые напоминали глаза волка на охоте, чья добыча грозит ускользнуть. «Верни своих людей обратно в бой», произнес Абаддон, «Иначе я закончу то, что она начала». «Да, первый капитан», ответил Нактуа. Рыцари устремились к магистру войны, и Ревен еще никогда не чувствовал себя столь уверенным и справедливым, предвкушая убийство. Его руки пылали от готовности стаберных пушек и трескучих энергетических петель кнута. Воины, стремившиеся к славе еще до того, как бич погибели, стал принадлежать ему, кричали на него, подавляя чувства своими раскатистыми боевыми кличами. Он слышал их голоса, хор бессловесной ярости. Никто из них никогда не совершал столь великого убийства, и каждому хотелось ощутить то, что ощущал Ревен. Он направлял их умения и силу, пользовался ими. Бич погибели был острием клинка, его копье было нацелено в сердце магистру войны. Эгелик и Беннон держались вплотную по бокам, головы опущены, ионные щиты выставлены перед сердцами. Цепные клинки жнецы отведены назад для удара. Он разразился диким хохотом. Он был имперским командующим, ему принадлежало право первого убийства, и каким обещало стать это убийство. Гора окружили воины, броня которых казалась горящей, но странное зрелище не замедлило Ревена. Сенсориум сообщил, что другие воины направляются спасти своего предводителя. Они опоздают. Он сжал кулак и с наплечной установки ударил пылающий поток высокоэнергетичных лазеров. Четверых черных воинов практически испепелило. Лендрейдер разрезала надвое. Гор поднялся на ноги, и хотя на нем и был шлем, Ревен мог вообразить страх в его глазах. Бич погибели щелкнул кнутом, и магистра войны швырнула на разбитый Лендрейдер. Он силился встать, а на его плечах и груди вспыхнули лиловые дуги молний. Плавающие перекрестья прицела Ревена сошлись на янтарном оке на груди магистра войны. Попался, произнес Ревен, дав волю яростной мощи оружия, которое берег для этого мгновения термального копья. Стремительные копья раскаленного как солнца света обвили Луперкаля. Но когда Аксиман проморгался, отогнав кружащие остаточные образы, то увидел вокруг своего господина и повелителя лишь тьму. Луперки прильнули к магистру войны, словно фанатики, которые умоляют возносящегося бога остаться. Они завыли, и Аксиман почувствовал, что дневной жар пропал. Время замедлилось, не так, как до этой поры бывало в пылу боя. Совсем не так. В сущности оно не столько замедлилось, никогда здесь не существовало. Не должно было и не могло существовать. Галактики могли бы возникнуть в круговороте, дойти в своем вращении до исчезновения, и это бы произошло в одно мгновение ока. Мясная муха могла бы взмахнуть крыльями, и на завершение движения ушла бы вечность. Это исходило от четверых воинов, окруживших магистра войны, словно они черпали его из некоего бездонного источника внутри себя. Или же какая-то ужасная сила тянулась сквозь них, позволяя Толике своего мира просочиться в этот. Стрелы убийственной энергии из орудий рыцаря вошли в луперков и исчезли. Они оказались поглощены, будто двойное пламя стало темными окнами в иное царство бытия. А затем все кончилось, и Оксиман пошатнулся, когда ход времени догнал его, а мир мгновенно вернулся в фокус. Он оперся на щит, сердце работало с натугой, словно оказалось в плену кожи, которая была ему слишком мала. Что? Это было все, что он успел сказать, прежде чем луперки разорвали объятия вокруг магистра войны. К доспеху луперкаля липли ручейки черного пламени, но он был жив. Рыцарь, возглавлявший атаку, замешкался, ошеломленный тем, что цель не погибла. Его орудия поднялись исправить эту ошибку, но секундная пауза уже лишила его единственного преимущества. И лишь эта секунда и требовалась гору. Я должен быть мертв. Нервные окончания горят. Боль. Боль, подобной которой он никогда не знал. Даже при нападении на купол возрождения не было настолько плохо. Он мог бы выдержать ожоги и физические травмы. Но колючее пламя от кнута рыцаря резало нервы, словно ликующие мучители. Я должен быть мертв. Нет времени размышлять о том, что это не так. Справься с болью. Загони ее вглубь. Перенеси ее позже. Луперки, Мала и Таргоста спасли его. Не было времени гадать, как именно. Отступление было невозможно. Ему причинили боль, и ему нужно было причинить боль в ответ. Оксимант и пятая рота приближались. Все кончится до того, как они доберутся к нему. Гор поднял взгляд на атакующих рыцарей. Я жив. Это был ваш единственный шанс. Луперки бросились от него, словно стая хищных птиц, выпущенных с гнезд на доспехе. Гораздо быстрее, чем должно двигаться что-либо живое. Там, где они вцепились в него, остались ожоги. Холодные ожоги. Гор двинулся следом, занося сокрушитель миров над головой. Первый рыцарь сделал шаг назад, и Гор рассмеялся. Испугался теперь? Взревел он. Шлем заполнился вопящим треском вокса. Он сорвал его и отшвырнул прочь. Луперки роились вокруг ног рыцаря, карабкаясь и прыгая вверх, уверенно хватаясь за кромки сегментированных пластин. По пути наверх они рвали, переламывали соединительные кабели, выдирали сервоприводы из цепки. Гер Геродон вскарабкался быстрее всех и вогнал когтистый кулак в пилотский отсек. Рыцарь щелкнул кнутом, бичуя самого себя, чтобы стряхнуть его. Приблизились другие рыцари, обходящие предводителя с боков. Приблизься, окажись внутри их зоны обстрела. Сфырканьем загрохотали пушки, дульное пламя перемалывало землю в пыль. Сплошные снаряды следовали за гором, но тот подставил между собой и обстрелом первого рыцаря. Заряды стаберов прошлись по панцирю ведущего рыцаря, и установки термального копья. Оружие взорвалось. Тело другого рыцаря врезалось в первого, раздавив еще двух луперков, которые умерли своим. Он вогнал ионный щит в броню предводителя, швырнув последних в воздух. Словно слезы хлынули стекло из маска. Показавшийся пилот был мрачным красавцем с жестокой улыбкой. Гор рассмеялся. «Ты все еще думаешь, что можешь меня убить?» Он поднырнул, когда рыцарь топнул ногой. Перекатившись, Гор поднялся на ноги и разорвал своей когтистой перчаткой пневматический узел в сочленении голени рыцаря. Тот пошатнулся. Гироскопические сервоприводы с визгом пытались удержать боевую машину в вертикальном положении. Третий и четвертый рыцари выходили на огневые позиции. Позади толкалось еще больше. «Продолжай двигаться. Не давай им прижать тебя на месте!» Гор петлял между ногами атакующих, будто волк-одиночка посреди стада. Однако создания из этого стада могли раздавить, сжечь и выпотрошить его. Топающие ноги давили землю. Вокруг били ревущие цепные клинки, превосходящие шириной спидер-дротик. Энергетический кнут ведущего рыцаря затрещал, проплаив на песке трехметровую стеклянистую борозду. Гор вскарабкался на грейферный механизм растопыренной ноги рыцаря. Он ухватился за ребристые кабели на голени и согнул ноги. Присев, он подпрыгнул так высоко, как только мог. Взмах сокрушителя миров. И коленный сустав взорвался. Нога рыцаря подогнулась, и тот пьяно оступился. Ни одна система стабилизации не могла его удержать. Рыцарь рухнул, его броня смялась, панцирь раскололся. Взорвались силовые ячейки орудийной установки, и поверженную машину окутало пламя. Гор увидел, как в кабине кричит сгорающий пилот. Упал еще один рыцарь. Верхняя часть его торса взорвалась вишнево-красным огненным шаром. Гор ощутил волну жара, не связанную с его уничтожением. По Черному пляжу с ревом двигался эскадрон из трех глеф, и их безумные мощные волкитные коронады окутывала колышущаяся марева от недавнего разряда. Громадные танки представляли собой разновидность разящего клинка, для производства которой требовался катастрофический объем ресурсов и квалификации. Лишь с великой неохотой Марс утвердил внедрение в легионы танка, несущего такое орудие. Лунные волки были одним из первых легионов, кто получил глефы, еще один знак благосклонности императора. За ними появились и другие танки, все сверхтяжелые, два эскадрона теневых мечей и кузенов глеф, собственно, разящих клинков. Из пушек вулканов ударили жгучие лучи, а турели ускорителей хлестнули бронебойными снарядами. Шум был оглушительный, грохот эхом отзывался от утесов. Три рыцаря оказались практически стерты с лица земли, а от них осталась лишь пара расплавленных ног и пара орудийных установок. Четвертый успел скинуть свой ионный щит достаточно быстро, чтобы отвести в сторону всю мощь снаряда повышенной плотности, который, тем не менее, полностью оторвал руку и большую часть плеча. Рыцари чудовищно превосходили огневой мощью, и им было об этом известно. Охотничий горн предводителя испустил воющий звук, и они отступили туда, откуда пришли. Посрамленные и сокрушенные, они оставили половину своих мертвыми и уничтоженными. Горф тянул пахнущий фицелином воздух, давая выход изнеможению и напряжению после боя. Маслянистый пот стекал по раскрасневшемуся лицу, собираясь в бороздок на броне, где запеклась кровь. Тело перегрелось, восстанавливая плоть. Движение с такой скоростью изнуряло, даже примарха. Он услышал лязг доспехов, и воины построились вокруг него, вогнав щиты в песок, чтобы создать импровизированное укрытие. Он уже знал, что в этом нет нужды. Сражение уже было выиграно. Об этом сообщила болтающаяся бусинка Вокса, которая повисла на вороте, когда он выбросил шлем. Обезглавливающий удар Нактуа разрушил центр и, скорее всего, убил старшего вражеского офицера. Телепортировавшиеся юстерианцы и катуланские налетчики зачищали траншеи, и эзекельскибры не давали пощады. Когда линия обороны оказалась брошена, по окровавленному пляжу двинулись тысячи бронемашин. Лендрейдеры, разящие клинки, Носроги, Сикараны и, наконец, Химеры, Ауксили, Литонана. За ними следовали хищники всех разновидностей, а также эвакуационные тягачи, разведывательные танки и машины пополнения запасов Троянец. На поле боя роились апотекарии, которые подбирали раненых, пока дым от бомбардировки сдувало в море. Горело множество остовок, устилающих побережье. «Тяжелая цена», произнес Гор, когда Аксиманд подошел к нему и вогнал свой щит в песок. Он закашлялся, во рту была кровь. «Сэр», сказал Аксиманд, «Сэр, вы ранены?» Гор покачал головой, а затем осознал, что да, его действительно ранили, сильно ранили. Он протянул руку и оперся на Аксиманда. Последний раз, когда он находился в окружении своих воинов и чуть не упал, кончился скверно для всех. «Я в порядке, маленький Гор». Они оба знали, что это ложь, но тем не менее сошлись на ней. Сразившись с десятью рыцарями, поинтересовался Аксиманд, «Правда?» «Я убил одного, а остальные бежали при виде меня». «Скорее всего, при виде глеф и разящих клинков», заметил Аксиманд. «Аккуратнее», произнес Гор, на мгновение сильнее, нажав на руку Аксиманда. «Будь я мелочен, мог бы решить, что ты принижаешь эту победу». Вняв предостережение у Луперкаля Аксиманд кивнул. «Вы уверены, что с вами все хорошо?» «Лучше, чем хорошо», ответил Гор. «Я победил». Черный песок побережья Авадона напоминал Граэлю Нактуа Аиствани 5. Однако, прометеевые костры, горевшие вдоль дороги от пляжа и построенные на ее краю трибуна, были в точности, как на Уланоре. Опустилась ночь, но небо до сих пор рассекали яркие, словно фосфорное пламя, следы падающих с орбиты облома. Над головой кружили грозовые орлы и огненные хищники, похожие на охотничьих птиц, которым не терпится вновь получить свободу. Возвышавшийся на узком полуострове Авадон был окутан тьмой. Его острые углы озарялись лишь лунным светом, отраженным в океане. Огни жилых башен города, памятников легионам и рынков практически полностью погасли. Тысячи жителей цеплялись за темноту в надежде, что легион обойдет их стороной. Завоевательская армия высадилась на Домесике и строилась вокруг Авадона, готовясь наступать на юг по сельскохозяйственному центру континента по направлению Клуперкалиев. Отделения поиска и разведки уже носились в воздухе, и к командованию легиона потоком лилась информация о диспозиции сотен тысяч солдат Молеха. Марниваль сопровождал магистра войны, шагающего среди построенных рот легиона. Он вновь обрел величественный вид, благодаря наспех произведенным ремонтным работам, пусть даже никакие из них не годились для нового сражения. Гор шел слегка прихрамовое, чего большинство не замечало, но для расчетливого взгляда на Ктуа это было ослепляюще очевидно. Прямо перед ними располагалась трибуна, построенная из обломков разрушенных опорных пунктов линии обороны. За ней выселось шесть титанов полководец смертоносный, четыре с графитово-золотой раскраской легио-вулканум, два в цветах ржавчины и костью вульпы. Лунный свет отражался от тяжелых пластинных брони. Орудийные установки испускали отработанные газы, словно жаркое дыхание зверя. На Дамасик высадилось двадцать шесть машин Титаникус, одиннадцать из них вулканум, шесть из интерфектор, четыре из вульпы и пять из Мортис. Самое крупное скопление титанов, какое Нактуа доводилось видеть после Иствана-3. Десять разбойников, будто громадные статуи, стояли в окраинных районах Авадона, а шесть псов войны, словно бдительные сторожевые собаки, бродили по краю сборной площадки. «Напоминает мне о триумфе», одобрительно произнес Эзекиль. «В том-то и идея», отозвался Луперкаль. «Разве триумфы обычно не устраивают после кампании?» спросил Нактуа. И первый капитан бросил на него рассерженный взгляд. Эзекиль не собирался быстро забывать о задержке, какой привела его рана от руки смертной. «Если только, ты не из-за требья фениксийца», сказал Кибре. «Это символично», Граэль, произнес Горд. «Мы покидали Уланор слугами императора. Покидаем Молях, мы будем своими собственными господами». Что-то в интонации магистра войны подсказало Нактуа, что это не вся правда. Однако предупреждающий взгляд Оксиманда удержал его от развития темы. Он кивнул и скрыл гримасу боли. Казалось, кто-то вгонял ему в грудь холодный, словно лед клинок. «Граэль», спросил Горд, сделав паузу и искоса посмотрев на него. «Ничего», ответил он, «сам виноват». «Не поспоришь», проворчал Эзекиль. Горд кивнул, и они двинулись дальше. Апотекарий, занимавшийся Нактуа в конце битвы, буквально требовал, чтобы тот покинул боевые порядки и отправился на операцию по имплантации сердца. Нактуа отказался от всего, кроме простейшего ухода. Он заставлял себя не отставать, чувствуя, как холодный клинок боли вкручивается вглубь пустоты в груди. Ощутив на себе чужой взгляд, Нактуа перевел глаза с магистра войны на воинов, стоявших вдоль его пути. Гер Геродон ухмыльнулся Нактуа так, что тому захотелось разбить ему лицо кулаком. Геродона окружали луперки в глухих шлемах, глаза которых заполняли помехи. Их было гораздо больше, чем Нактуа видел во время штурма варк Риксиа. Насколько далеко зашли Малагарст и Торгост в поисках тех, кто бы добровольно вызвался стать носителем пожирающих плоть убийц из варпа. Геродон оглянулся через плечо и приподнял брови. «Скоро ты станешь одним из нас», говорил этот взгляд, нерожденным, свободным от бремени. Эзекель, ты знал, что вы с этим городом тезки, поинтересовался магистр войны, когда они приблизились к трибуне. Нактуа отвернулся от Гера Геродона и постарался избавиться от мысли, что смотрит на собственное будущее. «А это так?» спросил первый капитан. «Я имею в виду Абаддон. Говорят, что Эзекель был древним пророком, хотя похоже, что он мог просто стать свидетелем одного из первых контактов старой земли с ксеноформами. «Мне попадалось несколько упоминаний об Абаддоне», сказал он. «Или же о Палеоне, или о Абаддоне, в зависимости от того, читаешь ли ты Септуагинту или Гекзаплу? Или это было Вульгата?» «Так много версий, и все они не сходятся друг с другом». «А кем был Абаддон?» спросил Кибр. «Или мы не хотим об этом знать?» Гор остановился у подножия лестницы на трибуну. «Он был ангелом, Фальк», сказал Гор. «Но пусть этот термин не вводит тебя в заблуждение. В те времена ангелы были пропитаны кровью. Они были десницей мстительного духа, который посылал их в мир людей учинять опустошение и убивать свою славу. Прямо, как про тебя сказано, заметил Аксимант, и все рассмеялись. Гор зашел на трибуну, но Марниваль не последовал за ним. Их место было здесь, незримо присутствовать за кулисами, пока Луперкаль наслаждается преклонением. Нактоа воспользовался моментом, чтобы оглядеть собравшихся легионеров. Сыны магистра войны тянулись вдаль, насколько хватало зрения. По меньшей мере 60 тысяч космических десантников. В традиционной системе оценки численности эта сила являлась мизерной для завоевания мира. Однако это был 16-й легион, сыны гора, и этого было более чем достаточно, практически переизбыток. Магистр войны занял центральную сцену, высоко подняв сокрушитель миров и свой коготь. Титаны полководят смертоносный и спустили из боевых горнов оглушительные звуки. И тысячи легионеров скинули кулаки в воздух при виде луперкаля. Из мира тьмы я соединил демонов и убийц в обличье волков. Гор махнул булавой вниз, и ночь обратилась в день, когда окружавшие авадон титаны разбойник открыли огонь из всех своих орудий. Они обрушили вниз непрерывный обстрел лазерами, ракетами и плазмой, пока город и все живое в нем не поглотила огненная смерть. Воксканалы передали голос магистра войны через горный титанов, и от его фразы Нактуа до костей пробрала дрожь. Так сгинут все, кто встанет против меня. Ягтон, произнес Локен, встав в дверях кают-компании Тарнхельма. С момента входа в варп странствующие рыцари проводили большую часть дня вокруг длинного стола, обмениваясь информацией о своих свершениях и опытом. Арис Войтек пересказывал историю штурма его легионам, кочевой флотилии ксеносов и людей. Его серворуки обрисовали маневры нескольких звездолетов. Рассказ стих, когда они увидели Локена. Гарвиль, отозвался Крус, если ты пришел закончить начатое, я не стану тебе мешать, парень. Может, я стану, сказал Брор Тюрфингер. Жаль, я пропустил первый раз, хихикнул Севериан. Локен покачал головой. Я здесь не для того, чтобы драться с тобой. Тогда чего ты хочешь? Соответствовать словам, которые сказал Калиону Завину. Услышав свое имя, бывший легионер Детей Императора поднял глаза, на мгновение отвлекшись от полировки своего клинка, сделанного из рубящего когти. И что ты ему сказал, поинтересовался Крус. Я сказал ему, что перед нами достаточно врагов, чтобы не выискивать их в собственных рядах. Тогда почему ты чуть не убил Яктона? Спросил Каин. Заткнись, Тубол, сказал Варин, заменяя заточенные зубья своего топора, который ни на толику не утратил смертоносной остроты. А что? возразил бывший Железный воин. Это уместный вопрос. Не в этом дело, отозвался Арис Войтек. Крус кивнул и, вынув ноги из-под стола, встал перед Локеном. На борту корабля легионеры не носили доспехов, и Локен видел, что тело в полуха жилисто и полно силы, словно закаленная сталь или высушенная сердцевина дерева. На нем была обтягивающая безрукавка и бежевые штаны, заправленные в доходящие до колен черные сапоги. На его лице почти не осталось следов от нападения Локена, только легкое изменение цвета кожи вокруг правого глаза. «Славные слова», произнес Крус. «Тяжело соответствовать с такой нехваткой доверия, а?» «Насколько это имеет значение, мне жаль», сказал Локен, садясь за стол. Крус отмахнулся от извинений и налил себе кубок воды. Он налил выпить и Локену, отчего тот не отказался. «Я ждал этих побоев с тех пор, как обнаружил, что ты жив, парень». «Я не понимаю только одного», произнес Локен. «Всего одного?» проворчал Крус. «Тогда ты знаешь больше меня, что же тебе непонятно?» «Если лорд Дорн велел тебе держать существование Мерсади в тайне, почему же ты рассказал мне о ней в крепости-тюрьме?» спросил Локен. «Ты мог просто сесть на борт Тарнхельма, и я бы так ничего и не узнал». «Секреты имеют свойство выплывать наружу», сказал Алан Нагай. «Для Круза было правильно заговорить в том месте и в то время. Круз кивнул. «Я прибыл на Титан вместе с лордом Дорном, чтобы убить человека». «Кого?» «Соломона Восса. Помнишь такого?» Локен кивнул. Никогда его не встречал, но слышал имя на борту Мстительного Духа. «Хороший человек. Слишком хороший. Думаю, потому-то Луперкаль и держал его при себе так долго, перед тем, как отправить обратно к нам». Восс не сделал ничего плохого, однако мы не могли оставить его в живых. Гор знал об этом. Знал, что оно ляжет тяжким грузом на того, кто взмахнет клинком, кто бы это ни был. И, как говорит Алтон, секреты имеют обыкновение выплывать наружу. Чем они больше, тем вероятнее, что они проявятся именно тогда, когда ты этого не хочешь. Какое отношение Соломон Восс имеет к Мерсаде? Круз нагнулся над столом, опершись на него руками. «Чтобы не было никакого недопонимания, я собираюсь говорить очень прозрачно», сказал он. «Горстка нас отправляется обратно, сразиться с магистром войны. Шансами на то, что мы вернемся живыми, можно буквально пренебречь. Я подумал, что ты заслужил узнать, что она еще жива перед уходом». Локен с каменным лицом откинулся назад. «Лорд Дорн убьет и ее». «Полагаю, он об этом думал». «Что же его остановило?» спросил Рубио. «Это ты, Малификарум», сказал Брор Тюрфингер. «Ты нам и скажи». Рубио бросил на Брора раздраженный взгляд, но ультрамарская добродетельность удержала его от обмена оскорблениями с фениксийцем. «Сострадание», произнес Завис, откладывая меч. «Не то качество, которого бы я ожидал от владыки Кулаков. Но возможно, что он не настолько высечен из камня, как мы все думали». «Казнь Соломона Воса причинила примарху больше боли, чем вам известно», сказал Круз. «Очередная отметка в мясницком списке Луперкаля. Новая кровь на его руках». Они погрузились в молчание, пока Локен не вынул футляр, который ему дал о Мерсаде. Он положил его на стол и толкнул по направлению к Крузу. Вполуха заметил это и настороженно оглядел коробочку. «Что это?» «Не знаю. Мерсаде сказала, чтобы я передал его тебе». «Ну так ради трона, открой ее», произнес Варин, когда Круз не притронулся к коробке. «Проклятие! Не держи нас в неизвестности!» Круз раскрыл футляр и озадаченно нахмурился. Он вынул оттуда спрессованный диск затвердевшего красного воска, прикрепленный к длинной полоске пожелтевшей бумаги. «Клятва момента!» сказал Тубал. «Она моя!» произнес Круз. «Конечно, она твоя!» отозвался Брор. «Локен только что тебе ее отдал». «Нет, я имею в виду, что она моя!» сказал Круз. «Я ее сделал в свое время. Я узнаю собственную печать, увидев ее». «К какому поступку она тебя принуждает?» поинтересовался Тубал Каин. Круз покачал головой. «Ни к какому. Она пуста. Я ее сделал в дни перед Истванской компанией, однако так и не дал клятву на то сражение. Ты отдал ее Мерсаде?» спросил Локен. «Нет, она была в моем арсенале», сказал Круз, вертя печать своими узловатыми руками. «Госпожа Алитон говорила что-нибудь о том, зачем это должно быть у меня». «Она верила напомнить тебе, что ты уже не в полуха, что твой голос прозвучит громче, чем чей-либо еще в Легионе». «Что это значит?» спросил Арис Войтек. «Будь я проклят, если знаю», отозвался Круз. «Гарвиль!» «Что еще она сказала?» Локен не отвечал, глядя на стоявший в тени призрак фигуры в капюшоне, которую, как ему было известно, не увидит никто из остальных. Фигура медленно покачала головой. «Ничего», произнес он, «больше она ничего не сказала». Субтитры создавал DimaTorzok. «Соггинская пакет-пакет» «С firewall в капюшоне во многом доме», июля « Facebook», «Моя верила напомнить тебе, «БУF», «БУF». «БУF». «БУF», «БУФ». «БУФ». «БУф», «БУФ». «БУФ». «БУФ», «БУФ». «БУФ». Продолжение следует...